Чарльз Диккенс. Повесть о двух городах. Эта повесть посвящается лорду Джону Расселу в знак памяти о многочисленных заслугах перед обществом и о внимании многократно оказанном автору. Предисловие автора. Основная мысль этой повести явилась у меня впервые, когда я вместе с детьми и знакомыми участвовал в представлении драмы Уилки Коллинза «Оледенелая пучина». Стремясь к воплощению своей роли, я с особенной вдумчивостью и интересом нарисовал в своем воображении картину того душевного состояния, которое мне предстояло воспроизвести перед наблюдательным зрителем. Когда эта мысль стала выясняться, она мало-помалу приняла ту форму, в которую вылилась окончательно. Я всецело находился во власти своего замысла, пока приводил его в исполнение. Все, что выстрадано и пережито на этих страницах, было прочувствовано мной. Все это пережил и перестрадал я сам. Все приводимые мной подробности, не исключая из самых мелких, о состоянии французского народа до и во время революции, вполне достоверны, ибо основаны на свидетельстве очевидцев, заслуживающих безусловного доверия. Я, между прочим, льстил себя надеждой, что эта книга поможет широкому кругу читателей составить себе картину внешней стороны того страшного времени. Что же касается до внутреннего его понимания, то после удивительной книги господина Карлиэля вряд ли кто может надеяться сказать в этой области новое слово. Тевисток Хаус, Лондон, ноябрь 1850 года Часть первая. Возвращается к жизни. Глава первая. Время действия. Это было лучшее из всех времен. Это было худшее из всех времен. Это был век мудрости. Это был век глупости. Это была эпоха веры. Это была эпоха безверия. Это были годы света. Это были годы мрака. Это была весна надежд, это была зима отчаяния. У нас было все впереди. У нас не было ничего впереди. Все мы стремительно мчались в рай. Все мы стремительно мчались в ад. Словом, то время было так похоже на наше, что наиболее крикливые его представители требовали, чтобы к нему применялось и в дурном, и хорошем, лишь превосходная степень сравнения. На английском престоле восседал король с широкой челюстью и королева с некрасивым лицом. На французском престоле восседал король с широкой челюстью и королева с красивым лицом. В обоих государствах вельможи и лорды, обладатели благ земных, были твердо убеждены, что все благополучно и прочно установлено раз и навсегда. То было лето от Рождества Христова, 1775-е. И в ту благополучную эпоху, так же, как и в нынешнюю, Англии были неспосланы особые откровения свыше. Миссис Соускотт только что отпраздновала 25-й день своего благословенного рождения, хотя некий пророк из солдат Лейбгвардии предсказал, что все уже готово для того, чтобы в этот самый день Лондон и Вестминстер провалились сквозь землю. Миссис Соускотт, 1750-1814 годы жизни. Религиозная фанатичка, якобы обладавшая даром пророчества и другими сверхъестественными способностями. Имела до ста тысяч последователей. Призрак, появлявшийся на улице Коклейн, всего только лет 12, как был укращен, простучав все, что имел сообщить человечеству совершенно так же, как в прошлом году новоявленные духи выстукивали свои сообщения, мимоходом сказать, доказав этим сверхъестественное отсутствие всякой оригинальности. Привидение, появлявшееся на улице Коклейн, возбуждало много толков в Лондоне в 60-х годах XVIII века. Впоследствии выяснилось, что в роли привидения фигурировала молодая девушка, а целью появления мнимого призрака был шантаж. Другие сообщения, уже не столь сверхъестественным образом, начали с некоторых пор приходить по адресу английского народа и английских властей от Конгресса британских подданных, находившихся в Америке. И как это ни странно, эти сообщения оказались несравненно более важными для человечества, нежели все, что до сих пор человечеству приходилось выслушивать от духов и призраков, коклейнских и иных. Английские колонисты в Северной Америке протестовали против вмешательства Англии во внутреннюю жизнь колоний, против вводимых налогов и прочего. Эта оппозиция закончилась войной за независимость и полным отпадением североамериканских колоний от Англии. Франция, по части спиритических откровений, вообще менее взысканная небесами, чем ее заморская сестра, полегоньку катилась себе под гору, фабрикуя бумажные деньги и транжиря их. Под руководством христианских своих пастырей забавлялась она, между прочим, и такими гуманными развлечениями. Приговаривала юношу к отсечению обеих рук, вырыванию языка клещами и сожжению туловища живьем за то, что он не встал на колени в грязи под дождем, в то время как на расстоянии пятидесяти или шестидесяти шагов от него проходила процессия монахов. Очень вероятно, что в ту пору, когда казнили этого страдальца, где-нибудь в лесах Франции или Норвегии росли те самые деревья, уже отмеченные дровосеком судьбой. Деревья, из которых потом вырежут бревна, напилят доски и построят некую переносную машину с падающим ножом, столь страшную в истории человечества. Очень вероятно, что в тот самый день где-нибудь в сараях у земледельцев, обрабатывающих тяжелую почву ближайших окрестностей Парижа, стояли запрятанные от дождя грубые телеги, забрызганные деревенской грязью, и свиньи обнюхивали их, а куры несли в них яйца, а хозяйка смерть уже отметила их для перевозки осужденных на казнь во время революции. Но и дровосек, и хозяйка, хоть и работают беспрерывно, но работают тихо, и никто не слыхал, как бесшумной поступью они продвигались вперед. Тем более, что если бы кто осмелился заявить об их приближении, того провозгласили бы безбожникам и предателям. В Англии тоже жилось не слишком безопасно и спокойно. Оснований для национальной гордости было немного. В самой столице каждую ночь совершались дерзкие грабежи, вооруженные люди врывались в дома, разбойники грабили по дорогам. Семейным людям официально рекомендовалось не иначе выезжать за город, как сдав свою городскую движимость на хранение в мебельные склады. Разбойник, выезжавший ночью на большую дорогу, днем мирно торговал в Сити. А когда его же собрат по торговле, на которого он нападал под видом капитана, узнавал его и называл по имени, капитан благороднейшим образом простреливал ему череп и уезжал. На почтовую карету однажды напало семеро. Кондуктор троих уложил на месте, остальные четверо уложили его самого, потому что у него не хватило зарядов, после чего они преспокойно ограбили почту. Сам великолепный вельможа, лондонский лорд-мэр, ехавший через Тернгемский выгон, был остановлен одним разбойником, который без всякой церемонии обобрал высокопочтенного сановника в присутствии всей его свиты. Лорд-мэр – городской голова лондонского Сити. В лондонских тюрьмах узники учиняли настоящие битвы со сторожами, а представители закона палили в них из мушкетов. Воры ухитрялись отрезывать бриллиантовые звезды с благородных лордов, являвшихся ко двору на торжественные приемы. Мушкетеры входили в церковь Сент-Джайлса в поисках контрабандных товаров, и при этом простой народ стрелял в мушкетеров, а мушкетера стреляли в народ, и всем это казалось в порядке вещей. И среди всей этой суеты без устали работал палач. Работы у него было по горло, а дела не улучшались нисколько. Он был нарасхват. То вздернет гуртом целую гирлянду самых разнородных преступников, то повесит в субботу разбойника, пойманного не дальше, как во вторник, то на площади у Ньюгетской тюрьмы сожжет десятки людей, то у ворот Вестминстера спалит пачку бумажных памфлетов. Нынче казнит страшнейшего злодея и убийцу, а назавтра — жалкого воришку, стащившего шесть пенсов у мужика-батрака. Ньюгетская тюрьма. Старинная тюрьма, расположенная в центре Лондона и очень плохо содержавшаяся. Во второй половине девятнадцатого века она была снесена. Все эти факты и тысячи им подобных происходили в благословенное лето от Рождества Христова 1775-е, да и немного позже. В такой обстановке, пока таинственный дровосек и хозяйка действовали неслышно и невидимо, те двое с широкими челюстями и другие двое, одна с некрасивым, а другая с красивым лицом, шествовали своим путем довольно шумно, широко пользуясь своими божественными правами. Таким-то образом этот 1775 год вел предназначенными им дорогами как этих высоких особ, так и мириады всякой мелкоты, в том числе и тех мелких существ, о которых будет речь в этой летописи. Глава вторая Почтовая карета Поздним вечером, в конце ноября, в пятницу, перед глазами первого из действующих лиц нашей повести тянулся Дуврский тракт. Это действующее лицо шагало по жидкой грязи рядом с почтовой каретой, медленно взбиравшейся по Казагору, шутер с Хилла. За ним плелись и остальные пассажиры. Прогулка при таких обстоятельствах не доставляла никакой приятности. Но подъем был так крут, дорога так грязна, дилежансы сбруя так тяжелы, что лошади уже три раза останавливались, не считая того случая, когда они рванули карету в бок с мятежным намерением отвезти почту обратно в Блэкхис. Но вожжи и хлыст, кучер и кондуктор соединились вместе и прочли им ту статью военного устава, которая запрещает всякую попытку к мятежу. И хотя в этом случае бессловесные твари явно подтверждали мнение, будто они тоже одарены разумом, тем не менее они смирились и снова принялись исполнять свои обязанности. Понуря головы и потрясая хвостами, месили они глубокую грязь, спотыкаясь и барахтаясь всем телом, как будто угрожая развалиться на главные составные части. Каждый раз, как кучер давал им вздохнуть и останавливал карету, сдержанно произнося «Ну-ну, смирно!» Передняя лошадь выразительно мотала головой, гремя всем, что было на ней напутано, как бы желая сказать, что, по ее мнению, втащить карету на гору никак нельзя. И каждый раз, как передняя лошадь производила такое громыхание, пассажир нервно вздрагивал и смущался в душе. Все лощины были полны тумана, который тоскливо всползал вверх по откосам холма, как нечистый дух, ищущий покоя и не находящий его. Туман был липкий, пронзительно холодный и клубился в воздухе слоями, медленно надвигая один слой на другой, подобно волнам какого-то ядовитого моря. Он был так густ, что заслонял все окрестные виды, и свет каретных фонарей только и освещал сами фонари до нескольких ярдов дороги. А пар, валивший от лошадей, смешиваясь с окружающим туманом, производил такое впечатление, как будто и весь туман шел от них же. Двое других пассажиров, помимо того одного, также брели в гору рядом с каретой. Все трое были закутаны по самые уши и даже выше. Все трое были в высоких ботфортах. Ни один из них не мог бы догадаться, на что похож каждый из других сам по себе, и так же тщательно кутал от спутников в свое звание и образ мыслей, как и свою внешность. В ту пору путешественники неохотно друг с другом знакомились, так как всякий встречный на большой дороге мог оказаться разбойником или в стачке с разбойниками. На каждой станции, на каждом почтовом дворе и в каждом придорожном кабаке был кто-нибудь на жалование у капитана. И такими подручными его агентами бывали не только мелкие слуги и конюхи, но и сами хозяева гостиниц. Так что подобное предположение всегда было в высшей степени вероятно. Так, по крайней мере, думал про себя кондуктор дуврского дилижанса в ту пятницу вечером в конце ноября 1775 года, стоя на своей подножке позади кареты, топчась от холода на месте, зорко глядя вперед и одной рукой придерживаясь застоявший перед ним ящик с оружием, где сверху лежал заряженный мушкетон, под ним штук шесть или восемь заряженных сидельных пистолетов, а на дне еще слой кортиков. Дуврский почтовый дилижанс находился в своем нормальном состоянии в том отношении, что кондуктор подозрительно косился на пассажиров, а пассажиры друг на друга и на кондуктора. Все подозревали всех, и кучер был уверен только в своих лошадях. И с чистой совестью присягнул бы и на ветхом, и на новом завите, что эти скоты никуда не годились. — Ну-ну, — сказал кучер, — пошевеливайся, поднатужьтесь еще маленько, тогда и доберемся до вершины, провал бы вас взял, намучился я с вами. — Джо! — Ну! — отозвался кондуктор. — Ты как думаешь, Джо, который теперь час? — По крайней мере, минут десять двенадцатого. — Ишь ты! — молвил кучер с досадой. — А все еще не въехали на шутера в холм. Эй, ну-ну, вперед, что ли! Передняя лошадь только что принялась с величайшей энергией отрицательно трясти головой, как удар хлыста помешал ей продлить это заявление. Она дернула вперед, и остальные три лошади последовали за ней. Дуворский дилижанс опять тронулся в гору, и сапоги пассажиров снова начали месить грязь. Они останавливались в одно время с ним и не отставали от него ни на шаг. Если бы хоть один из них отважился предложить к которому-нибудь из спутников пройти немножко вперед, туда, где было темно и туманно, его, вероятно, тотчас пристрелили бы как разбойника. Последнее усилие вывезло, наконец, почтовую карету на вершину горы. Лошади остановились отдохнуть, а кондуктор соскочил с подножки, затормозил колесо для спуска под гору и отворил дверцу кареты, чтобы впустить туда пассажиров. — Тссс, Джо! — окликнул его кучер тоном предостережения и, глядя, скозил вниз. — Ты что говоришь, Том? Оба прислушивались. — Я говорю, Джо, что за нами в гору мчится конь, рысью, слышишь? — А я говорю, вскачь! — отвечал кондуктор, выпустив из рук дверцу и вскакивая на свое место на запятках. — Джентльмены, именем короля, приготовьтесь! После такого поспешного воззвания он взвел к уроку своего мушкетона и приготовился к обороне. Пассажир, помянутый в начале этой главы, стоял на подножке, собираясь войти в карету. Двое других намеревались последовать за ним. Но он все еще стоял на подножке, наполовину просунувшись внутрь экипажа, а остальные оставались внизу на дороге. Все они посматривали то на кондуктора, то на кучера и прислушивались. Кучер оглянулся назад, кондуктор обернулся в ту же сторону. Даже рьяная передняя лошадь повернула голову туда же и, насторожив уши, никому на этот раз не противоречила. Тишина, наступившая после того, как дилежанс перестал скрипеть и грохотать, казалось, еще усиливала тишину самой ночи и впечатление общего безмолвия. Дыхание усталых лошадей сообщало карете легкое сотрясение, как будто она сама была в тревоге. У пассажиров сердца бились так шибко, что их почти можно было слышать. Во всяком случае, в затишье явственно можно было различить ускоренное и вместе с тем сдержанное дыхание людей, кровь которых обращалась быстрее и от подъема в гору, и от напряженного ожидания. Между тем слышен был бешеный голоб, мчавшийся вверх по косогору лошади. — Го-го! — крикнул кондуктор, нараспев и как можно громче. — Эй вы, кто там? Стой! Не то буду стрелять! Лошадь замедлила бег, шлепая по лужам и расплескивая грязь, и из тумана раздался человеческий голос. — Это ли почтовая карета в Дувр? — А тебе что за дело? — возразил кондуктор. — Ты кто такой? — Это ли Дуврский почтовый дилежанс? — Зачем тебе? — Мне нужно видеть одного из пассажиров, коли это почта. — Которого пассажира? — Мистера Джервиса Лори. Отмеченный нами пассажир тотчас заявил, что его так зовут. Кондуктор, кучер и остальные два пассажира взглянули на него недоверчиво. — Стой где стоишь! — крикнул кондуктор по направлению голоса из тумана. — Не то я неравно ошибусь, и тогда тебе не сдобровать. — Джентльмен по имени Лори, отвечайте ему. — В чем дело? — произнес пассажир робким и дрожащим голосом. — Кто меня спрашивает? — Джерри, это вы? — Не нравится мне голос Джерри, коли это точно Джерри, пробурчал себе под нос кондуктор. — Больно уж он хрипло говорит этот Джерри. — Точно так, мистер Лори. — Что случилось? — Дипешу вам привез, вдогонку послали, от Т и Ко. — Кондуктор, я знаю посланного, сказал мистер Лори, слезая с подножки на дорогу, причем двое других пассажиров, скорее быстро, чем вежливо помогли ему в этом, немедленно сами влезли в карету, захлопнули дверцу за собой и подняли оконное стекло. — Позвольте ему подъехать поближе, опасности нет никакой. — Будем надеяться, что нет, хотя я и не больно в этом уверен, проворчал кондуктор. — Эй, вы! — Я что ли? — сказал Джерри еще более хриплым голосом. — Подъезжайте шагом, слышите вы, что я говорю. И коли у вас есть кобуры у седла, уберите от них руки подальше, а не то смотрите у меня. Я человек горячий и могу ошибиться, того и глядив, сажу в вас пулю невзначай. Ну, дайте на себя поглядеть. Из тумана медленно выделилась фигура всадника и его лошади, тихим шагом подъехавшие к дилежансу с той стороны, где стоял пассажир. Всадник нагнулся, взглянул на кондуктора и подал пассажиру сложенную бумажку. Лошадь его тяжело дышала, и оба они, конь и ездок, были покрыты грязью от копыт лошади до шляпы ездока. Кондуктор, произнес пассажир тоном успокоительным, деловым и конфиденциальным. Бдительный кондуктор, держа правую руку на курке, а левый, ухватившись за ствол приподнятого мушкетона и не спуская глаз ездока, отрывисто отвечал. Сэр, вы ничего не опасайтесь. Я служу в банке у Тельсона. Вам Тельсона в Лондоне. Я еду в Париж по делам, дам крону наводку. Можно мне это прочесть? Коли недолго, так читайте, сэр. Пассажир развернул бумажку и при свете каретного фонаря прочел сначала про себя, потом вслух. В Дувре подождите барышню. — Видите, кондуктор, уж кажется недолго. Джерри, скажите, что мой ответ таков. — Возвращен к жизни. Джерри привскочил на седле. — Вот так ответ диковинный, произнес он совсем охрипшим голосом. — Так и скажите им от меня, тогда они будут знать, что я получил их записку. Все равно, как бы я написал ответ. — Возвращайтесь назад как можно скорее. Прощайте. С этими словами пассажир отворил дверцу и полез внутрь дилижанца. Остальные пассажиры и не думали ему помогать. Еще раньше они поскорее спустили и запрятали в сапоги свои часы и кошельки, а теперь притворялись спящими без всякого иного повода, кроме желания избегнуть каких бы то не было действий. Почтовая карета потащилась дальше, и по мере того, как спускалась с холма, туман обступал ее все гуще. Кондуктор вскоре положил мушкетон обратно в оружейный ящик, предварительно осмотрев, все ли там в целости. Потом освидетельствовал запасные пистолеты, бывшие у него за поясом, и, наконец, осмотрел небольшой сундучок, бывший у него под сиденьем, и содержавший кое-какие кузнечные инструменты, пару факелов и коробку с огнивом. Он был человек исправный и запасливый, так что, если бы, по чечаянии, каретные фонари потухли или разбились во время бури, что тоже иногда случалось, ему стоило только хорошенько затвориться от ветра внутри дилежанца, высечь огня, изловчившись, чтобы искры не попали в наваленную на полу солому, да и зажечь свечку. При особенно благоприятных условиях эту операцию возможно было произвести в каких-нибудь пять минут. — Том! — в полголоса окликнул он кучера через верх кареты. — Ну, Джо! — Ты слышал, какой ответ посылали? — Слышал, Джо! — Как, по-твоему, что оно означает, Том? — Да ничего! — Слово в слово, — молвил кондуктор задумчиво, и мне то же самое показалось. Тем временем Джерри, оставшись один в темноте и тумане, слез с лошади, желая не только облегчить измученную животину, но и самому маленько оправиться. Он обтер грязь с лица, вылил воду с полей шляпы, шляпы, которая могла вместить до трех бутылок жидкости, и, перекинув поводья через руку, густо замазанную грязью, подождал, пока замолк в отдалении грохот колес почтовой кареты. Когда все снова стихло, он повернулся и пешком пошел вниз по дороге, видя лошадь за собой. — После такой скачки от самой заставы темпла, небось, станешь припадать на передние ноги, старушка, так уж я до тех пор на тебя не сяду, пока не выйдем на ровную дорогу, — хрипло сказал гонец, глядя на свою кобылу. В старину на главных улицах ведущих в Сити были устроены заставы. Одна из них находилась у темпла, бывшего сначала монастырем рыцарского ордена тамплиеров, а впоследствии собственностью адвокатской корпорации. — Возвращен к жизни. — Ишь ты, какой чудной ответ! Кабы это часто случалось, плохо бы тебе пришлось Джерри. Ась, кабы вдруг вошло в моду возвращать к жизни Джерри, это была бы совсем неподходящая для тебя статья. Глава третья Ночные тени Достоин размышления тот удивительный факт, что каждый человек по самой сущности своей представляет тайну и загадку для всякого другого человека. Когда я ночной порой въезжаю в большой город, на меня особенно глубокое впечатление производит мысль, что в каждом из этих мрачно толпящихся домов заключается свой особый секрет, что в каждой комнате каждого из них своя тайна. И сколько бы сотен тысяч сердец не билось в этих домах, каждая из них хоть в каком-нибудь отношении хранит свой секрет от ближайшего к нему сердца. Благоговейный ужас, навеваемый такими размышлениями, имеет нечто общее с таинственной загадкой смерти. Вот дорогая книга, которую я так любил и надеялся прочесть подробно и до конца закрылась для меня. И никогда больше не стану я ее перелистывать. Никогда больше не могу заглядывать в бездонную глубь тех вод, где при свете случайно проникавших туда лучей виднелись мне потопленные дивные сокровища. «Было предназначено, чтобы эта книга внезапно захлопнулась на веки веков, тогда как я успел прочесть только одну страницу. И было предназначено, чтобы та вода превратилась в вечный лед, и мороз сковал ее в непроницаемую глыбу, пока свет играл на ее поверхности, а я стоял на берегу и ничего не понимал. «Умер мой друг, умер мой ближний, умерла моя возлюбленная, сокровище моей души». И этим неумолимо подтверждается и продолжается на все будущие века тот секрет, который всегда заключался в личности того или другого человека, секрет, который и я буду всегда носить в себе до конца моей жизни. Проходя мимо многих кладбищ этого города, я сознаю, что ни один из покоящихся там не более загадочен для живущих людей, чем каждый из живущих людей для меня, да и для каждого из них. Что до этого естественного и неотчуждаемого наследия человеческой натуры, верховой гонец был одаренным в такой же степени, как и сам король, его первый министр и богатейший из лондонских купцов. То же можно сказать и о трех пассажирах, запрятанных в тесном пространстве старого расшатанного почтового дилижанса. Друг для друга они были такой же непроницаемой и тайной, как будто каждый из них ехал отдельно, в собственной карете шестериком и при том по различным дорогам. Гонец ехал назад рысцой, нередко останавливаясь у придорожных кабаков, чтобы выпить, но он не выказывал желание поболтать, а надвигал себе на глаза шляпу как можно ниже. Эти глаза были под стать его шляпе, такие же черные, неглубокие, выцветшие. Они сидели очень близко друг к дружке, как будто боялись быть пойманными в одиночку, а потому и подвинулись поближе один к другому. Выражение их было зловещее, и они мрачно выглядывали из-под старой большой треугольной шляпы, из разряда тех, что так похоже на плевательницу, а вокруг его шеи был повязан огромный шарф, спускавшийся почти до самых колен и закрывавший всю нижнюю часть его лица. При остановках для выпивки он левой рукой отворачивал шарф только на то время, пока вливал в себя жидкость правой рукой, и тотчас после этого опять закутывал свой подбородок. — Нет, какова штука, — говорил гонец, размышляя все на ту же тему и едучи путем дорогой. — Нет, Джерри, это для нас статья неподходящая. Мы с тобой честные промышленники, Джерри, но в нашем деле это совсем не кстати. Возвращается, ишь ты! Ей-богу, должно быть, он это сказал с пьяных глаз. Ответ, который поручили ему передать, озадачил его до такой степени, что он несколько раз хватался за шляпу с намерением почесать в голове. За исключением макушки, почти совсем плешивой, остальная голова была покрыта жесткими щетинистыми черными волосами, которые росли очень низко почти до самого носа, широкого и приплюснутого. Волосы его казались изделием кузницы. Они были похожи на утыканный гвоздями забор. Играя с ним в чехарду, самый искусный прыгун мог бы убояться перескакивать через его голову из-за опасения наткнуться на острия. Пока он ехал рысцой, с ответом, который должен был передать ночному сторожу, караулившему в будке у двери Тельсонова банка, что близ темплских ворот, этот сторож обязан был передать ответ властям, заседавшим в недрах конторы. Ночные тени по сторонам дороги принимали в глазах всадника различные призрачные формы, соответственные смыслу везомого им загадочного ответа. А кобыле, вероятно, чудилось тоже что-нибудь страшное, а на то и дело шарахалось в сторону. Тем временем почтовый дилежант сгрохотал, скрипел, качался и подскакивал дальше на своем гремычном пути, заключая в своих недрах все те же три неисповедимые загадки. Ночные тени осаждали и их, выводя перед их сонными глазами и взбудораженным мозгом всевозможные видения и образы. Тельсонов банк играл значительную роль в этих снах. Служивший в банке пассажир сидел, просунув руку в кожаную петлю и держась за нее так крепко, чтобы по мере возможности не стукаться о своего соседа и усидеть в своем углу в тех случаях, когда карету встряхивало с особой силой. Сидел он с полузакрытыми глазами, и сквозь ресницы слабо мерцали перед ним боковые окошечки кареты и передний фонарь, и смутно чернела грузная фигура пассажира, сидевшего напротив. Мало-помалу эта закутанная фигура превратилась в банкирскую контору и стала вершить крупные дела. Дребезжание кареты обратилось в звяканье деньгами, и в течение пяти минут по векселям были выплачены такие суммы, каких у Тельсона не выдавали и в четверть часа, даром, что у него было довольно сношение с английскими и заграничными банками. Потом открылись перед ним кладовые в подвальном помещении Тельсона со всеми известными ему в этих пределах сокровищами и тайнами. А это совсем не безделица. И он ходил среди них со связкой тяжелых ключей и с тускло мерцавшей свечой и нашел, что все там цело, крепко, надежно и тихо, как он видел в последний раз. Но хотя банк почти неотлучно участвовал во всех его грезах, да и дилежанс тоже смутно чувствовался все это время, наподобие того, как под влиянием наркотического средства все-таки смутно ощущается боль. Было еще одно ощущение, непрерывной нитью, проходившее через все остальное. Ему чудилось, что он едет откапывать кого-то из могилы, которая из лиц вереницей, возникавших перед ним в мелькании ночных теней, принадлежала тому, кого он должен был выкопать, он не знал. Ночные тени не указывали этого. Все они были лицом человека в возрасте около сорока пяти лет, и главное различие их состояло в том, какие страсти выражались на этом лице, и какова была степень его изможденности, бледности и худобы. Гордость, презрение, гнев, упрямство, покорность, смирение, попеременно отражались на этом лице совпалыми щеками, землистым оттенком кожи и с сохшими руками и телом. Но в главных чертах лицо с его преждевременно седыми волосами было все одно и то же. Сто раз дремавший пассажир обращался к этому призраку с вопросами. «Давно ли вы погребены?» И ответ был все тот же. «Почти восемнадцать лет назад». «Вы потеряли надежду, что вас когда-нибудь отроют?» «Давно потерял». «Вам известно, что вы возвращаетесь к жизни?» «Так говорят». «Надеюсь, что вам хочется жить». «Не могу сказать». «Показать вам ее? Хотите ее увидеть?» На этот вопрос ответы получались разные, иногда противоположные. Говорилось и так. «Постойте, если я ее увижу слишком скоро, это может убить меня». Иногда призрак разражался потоком слез и нежно произносил. «Ведите меня к ней!» Иногда он был ошеломлен и, уставившись глазами в пространство, отвечал. «Я не знаю, кто это. Не понимаю». После такого воображаемого разговора пассажир мысленно принимался рыть то заступом, то большим ключом, то просто руками, стараясь выкопать из земли это несчастное существо. Вот оно, наконец, извлечено из могилы. На лице и в волосах приставшие комья земли, и вдруг оно распадается в прах. Пассажир вздрагивал, просыпался и опускал оконное стекло, чтобы ощутить наяву реальное впечатление туманной сырости и дождя у себя на щеках. Но даже и тогда, когда он с открытыми глазами смотрел на дождь и туман, на движущийся круг света, отбрасываемый фонарем, на полосу придорожной изгороди, мелькавшей мимо, ночные тени внешнего мира путались с ночными тенями его душевного состояния. Он ясно помнил банкирскую контору у Темблских ворот, и то, что он вчера там делал, и кладовые подвального этажа, и нарочного, присланного за ним вдогонку, и посланный ответ, все это представлялось ему вполне реально. Но среди всех этих фактов действительности вставал вдруг призрачный образ, и опять он вопрошал его, давно ли вы погребены? Почти восемнадцать лет назад. Надеюсь, что вам хочется жить. Не могу сказать. И снова он роет и роет, пускает в ход и заступы, пальцы, пока нетерпеливое движение которого-нибудь из спутников не напомнит ему, что пора закрыть окно. Он поднимает стекло, продевает руку временную петлю, усаживается плотнее в угол, и начинает разглядывать своих двоих задремавших соседей, пока нити размышлений не приводят его опять к банкирской конторе и к могиле. Давно ли вы погребены? Почти восемнадцать лет назад. Вы утратили надежду, что вас когда-нибудь отроют? Давно потерял. Он только что слышал эти слова и слышал явственно, как нельзя лучше. И вдруг вздрогнул, проснулся и увидел, что настало утро, и ночные тени исчезли. Опустив стекло, он выглянул наружу, на восходившее солнце. Перед ним тянулась борозда вспаханной земли, и тут же лежал плуг, оставленный с вечера, когда выпрягли и увели лошадей. По ту сторону пашни виднелась тихая роща молодых деревьев, на которых еще оставались кое-где ярко-пунцовые и золотисто-желтые осенние листья. Почва была холодная и влажная, но небо чисто, и сияющее солнце вставало ясно, великолепно и радостно. «Восемнадцать лет», проговорил пассажир, глядя на солнце, «Боже милостивый, творец света дневного, быть погребенным заживо в течение восемнадцати лет». Глава четвертая Подготовка Когда почтовая карета еще до полудня благополучно приехала в Дувр и остановилась перед гостиницей король Георг, старший лакей по обыкновению собственноручно распахнул дверцу дилижанса. Это совершалось с соблюдением некоторой торжественности, потому что в ту пору было с чем поздравить предприимчивого путешественника в почтовом экипаже, приехавшего из Лондона в Дувр. К тому времени внутри кареты оставался только один такой предприимчивый путешественник, потому что двое других пассажиров вышли раньше и отправились куда им следовало. Заплесневевшая внутренность дилижанса, наполненного сырой и грязной соломой, своим неприятным запахом и темнотой, напоминала собачью конуру просторных размеров. А мистер Лори, пассажир, вылезая оттуда и отряхиваясь от приставшей к нему соломы, укутанный в мохнатое одеяло, в шапки с наушниками и в забрызганных грязью ботфортах, был похож на собаку крупной породы. Служитель, завтра отправляют почтовое судно в Кале. Точно так, сэр, если погода позволит и ветер будет попутный. Часа в два по полудне начинается отлив, сэр, и это тоже поможет отплыть. Прикажете приготовить кровать, сэр? Я до ночи спать не лягу, но мне все-таки нужна спальня, и достаньте мне цирюльника, а потом изволите завтракать, сэр. Слушаю, сэр. Сюда, пожалуйста, сэр. Эй, проводите джентльмена в Конкордию, помогите джентльмену снять сапоги в Конкордии. Камин топится, сэр, изволите сами убедиться, что углей довольно. Позовите цирюльника в Конкордию, ну же, пошевеливайся, эй вы, в Конкордию. Комната, именовавшаяся Конкордией, всегда отводилась пассажиру, приезжавшему в почтовой карете, а таковые всегда бывали чрезвычайно плотно закутаны с головы до ног. Поэтому представляла для прислуги гостиницы король Георг тот интерес, что в Конкордию входили весьма однородные с виду пассажиры, но выходили оттуда джентльмены всех возможных сортов и разрядов. Вследствие этого другой лакей, двое носильщиков, несколько горничных и сама хозяйка постоянно и как бы случайно вертелись на пути между общим залом и конкордией, когда оттуда вышел джентльмен лет шестидесяти, прилично одетый в полную пару платья коричневого цвета, довольно поношенную, но хорошо сохранившуюся, с большими четырехугольными обшлагами у рукавов и с такими же отворотами у карманов. Он прошел в общий зал. На ту пору там никого не было, кроме него. Завтрак накрыт был на особом столике у камина. Он сел и при свете пылавшего огня сидел так смирно в ожидании кушанья, как будто с него собирались писать портрет. Вид он имел чрезвычайно аккуратный и методический и сидел, положив ладони на колени, между тем, как из-под длинных пол его жилета звонко тикали карманные часы, свидетельствуя о своей степенности и долговечности по сравнению с легкомысленным треском быстро приходящего огня в очаге. У него были стройные ноги, и он немножко щеголял ими, судя по тому, что носил коричневые чулки из тонкой пряжи, плотно облегавшей икрой, и башмаки с пряжками, простые, но изящные. Носил он также маленький гладкий белокурый парик, плотно притянутый к голове и, вероятно, сделанный из человеческих волос, но такого вида, как будто его фабриковали из шелковых или из стеклянных нитей. Его белье было не так тонко, как чулки, но белизной не уступало морской пене, выбрасываемой волнами на соседний берег, или парусам, что сверкали на солнце в открытом море вдали. Его лицо, обыкновенно спокойное и чинное, все еще освещалось влажно блестевшими глазами, и позволительно было думать, что владельцу их в былые годы стоило немалого труда приучить их к тому степенному и сдержанному выражению, которое было обязательно в конторе Тельсонова банка. Щеки у него были румяные и, хотя слегка морщинистые, но на лице не было отпечатка тревог и житейских волнений. Это происходило вероятно от того, что холостые служащие Тельсонова банка имели на плечах преимущественно чужие заботы. А чужие заботы, так же, как и платья с чужого плеча, носятся небрежнее и легче скатываются с плеч, чем свои собственные. В довершение сходства с человеком, с которого пишут портрет, мистер Лори задремал сидя. Разбудил его лакей, принявший кушанье, и мистер Лори сказал ему, поворачивая кресло к столику, надо приготовить еще помещение для молодой леди, которая может приехать сегодня во всякое время. Она, вероятно, спросит мистера Джервиса Лори, а может быть, просто джентльмена из Тельсонова банка. Тогда доложите мне немедленно. Слушаю, сэр. Тельсонов банк в Лондоне, сэр? Да. Точно так, сэр. Мы частенько имеем честь прислуживать вашим джентльменам. Они ведь то и дело ездят взад и вперед между Лондоном и Парижем, сэр. Очень много ездит господа от конторы Тельсона и компании. Да, наш дом столько же французский, как и английский торговый дом. Точно так, сэр. Сами-то вы, не часто изволите ездить, сэр. В последние годы не ездил. Вот уж пятнадцать лет, как мы, то есть я не был во Франции. Неужто, сэр? Стало быть, это было еще до меня, сэр. В то время никого из теперешних тут не было. Гостиница в ту пору была в других руках, сэр. Должно быть так. Но я готов заложить порядочную ставку, сэр, что Тельсонов банк процветал не то, что пятнадцать, пожалуй, и все пятьдесят лет тому назад. Смело можете утроить цифру. Скажите сто пятьдесят, и то не ошибетесь. Неужто, сэр? Сомкнув губы сердечком и округлив глаза, лакей отступил на шаг от стола, перекинул салфетку с правой руки на левую, утвердился покрепче на одной ноге, и все время, покуда гость ел и пил, надзирал за ним как бы с башни или с высоты сторожевой вышки, как, впрочем, все вообще трактирные слуги во все времена везде. Покончив завтраком, мистер Лори вышел прогуляться по морскому берегу. Маленький, узкий и кривой городишко Дувар, словно морской страус, уткнулся головой в меловые утесы. Побережье представляло собой пустынное зрелище нагроможденных камней, о которой бились морские волны. Море делало, что хотело, а хотело оно только разрушать. Оно с грохотом налетало на город, отчаянно ударялось об утесы, отрывало и уносило куски берегов. Воздух вокруг домов был так пропитан запахом рыбы, как будто больная рыба имела обыкновение купаться в нем, наподобие того, как больные люди ходят купаться в море. В гавани рыбу ловили редко, а приходили туда ночью погулять, а главное обращали взоры к морю, особенно перед началом прилива. Мелкие лавочники, торговавшие кое-какой дрянью, иногда вдруг оказывались обладателями крупного состояния. Замечательно, что в этой местности обыватели терпеть не могли, чтобы зажигались фонари. Во весь день стояла ясная погода, и воздух был так прозрачен, что не раз можно было простым глазом рассмотреть французский берег. Но под ветер поднялся туман, и мысли мистера Лори также стали омрачаться. Когда стемнело, он опять присел к огню в общем зале, поджидая своего обеда, как поутру поджидал завтрака, и, устремив глаза на раскаленные угли, снова стал копать, 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 на этот раз среди раскаленных углей. Бутылка доброго красного вина вещь невредная для подобного землекопа, хотя, пожалуй, с течением времени делает его неспособным к дальнейшему труду. Мистер Лори долго сидел в полном бездействии, но с тем довольным видом, какой бывает у пожилого джентльмена с румянцем во всю щеку, когда его бутылочка подходит к концу. Он только что налил себе в стакан последние капли вина, как услышал грохот колес, въезжавших сначала вверх по узкой и круглой улице, а потом во двор гостиницы. Он поставил стакан на стол, не притронувшись к нему губами. — Это мадемуазель, промолвил он. Через минуту пришел Лакей и доложил, что мисс Маннет приехала из Лондона и очень желает видеть джентльмена от Тельсона. — Как? Сейчас? Мисс Маннет закусывала дорогой и теперь ничего не хочет. Ей только крайне желательно повидаться с джентльменом от Тельсона, если ему удобно и угодно пожаловать к ней. Джентльмену от Тельсона только и оставалось после этого порожнить свой стакан с видом отчаянной решимости, хорошенько надвинуть на уши белокурый парик и последовать за Лакеем в комнату, отведенную для миссис Маннет. Комната была большая, темная, мрачно меблированная, с обивкой из черного конского волоса и множеством тяжелых столов темного дерева. Они так часто полировались и натирались маслом, что две свечи, стоявшие посреди комнаты на столе, отражались слабым светом в каждом из них, как будто они были похоронены в глубине почерневшего красного дерева и до тех пор не дадут настоящего света, пока их не отроют. Темнота была так непроницаема, что мистер Лори, ощупью ступая по изношенному ковру, думал поискать молодую девицу в другой комнате, но, пройдя мимо свечей, вдруг увидел стоявшую между ними и топившимся камином мисс Маннет, особу лет семнадцати, двинувшуюся ему навстречу в дорожном плаще и с соломенной шляпкой, которую она держала в руке, ухватив ее за завязки. Он смотрел на эту грациозную фигурку небольшого роста, тоненькую, с хорошим личиком, обрамленным густыми золотистыми волосами, с вопросительными голубыми глазами и гладким лбом, который имел удивительную способность, принимая во внимание крайнюю ее молодость, быстро менять выражение. Тревога, изумление, замешательство или просто оживленное внимание, все это сменялось с такой быстротой, что иногда казалось, будто все эти четыре выражения являются там одновременно, и, глядя на нее, он был вдруг поражен ее сходством с маленьким ребенком, которого он вез на руках через этот самый пролив, в одну холодную зимнюю ночь, когда море под ними бушевало, а сверху обдавало их градом. Это видение мелькнуло перед ним и пропало, словно исчез след горячего дыхания с потускневшего зеркала, стоявшего за нею в резной раме из черного дерева, изображавший целый лазарет убогих черных купидонов, иные были безголов и все калеки, предлагавших черные корзины с обгорелыми фруктами каким-то черным божествам женского пола. Видение исчезло, и мистер Лори отвесил низкий поклон мисс Маннет. «Прошу садиться, сэр», произнесла она очень чистым и приятным молодым голосом, с легким, очень легким иностранным акцентом. «Целую ваши ручки, мисс», ответствовал мистер Лори в духе старинной любезности, и, еще раз поклонившись, сел на стул. «Вчера я получила письмо из банка, сэр, с извещением, что есть новые сведения или открытия». «Это все равно, мисс, оба выражения равноприложимы. Касательно имущества, оставшегося после моего бедного отца, я его никогда не видала, он так давно скончался». Мистер Лори завозился на своем стуле и устремил смущенный взор на процессию увечных черных купидонов. Как будто в их нелепых корзинках можно было найти что-нибудь путное. И что поэтому мне нужно съездить в Париж и повидаться там с джентльменом из Тельсонова банка, который был так добр, что согласился ради этого ехать в Париж. «Это я и есть». «Так я и думала, сэр». Она сделала ему реверанс. В те времена девицы еще делали реверансы, с милым намерением дать ему почувствовать, что она понимает, насколько он старше, почтеннее и умнее ее. Он опять встал и отвесил ей поклон. Я ответила банку, сэр, что если лица, знающие дело, и благоволящие подать мне советы, считают нужным, чтобы я ехала во Францию, то я, будучи сиротой и не имея никого знакомых, кто мог бы проводить меня, сочла бы великой для себя милостью, если бы мне было дозволено совершить это путешествие под покровительством того достойного джентльмена. Он уже в то время выехал из Лондона, но, если не ошибаюсь, к нему послали Нарочного с моей покорнейшей просьбой подождать меня здесь. «Мне весьма лестно», сказал мистер Лори, «что на меня возложили такое поручение, и еще более лестно мне будет исполнить его». «Сэр, я вам чрезвычайно благодарна, премного обязана вам. В банке мне сказали, что джентльмен объяснит мне все подробности дела, и что я должна приготовиться к тому, что узнаю нечто изумительное. Я старалась приготовиться как умело, а теперь натурально сильнейшим образом желаю узнать, в чем дело». «Весьма естественно», сказал мистер Лори. «Да, вот я...» Он запнулся, помолчал и сказал, надвигая на уши парик. «Затрудняюсь, с чего начать?» Он колебался, взглянул на нее и встретился с ней взглядом. Она подняла брови с тем сложным и оригинальным выражением, которое придавало особую прелесть ее полудетскому личику, и в то же время протянула руку, как бы в невольном движении желая поймать или удержать ни то призрак, ни то воспоминание. «Вы... вы мне совсем посторонний человек, сэр». «Посторонний ли?» молвил мистер Лори, подняв обе руки ладонями кнаружи и глядя на нее с улыбкой. Между бровей над ее тонким деликатно выточенным носиком залегла глубокая морщинка, и она задумчиво опустилась в кресло, возле которого до сих пор стояла. Он наблюдал ее молча, и когда она вскинула на него глаза, заговорил снова. «Здесь, на вашей приемной родине, вы мне позволите звать вас так, как у нас в Англии принято называть молодых девиц, мисс Манетт. Сделайте одолжение, сэр». «Мисс Манетт, я человек деловой, мне предстоит выполнить деловое поручение. Прошу вас, когда я приступлю к делу, не обращайте на меня внимания, или смотрите просто как на говорильную машину. Это и есть в действительности мое назначение. С вашего позволения я изложу вам историю одного из наших клиентов». «Историю?» Он как бы с намерением не расслышал повторенного ею слова и поспешно продолжал. «Ну да, клиента. Так мы называем джентльменов, с которыми имеем постоянные дела. Он был родом француз, ученый джентльмен, чрезвычайно образованный, даже доктор медицины». «Из Бове?» «Да, из Бове». «Как и ваш батюшка, господин Манет, тот джентльмен был также из Бове. И также, как господин Манет, этот джентльмен пользовался в Париже весьма хорошей репутацией. Там я имел честь с ним познакомиться. Мы имели сношение делового характера, но я был его доверенным лицом. В то время я служил во французском отделении нашей конторы и жил там лет двадцать. В то время позвольте узнать, сэр, о каком времени вы говорите? Я говорю, мисс, о том, что было тому назад двадцать лет. Он женился на англичанке, и я был одним из попечителей над его имуществом. Все его дела, равно как дела многих других французских джентльменов и французских фамилий находились в руках Тельсона, а потому я был, да и теперь состою поверенным или опекуном многих клиентов нашего дома. Все эти отношения чисто делового характера, мисс, тут нет ни дружбы, ни личной привязанности и вообще ничего похожего на чувства. В течение деловой моей жизни я занимался делами то одного, то другого лица, точно так же в течение дня, сидя в конторе, перехожу от одного клиента к другому. Короче говоря, чувств у меня никаких, я машина и больше ничего. Возвращаясь к нашему предмету, но ведь это история моего отца, сэр, я начинаю думать, нахмуренный лобик уставился на него самым внимательным выражением, что когда мать моя скончалась, только на два года пережив моего отца, и я осталась круглой сиротой, то именно вы и привезли меня в Англию, я почти уверена, что это были вы. Мистер Лори взял нерешительно протянутую ему ручку и довольно церемонно приложился к ней губами. Потом он подвел молодую девушку обратно к ее креслу, усадил, и, держась левой рукой за спинку этого кресла, а правый, то потирая себе подбородок, то поправляя парик, то выделывая в воздухе различные фигуры для подтверждения своих речей, стал смотреть на нее сверху вниз, между тем, как она подняла к нему свое лицо. Мисс Маннет, это был я. И вот видите, как я прав, говоря, что я человек без всяких чувств, и что все мои сношения с ближними только деловые, ведь с той поры я ни разу не виделся с вами. С той поры вы все время состояли под опекой Тельсонова банка, а я занимался банковыми делами у Тельсона только и всего. Какие тут чувства? Не до них мне, да и некогда ими заниматься. Вся моя жизнь проходит в том, что я, ухватившись за рукоятку, верчу громадное денежное колесо. Дав такое странное определение своей повседневной деятельности, мистер Лори обеими руками прихлопнул к голове свой парик, что было совершенно излишне, так как он и без того сидел вполне гладко и принял прежнюю позу. До сих пор, мисс, как вы изволили заметить, эта история похожа на историю вашего покойного отца. Теперь пойдет другое. «Если бы ваш батюшка тогда не умер, не пугайтесь, как вы вздрогнули!» Она встрепенулась с головы до ног и обеими руками ухватилась за его руку. «Ну, полноте!» сказал мистер Лори успокоительно, сняв со спинки свою левую руку и поглаживая ею дрожащие пальчики, обвившиеся вокруг его правой. «Пожалуйста, уймите свое волнение, ведь у нас деловой и так я говорю...» Ее умоляющий взгляд так расстроил его, что он сбился, помолчал, потом начал сызного. «Я говорю, если бы господин Маннет не умер, а вместо того внезапно и таинственно исчез, если бы его вдруг похитили и упрятали в такое место, что никакими средствами нельзя было отыскать его следов, если бы у него был среди соотечественников такой могущественный враг, который мог воспользоваться особой привилегией, о которой, как я сам бывал свидетелем, даже наихрабрейшие люди отзывали шепотом, с опаской. Так, например, существует во Франции такая привилегия, что от имени короля выдаются бланки, на которых стоит только вписать чье-нибудь имя, и этого человека заключат в темницу на какой угодно срок. И если бы жена его понапрасну умоляла короля, королеву, придворных, лиц судебного ведомства, духовенства, умоляла о том, чтобы ей дали о нем хоть какие-нибудь сведения, и ничего не добилась, вот тогда история вашего отца была бы тождественна с историей этого джентльмена, доктора из Бове. Умоляю вас, сэр, продолжайте. Сейчас, непременно, вы в состоянии выслушать. Я в состоянии перенести что угодно, только бы не томиться неизвестностью, а вы меня томите. Вы говорите решительно, и вы в самом деле такая решительная. Это хорошо. На словах он был доволен, но на деле сильно тревожился. Мы ведем деловой разговор. Вы так и рассматриваете предмет, как дело, требующее спокойного обсуждения. Ну и положим, что жена этого доктора, дама с большим характером, так намучилась этим еще прежде, нежели родился на свет ее младенец. Этот младенец был девочка, сэр. Девочка, да, и мы говорим о делах, вы не волнуйтесь. И положим, мисс, что эта бедная дама так намучилась еще до рождения ребенка, что решилась избавить свое бедное дитя хоть от некоторой части пережитых ею страданий, и ради этого надумала воспитать свою дочку так, чтобы она считала своего отца умершим. Нет, зачем, ради Бога, зачем вам передо мной становиться на колени? умоляю вас, скажите правду, милый, добрый, сострадательный сэр, скажите всю правду. Э, ведь мы о делах, вы меня конфузите, а как же я буду вести деловой разговор, коли я сконфужен? Тут необходимо хладнокровие. Вот если бы вы мне изволили сказать, например, много ли составит девять раз девять пенсов, или сколько шиллингов в двадцати гинеях, это бы меня ободрило. Я бы сам оправился, да и насчет вашего душевного состояния был бы спокойнее. Не давая прямого ответа на такое заявление, она сидела так смирно после того, как он потихоньку поднял ее с колен и посадил в кресло, и ее руки, не отрывавшиеся от его руки, дрожали настолько менее прежнего, что мистер Джервис Лори до некоторой степени тоже успокоился. Это хорошо, очень хорошо, мужайтесь, мы о деле рассуждаем, и вам предстоит заняться делом, полезным делом. Мисс Маннет, мать ваша так и поступила относительно вас, и когда она скончалась, кажется, от разрыва сердца, до самого конца, не переставая тщетно разыскивать вашего отца, вам было отроду два года, и вот выросли спокойно и счастливо, и расцвели как прекрасный цветок, не ведая мучительной заботы о том, умер ли ваш отец, истощив свои силы в тюрьме, или еще жил там многие годы. Говоря это, он смотрел на нее сверху вниз с нежной жалостью, любуюсь ее пышными золотистыми волосами, и как бы думая, что и они могли преждевременно подернуться сединой. Вам известно, что у ваших родителей не было большого состояния, а что было, то закреплено за вашей матерью и за вами. С тех пор ничего нового не открыли ни по части денег, ни другого имущества, только он почувствовал, что она крепче сжала его руку. Выражение ее лица с приподнятыми бровями, с первого взгляда, поразившая его своей оригинальностью, застыло теперь в припадке скорбного ужаса. Только он, он сам отыскался. Он жив. По всей вероятности сильно изменился, возможно, что захерел, хотя, будем надеяться, не совсем, но все-таки жив. Ваш отец перевезен в дом одного старого слуги в Париже, и мы поедем туда. Я с тем, чтобы будет возможно признать его личность, а вы возвратить его к жизни, любить, покоить и всячески утешать. Дрожь пробежала по ее телу, а через нее сообщилось и ему. Она произнесла тихо, внятно, благоговейно, как будто говорила во сне. Я увижу лишь его призрак. Это будет его призрак, а не он. Мистер Лори тихонько похлопывал по ручкам, впившимся в его руку. Ну вот, ну вот, теперь хорошо, и отлично, теперь вы все знаете, и лучшее, и худшее, и вы на пути к бедному пострадавшему папеньке, и вот колебог даст благополучно переправиться за море, да благополучно совершить сухопутный переезд. Вы скоро, очень скоро будете с ним. Она произнесла тем жетоном, переходившим теперь в шепот. А я то все время жила на воле, была счастлива, и никогда мне не являлся его призрак. Еще вот, что я вам скажу, молвил мистер Лори значительно, желая отвлечь ее внимание от мучительных представлений. Он найден под другим именем. Его собственная фамилия или давно позабыта, или ее скрывали. Теперь уж более чем бесполезно справляться, позабыли ли его в тюрьме, или с намерением держали так долго. Более чем бесполезно наводить какие бы то ни было справки, это опасно. Лучше совсем не упоминать об этом обстоятельстве, нигде и никогда не делать никаких намеков на него и увести его, по крайней мере на некоторое время, из Франции. Даже и я сам даром, что английский подданный, притом служащий в Тельсоновом банке, что дает мне особый вес на французской почве. Ни единым словом не смею намекнуть на эти обстоятельства, не везу ни единого писаного клочка, имеющего отношение к этому предмету. Мне дали поручение под строжайшим секретом, а все мои полномочия, памятные записки и рекомендательные письма заключаются в одной строке «Возвращен к жизни», которую можно истолковать как угодно, но что же это такое? Она и не слышит, что я говорю. Мисс Маннетт! Она сидела совершенно неподвижно и прямо, даже не откинувшись на спинку кресла, точно окостенела под его рукой, без чувств, с открытыми глазами, уставившись на него все тем же скорбным и напряженно испуганным выражением, как бы высеченным или выжженным у нее на лице. Она так крепко стиснула ему руку, что он боялся отцепить ее пальцы, опасаясь повредить ей, а потому громко стал звать на помощь прислугу, не трогая с места. Прежде всех вбежала в комнату безумного вида женщина. Невзирая на встревоженное состояние своего духа, мистер Лори невольно заметил, что лицо у нее все сплошь красное, волосы тоже красные, платье необыкновенно плотно обтягивает всю ее фигуру, а на голове у нее какая-то удивительная шляпа, похожая не то на гренадерскую деревянную манерку обширных размеров, не то на большой стильтонский сыр. Ринувшись вперед и оставив далеко за собой сбегавшихся слуг, она разом порешила вопрос об отцеплении его от бедной молодой девушки и дала ему в грудь такого тумака своей здоровенной рукой, что он отлетел и ударился спиной о ближайшую стену. — Это должно быть мужчина, — решил про себя мистер Лори в момент своего столкновения со стеной. — Да что вы стоите? — гаркнула эта особа, обращаясь к трактирной прислуге. — Чем стоять да глядеть на меня разинув рты, пошли да принесли что нужно. Что вы на меня уставились? Ступайте же, несите нюхательного спирту, холодной воды, уксусу, ну живо, не то вот я вам задам. Прислуга мигом разбежалась в разные стороны за означенными медикаментами, а она бережно отнесла пациентку на диван, уложила ее очень искусно и нежно, называя сокровище мое, птичка моя, и не без гордости тщательно расправила по плечам ее роскошные золотистые волосы. — Эй вы, коричневый кафтан! — обратилась она к мистеру Лоре с большим негодованием. — Разве нельзя было сказать ей того, что вы ей говорили, не перепугав ее до смерти? — Взгляните-ка на это милое бледное личико и на холодные ручки, и это у вас называется служить в банке? Столь затруднительный вопрос так озадачил мистер Лоре, что он мог лишь смиренно стоять и издали следить сочувственным оком, следить за тем, как эта мощная женщина, разогнав слуг таинственной угрозой, задать им чего-то, если они немедленно не перестанут глазить и не уберутся вон. Постепенно привела девушку в чувство и уговорила ее положить ослабевшую головку к ней на плечо. — Теперь, надеюсь, она совсем оправится, сказал мистер Лоре. — Кля оправится, то не по вашей милости, коричневый кафтан. — Милочка моя бесценная. — Надеюсь, сказал мистер Лоре, помолчав некоторое время с видом смирения и беспомощной симпатии, что вы изволите сопровождать мисс Маннет во Францию. — Ну, нет, покорно благодарю, ответила мощная женщина. — Если бы Богу было угодно, чтобы я плавала по соленым водам, разве он дозволил бы мне родиться на острове? На этот вопрос было еще труднее ответить, и мистер Джервис Лоре удалился в свою комнату, чтобы как следует обдумать его. Глава пятая Винная лавка Большая бочка с вином упала и разбилась среди улицы. Это случилось в ту минуту, когда бочку снимали с телеги. Она с грохотом вывалилась на мостовую, обручи лопнули, бочка расселась перед самыми дверями винной лавки и рассыпалась наподобие ореховой скорлупы. Все ближайшее население побросало свои дела и безделья избежалось к этому месту пить вино. Грубые неотесанные камни мостовой, торчавшие остриями во все стороны и как бы нарочно приспособленные к тому, чтобы увечить каждого из проходящих, образовали вместилище, где вино задерживалось в виде лужиц. И вокруг каждой такой лужицы собрались тесные кучки людей. Мужчины, стоя на коленях, зачерпывали вино горстями и пили его прямо из руки или пытались поить женщин, которые тянулись через их плечи и пили, пока вино не уходило между пальцев. Другие мужчины и женщины черпали из лужиц глиняными черепками отбитой посуды или сорвав платок с женской головы, пропитывали его вином и выжимали до сухого рты маленьким детям. Третьи устраивали из уличной грязи крошечные плотины, чтобы задержать бегущее вино, а зрители, высовываясь из окон верхних этажей, кричали им оттуда, куда потекла новая струя, и они бросались в ту сторону и ловили ее там. Некоторые занялись исключительно обломками бочки, сносевшими на них подонками, облизывали их и жадно сосали кусочки дерева, пропитанные винной жидкостью. Никаких приспособлений для уличных стоков не было на этой улице. Вино не уходило в почву, и все было выпито. Но вместе с ним было проглочено столько грязи, что посторонний человек, незнакомый с местными нравами, мог бы вообразить, что улицу только что вычистили, чего никогда не бывало. Все время, пока происходила эта винная забава, на улице раздавались пронзительный смех и веселые возгласы. Грубой толкотни не было. Общее настроение было только шутливое и радостное. Заметна была большая общительность и стремление к товариществу, желание с кем-нибудь сблизиться. У тех, кому жилось полегче, или кто был от природы беспечнее, это выражалось в том, что они обнимались, провозглашали тосты, пожимали друг другу руки, или даже, сцепившись руками, танцевали группами человек по двенадцать. Когда вина больше не осталось, и те места, где оно скоплялось всего обильнее, были так чисто выцарапаны пальцами, что на них образовался решетчатый узор, все эти проявления прекратились так же быстро, как начались. Дровяник, занимавшийся пилкой дров и оставивший пилу среди полена, воротился к своему делу и снова начал пилить. Женщина, поставившая у порога горшок с горячей золой, надеясь утолить ею ноющую боль своих исхудалых пальцев или согреть продрогшего ребенка, пошла к тому же порогу и унесла свой горшок. Мужчины засученными рукавами, всклокоченными волосами и изможденными лицами, вышедшие из подвалов на свет зимнего дня, опять спустились в свои подвалы. На все окружающее налегла печать мрачного уныния, казавшаяся здесь гораздо более на месте, нежели солнечный свет и веселье. Вино было красное и окрасило этим цветом мостовую узкой улицы в предместе Сент-Антуан в Париже, где разбилась эта бочка с вином. Также окрасило оно много рук и лиц, босых ног и деревянных башмаков. Руки людей, пиливших дрова, оставили красные пятна на поленьях. У женщины, нянчившей ребенка, весь лоб был красный от той старой тряпки, которую она мочила в вине, а потом опять повязала себе на голову. Те, кто сосал деревянные клепки разбитой бочки, ходили точно тигры, вымазанные вокруг рта винной гущей, а один из них, шутник высокого роста в грязном ночном колпаке, свесившемся длинным концом совсем на сторону, набрав грязных подонков на палец, вывел на стене кровь. Недалеко было то время, когда и этому вину предстояло окрасить мостовую, обогряя собой многих. И вот мрачное предместе Сент-Антван на минуту, озарившаяся случайным лучом света и радости, снова погрузилась в обычное состояние, и водворились в нем холод, грязь, болезни, невежество и нищета, могущественные приспешники, но всех сильнее была нищета. Все эти люди побывали в ужаснейших переделках, их мололи и перемалывали на мельнице, но, конечно, не на той сказочной мельнице, из которой старые люди выходят молодыми. Они дрогли у каждого угла, входили и выходили из каждой двери, выглядывали из всех окошек, трепетали на ветру под лохмотьями и грязным трепьем. Та мельница, в которой они перемалывались, из молодых выделывала стариков, у малых ребят были старческие личики и угрюмые голоса. И на всех, в каждой заостренной черте и в каждой морщинке была особая печать, печать голода. Он господствовал над всеми и над всем. Голод вылезал из окон высоких домов, развиваясь на палках и шестах в виде нищенских клочев одежды. Он затыкал стенные щели и оконные дыры пучками соломы, тряпья, деревянными чурками и бумагой. Голод повторялся в каждом куске скудного запаса дров, которые распиливались так скупо. Он выглядывал из печных труб, из которых не варил дым, и из куч уличного мусора, в которых невозможно было отыскать никаких признаков съестного. Голод виднелся на полках булочной, в каждом куске маленьких хлебов самого плохого качества, и в колбасные лавки, где продавались сосиски из мяса дохлых собак. Голод потрясал своими иссохшими костями в железных жаровнях, где пеклись каштаны. Он испарялся из каждой убогой миски, в которую накладывалась крошечная порция овощей, едва поджаренных в нескольких каплях оливкового масла. Окружающая обстановка ничем не противоречила этому впечатлению всеобщего голода. Улица была узкая, извилистая, грязная, вонючая. Разветвлялась она на несколько точно таких же улиц. И все население ходило в лохмотьях и ночных колпаках. И всюду стоял запах лохмотьев и ночных колпаков. И на всем лежала печать изнурения и страдания. Люди имели вид загнанный и зверский. Но в них все-таки проглядывало смутное сознание того, что когда-нибудь можно и огрызнуться. Как ни были они измучены и принижены. Среди них не было недостатков таких, глаза которых горели внутренним огнем. Их плотно сжатые побелевшие губы изобличали силу того, о чем они умалчивали. Их брови хмурились и лбы морщились наподобие висельных веревок, насчет которых они еще были в недоумении. Быть ли им самим повешенными или приниматься вешать других. На вывесках, а их было столько же, сколько и лавок, нагромождены были все те же признаки нищеты. У мясника изображались только самые тощие части говядины или свинины. У пекаря одни сухие ломти хлеба. У винных погребков красовались грубые изображения посетителей, сидевших над скудными порциями жидкого вина или пива, и с грозными лицами сообщавших друг другу какие-то секреты. Ничто не представлялось в исправном или цветущем состоянии, исключая рабочих инструментов и оружия. Но зато у продавца металлических изделий ножи и топоры так и блестели, молотки были тяжеловесные, а огнестрельные снаряды убийственные. Шероховатые камни мостовой лежали неровно, образуя множество резервуаров для воды и грязи. Тротуаров совсем не было. Зато сточная канава тянулась по самой середине улицы, и только тогда действительно служила для стока воды, когда выпадал проливной дождь. И тогда нередко случалось, что нечистоты, переполняя канаву, стекали прямо в дома. Поперек улицы, на значительном друг от друга расстоянии, висели на протянутых веревках с блоками неуклюжие фонари. По вечерам фонарщик спускал их, заправлял, зажигал, поднимал сызного, и над головами прохожих печально и тускло мигали эти пучки тонких светилен, качавшихся словно ладьи на море. Да и у всех вообще почва под ногами колебалась наподобие волн морских, и над самим кораблем, и над командой собиралась буря. Приближалась та пора, когда изголодавшиеся изможденные пугало этих мест, вдоволь насмотревшись на неискусную работу фонарщика, вздумали воспользоваться его приспособлениями, и с помощью тех же блоков и веревок вздергивать не фонари, а людей, чтобы те осветили их тьму. Но то время еще не пришло, и ветер понапрасну развивал и потрясал во всей Франции тряпки и лохмотья, навешанные на эти пугало. Веселые птицы, рядившиеся в яркие перья и распевавшие свои звонкие песни, не пугались, не замечали их. Винная лавка занимала угловое помещение, и казалось лучше и зажиточнее большинства остальных. Хозяин винной лавки стоял у дверей на улице, на нем был желтый жилет, зеленые панталоны, и он в качестве простого зрителя наблюдал происшествие с разбитой бочкой и поглощением пролитого вина. «Это меня не касается», заметил он, пожав плечами, «виноваты извозчики, привезшие бочку с рынка, пускай привезут мне другую». Тут он случайно заметил долговязого шутника, выводившего на противоположной стене свою зловещую шутку и закричал ему через улицу, «Слушай-ка, Гаспар, что ты там написал?» Долговязый парень с величайшим самодовольством пояснял ему свою шутку по обычаю шутников этого рода, но не достиг своей цели и потерпел полное поражение, что также нередко с ними случается. «Что ты, с ума, что ли, спятил?» сказал хозяин винного погреба и, перейдя через улицу, захватил полную горсть грязи и замазал ею начертанные буквы. «Разве можно писать на стенах проезжей улицы? А главное, скажи ко мне, разве нет другого места, где гораздо удобнее записывать такие слова?» Говоря это, он может быть случайно, а может быть и нет, положил ему на сердце ту руку, что почище. Парень постучал и с собственным кулаком по тому же месту, подпрыгнул вверх и встал в позу фантастического плесуна, стряхнув с ноги один из своих грязных башмаков и подхватив его в протянутую руку. И было в ту пору у него чрезвычайно свирепое, чисто волчье выражение лица. «Перестань, перестань!» молвил лавочник. «Надевай башмак на ногу, а вино зови вином!» Преподав такой совет, он отер выпачканную руку об одежду шутника, нисколько не церемонясь, так как из-за него же и набрал грязи в ладонь. Затем он снова перешел через улицу и вошел в свою лавку. Хозяин винного погреба был человек с бычачьей шеей и воинственной осанкой, отроду лет тридцати, и, вероятно, очень горячего темперамента, судя по тому, что в такую стужу пиджак у него не был надет, а наброшен в накидку только на одном плече. Рукава его рубашки были засучены, и смуглые руки оголены по самой локте. На голове тоже ничего не было, кроме собственных коротко подстриженных курчавых черных волос. Он был смуглый брюнет с красивыми глазами, достаточно широко расставленными. Общее выражение его лица было, пожалуй, добродушное, но непреклонное. Было очевидно, что он человек решительный и знает, чего хочет, и что плохо будет тому, кто с ним встретится лицом к лицу на узкой тропинке, с бездонными пропастями по сторонам. Не уступит дороге. Жена его, мадам де Фарш, сидела в лавке за конторкой, когда он вошел. Мадам де Фарш была женщина одного с ним возраста, плотного телосложения, с зоркими глазами, которые редко на что-либо смотрели прямо, с крупными руками, множеством перстней на пальцах, с резкими чертами, холодным выражением лица и необыкновенным спокойствием манер. Ее особо производило такое впечатление, что она только редко могла ошибиться в тех расчетах, какие приходилось ей делать. Мадам де Фарш была чувствительна к холоду и потому куталась в меховую кофточку, а голова ее была повязана пестрым платком, так, однако же, что ее уши, с украшавшими их длинными серьгами, были на виду. Ее вязание лежало перед ней на конторке, и она в эту минуту ковыряла у себя в зубах спицей, подпирая правый локоть левой ладонью. Когда муж вошел, мадам де Фарш ничего не сказала, только один раз тихо кашлянула, и при этом слегка подняла свои резко очерченные черные брови. Этого было достаточно, чтобы муж догадался, что не лишне будет хорошенько осмотреться вокруг и взглянуть на новых посетителей, которые могли войти в лавку, пока он отлучался на улицу. Хозяин погребка повел глазами вокруг стен и действительно приметил пожилого господина и молодую девушку, сидевших в углу. Были и другие посетители. Двое играли в карты, двое играли в домино, и еще трое стояли у прилавка, стараясь как можно дольше прихлебывать небольшие порции вина. Проходя за прилавок, де фарш заметил, что пожилой господин глазами указал на него своей соседке, как бы желая сказать, вот он. Желал бы я знать, что вам нужно здесь, подумал про себя месье де фарш, я вас сродо не видывал. Однако он притворился, что не видит этих незнакомых людей, и вступил в разговор с тремя посетителями, попивавшими вино у прилавка. — Ну, как идет дело, Жак? — молвил один из троих, обращаясь к де фаршу. — Все ли пролитое вино выпили? — Все до капли, Жак, — отвечал господин де фарш. После такого обмена одним и тем же христианским именем мадам де фарш, не переставая ковырять спицей в зубах, опять тихо кашлянула и подняла брови «Я», — сказал другой из троих посетителей, также обращаясь к де фаршу, — «Многим из этих жалких скотов нечасто приходится отведывать вина. Они только и знают вкус черного хлеба до голодной смерти. Не так ли, Жак?» — Именно так, Жак, — отвечал господин де фарш. Вторично произошел обмен христианским именем. Мадам де фарш, все так же орудуя спицей, и еще немножко подняла брови. Третий посетитель поставил на прилавок свой пустой стакан, почмокал губами и сказал в свою очередь, «Ах, что и говорить! Горький вкус во рту у этих бедняков, и тяжко им живется Жак. Правду ли я говорю, Жак?» «Чистую правду, Жак», отвечал месье де фарш. Как только они в третий раз произнесли то же имя, мадам де фарш перестала ковырять в зубах, но все еще подняв брови, слегка завозилась на своем месте. «Ах, правда!» пробормотал ее супруг себе под нос. «Господа, тут жена моя!» Все трое посетителей, пившие вино, сняли шляпы и раскланились с мадам де фарш. Она отвечала на их приветствие, слегка кивнув им и быстро взглянув на каждого поочередно. Потом она спокойно обвела глазами всю лавку, взяла вязание и тотчас углубилась в свое рукоделие с самым безмятежным видом. «Господа», сказал де фарш, все время не спускавший с жены своих блестящих глаз, «позвольте пожелать вам доброго утра!» «Та меблированная комната, устроенная на холостую ногу, про которую вы спрашивали, пока я отлучался из дому, еще не занята. И вы можете ее посмотреть, коли угодно, она в пятом этаже. Вход на лестницу со двора, вот тут налево, возле моего окна», указывая рукою. «Да, впрочем, помнится, один из вас уже побывал там, так он и покажет дорогу». «Доброго утра, господа!» Они заплатили за вино и ушли. Месье де фарш смотрел на жену, углубленную в вязание. Пожилой джентльмен выступил из своего угла и, подойдя к хозяину, попросил позволения сказать ему несколько слов. «К вашим услугам, сударь», сказал де двери. Беседа была очень короткая, но решительная. Почти с первого слова месье де фарш встрепенулся и выказал глубочайшее внимание. Не прошло и минуты, как он кивнул и вышел. Пожилой джентльмен сделал знак молодой девушке, и они также вышли. Мадам де фарш продолжала проворно шевелить спицами, но бровью не повела и ничего не видала. Мистер Джервис Лори и мисс Маннет, выйдя вслед за хозяином, отправились через двор в ту самую дверь, куда он только что указал вход троим посетителям. Дворик был тесный, вонючий, обставленный высокими домами с очень густым населением. Войдя в мрачные сени, высланные черепицей и ветшие на мрачную лестницу из того же материала, месье де фарш преклонил колено перед дочерью своего прежнего барина и поцеловал ее руку. Поступок был любезный, но вид у него был при этом далеко не любезный. В несколько секунд он весь точно преобразился. Куда девалось открытое и веселое выражение его лица. Теперь это был скрытный, обозленный, опасный человек. Очень высоко придется вам влезать, да и лестница крутая. Начинайте полегоньку, сказал месье де фарш суровым голосом мистеру Лори, пройдя первые ступени. Он там один? шепнул ему мистер Лори. Один. Оброни бог, кому же с ним быть-то? отвечал де фарш так же тихо. Значит он всегда один? Всегда. По собственному желанию? По необходимости. Каким я застал его в тот день, как меня разыскали и спросили, согласен ли я взять его к себе и ради собственной безопасности держать под секретом? Каким застал его тогда, такой же он и теперь. Сильно изменился? Изменился. Хозяин винного погребка приостановился, стукнул кулаком в стену и пробормотал ужаснейшее проклятие. Трудно было представить себе более выразительный ответ. Мистер Лори чувствовал, что на душе у него становилось все тяжелее по мере того, как они поднимались все выше. В старых кварталах Парижа наиболее населенных. Подобная лестница с обычной для нее обстановкой и теперь еще представляет собой довольно неприятное явление. Но в те времена это было нечто ужасное, особенно для непривычных или брезгливых людей. Из каждого жилья внутри этого громадного и грязного гнезда, то есть из каждой двери, выходившей на одну общую лестницу высокого дома, вываливали на площадку всякий мусор и нечистоты, помимо тех нечистот, которые выбрасывались из окошек прямо во двор или на улицу. Постоянное и безнадежное накопление таких мусорных куч и гниение их на месте во всяком случае заражает воздух. Но помимо этого он был отягчен теми неуловимыми миазмами, которые исходят от бедности. И обе причины, действуя сообща, образовали нечто совершенно невыносимое. В такой атмосфере приходилось влезать по крутой полутемной лестнице на самый верх. Уступая собственным растрепанным чувствам и очевидному волнению своей маленькой спутнице, мистер Джервис Лори дважды останавливался передохнуть. Эти передышки делались у печальных отверстий, заделанных решетками, через которые, казалось, уносились последние следы чистого воздуха, а снаружи вползали испарения всевозможной заразы. Среди заржавленных перекладин решетки скорее можно было уловить запахи, нежели виды тесно скученных окрестных зданий. И ни вблизи, ни вдали не видно было ни единого намека на возможность чистого воздуха и здоровой жизни, за исключением двух высоких башен собора Парижской Богоматери. Взобравшись на верхнюю площадку, они еще раз остановились отдохнуть. Отсюда еще более узкие и крутые ступеньки вели выше, в чердачное помещение. Хозяин винной лавки, все время шедший впереди и державшийся со стороны мистера Лори как бы из страха, что молодая девушка задаст ему затруднительный вопрос, прислонился к стене и, нащупав карманы сюртука, висевшего у него на плече, вытащил оттуда ключ. «Стало быть, вы запираете дверь, мой друг?» сказал удивленный мистер Лори. «Как же, всегда?» смущенно ответил месье Дефарш. «Считаете нужным все-таки держать несчастного джентльмена в заперти? Считаю нужным запирать дверь на ключ?» Эти слова Дефарш прошепнулся встал ему на ухо и при этом страшно нахмурился. «Почему так?» «А потому, что так долго он жил в заперти, что испугался бы, стал бы биться о стены, пришел бы в бешенство, пожалуй, умер бы, наделал бед, если бы оставить его дверь раскрытой». «Может ли быть?» воскликнул мистер Лори. «И даже очень может», сказал Дефарш с горечью. «Да нечего сказать. В хорошее времечко мы живем, коли возможны такие вещи, да мало ли и других им подобных. И все это не только возможно, оно и случается. Всякий божий день случается, изволите видеть, среди бела дня. черт возьми, ну, идем дальше». Эти переговоры происходили так тихо, что ни одно слово не достигло ушей молодой девушки. Тем не менее, она так дрожала от внутреннего волнения, и лицо ее выражало такую глубокую тревогу и, главное, такой страх и ужас, что мистер Лори счел своей обязанностью ободрить ее и успокоить. «Мужайтесь, дорогая мисс, вооружитесь твердостью, дело житейское, еще минута и конец, вот сейчас войдем, и самая тяжкая часть дела будет сделана, а потом уж пойдет другое, подумайте, сколько добра вы ему сделаете, какую отраду, какое счастье принесете с собой, позвольте и нашему любезному спутнику поддержать вас с другой стороны, вот так, друг де фарш, так-то лучше будет, ну, вот и отлично, дело житейское». Они поднимались медленно и осторожно. Ступеней было немного, и они скоро очутились наверху. Но тут площадка внезапно заворачивала в сторону, и они сразу увидели перед собой троих людей, которые, сомкнувшись головами, стояли, наклонившись перед дверью, и пристально смотрели внутрь комнаты, приставив глаза к щелкам и дырам в стене. Услыхав за собой шорох, все трое обернулись, выпрямились и оказались теми самыми посетителями, которые пили вино в лавке и назывались одним и тем же именем. «Я о них и позабыл, так вы меня озадачили вашим посещением», объяснил де-фарш мистеру Лори. «Уходите отсюда, ребятушки, у нас здесь дело есть». Те проскользнули мимо них и, ни слова не говоря, стали спускаться с лестницы. Так как другой двери на этой площадке не было, то хозяин погребка направился прямо к ней. И как только они остались одни, мистер Лори довольно сердитым шепотом спросил у него, «Что же это вы нарочно показываете публике господина Маната?» «Да, я его показываю вот точно так, как вы сейчас видели, но только некоторым избранным лицам». «По-вашему, это хорошо?» «По-моему, хорошо». «Кто же эти избранные?» «Что руководит вашим выбором?» «Я выбираю из среды настоящих людей одного со мной имени. Меня зовут Жак, и таких, которым полезно это видеть. Впрочем, что об этом говорить? Вы англичанин, это совсем иное дело. Посторонитесь, пожалуйста, и постойте здесь минутку». Пригласив их рукой отойти немного в сторону, он нагнулся и сквозь щель в стене посмотрел внутрь чердака. Потом, выпрямившись, раза два или три стукнул в дверь. Очевидно, затем только, чтобы произвести некоторый шум. С той же целью, он несколько раз шаркнул ключом поперек двери, неуклюже потыкал им в замочную скважину, наконец, вставил ключ и повернул его как можно громче. Дверь медленно растворилась внутрь. Он заглянул туда и сказал что-то. В ответ ему послышался слабый голос. С обеих сторон произнесено было чуть ли не по одному слову. Дефарш оглянулся через плечо и поманил их за собой. Мистер Лори крепко обвил рукой вокруг пояса молодую девушку и поддерживал ее, чувствуя, что иначе она сейчас упадет. Это визит деловой. Деловой, бормотал мистер Лори, между тем, как по щеке его скатилась капля влаги, совсем не делового характера. Пойдемте, пойдемте, «Я боюсь», прошептала она, вздрагивая. «Чего вы боитесь? Кого?» «Его боюсь. Отца». Видя ее в таком положении, а с другой стороны заметив, как настойчиво манил их за собой месье де Фарш, мистер Лори с отчаянной решимостью перекинул себе на шею ее руку, дрожавшую на его плече, приподнял ее за талию и протащил через порог. Он поставил ее к стене рядом с дверью и продолжал крепко держать, между тем, как она сама уцепилась за него. Де Фарш вынул ключ, затворил дверь и запер ее изнутри. Потом опять вынул ключ и не выпускал его из руки. Все это он проделал методически, нарочно производя как можно больше шума и стукотни. Наконец, он мерным шагом прошел через комнату в тот конец, где находилось окно. Тут он остановился и повернулся лицом к двери. Чердак, предназначенный для хранения дров и хозяйственных запасов, очень слабо освещался. Единственное слуховое окно было в сущности дверью, выходившей на крышу. Над ним было устроено нечто вроде блока или журавля для подъема тяжестей с улицы. Окно было без стекол, растворялось на две половинки, как почти все окна и двери во Франции, и защищено изнутри ставнями. Ради защиты от холода одна половина была плотно затворена, а другая чуть-чуть открыта. Через эту щель так мало света проникало на чердак, что в первую минуту казалось, будто там совсем темно и ничего не видно. Только долговременная привычка могла дать человеку возможность постепенно научиться что-либо делать и даже довольно искусно работать в такой темноте. Однако же на этом чердаке производилась такая работа. Спиной к входной двери и лицом к окну, под которым остановился Дефарш, сидел на низкой скамейке совершенно седой человек, подавшись всем телом вперед и понурив голову. Он был очень занят, точал башмаки. Глава шестая Башмачник «Доброго утра!» молвил месье Дефарш, глядя сверху вниз на седую голову, низко наклонившуюся над работой. Седая голова приподнялась на минуту и очень слабый голос прозвучал как бы издали, отвечая на приветствие. «Доброго утра! Вы, я вижу, все так же усердно работаете!» После долгого молчания голова опять приподнялась на минуту и голос произнес «Да, работаю». Но на этот раз блуждающий взгляд на секунду обратился на собеседника, потом снова поник. Слабость этого голоса возбуждала жалость и страх. То была не только физическая слабость. Долгое заключение в тюрьме и плохая пища тоже играли здесь роль. Главной и наиболее поразительной особенностью голоса была порожденная одиночеством «Отвычка говорите слушать». Этот голос был похож на слабое эхо давно-давно минувшего звука. Из него до такой степени исчезли и жизненность, и звучность человеческой речи, что он производил впечатление когда-то яркого и красивого цвета, выленившего до едва заметного бледного пятна. Он был так сдавлен и глух, как будто выходил из-под земли. Представлял воображению существо, до того безнадежное, изнемогающее и одинокое, что если бы отощалый путник, сбившийся с дороги среди далекой пустыни, лег на землю умирать, таким именно голосом должен был он вспомнить родной дом и проститься с далекими друзьями. Несколько минут он молчал, продолжая работу. Потом снова поднял свои блуждающие глаза. Не из любопытства, нет, но с машинальным намерением взглянуть, тут ли его единственный посетитель или уже ушел. А я, сказал де Фарш, не спускавший глаз с башмачника, хочу вот впустить сюда побольше свету, вам ничего, если будет посветлее. Башмачник перестал работать. Прислушиваясь с рассеянным видом, он взглянул на пол, направо от себя, потом посмотрел налево и, наконец, перевел глаза на де Фаржа. Вы что сказали, молвил он? Я спрашиваю, можете ли вы переносить свет, коли я впущу его побольше? Должен перенести, коли вы впустите. На первом слове он сделал нечто вроде ударения. де Фарж растворил ставень немного шире и укрепил его на время в этом положении. Широкий луч света скользнул в чердачное помещение и озарил прекратившего свое занятие башмачника с неоконченной работой на коленях. Кое-какие простые инструменты и обрезки кожи лежали у его ног и рядом с ним на скамейке. У него была седая борода, грубо подстриженная, но не длинная, исхудалое лицо и необыкновенно блестящие глаза. Из-под черных бровей и спутанных седых волос эти глаза казались огромными благодаря крайне худобе его лица. Они были велики от природы, но теперь производили впечатление неестественной величины. Пожелтевшая изодранная рубашка была расстегнута у горла и в прорехе виднелось изможденное тощее тело. И сам он, его старая холщовая куртка и слишком просторные спустившиеся вниз чулки и все эти жалкие лохмотья были так долго лишены непосредственного действия света и воздуха, что приняли однообразно тусклый желтоватый оттенок пергамента и трудно было сказать где тело и где одежда. Он заслонил глаза рукой отхлынувшего в комнату света и казалось, что даже кости этой руки прозрачны. Он все сидел в одном положении, пристально устремив пространство безучастный взор и приостановив работу. Перед тем, как взглянуть на стоявшего перед ним человека, он озирался по сторонам, как будто потерял привычку согласовать занимаемое человеком место с его голосом. Оттого он говорил так медленно, а иногда и совсем не говорил. Вы хотите сегодня же окончить эту пару башмаков? спросил у него Дефарш, сделав мистеру Лори знак подойти ближе. Что вы сказали? Вы думаете сегодня окончить эту пару башмаков? Не могу сказать, что бы думал. Вероятно, да. Я не знаю. Однако вопрос напомнил ему о башмаках, и он принялся за работу. Мистер Лори молча подошел, оставив молодую девушку у двери. Он уже стоял минуты две подле Дефаржа, когда башмачник оглянулся на них. Он не удивился, увидев другого гостя, но дрожащими пальцами одной руки провел по своим губам. И губы, и ногти были у него одного и того же бледно-свинцового оттенка. Потом его рука опять упала на колени, и он углубился в свою работу. Все это продолжалось не более минуты. — К вам гость пришел, видите? — сказал господин Дефарж. — Что вы сказали? — Гость пришел. Башмачник опять взглянул на него, но не оторвался от работы. — Послушайте-ка, сказал Дефарж, вот этот господин знает толк в хорошо сшитой обуви. Покажите ему башмак вашей работы. Возьмите у него башмак, месье. Мистер Лори взял в руки башмак. — Вы скажете этому господину, какого сорта эта обувь, и кто ее сделал? Молчание длилось еще доля прежнего, и башмачник сказал наконец. — Я позабыл, о чем вы спрашивали. Что вы сказали? — Я сказал, не можете ли объяснить этому господину, что это за башмак? — Это дамский башмак для молодой девушки на гулянии. Нынче такая мода. Я мода не видал, но у меня была модель. Он посмотрел на башмак с оттенком мимолетной гордости. — А как же зовут мастера, сказал де фарш. Теперь, когда у него в руках не было работы, башмачник стал зажимать правые пальцы в левую ладонь, затем левые пальцы в правую, потом провел рукой по бороде и так несколько раз подряд, не переставая передвигать руками. Побороть его рассеянность, пробудить внимание, отвлекавшееся в сторону каждый раз, как он произносил что-нибудь, было почти так же трудно и хлопотливо, как приводить в чувство человека, находящегося в обмороке или добиться определенного ответа от умирающего. Вы про мое имя спрашивали? Конечно, скажите, как вас зовут? 105, Северная башня. И больше ничего? 105, Северная башня. Из груди его вырвался не то вздох, не то стон, и он снова вернулся к своей работе, но через некоторое время молчание было опять прервано. Вы не всегда были башмачником по ремеслу, спросил мистер Лори, пристально на него глядя. Блуждающие глаза обратились на Дефаржа, как бы с желанием предоставить ему ответить на вопрос. Но Дефарж не пришел ему на помощь. И глаза, устремившись сначала на пол, направо и налево, в конце концов взглянули на говорившего. Был ли я башмачником по ремеслу? Нет, по ремеслу я не был башмачником, я здесь научился. Самоучкой просил позволения. Он замолк и в течение нескольких минут все так же бесцельно шевелил руками. Потом глаза его медленно обратились на собеседника. Увидев его, он вздрогнул, точно внезапно пробуждаясь от сна, и, уловив нить своей фразы на том месте, где остановился, договорил ее. Просил позволения учиться, долго ждал ответа. Позволили с большим трудом. И с тех пор вот шью башмаки. Он протянул руку за башмаком, который у него взяли, а мистер Лори, пристально глядя ему в лицо, сказал, — Господин Маннет, вы меня совсем не помните? Башмак упал на пол, и старик уставился на мистера Лори. — Господин Маннет, сказал мистер Лори, положив руку на руку де фаржа, вы и этого человека не помните? Посмотрите на него и на меня посмотрите. Не возникает ли в вашем уме воспоминания о старом банкире, о старых делах, о старом служителе, о старых годах, господин Маннет? Узник, пробывший в заключении так долго, попеременно смотрел то на мистера Лори, то на де фаржа. И пока он смотрел, на его челе начали проступать давно исчезнувшие признаки умственной деятельности, когда-то чрезвычайно сильный и живучий, точно лучи света, проникавшие сквозь густой туман. Так же постепенно они бледнели, проходили, исчезли. Но они пробуждались, они были тут. И это выражение всякий раз отражалось на лице молодой девушки, которая потихоньку подвинулась вдоль стены до такого места, откуда ей было видно на него. Она стояла и смотрела на него, сначала подняв руки с выражением испуганной жалости, и даже иногда заслонялась ими от этого непосильного зрелища. Но потом протянула эти руки вперед, вся дрожа от стремления заключить в свои горячие объятия эту мертвенную голову, отогреть ее на своей юной теплой груди и своей любовью и ласками воротить к жизни и надеждам. И так отражалось на ее лице выражение его лица, только в более сильной степени, что казалось, будто это выражение, подобно скользящему лучу, перешло с него на нее. На него опять нашло затмение. Все рассеяние становился его взгляд, обращенный на обоих посетителей. Потом он опять по-прежнему оглянулся на пол, впал в унылое раздумье и спустил глубокий вздох, поднял башмак и возобновил работу. — Узнали вы меня, месье? — шепотом спросил де Фарш. — Да на одну минуту. Сначала я думал, что на это нечего рассчитывать, но потом несомненно признал на несколько секунд то самое лицо, которое когда-то так хорошо знал. — Ц-с-с-с — отойдем немного назад. — Ц-с-с-с-сс-с. Она прокралась от стены чердака и была теперь совсем близко от скамейки, где он сидел. Было что-то ужасное в его полном неведении ее близости. Она могла бы достать его протянутой рукой, а он сидел согнувшись и не подозревал ее присутствия. Никто не проронил ни слова. Тишина была полнейшая. Она стояла возле него точно бесплотный дух, а он низко склонился над своей работой. Случилось, наконец, что ему понадобилось отложить инструмент, бывший в его руке, и взять ножик, лежавший на скамейке, не с той стороны, где она стояла. Он взял его, снова наклонился, но в эту секунду, увидав на полу, подол ее платья, поднял глаза и увидел ее лицо. Оба зрителя разом ринулись вперед, но она остановила их движением руки. Ей было не страшно, что он ударит ее своим ножом, а они именно этого и боялись. Он уставился на нее испуганным взглядом, и через некоторое время губы его пытались произнести какое-то слово, но звука не было слышно. Потом послышалось его учащенное дыхание и, наконец, слова. «Что это?» Слезы градом лились по ее лицу. Она приложила обе руки к своим губам и посылала ему воздушные поцелуи. Потом сложила их на груди, как бы желая прижать к себе его седую голову. «Вы не дочь ли тюремщика?» Она вздохнула. «Нет». «Кто же вы?» Не доверяя твердости своего голоса, она села на скамейку рядом с ним. Он съежился и отпрянул, но она положила руку на его руку. Странный трепет пробежал по всему его телу. Он тихонько положил ножик и смотрел на нее. Длинные локоны ее золотистых волос, торопливо откинутые назад, рассыпались по ее спине. Медленно подвигая руку вперед, он взял один из висевших локонов и посмотрел на него. Смотрел, задумался, потерял нить своих мыслей. Глубоко вздохнул и снова принялся за башмачную работу. Но ненадолго. Она выпустила его руку и положила свою ему на плечо. Раза два или три он покосился на нее неуверенно, как бы сомневаясь, точно ли тут лежит эта рука. Отложил работу и снял со своей шеи почерневший шнурок с привешенным к нему свернутым клочком тряпки. Положив этот сверточек себе на колени, он бережно развернул его. И там оказалось небольшое количество волос. Их было очень мало, всего, может быть, один или два длинных волоса золотистого цвета, которые он когда-то, вероятно, намотал вокруг своего пальца. Он опять взял кончик ее локона и стал вглядываться в него, бормоча, те самые, те самые. Кто это может быть? Когда это было? Как это? Как это? По мере того, как Лопьева морщился от напряженного усилия сосредоточить свои мысли, он как будто понял, что и на ее лице выражается то же самое. Тогда он повернул ее к свету и стал всматриваться в ее черты. Она положила голову на мое плечо в тот вечер, когда меня вызвали из дому. Она боялась моего ухода, а я не боялся. И когда меня привели в северную башню, вот что они нашли у меня на рукаве. Оставьте мне эти волосы, ведь они мне не помогут убежать телесно, только душа моя будет посредством их улетать на волю. Так я сказал им в то время. Я запомнил каждое слово. Эту речь он несколько раз произносил губами беззвучно, прежде нежели ему удалось ее произнести. Но когда он нашел для нее подходящие слова, он выговорил их вполне осмысленно, хотя медленно. Как это случилось? Разве это были вы? Оба зрителя опять разом рванулись вперед. Так ужасающе быстро он повернулся к ней. Но она оставалась в его руках тиха и спокойна, и только сказала им тихим голосом. — Умоляю вас, добрые джентльмены, не подходите к нам, помолчите и не трогайтесь с места. — Ах! — вскрикнул он. — Чей? Это голос? Он выпустил ее из рук, схватился за голову и в припадке отчаяния рванул себя за волосы. Но этот порыв миновал так же скоро, как проходили все другие его впечатления, за исключением башмачного ремесла. Он сызново свернул свою тряпочку с волосами и силился спрятать этот пакетик себе за пазуху, но продолжал смотреть на дочь, угрюмо покачивая головой. — Нет-нет-нет, вы слишком молоды, слишком цветущи, не может этого быть. Посмотрите на узника, на что он похож. Разве это те руки, которые она знала? Разве это то лицо? Такой ли голос привыкла она слышать? Нет-нет. Она была, да и он был давно, давно, до этих долгих годов, в северной башне, целые века назад. Как вас зовут, мой милый ангел? Ободренная его смягченным тоном и манерой, его дочь встала перед ним на колени и положила умоляющие руки на его грудь. О, сэр! Я в другой раз, после скажу вам свое имя. И кто была моя мать, и кто отец мой, и почему я никогда не слыхала о их тяжкой-тяжкой судьбе. Но теперь я не могу вам этого сказать, да и нельзя это здесь. Одно только я теперь же скажу вам. Вот сейчас тут дотроньтесь до меня сами и благословите меня. Поцелуйте меня, поцелуйте. О, мой милый! Дорогой мой! Его холодная седая голова приникла к ее сияющим кудрям, которые обдали его теплом и светом, как будто его внезапно озарило лучом свободы. Если в моем голосе есть что-нибудь такое, я этого не знаю, наверное, но надеюсь, что так. Если в моем голосе вам чудится сходство с тем голосом, что был когда-то сладкой музыкой для вашего слуха, то плачьте о нем, плачьте. Если, трогая мои волосы, вы вспоминаете любимую голову, лежавшую на вашей груди, когда вы были молоды и свободны, плачьте об этом, плачьте. И если вы услышите, что мы поедем домой, и там я всегда буду при вас, буду служить вам всей моей любовью и покорностью, а вы тогда вспомните о другом домашнем очаге, давно опустевшем, о котором столько лет тосковало ваше бедное сердце. Плачьте о нем, плачьте. Она обвела его шею своей рукой и, крепче прижав к своей груди, тихонько покачивала, как ребенка. Милый мой, бесценный, кончена ваша мука. Я пришла взять вас отсюда. Мы поедем в Англию, там будет нам хорошо и спокойно. А если это напомнит вам, что ваша полезная жизнь пропала даром, что наша родная Франция обошлась с вами жестоко, плачьте об этом, плачьте. А когда я вам скажу свое имя и то, что отец мой жив, а мать умерла, и вы узнаете, что я должна преклонить колени перед моим отцом и умолять его простить меня за то, что я для него не работала целые дни, не оплакивала его целые ночи, потому что материнская любовь вскрыла от меня, как он мучился. Поплачьте о нем, поплачьте. Плачьте о нем и обо мне тоже. Добрые джентльмены, слава Богу, я чувствую его священные слезы на моем лице, и его рыдания отдаются в моем сердце. О, посмотрите, поблагодарите Бога за нас, слава Богу! Он склонился к ней на руки, приникнув лицом к ее груди. Зрелище было потрясающее, но до того ужасное по той массе страдания и вопиющей несправедливости, которые ему предшествовали, что оба посторонних зрителя этой сцены закрыли руками свои лица. На чердаке водворилась полная тишина. Рыдания, потрясавшие его грудь и слабое тело, наконец унились, и он стих и смолк, как смолкает всякая буря. Явная эмблема того покоя и тишины, которые наступают для человека после той бури, что зовется жизнью. Тогда двое свидетелей подошли с намерением поднять с полу отца и дочь. Он постепенно сполз со скамейки на пол и лежал в изнеможении, истощенной пережитыми волнениями. Она примастилась возле него, подложив ему под голову руку, а ее волосы свесились над ним, как занавес, защищая его от света. — Нет, не тревожьте его, — сказала она, протянув руку мистеру Лори, склонившемуся над ними после многократного сморкания. — Нельзя ли так устроить, чтобы нам сегодня же уехать из Парижа и прямо из этих дверей увезти его прочь? — Рассудим прежде, может ли он перенести путешествие, — сказал мистер Лори. — Я думаю, что ему все-таки легче будет в дороге, чем в этом городе, где он так ужасно пострадал. — Это правда, — сказал де Фарш, ставший на колени, чтобы лучше видеть и слышать. И я даже так скажу, что для господина Маната во всех отношениях лучше поскорее уехать из пределов Франции. Хотите, я скажу, нанять карету и почтовых лошадей? — Начинается дело, — молвил мистер Лори, тотчас переходя в свой обычный аккуратный тон. Но раз дело дошло до практической, стороны. Лучше мне самому сходить за каретой. — В таком случае, — сказала мисс Манат простительным тоном, — будьте так добры, оставьте нас здесь вдвоем. Вы сами видите, как он стал спокоен. Стало быть, вам нечего бояться оставлять меня с ним. И чего же бояться? Вы только уходя заприте дверь снаружи, чтобы, наверное, никто не вошел к нам. И тогда, по возвращении, я не сомневаюсь, что вы его застанете таким же тихим, как и теперь. Во всяком случае, я позабочусь о нем, пока вы не вернетесь, а потом мы прямо отсюда двинемся в путь. Такой оборот не нравился ни мистеру Лори, ни Дефаржу. Оба были того мнения, что лучше одному из них пойти, а другому остаться на всякий случай. Но так как нужны были не одни лошади и карета, а предстояло выправить и кое-какие бумаги на дорогу, и так как времени оставалось немного, день приходил к концу, то кончилось тем, что, наскоро поделив между собой необходимые хлопоты, оба поспешили уйти. Стало смеркаться. Дочь прилегла головой к жесткому полу возле отца и смотрела на него. Тьма сгущалась, стало совсем темно. Они все так же тихо лежали, пока сквозь щели в стене не блеснул свет. Мистер Лори и Дефарж выполнили все приготовления к путешествию и принесли с собой, помимо дорожных плащей и одеял, хлеба и мяса, вина и горячего кофе. Месье Дефарж поставил всю эту провизию и фонарь на скамью башмачника. Другой мебели не было на чердаке, кроме соломенной постели. Потом с помощью мистера Лори разбудил узника и помог ему встать. Ни один человеческий ум не мог бы прочесть на его испуганном и удивленном лице того, что совершалось в тайнике его души. Понял ли он то, что случилось? Помнил ли то, что ему говорили? Знал ли, что он свободен? Этих загадок не разрешил бы никакой мудрец. Пробовали разговаривать с ним, но он был так растерян, так медленно отвечал, что они побоялись еще больше ошеломить его и решили, что пока лучше оставить его в покое. По временам он как-то дико и растерянно хватался за голову, чего прежде не имел привычки делать. Однако заметно было, что ему приятен звук голоса его дочери, и каждый раз, когда она говорила, он оборачивался к ней. С безучастной покорностью человека, давно привыкшего все делать по принуждению, он ел и пил все, что ему давали, и беспрекословно надел дорожный плащ и прочее платье. Когда дочь взяла его под руку, он с большой готовностью поддался этому движению и, взяв ее руку, удержал в своих руках. Начали спускаться с лестницы. Дефарш пошел впереди с фонарем, мистер Лори замыкал шествие. Пройдя несколько ступеней длинной главной лестницы, узник вдруг остановился и, вытаращив глаза, стал озираться на стены и вверх на потолок. — Вы помните это место, папа? Помните, как входили сюда? — Что вы сказали? Но прежде чем она успела повторить вопрос, он как будто расслышал его и прошептал в ответ. — Помню ли? — Нет, не помню. Это было так давно. Для всех было очевидно, что он не имел никакого представления о том, как из тюрьмы попал в этот дом. Они слышали, как он бормотал. — Сто пятый. Северная башня. И, озираясь, по-видимому, дивился, где же толстые крепостные стены, в которых он пребывал столько лет. По выходе на двор он машинально замедлил шаг, как бы в ожидании спуска подъемного моста. И когда увидел, что никакого моста нет, а вместо того на обыкновенной улице стоит перед ним карета, он выпустил руку дочери и опять схватился за голову. У ворот никого не было. Ни в одном из многочисленных окошек не видать было ни души, даже ни одного случайного прохожего не было на улице. Везде было необычайно тихо и пусто. Только одна живая душа и была свидетельницей этого зрелища, именно мадам де Фарш. Но она стояла, прислонившись к косяку, продолжала свое вязание и ничего не видала. Узник сел в карету, и дочь последовала за ним. Но едва мистер Лори занес ногу на подножку, как он жалобным голосом стал просить, чтобы захватили его инструменты и неоконченные башмаки. Мадам де Фарш крикнула мужу, что она сейчас сама сходит наверх и все принесет. Не переставая вязать, она быстро пошла через двор и скрылась в темноте. В самом скором времени она воротилась, передала все вещи в карету, немедленно встала опять, прислонившись к косяку, и принялась вязать, как ни в чем не бывало. Она ничего не видела. Де Фарш влез на козла и скомандовал. — К заставе! Ямщик хлопнул бичом, и карета покатилась, грохоча по мостовой, при слабом свете висячих фонарей, мерцавших над улицей. Висячие фонари качались в воздухе, разгораясь ярче в лучших частях города, и снова мерцая в худших. Карета неслась под зыбкими фонарями мимо освещенных лавок, мимо веселящейся толпы, мимо сиявших огнями кофеин, ресторанов и театров, и так до ворот одной из столичных застав. Из караульни вышли солдаты с фонарями. — Ваши бумаги, господа путешественники! — Вот, изволите смотреть, господин офицер, — сказал месье де Фарш, соскочив с козел и с серьезным видом отводя в сторону караульного начальника. — Это бумаги того господина с седыми волосами, что сидит внутри кареты. Они мне переданы, равно как и он сам, в... Тут он понизил голос до шепота. Среди фонарей произошло движение. Один из них просунулся внутрь кареты вместе с чьей-то рукой в мундирном рукаве. Глаза из-под военной фуражки взглянули совсем необычным взглядом на седоволосого господина, и официальный голос произнес. — Хорошо, все в порядке, трогай! — Прощайте! — крикнул де Фарш. Еще несколько фонарей все слабее и слабее мерцавших над дорогой, и они выехали из столицы под покров великой звездной ночи. Черные тени расстилались кругом под сводом этих неподвижных и вечных светил. Некоторые из этих светочей так далеки от нас, что ученые говорят, будто их лучи еще не достигли до нашей планеты и не ведают о существовании в необъятном пространстве этого маленького мирка, на котором кто-то страдает и что-то делается. И в течение всей этой холодной и тревожной ночи мистер Лори, сидевший напротив человека, заживо погребенного и теперь отрытого, раздумывал и соображал, какие из душевных способностей утрачены им навсегда и какие еще могут со временем восстановиться. А ночные тени между тем снова нашептывали ему прежние слова «Надеюсь, что вы с охотой возвращаетесь к жизни!» И слышался ему прежний ответ «Не могу сказать! Не знаю!» Часть вторая. Золотая нить. Глава первая. Пять лет спустя. Тельсонов банк, что у Темплских ворот, был старинным учреждением даже и в 1780 году. Дом был очень тесен, очень темен, очень некрасив и очень неудобен. Был он также очень старомоден в том отношении, что участники фирмы гордились его теснотой, гордились его темнотой, гордились его безобразием, гордились его неуютностью. Они даже хвастались тем, что все эти качества были ему присущи в высшей степени, ибо свято верили, что будь он менее темен, тесен, безобразен и неудобен, он был бы и менее почтенным учреждением. И это было с их стороны не пассивным образом мыслей, но мощным орудием, которым они размахивали по адресу других, более удобно обставленных деловых контор. Тельсону, — говорили они, — ни к чему заводить себе больше простору. Тельсону не нужно больше свету, и никаких украшений не требуется. Может быть, какой-нибудь Нокс и компания нуждаются в подобных вещах, или братья с Нукс, но Тельсон, слава богу! Если бы какому-нибудь сыну одного из сотоварищей фирмы вздумалось завести речь о перестройке Тельсонова банка, родной отец немедленно лишил бы его наследства. В этом отношении банк держался совершенно тех же воззрений, как и британское государство. Оно частенько отрекается от своих сынов в том случае, когда они предлагают улучшение законов и обычаев страны. И хотя бы сама страна давно признавала полную несостоятельность и вредоносность этих законов и обычаев, но считается, что они-то и придают ей высшую степень почтенности. Таким образом и случилось, что по части неудобства Тельсонов банк достиг образцовой степени совершенства. Дверь отворялась чрезвычайно туго и с особым хриплым звуком, напоминающим клокотание в горле. Когда вам удавалось победить ее дурацкое упорство и отворить ее, вы падали через две ступеньки вниз, а очнувшись, оказывались в жалкой ловчонке с двумя маленькими прилавками, за которыми сидели старые-престарые старички. В их руках ваши чеки колыхались и трепетали, как на сильном ветру, а для проверки подписи они подносили бумажки к самому тусклому окну, какое только можно себе представить. Его постоянно окачивало грязью с мостовой Флит-стрит, да кроме того, оно осенялось и собственными железными решетками и тяжеловесной стеной темплских ворот. Если по свойству вашего дела вам требовалось повидаться с главой фирмы, вас впускали в нечто вроде карцера за конторой, и там вы могли на досуге размышлять о своих грехах, покуда не появлялся глава. Он стоял перед вами, засунув руки в карманы, а вы едва были в состоянии рассмотреть его в этом сумрачном помещении. Ваши деньги сохранялись в старых выдвижных ящиках, до того, источенных червями, что когда вы их двигали или захлопывали, мелкие частицы древесины, отделяясь от них, взлетали на воздух и попадали вам в нос и рот. Извлекаемые оттуда ассигнации отличались затхлым запахом, точно они начали разлагаться и скоро опять превратятся в тряпье. Если вы сдавали на хранение свою серебряную посуду, ее относили в подвальные склады по соседству с выгребными ямами, и от этого уже дня через два весь лоск сходил с ее красивой поверхности, и она покрывалась пятнами. Ваши документы содержались за крепкими замками в каких-то странных шкафах, очевидно, бывших прежде, принадлежностью кухни или кладовой. И весь жир, заключавшийся в пергаменте, испаряясь из деловых актов, насыщал воздух банкирской конторы. Шкатулки с фамильными бумагами более легкого содержания уносились наверх, в большой зал, среди которого стоял громадный обеденный стол, но на котором никто никогда не обедал. Зато в 1780 году только что отменен был обычай выставлять на темплских воротах отрубленные головы казненных людей. А прежде эти головы приходились прямо против окон этого зала, а, следовательно, глазели на шкатулки, в которых, может быть, вы хранили первые письма своей возлюбленной или ваших маленьких детей. Это бессмысленное жестокое варварство, достойное Абиссинии или Ашантиев, прекратилось лишь незадолго перед тем. Впрочем, смертная казнь была в то время чрезвычайно популярным лекарством во всех слоях общества, в том числе и у Тельсона. Законодательство в этом случае руководствовалось примером природы, которая, как известно, всякие явления улучшает и совершенствует смертью. А потому казнили смертью за подлог, за произнесение бранных слов, за беззаконное вскрытие чужого письма, за кражу сорока шиллингов и шести пенсов. Казнили уличного мальчишку, который взялся подержать лошадь у дверей Тельсонова банка, и вздумал на ней ускакать. Казнили фальшовомонетчика, словом, казнили за три четверти тонов всей гаммы преступлений. Нельзя сказать, чтобы это приносило хотя бы малейшую долю пользы в смысле предупреждения провинностей, и даже достойно замечания, что действие было как раз обратное. Но, по крайней мере, в каждом данном случае таким способом сбывалась с рук лишняя забота, и, насколько дело касалось здешнего мира, ею кончалась ответственность за вредного члена общества. Таким образом, один Тельсонов банк, не считая других, современных ему и более значительных учреждений, отправил на тот свет так много народу, что если бы головы казненных продолжали выставлять на темплских воротах в конторе нижнего этажа, не оставалось бы и тех проблесков света, которыми она освещалась теперь, и настала бы там зловещая тьма. И вот, скорчившись в каких-то шкафчиках и клетках, сидели старые старички и с важным видом занимались конторскими делами Тельсонова банка. Иногда бывало, что на службу принимался и молодой человек, но его куда-то запрятывали до тех пор, пока он не состарится. Его, должно быть, держали в темноте, как свежий сыр, и дожидались, покуда он получит настоящий Тельсоновский привкус и подернется голубоватым налетом. Только тогда его выпускали из заточения, и всякий мог видеть, как он сидит в очках над большущими счетными книгами и одним видом своих коротких штанов и высоких штиблетов придает вес общему характеру этого тяжеловесного заведения. У дверей Тельсона, но только отнюдь не внутри конторы, исключая тех случаев, когда его нарочно призывали, держали рассыльного, род добровольца-комиссионера, исполнявшего разные поручения и служившего живой вывеской учреждения. Во все часы, когда банк не был заперт, он никогда не отлучался, кроме как по делам конторы, и тогда вместо него дежурил у двери сын его, мальчишка лет двенадцати, крайне непривлекательного вида, живой портрет своего отца. Предполагалось, что контора Тельсона с высоты своего величия дозволила рассыльному тут присутствовать. С незапамятных времен кто-нибудь да исполнял подобные обязанности при конторе. И вот, с течением времени и обстоятельств, очутился тут этот самый человек по фамилии Кренчер. В те отдаленные дни, когда в восточной части Сити, на улице Гаун-де-Дич, в приходской церкви совершалось над ним таинство святого крещения, ему дали сверх того, и христианское имя Джерри. Гаун-де-Дич, песей овраг, был когда-то частью рва, окружавшего лондонские сити. Место действия — частная квартира мистера Кренчера в переулке висящего меча в квартале Уайтфраерс. Уайтфраерс, то есть Белые Братья. Так назывался нищенствующий монашеский орден кармелитов, обосновавшийся в Лондоне в XIII веке. Время — Раннее утро одного бурного дня в марте месяце 1780 года. Анно-Домини, половина восьмого утра. Мистер Кренчер обычно говорил Анно-Домино, он, должно быть, полагал, что христианская эра считается с того самого дня, как какая-то Анна изобрела игру в домино. Квартира мистера Кренчера находилась далеко не в чистоплотной местности и состояла всего из двух комнат, даже если считать за комнату чулан с окошечком в одно стекло. Но содержались они очень прилично. Невзирая на столь ранний час этого бурного мартовского утра, комната, где лежал хозяин, была чистенько прибрана. Простой дощатый стол был прикрыт белоснежной скатертью, и на нем были аккуратно расставлены чашки и тарелки, приготовленные для завтрака. Мистер Кренчер покоился на кровати под одеялом, шитом из множества пестрых лоскутков, точно орликин на побывке. Сначала он крепко спал, но потом начал вертеться, выдираться из-под простыни и, наконец, поднялся и сел на постели. Причем его гвозди образные волосы так торчали, что казалось, будто они неминуемо должны были рвать наволочки в клочья. Оглянувшись кругом, он воскликнул разгневанным тоном. — Черт меня возьми! Она опять! опрятная женщина, по всем признакам домовитая хозяйка, стоявшая на коленях в углу, торопливо встала и своим испуганным видом показала, что именно к ней относилось это воззвание. — Вот как! — сказал мистер Кренчер, наклоняясь к кровати в поисках сапога. — Ты опять за свое! После этого вторичного приветствия он приступил к третьему, состоявшему в том, что, схватив с полу сапог, он швырнул им в женщину. Сапог был сильно замазан грязью, и, кстати, можно упомянуть мимоходом, что в хозяйственном обиходе мистера Кренчера замечалось очень странное явление. Он часто возвращался домой из банка в чистых сапогах, а на другое утро, вставая, заставал их покрытыми грязью. — Что же это такое? — сказал мистер Кренчер, попав в цель и пробуя выразить свои попреки другими словами. — Ты это чем же занимаешься, заноза ты этакая? — Я читала молитвы, молитвы читала, нечего сказать, хороша, как же ты смеешь хлопаться на пол, да еще молиться против меня. — Я против тебя не молюсь, я молюсь за тебя. — Врешь, а коли и так я тебе не давал на то позволение и не потерплю. — Вот какая у тебя мать, слышишь, ты, малый Джерри, взяла, да и ну молиться против моей удачи. — Да, сынок, такая уж у тебя выдалась послушная маменька, благочестивая мамаша, что и говорить, грохнется на пол, да и молится, как бы у единственного сына отнять изо рта хлеб с маслом. Юный Кринчер, еще стоявший в одной рубашке, принял это известие с большим неудовольствием и, обратившись к матери, стал горько упрекать ее в том, что она молится с целью лишить его еды. — И что ты только думаешь, упрямая баба? — сказал мистер Кринчер сам, не замечая своей непоследовательности. — Не воображаешь ли ты, что твои молитвы так уж действенны? — Ну-ка, говори, много ли они стоят? — Мои молитвы идут от сердца Джерри, другой цены у них нет. — Другой цены у них нет, повторил мистер Кринчер. — Ну и правда, что они недорого стоят. — Как бы то ни было, я тебе не велю молиться против меня, так и знай. Это мне не по карману. Не хочу я быть несчастен через твое кувыркание. — Коли хочешь бухаться на пол, бухайся на пользу мужу и сыну, а не во вред им. — Кабы у меня была не такая строптивая жена, а у этого бедного парня не такая строптивая мать, я бы на той неделе заработал порядочные деньги, а вместо того она мне под руку молитвы читает, и так меня обрабатывает своим богомольем, что нет мне удачи ни в чем, да и только. — Провалиться мне на месте, продолжал мистер Кринчер, все время занимаясь своим туалетом, от этого самого богомолья, за что не примусь, все помехи, все одни задержки, и во всю неделю хоть бы единый разок что-нибудь удалось мне, бедняге, честному ремесленнику, эй ты, юнец, одевайся скорее, я стану сапоги чистить, а ты, тем временем поглядывай на мать, и ежели увидишь, что она собирается опять бухнуться, кликни меня. — Да помни ты у меня, снова обратился он к жене, я не позволю тебе таким манером становиться мне поперек дороги, вот едва на ногах стою, качает меня словно колымагу, и дремлется как от сонного зелья, и в голове такой стон стоит, что и не разобрал бы, я ли это или кто другой, и при всем том в кармане никакой прибыли нет. И я так подозреваю, что ты тут с утра до ночи только о том и хлопотала, чтобы ничего не перепало мне в карман, заноза ты такая несносная баба, ну-ка, что ты на это скажешь? Продолжая рычать на нее и бросая по временам короткие фразы вроде «Как же, уж известно, какая ты богомольщица, ну да, разве ты пойдешь наперекор своему мужу и сыну, как бы не так?» Мистер Кринчер, осыпая жену жгучими искрами своего остроумия, принялся чистить свои сапоги и вообще приводить себя в готовность к дневным трудам. Тем временем его сынок, голова которого была тоже украшена торчащими колючками, только помельче, а глаза были поставлены очень близко друг к другу, как и у его отца, зорко наблюдал за своей матерью, как ему было приказано. Он также совершал свой туалет в собственной спальной коморке и от времени до времени выскакивал оттуда и пугал свою мать, выкрикивая «Сейчас бухнется! батюшка, смотрите!» И, подняв такую ложную тревогу, он удалялся обратно в коморку, непочтительно ухмыляясь. Расположение духа мистера Кренчера нисколько не смягчилось и в ту минуту, как они сели завтракать. Особенно вскипел он гневом, когда его жена вздумала прочесть молитву «Молчать, заноза! Ты что это? Ты опять за свое?» Жена объяснила, что хотела только призвать на трапезу благословение Божие. «Не смей этого делать!» сказал мистер Кренчер, озираясь кругом и очевидно ожидая, что вот-вот молитвами его супруги хлеб исчезнет со стола. «Не хочу я, чтобы меня этими благословениями выживали из дому! Мне вовсе нежелательно, чтобы по твоей милости у меня еда шарахнулась с тарелки. Сиди смирно!» Его глаза были так красны, а лицо такое сердитое, как будто он всю ночь провел на пирушке, а ушел оттуда несолоно хлебавши. Уподобляясь четвероногой твари в зверинце, он не то чтобы ел, а как-то рвал и теребил свой завтрак, не переставая рычать. Однако ж к восьми часам он до некоторой степени успокоился. привел свою внешность в менее взъерошенный вид и придав себе самую деловитую и приличную осанку, какая была совместима с его природными качествами, отправился из дому. Хоть он и звал себя честным торговцем, но занятие его вряд ли можно было назвать торговлей. Все его торговое учреждение состояло из деревянной табуретки, бывшей когда-то стулом, но стул сломался, спинку его отпилили и он таким образом обратился в табурет, который руками юного Джерри, шедшего рядом с отцом, относился каждое утро к зданию Тельсонова банка и ставился под окном конторы, ближайшим к темплским воротам. Как только мимо них проезжала какая-нибудь телега, они спешили утянуть из нее охапку соломы и, рассыпав ее себе под ноги ради сухости и тепла, устраивались так на весь день. Прибывая на этом посту, мистер Кренчер был так же всем известен в окрестностях Темпла и Флит-стрит, как и самые темплские ворота, и представлял собой почти столь же безобразное зрелище. Джерри утверждался на своем табурете без четверти девять, как раз вовремя, чтобы почтительно прикладывать руку к своей треугольной шляпе и по мере того, как старые старички начинали появляться на улице и исчезать в дверях Тельсоновой конторы. Так и в это бурное мартовское утро он сидел на своем месте, а юный Джерри стоял рядом с ним, изредка устремляясь под ворота, дабы наносить телесные и духовные обиды проходящим мальчикам, если они были настолько малы, что не могли еще давать ему сдачи. Отец и сын похожие друг на друга как две капли воды молча взирали на обычную утреннюю жизнь Флит-стрит, сдвинувшись головами так же близко, как были сдвинуты между собой глаза каждого из них, и в этом положении имели разительное сходство с парой обезьян. Это сходство усиливалось еще тем случайным обстоятельством, что старший Джерри то и дело откусывал и выплевывал соломинки, а юный Джерри своими блестящими глазенками беспрерывно наблюдал как отца, так и все вообще, что делалось на улице. Дверь в контору Тельсона претворилась, оттуда высунулась голова одного из клерков, который крикнул «Нужен посыльный! Ура!» Батюшка, вот как рано наклюнулось дело для почина! Проводив родителя таким приветствием, юный Джерри сам сел на табурете, взял в зубы соломинку и, покусывая ее с тем же сосредоточенным вниманием, какое выказывал его отец, раздумывал про себя. «Всегда ржавчина, все пальцы выпочканы ржавчиной», бормотал юный Джерри. «И где только батюшка набирает всю эту железную ржавчину, здесь нигде не видать ржавого железа!» Глава вторая Зрелище «Вы, конечно, знаете, где находится суд Олдбейли», спросил один из старейших в мире клерков у посыльного Джерри. «Олдбейли старинное здание суда в Лондоне. В начале двадцатого века оно было снесено, и на месте его построено новое». «Знаю, сэр», отвечал Джерри несколько мрачно. «Во всяком случае, найду дорогу, сэр». «Хорошо, а знаете вы мистера Лори?» «Мистера Лори, сэр, я знаю лучше, чем суд Олдбейли, и уж кому, конечно, лучше», произнес Джерри несколько обиженным тоном, «чем честному торговцу, как я, желательно знать Олдбейли». «И отлично, отыщите там ту дверь, в которую пропускают свидетелей, и предъявите сторожу вот эту записку к мистеру Лори, тогда он вас пропустит». «В зал суда, сэр?» «Да, в зал суда». Глаза мистера Кренчера еще немного сдвинулись, как бы обмениваясь вопросом, «Как тебе это покажется?» «Прикажете мне оставаться там, в суде, сэр?» осведомился он. «Я вам сейчас объясню». «Сторож передаст эту записку мистеру Лори». «А вы постарайтесь каким-нибудь движением привлечь внимание мистера Лори, чтобы он знал, что вы тут?» «А потом ваше дело только в том и будет заключаться, чтобы оставаться в зале и ждать, пока вы ему понадобитесь». «Только и всего, сэр?» «Только и всего». «Он желает иметь под рукой посыльного. В этой записке я его уведомляю, что вы тут». Старенький клерк неспеша сложил и подписал записку. А мистер Кренчер молча смотрел на него, пока дело не дошло до высушивания надписи пропускной бумагой. Тогда Джерри сказал, «За подлоги, что ли, сегодня судят?» «Нет, дело о государственной измене». «Стало быть, четвертовать будут? Ужас какой!» «Так следует по закону», заметил старичок, с удивлением глядя на него через очки. «По закону». «Ужасно жестокий это закон, чтобы рвать человека на части. Я так думаю, что и убивать-то его тяжело, а всего испортить еще того хуже, сэр». «Нисколько», отвечал старичок. «А вы отзывайтесь о законе с уважением. Заботьтесь побольше о своем здоровье и голосе, друг мой, о законе оставьте в покое. Они уж сами о себе позаботятся. Послушайтесь моего совета». «Это от сырости, сэр, у меня грудь заложила и голос такой сиплый», сказал Джерри. «Сами извольте посудить, каково мне зарабатывать себе пропитание на такой сырости». «Ладно, ладно», молвил старичок Клерк. «Все мы так или иначе должны зарабатывать себе пропитание. Одному приходится сыро, другому сухо, а работать все же надо. Вот вам записка. Ступайте». Джерри взял записку, почтительно поклонился и совсем непочтительно пробормотал себе под нос. «Эх ты, тощий сухарь!» Мимоходом он сказал сыну, куда его послали, и пошел своей дорогой. В те дни казни через повешение совершались на Тайберне. Тайберн — небольшой приток Темзы, в настоящее время текущий под землей. В старину на берегу Тайберна в черте города производились казни, причем вокруг виселицы устраивались места для публики, сдававшиеся за высокую плату. А потому улица перед Ньюгетской тюрьмой еще не пользовалась той позорной знаменитостью, какую приобрела с тех пор. Но здание тюрьмы было омерзительное место. Там царствовали самые подлые, разнузданные нравы, там водились ужаснейшие болезни, которых вместе с узниками являлись в зал суда и иногда прямо со скамьей подсудимых устремлялись на самого лорда верховного судью и не излагали его с председательского места. Нередко случалось, что судья, надевая черную шапочку, единовременно произносил смертный приговор и себе, и преступнику, и даже умирал прежде его. Вообще здание Олдбейли было известно как некое преддверие смерти. Оттуда постоянно вывозили в телегах и в каретах бледных узников, переселявшихся на тот свет. Им приходилось переезжать около двух с половиной миль по разным улицам и площадям. И на этом пространстве они очень редко встречали таких добрых граждан, в которых их участь возбуждало бы ужас. Такова сила привычки, и это показывает, между прочим, как важно с самого начала прививать хорошие привычки. Олдбейли была также знаменита своим позорным столбом, мудрым старинным учреждением, подвергавшим людей наказанию, пределы коего нельзя предугадать. Был там и другой столб, которому привязывали для бичевания, тоже милое старинное учреждение и должно быть немало способствовавшее смягчению нравов среди зрителей. Был еще род биржи, где в обширных размерах практиковался дележ добычи после казненных, так называемая цена крови, что систематически вело к совершению ужаснейших преступлений из чисто корыстных целей. Одним словом, Олдбейли в то время служила блистательным подтверждением того правила, что все существующее разумно, и нет сомнения, что этот ленивый и покладливый афоризм утвердился бы навеки, если бы из него же не вытекал тот неизбежный и досадный вывод, что не было и нет ничего неразумного. Посланный пробирался сквозь развращенную толпу, битком набившую это ужасное место. С хладнокровным искусством человека привычно вовсюду находить дорогу, он отыскал надлежащую дверь и просунул письмо в проделанное в ней отверстие. В те времена публика платила деньги за зрелища, происходившие в Олдбейли, так же, как платили и за право любоваться на зрелище в Бедлами, только в суде платили дороже. А потому все двери Олдбейли были тщательно охраняемы, за исключением тех общественных ворот, через которые преступники попадали в здание. Эти были всегда настежь раскрыты. После некоторой задержки и воркотни дверь с брюзгливым хрипом отворилась на самую малость, и мистер Джерри Кренчер мигом проник через эту щель в зал суда. — Что тут делается? — спросил он шепотом у ближайшего соседа. — Пока еще ничего. — А что же будет? — За государственную измена будут судить. — Четвертовать значит? — Как же! — отвечал сосед, заранее наслаждаясь предстоящим удовольствием. — Сначала его приведут на тележке и повесят, только не совсем. Потом снимут с веревки и станут резать на части перед его собственным носом. Потом вынут его внутренности и на его глазах сожгут их. Потом отсекут ему голову и разрубят туловище начетверо. — Вот какой будет приговор. — То есть, если признают его виновным? — молвил Джерри в виде поправки. — О, конечно, признают виновным, сказал тот. — Уж на этот счет будьте покойны. Тут внимание мистера Крэнчера было отвлечено видом сторожа, пробиравшегося с письмом в руке к мистеру Лори. Мистер Лори сидел у стола в ряду других джентльменов в париках. Неподалеку от него сидел джентльмен в парике, имевший перед собой целую кучу бумаг. Это был защитник подсудимого. А напротив них сидел еще один джентльмен в парике, засунув руки в карманы и насколько мог судить мистер Крэнчер во все время заседания смотревший только на потолок. Джерри несколько раз громко кашлянул, почесывал себе подбородок, взмахивал рукой в воздухе и с помощью этих сигналов успел наконец привлечь внимание мистера Лори, который привстал с места, чтобы, наверное, узнать, где он стоит, спокойно кивнул ему и снова сел. «А он здесь в какой же должности состоит?» спросил сосед мистера Крэнчера. «Вот уж этого не знаю», отвечал Джерри. «Ну, а вы же тут при чем, если позволительно об этом спросить?» «И этого также не знаю», сказал Джерри. Разговор был прерван приходом судьи и последовавшим затем великим передвижением и рассаживанием зали. Всеобщий интерес сосредоточился на скамье подсудимых, находившиеся за особой решетчатой перегородкой. Двое тюремщиков, стоявших там до этой минуты, вышли, потом вели подсудимого и поставили его у решетки. Каждый из присутствовавших впился в него глазами, за исключением джентльмена в парике, продолжавшего смотреть в потолок. Все, что было живого в зале, устремилось в ту сторону. И дыхание множества людей понеслось туда же, перекатываясь как волны, как ветер, как огненные языки. Внимательные лица тянулись из всех закоулков, из-за колонн, из-за соседей, чтобы только взглянуть на него. Зрители задних рядов вставали, чтобы хорошенько рассмотреть его. Публика, стоявшая на полу зала, опиралась на плечи передних рядов, подскакивала в воздух, становилась на цыпочки, влезала на стенные полки, чтобы хорошенько видеть подсудимого. В числе зрителей выдающуюся роль играл и Джерри, олицетворявший собой утыканную гвоздями стену неюгетской тюрьмы. И он усиленно дышал на узника испарениями той кружки пива, которую хватил на перепутье сюда. И его дыхание смешивалось с волнами другого пива, водки, чая, кофе и мало ли каких еще испарений, успевших распространить в зале туман, а на больших окнах позади публики осесть в виде грязных капель. Предметом такого напряженного глазения был молодой человек лет двадцати пяти, высокого роста, красивой наружности, с загорелым лицом и темными глазами. Он принадлежал к дворянскому сословию. Он был одет в простое платье черного или очень темного оттенка серого цвета. Его длинные черные волосы были собраны пучком и перевязаны лентой на затылке больше ради удобства, нежели в виде украшения. Как всякое душевное волнение проявляется сквозь всякую телесную одежду, так и бледность, обусловленная его положением, проступала на его щеках сквозь покрывавший их загар, показывая, что дух сильнее солнца. Впрочем, он держал себя с полным самообладанием, поклонился судье и тихо встал у решетки. Интерес, возбуждаемый этим человеком в окружающей публике, был далеко не высокого сорта. Если бы ему угрожал не такой чудовищный приговор, если бы можно было предполагать, что хоть одна из жестоких подробностей этого приговора будет смягчена, ровно настолько же уменьшилась бы привлекательность события. Потому и глазели на него так усиленно, что его тело предназначалось к беспощадному терзанию. Оттого и ощущалось это напряженное любопытство, что вот это самое бессмертное существо будут мучить и рвать на части. Каким бы глянцем ни старались зрители покрывать свою любознательность согласно личной способности каждого к самообману, проявляемый ими интерес был в сущности интересом людоедов. Тише там молчать. Вчерашнего числа Чарльз Дарней не признал себя виновным по обвинению, составленному в самых кудрявых и напыщенных выражениях. В государственной измене против нашего всепресветлого, державного, великого государя и короля, учиненный им тем, что он неоднократно и различными способами помогал Людовику, королю французскому, воевать против его величества, нашего всепресветлого, державного и прочее, а именно, разъезжая постоянно между владениями его величества, нашего всепресветлого, державного и прочее, и владениями упомянутого французского короля Людовика, обманными, лукавыми, предательскими и всякими вообще предосудительными способами разузнавал и доносил означенному французскому королю Людовику о том, какими силами располагает и сколько войска намеревается высылать в Канаду и Северную Америку наш всепресветлый, державный, великий государь и прочее. По мере того, как Джерри выслушивал этот обвинительный акт, гвоздеобразные вихры на его голове становились дыбом, и он с живейшим наслаждением уразумел, что вышеозначенный и многократно упомянутый Чарльз Дарней предается суду, что присяжные приводятся к присяге, и что господин генеральный прокурор сейчас начнет говорить. Подсудимый знал, что ему угрожает, и видел, что каждый из присутствующих мысленно уже вешает его, а потом обезглавливает и четвертует, но не выказывал волнения и не принимал театральной позы. Он стоял спокойно и внимательно, прислушивался к речам, серьезно и вдумчиво, и руки его так неподвижно покоились на доске, положенной сверх перил, что не потревожили ни одного листочка, ни травки, которыми покрыта была доска. В зале суда всюду были рассыпаны ароматические травы, покрапленные уксусом, в виде предохранительной меры против тюремного воздуха и тюремной горячки. Над головой подсудимого укреплено было зеркало, наводившее на него усиленный свет. Какие толпы преступных и несчастных отражались в нем, и сколько было таких, которые, перестав отражаться на его поверхности, исчезали из лица земли? И какие вереницы страшных призраков появились бы в этом гнусном месте, если бы это зеркало могло отдать обратно миру все, что в нем отражалось, подобно тому, как океану суждено со временем отдать своих мертвецов? Быть может, в уме подсудимого промелькнула мысль о том, ради каких позорных целей помещалось тут это зеркало? По крайней мере, когда он слегка обернулся и свет ударил ему в лицо, он невольно взглянул вверх и увидел свое отражение. Тогда он покраснел, и правая рука его сдвинула травку с доски. Случилось так, что этим движением он повернулся влево и взглянул перед собой. Там, в углу судейской скамьи, сидели двое людей, вид которых сразу приковал его внимание. Он смотрел на них так пристально, и при этом выражение его лица произошла такая заметная перемена, что все глаза, устремленные только на него, обратились в тот угол. Зрители увидели там молодую девушку лет около двадцати и джентльмена, очевидно, бывшего ее отцом. наружность его была очень замечательна тем, что волосы у него были совершенно белые, а выражение лица необыкновенно напряженное, но не в смысле внешней деятельности, а напротив, сосредоточенное в какой-то внутренней работе ума. Пока на его лице оставалось выражение, он казался дряхлым стариком, но как только оно нарушалось, оживлялся и он, как было в эту минуту, когда он обратился к своей дочери и что-то говорил ей и превращался в красивого мужчину средних лет. Дочь сидела с ним рядом, одну руку продев под его руку, а другой держась за нее. Она прижималась к отцу в испуге от того, что происходило кругом, в порыве жалости кузнику. На ее лице выражалось столько ужаса и сострадания, она была так очевидно подавлена опасностью, угрожавшей подсудимому, что зрители, глазевшие на него без всякой жалости, были тронуты ее сочувствием. В толпе раздавался шепот «Это кто?» Джерри посыльный, все подмечавший и толковавший по-своему, все слушавший с таким напряженным вниманием, что по рассеянности сосал себе пальцы и чуть не слезал с них всю ржавчину, изо всех сил вытягивал шею, стараясь расслышать, кто они такие. Ближайшие к нему соседи шепотом передавали друг другу этот вопрос, который дошел наконец до передних рядов. Задан был одному из сторожей, и тем же путем, только еще с большей расстановкой, получился ответ. Наконец и Джерри услышал. Свидетели с какой стороны? С противной. Против кого же они показывают? Против подсудимого. Судья также посмотрел в ту сторону, куда все смотрели. Потом перевел глаза на человека, жизнь которого была в его руках, и, откинувшись на спинку кресла, вперел в него пристальный взор, пока вставший у стола господин генеральный прокурор свивал веревки, точил секиру и скреплял гвоздями мысленно воздвигаемый им эшафот. Глава третья Разочарование Господин генеральный прокурор сообщил присяжным заседателям, что стоящий перед ними подсудимый, хотя молод подгодами, но уже очень давно занимается предательскими интригами, которые ныне караются смертной казнью. Сношения его с врагами Отечества начались не со вчерашнего дня, и длятся не с нынешнего года, и даже не с прошлого. Положительно установлен тот факт, что подсудимый с давнего времени разъезжает из Англии во Францию и обратно по секретным делам, объяснить каковые чистосердечно он не может. Так что если бы изменническим делам суждено было процветать в этом мире, чего, по счастью, никогда не бывает, могло бы случиться, что и сии злобные и преступные поступки оставались бы неизвестными. Но проведению угодно было внушить одному человеку, не ведающему ни страха, ни упрека, мысль доискаться истинного смысла действий сего преступника и, ужаснувшись оного, донести о том господину первому министру его величества, а также высокопочтенному государственному совету. Означенный патриот своевременно предстанет перед судом присяжных. Положение его равно и поведение превыше всяких похвал. Он был другом и приближенным подсудимого, но в один счастливый и в то же время недобрый час решил, что не может доля сохранять в своей груди привязанность к этому человеку и, убедившись в его гнусности, поверг его на алтарь священной любви к Отечеству. Если бы в пределах Великобритании существовал обычай воздвигать статуи благодетелем общества, как то делалось в Древней Греции и Риме, нет сомнения, что и этому достойному гражданину воздвигли бы статую. Но так как у нас такого обычая нет, то вероятно, что ему таковой не воздвигнут. Между тем добродетель, по справедливому замечанию поэтов, многие изречения которых по глубокому убеждению господина прокурора, господа присяжные готовы хоть сейчас привести наизусть слово в слово, тогда как, судя по лицам господ присяжных, ясно было, что они и не слыхали о таких поэтических изречениях, в чем и признавали себя виновными. Добродетель бывает, так сказать, заразительно, тем более такая добродетель, как патриотизм, сирич, любовь к Отечеству. Таким образом случилось, что высокий пример сего безупречного и бескорыстного свидетеля одно упоминание, коего можно считать за особую честь, вдохновил лакея подсудимого, внушив ему благочестивую и достохвальную решимость перерыть карманы и выдвижные ящики стола своего барина, извлечь оттоли его бумаги и представить оное куда следует. Господин генеральный прокурор заявил вслед за тем, будто ожидает услышать некоторое порицание таковому образу действий этого превосходного лакея, но что до него лично, то он, то есть сам господин прокурор, склонен любить его пуще родных братьев и сестер, а почитает больше, чем собственных прокурорских отца с матерью. И вот он взывает господам присяжным заседателям, приглашая и их сделать тоже. Далее он говорил, что показания этих двух свидетелей в связи с находящимися при деле документами покажут, что подсудимый доставал списки военных сил его величества, равно как планы их расположения и степень боевой готовности как на море, так и на суше, и что нет ни малейшего сомнения в том, что таковые списки он имел обыкновение каждый раз передавать в руки враждебной державы. Нельзя доказать, чтобы списки эти писаны были его собственной рукой, но это все равно и даже, пожалуй, еще лучше, ибо доказывает, сколь хитер и осторожен был подсудимый в своих действиях. И вот уже пять лет, как он занимается такими зловредными делами, и занимался ими за несколько недель до того дня, когда состоялась первая стычка британских войск с американскими. А потому, господа присяжные заседатели, будучи людьми добросовестными, как-то доподлинно известно ему, господину прокурору, и обличенными притом великой ответственностью, что не менее известно им самим, должны неминуемо признать его безусловно виновным и подвергнуть смертной казни, как бы это ни казалось им прискорбно. В противном случае никогда они со спокойной совестью не смогут положить голову на свои подушки, и никогда не допустят, чтобы их жены опустили голову на свои подушки, и им противно будет подумать, чтобы их дети когда-нибудь клали головы на свои подушки. Короче говоря, ни для них, ни для их семейств не будет больше возможности покоиться на подушках, если голова подсудимого останется на его собственных плечах. Эту самую голову господин генеральный прокурор формально потребовал теперь во имя всего, что только мог уложить в закругленные фразы, и притом торжественнейшим образом заверил господ присяжных, что со своей стороны считает подсудимого как бы уже казненным и умершим. Когда умолк господин генеральный прокурор, по залу прошли гул и жужжание, как будто поднялась целая туча больших синих мух стервятниц, и закружилась вокруг подсудимого, заранее смакуя мысль о том, во что он скоро должен превратиться. Когда же стихло их жужжание, на скамье свидетелей появился безукоризненный патриот. Тогда поднялся с места господин стряпчий по делам казны и начал допрашивать патриота. Имя его Джон Барсет, дворянин. История его непорочной души была вполне тождественна с тем, как ее описывал господин генеральный прокурор и описал, быть может, с избытком точности. Когда он выложил из своего благородного сердца все, что его тяготило, он бы охотно и скромно удалился из зала, но тут в дело вступился джентльмен в парике, имевший перед собой кучу бумаг и сидевший неподалеку от мистера Лори. Он попросит позволения со своей стороны задать несколько вопросов свидетелю. Другой джентльмен в парике, сидевший напротив него, продолжал все так же смотреть в потолок. Не служил ли сам свидетель шпионом? Нет, ему и слушать противно, что его подозревают в такой низости. Чем он собственно живет? Доходами со своего имения. А где находится его имение? Наверное, не может припомнить. Из чего состоит это имение? До этого никому дела нет. Что же, оно ему в наследство досталось? Да, в наследство. От кого? От дальней родни. Очень дальней? Да, пожалуй. Свидетель сидел в тюрьме? Конечно нет. Как? И в долговой тюрьме не сиживал? Это не имеет отношения к делу. Так и в долговой тюрьме не бывал. Ну-ка еще раз попробуем. В долговой сиживал? Да. Сколько раз? Раза два или три. А не пять или шесть? Может быть. Из какого сословия? Джентльмен. Бывал ли бит когда? Могло статься. А часто ли? Нет. И с лестницы спускали? Нет. Раз как-то было, что столкнулись с верхней ступени, а свалился с лестницы сам добровольно. Это в тот раз как сплутовал в игре в кости? Что-то в этом роде говорил тогда толкнувший его пьяница, но это все в раке. Может ли он поклясться, что это была неправда? Сколько угодно. А не жил ли он тем, что вел нечистую игру? Никогда. И вообще не наживался игрой? Не больше того, как и другие джентльмены. Не брал ли денег взаймы у подсудимого? Брал. А возвращал ли долги? Нет. Не была ли его дружба с подсудимым просто знакомством, и не старался ли свидетель навязываться ему при случайных встречах, например, в почтовых каретах, в гостиницах, на кораблях? Нет. Уверен ли он, что увидел у подсудимого эти самые списки? Уверен. А что еще известно свидетелю насчет списков? Ничего. Не сам ли он доставлял их подсудимому? Нет. Ожидает ли что-нибудь получить за эти показания? Нет. Не состоит ли на постоянном жаловании от казны за расставление политических ловушек? О нет, как можно? Или за другие услуги? Нет, как можно? И готов присягнуть в этом? Сколько угодно. Так что, все делает единственно из патриотизма? Единственно. Второй свидетель, добродетельный лакей Роджер Клай присягает с превеликим усердием. Оказывается, что он поступил в услужение к подсудимому года четыре назад, к полной невинности души. Встретив подсудимого на корабле, шедшем в кале, он осведомился, не нужен ли ему в лакее ловкий парень, и подсудимый нанял его. Он не просил подсудимого взять его к себе на службу из милости и даже не думал просить. Поселившись у него, он вскоре возымел подозрение и стал наблюдать за хозяином. Укладывая его платье в дорогу, он много раз замечал в его карманах точно такие списки. Такие же списки вытащил он из выдвижного ящика его стола. Нет, он предварительно не клал их туда. Видел, как подсудимый показывал эти самые листы французским джентльменам в кале. И хотя не эти, но точно такие же листы показывал другим французским джентльменам как в кале, так и в булоне. Свидетель горячо любит свою родину, а потому не мог этого вытерпеть и донес. Правда, его обвиняли в краже серебряного чайника. Подозревали как-то и, конечно, понапрасну в утайке горчичницы, да и та оказалась не серебряная, а только накладного серебра. С предыдущим свидетелем знаком лет семь или восемь и совершенно случайно. Не находят, чтобы эта случайность была особенно любопытным совпадением. Совпадения до некоторой степени всегда любопытны. Не находят любопытного совпадения и в том, что руководствуются так же чистейшим патриотизмом. Он истинный британец и надеется, что таких найдется довольно много. Опять зажужжали синие мухи. И господин генеральный прокурор вызвал мистера Джервиса Лори. Мистер Джервис Лори, вы состоите конторщиком Тельсонова банка? Точно так. В ноябре 1775 года в пятницу вечером не проезжали ли вы по делам фирмы из Лондона в Дувр в почтовом дилежанте? Проезжал. Были ли в том дилежанте другие пассажиры? Двое. Не выходили ли они из кареты в течение ночи? Выходили оба. Мистер Лори, посмотрите на подсудимого. Не был ли он одним из этих двух пассажиров? Этого я никак не могу сказать. Не похож ли он на которого-нибудь из тех пассажиров? Оба они так плотно были закутаны, ночь была так темна и все мы так сторонились друг друга, что даже и этого я не могу сказать? Мистер Лори, взгляните опять на подсудимого. Если закутать его так, как были одеты те пассажиры, не кажется ли вам, что он ростом и фигурой напоминает одного из них? Нет. Однако вы не присягнете в том, что он не был одним из них, мистер Лори? Нет. Стало быть, вы, по крайней мере, можете сказать, что он мог быть одним из них? Да, с той лишь оговоркой, что я помню, как они, а также и я сам, боялись разбойников, а у подсудимого вид совсем не робкий. Случалось ли вам, мистер Лори, быть свидетелем притворной робости? Без сомнения случалось. Мистер Лори, посмотрите еще раз на подсудимого. Можете ли вы, наверное, сказать, что когда-нибудь видели его? Да, видел. Где? Через несколько дней после того я возвращался из Франции, и когда сел на корабль в Кале, подсудимый также пришел с берега на тот же корабль и вместе со мной приплыл в Англию. В какую пору он пришел на корабль? Немного позже полуночи. Стало быть, в глухую полночь. Был ли он единственным пассажиром, явившимся на корабль в такое исключительное время? Да, случилось так, что он был единственным. Не ваше дело разбирать, было ли это случайностью, мистер Лори. Следовательно, он был единственным пассажиром, явившимся на корабль в глухую полночь? Точно так. Вы одни путешествовали, мистер Лори, или еще кто-нибудь был с вами? У меня было двое спутников, джентльмен и леди. Вот они здесь. Они здесь. Вы о чем-нибудь разговаривали с подсудимым? Едва ли. Погода была бурная, море очень неспокойное. Мы плыли долго, и я почти все время лежал на диване, от начала и до конца путешествия. Мисс Манетт, молодая девушка, на которую недавно все смотрели и теперь снова уставились глазами, встала со своего места. Ее отец встал вместе с ней, продолжая держать ее под руку. Мисс Манетт, взгляните на подсудимого. Встать на очную ставку с таким воплощением сострадания, с такой юнностью и красотой, с таким глубоким сочувствием, струившимся из ее глаз, оказалось для подсудимого гораздо труднее, нежели встать на очную ставку со всей этой злобной толпой. Он вдруг почувствовал себя стоящим вместе с нею на краю своей собственной могилы, и это его так потрясло, что, невзирая на устремленные на него со всех сторон любопытные и жадные глаза, он не мог победить своего волнения и нервно перебирал правой рукой рассыпанные перед ним травинки, из которых в его воображении рисовался цветущий сад. Он старался не дышать так ускоренно и так прерывисто, и от этого усилия вся кровь его отхлынула к сердцу, губы побледнели и задрожали. Большие синие мухи зажужжали опять. — Мисс Маннет, видели ли вы подсудимого? — Да, сэр. — Где именно? — На почтовом корабле, о котором здесь сейчас было упомянуто, сэр, и при тех же обстоятельствах. — Вы и есть та молодая леди, о которой сейчас было упомянуто? — О, к несчастью, это я. Жалобная мелодия ее потонула в жестокой интонации судьи, который произнес не без ярости. — Извольте отвечать на предлагаемые вопросы и не делать никаких замечаний. — Мисс Маннет, разговаривали вы с подсудимым во время этого переезда через канал? — Разговаривала, сэр. — Припомните и повторите вашу беседу. Среди глубокой тишины она начала слабым голосом. — Когда этот джентльмен пришел на корабль... — Вы говорите о подсудимом? — перебил ее судья на хмуре в брови. — Точно так, милорд. — Так и зовите его подсудимым. Когда подсудимый пришел на корабль, он заметил, что отец мой... Тут она любящими глазами взглянула на стоявшего возле нее отца. Сильно утомился и вообще слабого здоровья. Отец мой был так изнурен, что я побоялась лишать его свежего воздуха и послала ему постель на палубе у лесенки, ведущей в каюты, а сама села возле него на пол, чтобы удобнее за ним наблюдать. В ту ночь на корабле не было иных пассажиров, кроме нас четверых. Подсудимый был так добр, что попросил позволения показать мне, как получше защитить моего отца от дождя и ветра, чего я сама не умела сделать. Я не знала, как устроиться, потому что не понимала, откуда будет ветер, когда мы выйдем из гавани. А он знал это и устроил нас как следует. Он выразил большое участие к состоянию моего отца, и я уверена, что он в самом деле был так добр, как показался мне. С этого и начался наш разговор. Позвольте прервать вас на минуту. Когда он пришел на корабль, он был один? Нет. Кто же был с ним? Двое джентльменов, французы. Беседовали они между собой? Беседовали до последней минуты, пока тем джентльменам не потребовалось сойти обратно в лодку и отчалить к берегу. Обменялись они между собой бумагами, похожими вот на эти списки. Какие-то бумаги они передавали друг другу, но какие именно, мне неизвестно. А по форме и величине они были сходны с этими? Может быть, но я этого права не знаю, хотя они стояли от меня совсем близко и разговаривали шепотом, потому что они подошли к самой лесенке, ведущей в каюты. Подсвет висевшего там фонаря. Но фонарь горел тускло, говорили они очень тихо. Я не слыхала ни одного слова, видела только, что они рассматривали какие-то бумаги. — Ну, теперь передайте нам ваш разговор с подсудимым, мисс Маннет. Подсудимый держал себя так же просто и откровенно со мной, как был по причине моей неумелости и беспомощного положения добр и внимателен к моему отцу. Надеюсь, тут она вдруг заплакала, что за все его добро я не отплачу ему сегодня никаким вредом. Синие мухи зажужжали. — Мисс Маннет, если подсудимый не понимает, что вы в высшей степени неохотно даете показания, которые, однако, вы обязаны дать и дадите непременно, то он в этом зале единственный человек такой непонятливый. Прошу вас продолжать. Он говорил мне, что путешествует по делам трудного и деликатного свойства, которые могут вовлечь в неприятности других лиц, а потому ездит под вымышленным именем. Говорил, что по этим делам он был теперь во Франции, но через несколько дней опять туда поедет, и, может быть, довольно долго еще будет от времени до времени ездить туда и обратно. Не говорил ли он чего насчет Америки, мисс Маннет? Рассказывайте подробнее. Он старался мне разъяснить, из-за чего вышла эта война, и указал, что, насколько он может судить, со стороны Англии глупо и несправедливо было затевать ссору. Потом стал шутить и сказал, что, может быть, со Джордж Вашингтон будет в истории так же знаменит, как и король Георг Третий. Джордж Вашингтон, 1732-1799 годы жизни, первый президент североамериканских Соединенных Штатов. Стоял во главе североамериканских войск во время войны с Англией, где в это время царствовал Георг Третий. «Только он это несерьезно говорил, а так смеялся, чтобы как-нибудь провести время. Когда на сцене происходит что-нибудь особенно интересное, и главный актер резко выражает лицом какое-нибудь сильное чувство, у внимательных зрителей бессознательно появляется на лицах то же самое выражение. На лице девушки заметно было болезненное напряжение и глубокая тревога, как в те минуты, когда она давала показания, так и в те промежутки, пока судья записывал их. А она смотрела на адвокатов той и другой стороны, желая угадать, какое впечатление производят на них ее слова. Среди зрителей во всех концах зала замечалось то же выражение, так что на большей части лбов в публике видна была та же напряженная складка, когда судья оторвал глаза от своих заметок и бросил вокруг себя негодующий взор при столь странном и неприличном намеке на Джорджа Вашингтона. Тут господин присяжный Стряпчий доложил милорду, что в видах предосторожности и ради соблюдения формы он считает нужным вызвать для дачи свидетельских показаний отца этой молодой девицы, доктора Манната. Его вызывают. Доктор Маннат, взгляните на подсудимого. Видели ли вы его когда-нибудь? Один раз. Он приходил ко мне на квартиру в Лондоне, тому назад года три или три с половиной. Признаете ли вы его за то лицо, которое вместе с вами переплывало британский канал на почтовом корабле? И можете ли вы подтвердить показания вашей дочери насчет его разговора с нею? Нет, сэр, ни того, ни другого я сделать не могу. Нет ли какой особой причины, почему вы не в состоянии этого сделать? Он отвечал тихим голосом. Да, есть. Правда ли, что вы имели несчастье подвергнуться продолжительному заключению в тюрьме, без суда и даже без объяснения причин там у себя на родине, доктор Маннет? Он отвечал таким тоном, который проник во все сердца. Да, я долго сидел в тюрьме. И вы только что были выпущены на волю, в то время, о котором теперь идет речь. Да, говорят, что так. Разве сами вы не сохранили об этом воспоминаний? Никаких. Я ничего не помню с тех пор. Я даже не знаю с каких пор. Помню только, что в тюрьме я занимался шитьем башмаков, а потом очутился в Лондоне с моей милой дочерью. Я успел привыкнуть к ней, к тому времени, как милосердный Господь возвратил мне умственные способности. Но даже и теперь не умел бы сказать, каким образом я к ней привык. Я не помню, как это происходило. Господин присяжный Стряпчий сел на свое место, и отец с дочерью последовали его примеру. Тогда дело приняло странный оборот. Предстояло доказать и выяснить, что подсудимый, ехавший за пять лет назад в ноябре месяце из Лондона в Дувр в почтовой карете вместе с каким-то другим товарищем, который не разыскан, вышел, не доезжая Дувра, ночью из кареты. Но сделал это из хитрости и, дойдя до какого-то селения, поехал назад, миль за двенадцать или более того, остановился в городе, где был военный гарнизон и адмиралтейское управление, и там собирал сведения. Вызван был свидетель, признавший подсудимого тем самым лицом, которое он в то время видел в ресторане-гостинице в том городе, где были гарнизон и адмиралтейство, и узнал, что этот человек дожидался там кого-то другого. Адвокат подсудимого произвел этому свидетелю перекрестный допрос, но ничего не добился, исключая показания, что свидетель никогда больше не видел подсудимого. В эту минуту джентльмен в парике, до сих пор смотревший в потолок, оторвался от этого занятия и, написав слово два на клочке бумаги, перекинул этот клочок через стол защитнику. В следующий перерыв защитник развернул бумажку, прочел, что там было написано и с величайшим вниманием и даже любопытством стал рассматривать подсудимого. Так вы говорите, что совершенно уверены в тождественности того человека с личностью подсудимого? Свидетель повторил, что он совершенно уверен. А не случалось вам видеть кого-нибудь очень похожего на подсудимого? Не настолько, по мнению свидетеля, чтобы не отличить одного от другого. Посмотрите-ка хорошенько вот на этого джентльмена, моего почтенного собрата, сказал адвокат, указывая на того, кто перебросил ему бумажку. А потом еще раз посмотрите на подсудимого, как вы скажете? Очень они схожи друг с другом. Помимо того, что наружность почтенного собрата была довольно неопрятно, неряшливо и даже изобличала нетрезвое поведение, они были до того схожи, что это обстоятельство поразило и свидетеля, и всех присутствующих с той минуты, как на это было обращено всеобщее внимание. Когда милорду обратились с просьбой дозволить почтенному собрату снять парик, на что милорд очень неохотно дал свое согласие, то сходство оказалось еще более разительным. Милорд, то есть судья, обратился к мистеру Страйверу, защитнику подсудимого, с вопросом, не думает ли он и мистера Картона, почтенного собрата, привлечь к суду по подозрению в государственной измене. Но мистер Страйвер отвечал милорду, что никоим образом не имеет этого в виду. Он только желает спросить у свидетеля, возможно ли, чтобы то, что случилось однажды, случилось и дважды. Так же ли уверенно давал бы он свое показание, если бы раньше заметил то, что теперь было для него очевидно? И может ли теперь при такой очевидности повторить свое прежнее показание? В конце концов он разбил показания этого свидетеля точно глиняный сосуд и превратил его участие в деле в кучу негодного мусора. Тем временем мистер Кренчер, усердно следя за ходом судоговорения, сгрыз со своих пальцев почти всю ржавчину. Теперь его внимание обратилось на речь мистера Страйвера, который так обращался с господами присяжными заседателями, точно примерял на них пару платья, шитого как раз по мерке. Он доказывал им, что этот патриот Барсат не что иное, как подкупленный шпион, предатель, бессовестный торговец человеческой кровью и один из величайших негодяев со времен окаянного Иуды, на которого он действительно смахивал, по правде сказать. Он доказывал так же, что добродетельный слуга Клай, его закадычный приятель и сотрудник, вполне достоин этого звания, что бдительные очи обоих этих ложных свидетелей и клятва преступников избрали своей жертвой подсудимого на том основании, что он был родом француз, и, будучи вынужден по некоторым семейным делам совершать такие переезды через британский канал, не может из деликатности к людям ему дорогим и близким объяснить, какого рода эти дела, даже если бы его собственная жизнь зависела от разоблачения этих семейных секретов. Что до показаний, насильно вымученных от этой молодой леди, а уж, кажется, всем было ясно, до чего она страдала, давая свои ответы. Все это сущий вздор и пустяки, не более как невинные любезности и приятные разговоры, неизбежные в тех случаях, когда судьба сталкивает молодого человека с молодой девушкой при подобных обстоятельствах. Исключение составляет разве только отзыв о Джорджи Вашингтоне. Но сам по себе он так нелеп и неправдоподобен, что нельзя его рассматривать иначе, как неудачную шутку. Со стороны правительства было бы просто слабодушием взыскивать человека за подобную попытку приобрести популярность. Это было бы потворством, низшим инстинктом и антипатием толпы. Потому господин коронный стряпчий так и распространялся на эту тему. А между тем, все обвинение построено единственно на подлых и гнусных доносах, нередко предающих подобным процессам совсем извращенный характер, чему мы видели немало примеров в уголовных судах нашего отечества по обвинению в государственных преступлениях. Но тут вступился милорд и, состроив такую серьезную физиономию, точно это не было чистейшей правдой, заметил, что не может дозволить, чтобы в его присутствии делались подобные оскорбительные намеки. Мистер Страйвер вызвал немногих свидетелей в пользу подсудимого, после чего мистер Кренчер слушал, как господин коронный стряпчий вывертывал наизнанку все новое платье, только что напяленное на присяжных заседателей стараниями мистера Страйвера, доказывая, что Барсот и Клай еще во сто раз лучше того, чем он думал вначале, а подсудимый еще во сто раз хуже. Затем милорд произнес заключительную речь, выворачивая то же платье то на лицо, то наизнанку, но с тем расчетом, чтобы в конце концов из него вышел гробовой саван для подсудимого. После этого присяжные удалились для совещания, а синие мухи опять поднялись и загудили. Мистер Картен, так долго сидевший уставив глаза в потолок, не тронулся с места и не переменил позы даже в эту животрепещущую минуту. Между тем, как его почтенный собрат мистер Страйвер приводил в порядок нагроможденные перед ним бумаги, перешептывался с ближайшими соседями и тревожно оглядывался в ту сторону, куда ушли присяжные, между тем, как все зрители более или менее волновались, переходили с места на место, образуя новые группы. Между тем, как даже сам милорд встал со своего места и медленно прохаживался взад и вперед по помосту, так что среди присутствующих зародилось подозрение, будто он находился в лихорадочном состоянии. Один только мистер Картен сидел развалясь. Его оборванная мантия наполовину слезла с его плеч, а парик, кое-как нахлобученный на голову после того, как он его снимал, сидел на нем криво, руки были засунуты в карманы, а глаза по-прежнему уставлены в потолок. В его манере держаться было что-то особенно неряшливое и беспечное, что не только придавало ему неблагонадежный вид, но значительно ослабляло сходство его с подсудимым, хотя это сходство было несомненно и поразительно в ту минуту, когда их встречали на суде и когда он смотрел на публику с более сосредоточенным выражением на лице. Зато теперь, глядя на него, многие из зрителей замечали друг другу, что вот трудно даже подумать, чтобы они были так похожи. То же и мистер Кренчер сказал своему соседу, прибавив, готов заложить полгинеи, что этот от судейской службы не наживется. Он не из тех, которым поручают обделывать важные дела, а, как по-вашему? Однако этот самый мистер Картон видел все, что делалось кругом, и подмечал даже больше других. Когда голова мисс Маннет беспомощно упала на грудь ее отца, он первый заметил это и явственно произнес, «Пристов, обратите внимание на молодую леди. Помогите джентльмену вынести ее из зала, разве вы не видите, что она сейчас упадет?» Пока ее уносили, публика выражала великую жалость к ней и сочувствие к ее отцу. Было очевидно, что для него было крайне тяжело воспоминание о своем тюремном заключении. Он сильно волновался, пока допрашивали его дочь, и с той минуты в его лице утвердилось то скорбное и напряженно вдумчивое выражение, которое омрачало его подобно черной туче и придавало ему такой старческий вид. Когда он вышел, присяжные вернулись, и после минутного молчания их старшина обратился к судье с просьбой. Оказалось, что присяжные не согласны между собой и просят позволения удалиться и подумать, прежде нежели они окончательно сговорятся. Милорд, у которого все еще, быть может, не выходил из ума Джордж Вашингтон, несколько удивился тому, что они не согласны. Однако милостиво разрешил им удалиться, конечно, под охраной сторожей, и удалился сам. Судоговорение заняло весь день и в зале начали зажигать лампы. Носились слухи, будто присяжные будут совещаться долго. Зрители понемногу стали расходиться перекусить чего-нибудь, а подсудимый отошел к задней стене своей загородки и там сел на скамью. Мистер Лори, уходивший из зала, когда уводили молодую леди и ее отца, теперь вернулся и поманил к себе Джерри. Толпа значительно поредела и Джерри легко прошел вперед. Джерри, если вы проголодались, можете пойти закусить, но не уходите совсем. Будьте непременно к тому времени, когда войдут присяжные. Ни минуты не опоздайте, потому что, когда произнесут приговор, я пошлю вас немедленно в банк с известием, что дело кончилось. Вы самый расторопный из всех посыльных и успеете дойти до Темплских ворот гораздо скорее меня. Джерри кивнул в знак того, что понимает, в чем дело, а также и в знак благодарности за врученный ему при этом случае шиллинг. В ту же минуту подошел мистер Картон и тронул мистера Лори за плечо. Как себя чувствует молодая леди? Она ужасно горюет, но отец всячески утешает ее, и ей теперь все-таки лучше, потому что она ушла из зала суда. Я передам эти сведения подсудимому. Было бы, может быть, неприлично, знаете ли, если бы такой почтенный банковский деятель, как вы, публично вступал в беседу с ним. Мистер Лори покраснел, как бы сознаваясь, что и сам об этом думал, а мистер Картон пошел из-за судейской решетки к ограде для подсудимых. Так как выход из зала приходился с той же стороны, Джерри не утерпел и остановился послушать, насторожив глаза, уши и свои гвоздеобразные вихры. Мистер Дарней, подсудимый тотчас встал и подошел. Вы натурально интересуетесь личностью свидетельницы мисс Маннет, она ничего оправилась. Вы были свидетелем худшего момента ее припадка. Глубоко сожалею, что был его причиной. Не можете ли вы передать ей это от меня вместе с выражением моей признательности? Могу и сделаю это, если вы попросите. Мистер Картон вел себя так небрежно, что был почти нахален. Он стоял в пол оборота к подсудимому, упершись локтем в решетку. Я прошу вас об этом. Примите мою искреннюю благодарность. А что, молвил Картон все так же стоя к нему боком, чего вы ожидаете, мистер Дарней? Худшего. Да, пожалуй, всего умнее ожидать худшего, да оно и вероятнее. Однако же мне кажется, что это продолжительное совещание в вашу пользу. Так долго стоять у решетки не дозволялось. Джерри вынужден был уйти и больше ничего не слышал. А они остались, так сходные между собой чертами, так нисходные в манерах, они стояли рядом и оба отражались в зеркале, укрепленном над их головами. Полтора часа тяжело и медленно прошли в нижних сенях и коридорах, битком набитых ворами и мошенниками, которые тем временем развлекались и подкреплялись пирожками с бараниной и пивом. Напитавшись, в свою очередь, этими яствами, посыльный кое-как примастился на лавке и задремал. Вдруг он очнулся от громкого говора и быстрого движения в толпе, устремившиеся вверх по лестнице в зал суда. Туда же устремился и он. — Джерри! Джерри! — кричал мистер Лори, уже стоявший в дверях. — Я здесь, сэр! Никак не проберешься в такой толпе! Ишь, как напирают! Я тут, сэр! Мистер Лори через головы идущих протянул ему бумажку. — Скорее! Ухватили, что ли? Ухватил, сэр! На бумажке было наскоро написано только одно слово. Оправдан! Вот если бы теперь велели сказать, что возвращается к жизни, бормотал Джерри, отправляясь в путь, так я бы на этот раз понял, в чем дело. Но ему некогда было не только говорить, но и думать о чем-либо, пока он окончательно не выбрался из здания Олдбейли. Народ повалил оттуда с такой стремительной поспешностью, что его едва не сшиблись ног, и на улице долго еще слышалось жужжание и гудение, как будто синие мухи ошиблись в расчете, и, видя, что тут нечем поживиться, полетели дальше, искать другой падали. Глава четвертая Поздравительная Последние остатки паров, весь день кипевших в этом человеческом котле, вырывались наружу по коридорам и переходам судебного здания, когда в одном из таких очень скудно освещенных закоулков собралась небольшая группа людей. Тут были доктор Маннет, Люси Маннет, его дочь, мистер Лори, стряпчий со стороны подсудимого, и адвокат его, мистер Страйвер. Все они окружили мистера Чарльза Дарния, только что выпущенного на свободу, и поздравляли его с избавлением от смертного приговора. Доктор Маннет держался так прямо, и лицо его было так осмысленно, что даже и при более ярком освещении трудно было признать в нем того башмачника, что когда-то точал дамскую обувь на парижском чердаке. И однако, кто видел его хоть раз, непременно оборачивался, чтобы взглянуть еще раз, хотя бы даже не имел случая слышать печальной музыки его тихого низкого голоса, не наблюдать той рассеянности, которая внезапно находила на него без всякой видимой причины. Была, однако, одна внешняя причина, неминуемо вызывавшая со дна его души именно такое состояние. Так было и сегодня на суде. Но и помимо этой причины в его натуре была склонность к подобной отвлеченности. Она сама собой овладевала им и налагала на него мрачную тень, столь же необъяснимую для окружающих, как если бы они увидели на нем среди ясного летнего дня тень от настоящей парижской бастилии, находившейся от него за 300 миль. Одна только дочь его имела власть освобождать его душу от этих мрачных чар. Она была той золотой нитью, которая связывала его далекое прошлое с настоящей минутой, минуя весь страшный период его мучительного тюремного заключения. Звук ее голоса, вид ее светлого лица, прикосновение ее руки оказывали на него благотворное влияние и почти всегда имели власть над ним. Бывали случаи, когда и ее влияние оказывалось бессильным, но это случалось редко, при том слабой степени и уже давно не повторялось. Она думала, что и не повторится больше. Мистер Дарний с горячей признательностью поцеловал ее руку и, обратясь к мистеру страйверу, усердно благодарил его. Мистеру страйверу было с небольшим тридцать лет, но он казался на двадцать лет старше. Это был дюжий, толстый, громогласный человек, с багровым лицом и решительными манерами. Он никогда не стеснялся никакими деликатными соображениями и так бесцеремонно втирался во всякое общество и вмешивался во всякие разговоры, что заранее можно было поручиться, что он себе проложит дорогу в свете. Он все еще был в парике и мантии и, подойдя к упомянутой группе, так подбоченился, что сразу нечаянно вытеснил из группы собеседников неповинного мистера Лори. «Я рад, что с честью выпутал вас из дела мистер Дарний», сказал Страйвер. «Это было преподлое обвинение, прямо, можно сказать, гнусное, но именно по этой причине оно имело все шансы быть успешным». «Вы меня обязали на всю жизнь, и даже в двух смыслах», сказал его недавний клиент, взяв его за руку. «Сделал все, что мог вашу пользу, мистер Дарний, и, полагаю, что справился со своей задачей не хуже кого другого». Ясно, что на такие слова кому-нибудь следовало сказать, конечно, гораздо лучше. И мистер Лори взял на себя произнесение этого замечания. Может быть, не совсем бескорыстно, а с той корыстной целью, чтобы опять втиснуться в ту же группу. «Вы думаете, молвил мистер Страйвер, что ж, вы целый день тут присутствовали, можете судить, к тому же вы и сами человек практический». «И в качестве такового», сказал мистер Лори обратно, втиснутый в эту группу мощным плечом искусственного законоведа тем же самым порядком, как был оттерт сначала, «В качестве такового я обращаюсь к доктору Маннету с ходатайством распустить собрание и нас всех разослать по домам». Мисс Люси имеет нездоровый вид. Мистеру Дарнию выдался из рук вон тяжелый день, и все мы измучены в конец. «Говорите за себя, мистер Лори», сказал Страйвер. «Мне предстоит еще весь вечер поработать. Говорите за себя». «Я и говорю за себя», отвечал мистер Лори, а также за мистера Дарния, за мисс Люси, и... мисс Люси, как вы думаете, можно ли тоже сказать о нас всех?» Он задал этот вопрос с особым ударением, мельком указав глазами на ее отца. Лицо старца как будто застыло с выражением напряженного любопытства в глазах. Он смотрел на Дарния, и пристальный взгляд его все более омрачался оттенками антипатии, недоверия и даже как будто страха. С этим странным выражением на лице он, очевидно, совершенно позабывал все окружающее. «Папа», сказала Люси, тихонько тронув его за плечо. Он медленно стряхнул себя набегавшую тень и оглянулся на нее. «Пойдем домой, папа». Он глубоко вздохнул и промолвил. «Да». Оправданный подсудимый полагал, что едва ли будет выпущено из тюрьмы в тот же вечер. Он так и сказал своим друзьям. И под этим впечатлением они расстались с ним. В коридорах почти все огни были потушены. Железные ворота со скрипом и грохотом запирались. Унылое здание опустело, но опустело лишь до следующего утра. На завтра сызного пробудится интерес к виселице, к позорному столбу, к публичному бичеванию и клеймению каленым железом. И следовательно, толпа снова хлынет в это здание. Люси Маннет, идя между отцом и мистером Дарнием, вышла на улицу. Кликнули извозчичью карету, и отец с дочерью уехали. Мистер Страйвер отстал от них еще в коридоре и, проталкиваясь в обратном направлении, прошел в ту комнату, где должностные лица судебного ведомства переодевались, меняя свои официальные одежды на обыкновенное платье. Зато другой человек, не принадлежавший группе, ни с кем из них не обменявшийся ни одним словом, все время стоял в самом темном углу. Потом, вслед за доктором и его дочерью, он молча вышел на улицу и смотрел на них, пока не уехала карета. Тогда он подошел к мистеру Лори и мистеру Дарнию, стоявшим на мостовой. «Вот так, мистер Лори», сказал он. «Стало быть, теперь и деловым людям не возбраняется побеседовать с мистером Дарнием». Никому не пришло в голову заметить, каково было участие, принятое мистером Картоном в событиях этого дня. Никто даже и не знал об этом. Он уже успел переодеться, но наружность его от этого нисколько не выиграла. «Если бы вы знали, мистер Дарний», продолжал он, обращаясь к Дарнию, «какая жестокая борьба происходит в уме делового человека, когда, с одной стороны, его одолевают человеческие благородные чувства, а с другой, он находится под гнетом деловых соображений. Вы бы право позабавились!» Мистер Лори покраснел и сказал с горячностью, «Вы уже не в первый раз на это намекаете, сэр. Мы деловые люди, служащие известной фирме, не можем считать себя вполне свободными в своих действиях. Мы обязаны думать о фирме гораздо больше, чем о себе». «Я знаю, я-то знаю», беззаботно подхватил мистер Картон. «Ну, не кипятитесь, мистер Лори. Вы такой же, как и все остальные, не хуже, в этом я уверен, даже лучше многих других». «А я, сэр», продолжал мистер Лори, не обращая внимания на его слова, «я право не знаю, какое вам до этого дело. Вы меня извините, тем более, что я гораздо старше вас, и, кажется, имею право выражать свое мнение, но я решительно нахожу, что это не ваше дело». «Еще бы, Господь с вами, конечно, вообще никакого дела у меня во всем свете нет», сказал мистер Картон. «Весьма сожалею об этом, сэр». «Вот и я тоже сожалею». «Потому что», продолжал мистер Лори, «будь у вас настоящее, собственное дело, вы бы им и занимались». «Э, бог с вами, нет, все равно не занимался бы», сказал мистер Картон. «Что же, сэр», воскликнул мистер Лори, окончательно выведенный из себя его беспечным тоном, «дела, деловые занятия очень хорошая и очень почтенная вещь». «И если случается, сэр, что деловые соображения налагают на человека некоторую узду, понуждая его к сдержанности и молчанию, наверное, мистер Дарний, как молодой и благородный джентльмен, сумеет по достоинству оценить такое обстоятельство». «Мистер Дарний, доброй ночи, Господь с вами, сэр. Надеюсь, что Бог для того сохранил вам сегодня жизнь, чтобы вы ее прожили счастливо и благополучно, эй, носилки!» «Досадуя на юриста, может быть, и на самого себя, мистер Лори поспешно залез в носилки и его понесли к Тельсонову банку. Картон, от которого пахло портвейном, да и на вид он казался не совсем трезвым, рассмеялся и обратился к Дарнию. «Удивительно, как эта судьба столкнула нас с вами! Вам должно быть страшно очутиться сегодня на уличной мостовой наедине с вашим двойником!» «Я все еще не могу опомниться», отвечал Чарльз Дарний, «и уверить себя в том, что действительно существую в этом мире». «И неудивительно! Давно ли вы были на пути к совсем иному миру? Вы и говорите чуть слышно, точно умирающей!» «Я начинаю думать, что в самом деле я ослабел». «Так какого же черта вы не обедаете?» «Вот я так успел пообедать!» Воспользовался тем временем, когда эти болваны обсуждали вопрос, жить ли вам в этом мире или отправляться в другой. «Пойдемте, я вам покажу ближайший трактир, где можно хорошо поесть!» Он взял его под руку и повел по Людгет-Хилл на Флит-стрит, а там, войдя в крытые ворота, повернул в харчевню. Им отвели особую коморку, и Чарльз Дарней вскоре принялся подкреплять свои силы простыми, но хорошими явствами и добрым вином. Картон уселся против него за тем же столом, запасшись своей особой бутылкой портвейна и не расставаясь со своей странной, довольно нахальной манерой. — Ну что, мистер Дарней, чувствуете вы, что снова заняли свое место в нашей части света? — Касательно времени и места у меня в голове страшная путаница, а по части остального, кажется, начинаю понимать, что следует. — Какое это должно быть отрадное чувство! Картон произнес эти слова с горечью и снова налил себе полный стакан. Он пил из стакана большого размера. Что до меня, я более всего на свете желал бы позабыть, что принадлежу к этому миру. Для меня ничего в нем нет хорошего, за исключением вот такого вина, я ни для чего не гожусь. Так что в этом отношении мы с вами не сходны, да и вообще, если хорошенько пораздумать, между нами во всех отношениях очень мало сходства. Ошеломленный волнениями этого дня, Чарльз Дарний как сквозь сон сознавал себя в обществе своего грубого двойника и решительно не знал, что отвечать на такие речи. В конце концов, он просто промолчал. «Ну, теперь вы кончили обедать», сказал Картон. «Что же вы не провозглашаете никакого тоста? Почему вы не пьете ни за чье здоровье, мистер Дарний?» «Какой тост? Чье здоровье?» «Да ведь оно у вас на языке вертится. По крайней мере, должно бы вертеться, да, наверное, так и есть. Я готов поклясться, что так». «Ну, так здоровье, мисс Маннет». «То-то же и есть. За здоровье, мисс Маннет». Глядя прямо в лицо собеседнику, покуда тот выпивал рюмку. Картон швырнул свой стакан через плечо в стену и разбил его в дребезги. Потом позвонил и приказал подать себе другой. «А ведь хорошо должно быть в сумерке провожать такую молоденькую барышню до кареты, мистер Дарний», сказал он, наполняя новый стакан. Тот слегка нахмурился и отрывисто произнес. «Да». «Хорошо и то, когда такая молоденькая барышня пожалеет тебя, да еще поплачет о тебе. Желал бы я знать, что при этом чувствует человек. Стоит ли подвергаться уголовному суду и рисковать жизнью, чтобы стать предметом такого сочувствия и удостоиться такой жалости, а, мистер Дарний?» Дарний опять промолчал. «Как она обрадовалась, когда я передал ей ваше поручение! Впрочем, она ничем не обнаруживала своей радости, только я и сам догадался!» Этот намек вовремя напомнил Дарнию, что его неприятный собеседник по собственной доброй воле оказал ему сегодня существенную услугу во время суда. Дарний тотчас свернул разговор на эту тему и выразил ему свою благодарность. «Не нужно мне благодарности, да и не за что благодарить!» возразил Картон беспечно. «Во-первых, то, что я сделал, был сущий пустяк, а во-вторых, я сам не знаю, зачем я это сделал. Слушайте, мистер Дарний, позвольте задать вам вопрос. Сделайте одолжение, я рад хоть чем-нибудь отплатить вам за добрую услугу. Не думаете ли вы, что я к вам чувствую особое расположение?» «Извините, мистер Картон», сказал Дарний, не на шутку смущаясь. «Я еще и самому себе не задавал такого вопроса. А вот я теперь спрашиваю вас об этом. Ваши действия как будто намекали на такое особое расположение, но не думаю, чтобы вы его чувствовали». «И я тоже не думаю, что вы чувствовал», сказал Картон. «Зато я начинаю думать, что вы чрезвычайно догадливы». Тем не менее, продолжал Дарний, вставая и протягивая руку к звонку. «Надеюсь, что это не помешает мне заплатить по счету и расстаться с вами без взаимного неудовольствия». Картон отвечал «О, конечно!» И Дарний позвонил. «Вы как намерены рассчитаться? Мой счет тоже берете на себя?» спросил Картон. Дарний ответил утвердительно. «В таком случае, человек, принеси мне другую пинту этого самого вина и приди разбудить меня ровно в десять часов». Заплатив по счету, Чарльз Дарний встал и пожелал ему спокойной ночи. Картон тоже встал, не отвечая на пожелания. И глядя на него, не то с вызывающим видом, не то с угрозой, сказал. «Еще одно слово, мистер Дарний. Вы думаете, что я пьян?» «Я думаю, что вы пили, мистер Картон». «Чего тут думать? Вы знаете, что я пил?» «Раз вы сами этого хотите». «Да, я это знаю». «Так знаете же, отчего я пью?» «Я пропащий человек, неудачник, сэр. Ни до кого на свете мне дела нет. И ни одна душа на свете не тужит обо мне. Это очень жаль, вы могли бы лучше употребить свои способности. Может быть так, мистер Дарний, а может быть и нет. А, впрочем, не слишком любуйтесь на свою трезвую физиономию, еще неизвестно, куда она вас заведет. Спокойной ночи». Оставшись один, этот странный человек взял свечу и, подойдя к висевшему на стене зеркалу, начал пристально смотреться в него. «Нравится тебе этот господин», бормотал он, вперев глаза в свое собственное отражение. «С чего бы ощущать особое расположение к человеку за то, что он на тебя похож?» «В тебе ведь нет ничего столь же симпатичного, и ты это знаешь. Ах, чтоб тебя, как же ты себя изуродовал! Нечего сказать? Хороша причина для особого расположения к человеку, когда видишь по нему, как низко ты пал, и чем бы ты мог быть. Поменяйся с ним местами, тогда и увидишь, посмотрят ли на тебя те голубые глазки так, как на него смотрели, и станет ли из-за тебя так волноваться то сострадательное личико. Ну, что тут пустяки болтать? Признавайся на чистоту, ты просто ненавидишь того господина». Он обратился за утешением к поданной ему пинте вина. Выпил ее до капли в несколько минут, и заснул, положив голову на руки. Волосы его разметались по столу, а свеча плыла, и светильня низко свесилась над ним, обдавая его сальными каплями. Глава пятая шакал «То Ученые мистер Страйвер осторожно устранял со своего пути те первые ступени общественной лестницы, по которой он постепенно поднимался. Зато теперь и суд присяжных, и окружные сессии призывали своего любимца с распростертыми объятиями. Он старался как можно чаще попадаться на глаза лорду-главному судье, и цветущий лик мистера Страйвера всякий день можно было встретить в палате королевской скамьи. Суд королевской скамьи — Верховный суд в Англии. Первоначально судебное разбирательство производилось под председательством короля, где он, подобно крупному подсолнечнику, ежедневно расцветал из куща судейских париков, повертывая свою физиономию только к солнцу. В суде и прежде было замечено, что мистер Страйвер был человек развязный, ничем не стеснявшийся, смелый и бойкий на язык, но что у него не было способности схватывать на лету сущность свидетельских показаний и выделять из целой кучи хлама то, что было действительно ценно и пригодно в данном случае. А между тем, это талант наиболее важный и необходимый для каждого адвоката. Но с некоторого времени мистер Страйвер сделал замечательные успехи по этой части. Чем больше поручали ему дел, тем сильнее развивалась у него, по-видимому, способность в короткое время добираться до самой сути. И как бы поздно не засиживались они по вечерам с Сидни Картоном, выпивая одну бутылку за другой, наутро мистер Страйвер знал все пункты дела, как свои пять пальцев. Сидни Картон, величайший шалопай и бездельник, был важнейшим сподвижником Страйвера. В том количестве спиртных напитков, что они вдвоем поглощали, считая с январской сессии и до Михайлова дня, Михайлов день — начало осенней сессии, можно было утопить любой королевский корабль. Где бы ни был Страйвер и какое бы дело ни взялся он защищать, Сидни Картон был непременно тут. Засунув руки в карманы, он сидел в зале суда и смотрел в потолок. Они всегда вместе объезжали округ, и даже во время сессии продолжали все так же кутить по ночам. Говорили, что Картон иногда среди бела дня украдкой и неверными шагами пробирался к своей квартире, наподобие беспутного кота. Наконец, люди, заинтересованные в таких вопросах, порешили между собой, что, хотя Сидни Картон никогда не будет львом в своей профессии, но зато из него образовался превосходнейший шакал, и в этом скромном звании он оказывал Страйверу неисчислимые услуги и содействия. — Десять часов, сэр, — доложил трактирный слуга, которому он поручил разбудить себя. — Десять часов, сэр. — Что случилось? — Десять часов било, сэр. — Это что же значит? Десять часов вечера, что ли? — Точно так, сэр. Вы изволили приказать мне разбудить себя. — О, да, помню. Хорошо, хорошо. Он попробовал еще несколько раз приловчиться и вздремнуть, но слуга каждый раз препятствовал этому, начиная возиться кочергой в камине. Наконец он, не отрываясь, погремел кочергой минут пять сряду, так что Картон проснулся окончательно, встал, надел шляпу и вышел на улицу. Повернув в темпл, он два раза прошелся по мостовой мимо Королевского суда и судебного архива и, достаточно освежившись, вошел в квартиру Страйвера. Клерк Страйвера никогда не присутствовал на этих юридических совещаниях и был уже отпущен домой. Страйвер сам отпер дверь. Он был в туфлях, в халате и с голой шеей ради большего удобства. Его глаза с постоянно воспаленными веками отличались тем несколько диким напряженным выражением, которое замечается у всех кутил этого сорта, начиная с портрета Джеффриса и кончая всеми портретами пьяниц, как бы художники не старались смягчить эту неизбежную в них черту. Джордж Джеффрис, 1648-1689 годы жизни, знаменитый английский судья, а впоследствии государственный канцлер. «Маленько запоздали, мистер Мемори!» «Мемори память» в переводе с английского, — сказал Страйвер. — Как всегда, если опоздал, то никак не больше, как на четверть часа. Они прошли в комнату мрачного вида, с книжными полками по стенам и с ворохами бумаг повсюду. В камине пылал огонь, над очагом висел на крючке кипящий котел, а из кучи бумаг возвышался стол, на котором находился обильный запас вина, водки, рому, а также сахар и лимоны. — Вы пропустили все-таки бутылочку. Оно и видно Сидни. — Даже две, кажется. Я обедал с сегодняшним нашим клиентом, то есть смотрел, как он обедал, но это все едино. — А ведь ловко вы подпустили этот пункт насчет отождествления личности. Как это вам пришло в голову? Когда вы надумались? Сначала просто думал, что он довольно красивый малый, а потом подумал, что вот каким бы я мог быть, если бы не горькая моя судьба. Мистер Стравер рассмеялся так, что всколыхнулось его преждевременное брюшко. — Туда же с горькой судьбой! Принимайтесь-ка за работу, Сидни! Принимайтесь за работу! — Шакал довольно угрюмо расстегнулся, прошел в соседнюю комнату и принес оттуда кувшин с холодной водой, таз и пару полотенец. Намочив полотенце в воде, он слегка выжил его, обмотал им голову, что вышло очень безобразно. Присел к столу и сказал. — Я готов! — На нынешний вечер не больно много нам, стряпни, Мемори, — сказал мистер Стравер, бейстило перебирая лежавшие перед ним бумаги. — А сколько всего? — Только и есть два дела. Дайте мне сперва то, что похуже. Вот вам берите. Ну, Сидни, валяйте! И Лев, повалившись на спину, растянулся на диване по одну сторону питейного стола, между тем как Шакал расположился по другую его сторону на другом конце, заваленном бумагами. Впрочем, бутылки и стаканы были у него под рукой. Оба юриста прибегали к этому развлечению с одинаковым усердием, но на разный манер. Лев большей частью лежал, засунув руки за пояс, глядя на огонь или прочитывая какой-нибудь документ более легкого содержания. Шакал же сидел на хмуре в брови со средоточенным видом и так углублялся в занятия, что, не отрывая глаз от бумаг, протягивал руку за стаканом и часто по целой минуте и даже больше ощупью искал его по столу. Раза два или три запутанное дело становилось так сбивчиво, что Шакал был вынужден вставать из-за стола и сызново намачивать полотенца холодной водой. Возвращался он из этих походов с такими диковинными сооружениями из мокрого тряпья на своей голове, что описать невозможно, и эти уборы были тем уморительнее, что он сам оставался напряженно серьезным. Наконец Шакал состряпал для льва сытную трапезу и преподал ее в готовом виде. Лев принял пищу осторожно, смаковал ее внимательно, выбрал, что было ему особенно по вкусу, высказал несколько замечаний по этому поводу, а Шакал во всем ему помогал. Покончив с этим блюдом, Лев снова засунул руки за пояс, улегся на диван и предался размышлениям. Тогда Шакал подкрепил свои силы стаканом вина, сызново обмотал голову мокрыми полотенцами и принялся за изготовление второго блюда. Провозившись с ним сколько было нужно, он по-прежнему подал его льву, и они также сообща обсудили его со всех сторон. Вся эта работа кончилась не прежде, чем на городских колокольнях прозвонило три часа утра. — Ну, теперь дело в шляпе Сидни. Налить-ка мне стакан пунша, — сказал Страйвер. Шакал снял с головы полотенца, от которых пошел пар, потянулся, зевнул, повел плечами и повиновался. — Отлично вы сегодня ставили вопросы свидетелям Сидни. Чрезвычайно разумно было подстроено. Каждое слово попадало в цель. — Я всегда разумно ставлю вопросы. — Вы не находите? — Нет, с этим я не спорю. Только отчего вы не в духе? — Выпейте пуншу, а вось он смягчит ваше настроение. Шакал пробурчал какое-то извинение и выпил. — Все тот же прежний Сидни Картон, как был в Шурусберийской школе, так и остался, — сказал мистер Страйвер, покачивая головой и разглядывая своего собеседника дней настоящих и минувших. Шурусберийская школа, одна из лучших английских школ, находится в городе Шурусбери. Что нечасто новое настроение. Сейчас был весел, а через минуту заскучал. Только что шутил и вдруг затуманился. — Ах, да! — молвил Картон со вздохом. Все тот же Сидни и вся та же моя горькая судьба. Ведь даже и тогда в школе я часто писал сочинения для товарищей, а своих почти никогда не писал. — Это почему же? — Бог ведает. Должно быть, таков уж я от природы. Он сидел, заложив руки в карманы, вытянув ноги и глядя на огонь. — Картон, — сказал его приятель, усаживаясь против него в самой решительной и задорной позе, как будто каминный очаг был тем самым горнилом, где вырабатываются похвальные усилия. А долг дружбы повелевал ему схватить прежнего Сидни Картона и ввергнуть его насильно в это горнило. — Картон, вам всегда недоставало силы характера и теперь недостает. У вас нет ни энергии, ни твердо намеченной цели. Посмотрите на меня. — Ох, увольте, пожалуйста, — молвил Сидни, рассмеявшись немного спокойнее и веселее. — Уж не вам бы разводить нравоучения. — А как же я добился того, чего достиг, — сказал Страйвер. — Как я поступаю и что делаю? — Да вот, во-первых, платите мне за то, чтобы я работал за вас. Да, впрочем, напрасно вы трудитесь взывать ко мне или к небесам по этому поводу. Вы поступаете, как вам желательно, вот и все. Вы всегда были в первом ряду, а я всегда позади. Но мне нужно же было пробиться в первый-то ряд, ведь я не от рождения там очутился. — Не знаю, я при вашем рождении не присутствовал. Но коли на то пошло, то, по-моему, вы и родились в первом ряду, — сказал Картон, рассмеявшись, после чего оба принялись хохотать. — И до Шрусбери, и в Шрусбери, и после Шрусбери, — продолжал Картон. Вы шли в своем ряду, а я в своем. Даже в ту пору, как мы с вами были студентами в латинском квартале, упражнялись во французском языке, изучали французские законы и некоторые другие стороны французской жизни, от которых особенного толку для нас не вышло. Даже и тогда вы из этого всегда что-нибудь извлекали для себя, а я — ничего. — А кто был виноват в этом? — Ей-богу, мне что-то кажется, что виноваты были вы. Вы вечно куда-то стремились, продирались, суетились и столько хлопотали, что я уставал смотреть на вас, и мне ничего больше не оставалось, как отдыхать и сидеть смирно. Однако ужасно скверная вещь — поминать свое прошлое, когда начинает цветать. — На прощание дайте, пожалуйста, другое направление моим мыслям. — Ну ладно, предлагаю тост. Выпьем за здоровье хорошенькой свидетельницы, — сказав Страйвер, подняв стакан. — Надеюсь, ваши мысли приняли приятное направление? — По-видимому, нет, потому что он снова принял угрюмый вид. — Хорошенькая свидетельница, — пробормотал он, глядя в свой стакан. — Будет с меня свидетелей. Надоели уж за целые сутки. — Кто же такая ваша хорошенькая свидетельница? — А, дочка-то живописного доктора, мисс Маннет. — Разве она хорошенькая? — А то как же. — Нет? — Да что вы, опомнитесь. Весь суд на нее залюбовался. — Очень мне нужно его любование. С каких это пор суд присяжных берется судить о красоте? — Просто кукла с желтыми волосами и больше ничего. — А знаете ли, Сидни? — сказал мистер Страйвер, пытливо глядя на него и медленно проводя рукой по своему красному лицу. — Знаете ли, мне в то время показалось, что вы восчувствовали симпатию к желтоволосой кукле, и даже очень скоро подметили, что с ней приключилось. — Скоро подметил? — Еще бы не подметить. — Если девочка, все равно кукла она или не кукла, падает в обморок перед самым моим носом, это поневоле увидишь, даже и без подзорной трубы. — Выпить за ее здоровье я могу, но с тем, что она красавица, я не согласен, и не хочу больше пить, просто пойду спать. Когда хозяин взял свечу и проводил его на лестницу, холодный дневной свет уже пробивался сквозь тусклые окна. Картон вышел на улицу. Воздух был холоден и печален, небо серо и пасмурно. Река чернела сквозь туман, и все казалось пустынно и безжизненно. Утренний ветер крутил уличную пыль, как будто где-то далеко, в настоящей пустыне, поднялся песчаный вихрь и, достигнув Лондона, начинает заметать его. Чувствуя в себе понапрасну растраченные силы, а вокруг себя, видя одну лишь голую пустыню, этот человек остановился на минуту среди безмолвной площадки и умственным взором увидел впереди мираж. Благородного честолюбия, самоотвержения, настойчивости. В этом видении мелькнул перед ним какой-то изумительный город с воздушными галереями, с которых на него глядели образы любви и красоты. Роскошные сады, где созревали плоды жизни и сверкали на солнце светлые воды счастливых надежд. Через минуту видение исчезло. Подойдя к группе домов, образовавших между собой нечто вроде колодца, он полез в самый верхний этаж. Не раздеваясь, бросился на свою измятую постель, и вскоре подушка его орастилась бесплодными слезами. Грустно, печально вставало солнце. Из всех картин, освещенных им, самое печальное зрелище представлял этот даровитый человек, способный и на хорошие дела, и на добрые чувства, но не способный управлять ими как следует. Не способный не устроить свою жизнь, не устроить свое собственное счастье. И он живо чувствовал свое унижение, но не оказывал ему никакого противодействия, и знал, что порог погубит его неминуемо. Глава шестая. Сотни всякого народу. Спокойная квартира доктора Маната помещалась в угловом доме Тихой улицы неподалеку от сквера Сохо. В один прекрасный воскресный день, через четыре месяца после того, как происходил суд по делу о государственной измене, и, следовательно, публика успела давно позабыть об этом, мистер Джервис Лори шел по освещенным солнцем улицам из Клерка Нуэла, где он жил, к жилищу доктора обедать. Неотложные дела не раз мешали мистеру Лори укреплять это знакомство, но мало-помало он подружился с доктором, и эта квартира в угловом доме стала солнечной стороной его жизни. В этот воскресный день мистер Лори шел в квартал Сохо в довольно ранний час после полудня по трем причинам. Во-первых, потому что по воскресеньям в хорошую погоду он часто гулял перед обедом вместе с доктором и Люси. Во-вторых, в нехорошую погоду он привык все-таки приходить к ним как друг дома, проводя время в разговорах, за чтением или просто сидя у их окна и глядя на улицу. В-третьих, ему пришли в голову некоторые сомнения, которые ему очень хотелось разрешить, и он знал, что теперь самый подходящий час, чтобы получить в доме доктора некоторые существенные для него сведения. Во всем Лондоне не было уголка милее и оригинальнее того закоулка, где жил доктор. Дом был непроходной, и окна фасада докторской квартиры выходили на коротенькую глухую уху. Улицу с приятным видом вдаль, что придавало ей характер уединения и простора. В то время к северу от Оксфордской дороги строений было мало. Там росли лесные деревья, трава пестрела полевыми цветами, и цветущий боярышник благоухал на лугах, ныне вовсе исчезнувших. По этой причине сельский воздух свободно разгуливал по сторонам квартала Сохо как добрый сосед, а не как жалкий пришелец, нечаянно пробравшийся в чужой приход и не находящий там себе ни привета, ни пристанища. В этой местности немало было и прочных кирпичных стен, обращенных на юг, где в свое время вызревали персики. В раннюю пору дня летнее солнце ярко освещало этот закоулок, но как только на улицах становилось жарко, там была тень, хотя оттуда было видно пространство, залитое светом. Место было прохладное, тихое, но веселое, удивительно приспособленное для отголосков всякого рода и в высшей степени отрадное для того, кто попадал туда из шумных и пыльных улиц. В такой спокойной гавани следовало ожидать присутствия спокойной ладьи, и она там была. Доктор занимал два этажа большого тихого дома, где, судя по вывескам, занимались разными искусствами и ремеслами, но днем о них было почти не слышно, а по ночам и вовсе никого не было в отведенных им помещениях. За домом был двор, среди которого росло старое дерево, чинара, тихо шелестевшее своими крупными зелеными листьями. А в заднем конце двора помещалось здание, где, казалось, фабриковались церковные органы, плавили серебро и чеканили золото. И все это, очевидно, проделывал какой-то таинственный великан, просунувший свою гигантскую золотую руку сквозь стену главных синих над самой парадной дверью. Этой рукой он как будто хотел показать свое искусство превращать труд в золото, угрожая посетителям совершить такое же превращение и над ними. Были слухи, что наверху жил какой-то одинокий постоялец, а внизу была контора обойщика городских экипажей. Но ни торговли, ни мастерских, ни обитателей почти никогда не было не видно, не слышно. Изредка встречался в главных сенях одинокий работник, на ходу надевавший куртку. Или появлялся за справкой совсем чужой человек. От времени до времени раздавалось на весь двор отдаленное звяканье металла или мерное постукивание молотком со стороны золотого великана. Но все эти исключения только лишний раз подтверждали то общее правило, что как воробьи, проживавшие на дворе в ветвях чинары, так и отголоски, имевшие свое место пребывания на площадке перед домом, беспрепятственно владели этой местностью с утра воскресенья до субботнего вечера. Доктор Манат принимал здесь своих пациентов, шедших к нему на основании его прежней репутации или же вследствие таинственных слухов о его судьбе. Его научная подготовка, внимательность и умение производить остроумные опыты доставляли ему достаточное количество работы, и он получал столько доходу, сколько ему было нужно. Мистеру Джервису Лоре известны были все эти обстоятельства, и он думал именно о них, когда взялся за ручку колокольчика и позвонил у дверей тихого дома в закоулке в этот прекрасный воскресный день. — Доктор Манат дома? — Скоро вернется. — Мисс Люси дома? — Тоже сейчас вернется. — А мисс Прос дома? — Может быть и дома. Но горничная даже и приблизительно не может поручиться, как мисс Прос пожелает отвечать на этот вопрос. — Ну так я и сам здесь как дома, — молвил мистер Лоре и пошел наверх. Докторская дочка ничего не знала о своей родине, но как будто почерпнула откуда-то врожденное искусство малыми средствами достигать крупных результатов, которые составляют одну из самых полезных и приятных особенностей французского духа. Меблировка была простая, но сопровождалось множеством мелких украшений, которые ничего не стоили, изобличало такой изящный вкус и такое богатое воображение, что, в общем, производило прелестное впечатление. Вся обстановка, как в крупных вещах, так и в малых, их окраска, фасон и расположение показывали такое тонкое умение подбирать цвета и пользоваться эффектными противоположностями, что занимались этим, как видно было, такие нежные руки, такие ясные глаза и такое вообще здравомыслящее существо, что все это, помимо удовольствия для глаза, живо напоминало саму хозяйку. Мистер Лори, стоя в этой обстановке, с удовольствием озирался вокруг, и ему казалось, что столы и стулья взирают на него с тем самым выражением, с некоторых пор особенно знакомым ему и понятным, которое означает «Как вам это нравится?» «Довольны ли вы?» В этом этаже было три комнаты в ряд. Все двери из одной в другую были растворены настежь, чтобы лучше их проветрить, и мистер Лори, улыбаясь подмеченному сходству, прохаживался из комнаты в комнату и все озирался по сторонам. Первая комната была самая нарядная. Тут были птицы Люси, ее цветы, книги, письменный стол, рабочий столик и станок для рисования акварелью. Вторая комната была приемная, где доктор принимал своих пациентов, но тут же и обедало его семейство. Третья комната, на стенах которой тень отчина, трепетавшая на дворе своей листвой, производила разнообразные изменчивые узоры, была спальня доктора. И тут в одном из углов стояла старая скамейка башмачника и тот самый подносик с инструментами, которые находились когда-то на чердаке в пятом этаже унылого дома рядом с винным погребом в предместе Сент-Антуан в Париже. — Удивляюсь! — промолвил вполголоса мистер Лори, остановившись перед этим углом. — К чему он хранит это воспоминание о своих страданиях, да еще при том вечно у себя на глазах? — Чему же вы удивляетесь? — послышался резкий оклик, заставивший его вздрогнуть и обернуться. Оклик шел со стороны мисс Прос, той краснолицей дамы дикого вида и тяжелой на руку, с которой он впервые познакомился в гостинице Король Георг в Дувре. — Я бы так полагал, — начал мистер Лори. — Ну вот еще! — Чего тут полагать? — перебила его мисс Прос, и мистер Лори мгновенно умолк. — Как поживаете? — произнесла она вдруг, хотя и очень резко, но с явным желанием показать, что она не питает к нему неприязненных чувств. — Довольно хорошо, покорно вас благодарю, — кротко отвечал мистер Лори. — А вы как? — Ну, мне похвастаться нечем, — сказала мисс Прос. — Неужели? — Да, уж очень я тревожусь насчет моей птички. — Неужели? — Что вы заладили? Неужели да неужели! Ведь это как можно до смерти надоесть? — объявила мисс Прос, особенностью которой, независимо от ее роста и размеров, была сжатость речи. — Так вот как! — молвил мистер Лори в виде поправки. — Вот как тоже плохо, но все же лучше! — заметила мисс Прос. — Да, я очень расстроена. — Нельзя ли узнать, чем именно? — Не люблю, когда люди, не стоящие и мизинца моей птички, шляются сюда целыми дюжинами и ходят за ней хвостом, — сказала мисс Прос. — Неужели целыми дюжинами являются для этой цели? — Сотнями! — сказала мисс Прос. — Другой особенностью этой дамы, да и многих других, насколько мне известно, было то, что, когда насчет ее заявлений выражали сомнения, она повторяла их в преувеличенном виде. — Боже мой! — промолвил мистер Лори, считая это восклицание наименее опасным. — Жила я с моей милочкой с ее десятилетнего возраста. Или лучше сказать, она со мной жила и платила мне за это. Чего уж, конечно, не случилось бы, если бы мне было на что содержать себя и ее даром. В этом смело можете присягу принять. И каково же мне все это переносить после этого? Не видя из этой речи, что именно так тяжело было переносить, мистер Лори продолжительно покачал на всякий случай головой. — Всякий народ, ни крошечки, не достойные моей пташки, вечно лезет сюда! — сказала мисс Прос. — С тех пор, как вы затеяли всю эту музыку... — Я затеял, мисс Прос. — А то как же? Кто вернул к жизни ее отца? — О, если вы это называете мукой... — Так что же это, по-вашему, пляска, что ли? — Так вот я говорю, когда вы это затеяли, плохо стало мое житье. — Не то, чтобы я осуждала самого доктора Манната. Нет, я только нахожу, что он не стоит такой дочери. И это ему не в укор, потому что где же найти такого отца, который был бы ее достоин? Но что мне еще вдвое и втрое тяжелее переносить, так это то, что вслед за ним налезают целые толпы всякого сброду, и каждый норовит отнять у меня частицу птичкиной привязанности. Мистер Лори знал, что мисс Прос ужасно ревнива. Но он знал также, что под ее шероховатой и чудаковатой внешностью кроется одно из тех созданий, лишенных всякого эгоизма, какие встречаются только между женщинами, и до того переполнены любовью и преданностью, что добровольно отдают себя в рабство молодости, когда прошла их собственная молодость, красоте, которой сами никогда не обладали, талантом, которых не имели счастья в себе развить, и светлым надеждам, никогда не озарявшим их собственного тусклого жизненного пути. Мистер Лори настолько знал толк в житейских делах, чтобы понимать, что ничего в мире нет ценнее преданного сердца, и сам он был настолько чист сердцем и чужд своей корысти, что относился к такому служению с величайшим уважением. Делая мысленную оценку настоящему факту, как все мы более или менее склонны производить подобные оценки, он ставил мисс Прос несравненно ближе к ангельскому чину, нежели многих других дам, гораздо богаче ее одаренных природой, обладающих искусством и притом имевших собственные капиталы в Тельсоновом банке. «Не было на свете, да и не будет никогда человека, достойного моей птички», сказала мисс Прос, «за исключением одного только брата моего, Соломона. И то, если бы он не сделал в жизни одной крупной ошибки». И тут опять была та же история. Мистер Лори наводил справки касательно личной истории мисс Прос и, несомненно, установил тот факт, что брат ее, Соломон, был бездушный негодяй, обобравший ее до нитки. Он пустил ее деньги в какие-то неудачные предприятия, довел ее до полного разорения, и без зазрения совести бросил на произвол судьбы. В глазах мистера Лори эта преданная вера в брата Соломона была очень серьезная вещь и немало содействовала тому высокому мнению, которое он себе составил насчет мисс Прос. «Раз мы с вами сегодня наедине, притом оба люди практические, сказал мистер Лори, когда они вместе прошли в гостиную и расположились там довольно дружелюбно, позвольте спросить, в своих беседах с Люси упоминает ли доктор о том времени, когда он шил башмаки? — Никогда. А все-таки держат тут эту скамейку и сапожный инструмент. — Ах! — молвила мисс Прос, качая головой. — Про себя-то он, может быть, и размышляет об этом. — Как вы думаете, много он об этом думает? — Много! — сказала мисс Прос. — Вообразите же себе! — начал мистер Лори, но мисс Прос перебила его замечанием. — Не могу, у меня вовсе нет воображения. — Благодарю за поправку. И так предположим, ведь вы, надеюсь, допускаете предположение. — Иногда! — отвечала мисс Прос. Мистер Лори взглянул на нее смеющимися блестящими глазами и с самым приветливым выражением продолжал. — Нельзя ли предположить, что у доктора Маннета составилась своя собственная теория касательно причины его долговременного заключения в тюрьме? Быть может, он знает даже имя своего гонителя. — Я ничего не предполагаю, кроме того, что говорила мне птичка. — А что же она говорила вам? — Она думает, что он знает. — Но вы, пожалуйста, не гневайтесь на меня за то, что я все пристаю с расспросами. Это потому, что я уж такой скучный, практический человек. Да и вы, женщина, практическая. — И скучная! — безмятежно подсказала мисс Прос. Мистер Лори испугался, что у него вырвалось такое неосторожное слово, и поспешил поправить его, воскликнув, — О, нет-нет! — Конечно, нет! Ну, а возвратимся к нашему предмету. Не достойно ли замечания, что доктор Маннет, очевидно и бесспорно не совершавший никакого преступления, никогда не касается этого вопроса? Я уж не говорю о том, что он этого не касается в беседах со мной, невзирая на то, что много лет назад мы с ним были в деловых сношениях, а теперь даже совсем подружились. Но ведь он не говорит и со своей милой дочерью. Даром, что так сильно к ней привязан, да и она к нему не менее привязана. Поверьте, мисс Прос, я не из простого любопытства поднимаю этот вопрос, но из самого искреннего участия. Ладно, что же мне сказать? По моему крайнему разумению, сказала мисс Прос, несколько смягченная принятым им виноватым тоном, он просто боится затрагивать этот предмет. Боится? Ясное дело. И даже очень понятно, почему боится. Воспоминание само по себе ужасное. К тому же через это самое он и себя потерял. Он ведь не знает, как случилось, что он себя потерял, и как потом опять нашел. А потому никогда не может быть уверен, что опять не случится того же. Я полагаю, одного этого достаточно, чтобы отвадить его от разговоров насчет такого предмета. Это неожиданно глубокое замечание поразило мистера Лори. Правда, сказал он, страшно даже и думать об этом. Однако, знаете ли, мисс Прос, какое сомнение меня смущает? Хорошо ли это, что доктор Маннет постоянно держит на уме такие секретные и тяжелые мысли? Я сильно сомневаюсь в этом, а потому, собственно, и затеял настоящий приятный разговор. Ничего не поделаешь, сказала мисс Прос, качая головой. Попробуйте затронуть эту струну. Ему же тотчас будет от этого хуже. Лучше оставьте его в покое. Да, впрочем, хочешь не хочешь, приходится оставлять все как есть. Иной раз встанет он среди ночи, а мы там наверху слышим, как он ходит взад и вперед, взад и вперед по своей комнате. Птичка уж догадалась, что в эту пору он мысленно расхаживает взад и вперед по прежней своей тюрьме. Тотчас она бежит к нему, возьмет под руку и ходит с ним так-то рядом взад и вперед, пока он не успокоится. И все-таки он ей ни разу не сказал настоящей причины, почему он тревожится. А она находит, что лучше не спрашивать. Так они и гуляют молча, прижавшись друг к дружке, взад и вперед, взад и вперед, пока ее ласка и присутствие не приведут его в здравый разум. Мисс Прос хотя и говорила, что у нее нет воображения, но едва ли это было справедливо, судя по тому, как живо ей представилась тоска человека, преследуемого однообразной и печальной мыслью, и как выразительно она повторяла эти слова «взад и вперед, взад и вперед». Закаулок, как уже было упомянуто выше, был удивительно приспособлен для отголосков всякого рода. Звук приближающихся шагов отдавался там так звонко, что стоило лишь заговорить об унылом хождении взад и вперед, как отголоски словно начинали повторять их. «Ну вот, они идут», молвил им и спрос, вставая в знак того, что прекращает совещание. «А вслед за ними вскоре пожалуют и сотни всякого народа, закоулок был одарен такими странными акустическими свойствами, так чутко и так капризно отзывался на каждый звук, что мистеру Лори, стоявшему у окна в ожидании отца и дочери, и ясно слышавшему их шаги, казалось, что они никогда не дойдут до дому. Не только отголоски их шагов замирали в отдалении, как будто они уже прошли мимо, но вместо них возникали звуки других шагов, которые быстро приближались и потом вдруг окончательно замолкали. Тем не менее, отец с дочерью подошли, наконец, и мисс Прос встретила их у входной двери. Приятно было смотреть на мисс Прос, когда, невзирая на свой дикий вид, красное лицо и грозный нрав, она сняла шляпу с головы своей любимицы, обдула с нее пыль, пошлепала по полям шляпки концами собственного носового платка, сложила ее плащ, все убрала, а потом подошла и стала поправлять ее роскошные волосы с такой гордостью, как будто это были ее собственные и как будто она сама красавица и при том большая кокетка. Приятно было смотреть на ее любимицу, когда она стала обнимать мисс Прос, целовала ее, благодарила и говорила, что напрасно она так много о ней хлопочет. Конечно, это было сказано в шутку, потому что, если бы произнести такие слова серьезно, мисс Прос была бы кровно обижена, ушла бы в свою комнату и там залилась бы слезами. Приятно было смотреть и на доктора, который, глядя на них, уверял, что мисс Прос совсем избаловала Люси, хотя тон его голоса и глаза ясно выражали, что он и сам не прочь баловать ее, даже больше, чем мисс Прос, если это возможно. И на мистера Лори тоже было приятно посмотреть. Он с сияющей улыбкой смотрел на всех и внутренне благодарил судьбу, на старости лет пославшую ему холостяку такой приветливый семейный дом. Однако сотни всякого народа так и не приходили любоваться этими видами, и мистер Лори тщетно поджидал исполнения пророческих слов мисс Прос. Сели обедать, и все еще никого не было. По части кухонных дел всем в доме распоряжалась мисс Прос, и выполняла эта обязанность в совершенстве. Ее очень скромные обеды были всегда так превосходно приготовлены, так хорошо сервированы и так мило обставлены частью на английский, а частью на французский манер, что ничего лучшего нельзя было желать. Так как преданность мисс Прос имела высшей степени практический характер, то она исходила все предместие Соха и сопредельной ему области в поисках за обедневшими французскими эмигрантами и наделяя их шиллингами и полукронами выманивала у них различные кулинарные секреты. От этих бедствующих сынов и дочерей Франции она научилась таким удивительным штукам, что судомойка и горничная, составлявшие весь штат домашние прислуги, считали ее просто колдуньей или крестной маменькой Золушки. Пошлет на рынок купить курицу или кролика, велит принести из огорода какой-нибудь овощ, да и превращает эти продукты во что угодно. По воскресеньям мисс Прос обедала за докторским столом. В остальные же дни недели упорно кушала в неопределенное время или внизу на кухне, или у себя в комнате наверху, в голубой спальне, куда никто, кроме ее птички, не имел доступа. В настоящем случае во внимание к приятному личику своей птички и к очевидному желанию птички угодить ей, мисс Прос была в смягченном настроении, и обеденное время прошло чрезвычайно приятно. Погода была жаркая и душная. После обеда Люси предложила вынести вино под чинаровое дерево и всем расположиться там на вольном воздухе. Так как она была центром этого маленького мирка, и все делалось по ее желанию, все тотчас встали и пошли под дерево. А она сама понесла вино специально для мистера Лори. С некоторых пор она приняла на себя звание виночерпия при мистере Лори, и пока они сидели и разговаривали под деревом, она то и дело подливала ему в стакан. Таинственные задние стены и углы каких-то домов выглядывали на них из-под древесных ветвей, а чинара над их головами нашептывала им что-то на своем языке. Но сотен людей так и не было видно. Мистер Дарни действительно пришел после обеда и присоединился к компании, сидевшей под деревом, но он был только один. Доктор Маннет принял его приветливо, так же поступила и Люси. Но у мисс Прос приключилось вдруг болезненное подергивание в голове и во всем теле, и она ушла в дом. Такие случаи бывали с ней нередко, и, упоминая о них в интимном кругу, она обыкновенно говорила, что на нее находит дергач. Доктор был в самом приятном расположении духа и казался удивительно моложавым. В такие дни особенно заметно было сходство его с дочерью. Они сидели рядом. Она прислонилась к его плечу, а он положил руку на спинку ее стула. И приятно было проследить в эту минуту, до какой степени велико было их взаимное сходство. Целый день он был чрезвычайно разговорчив и с оживлением касался многих вопросов. Наконец зашла речь о лондонской старине и замечательных зданиях старинной архитектуры. «Скажите, доктор», обратился к нему мистер Дарний, «Вы осматривали когда-нибудь Тауэр?» Тауэр, старинная лондонская крепость на берегу Темзы, служила сначала королевским дворцом, а затем местом заключения для знатных лиц, обвиняемых в измене. Там же производились и казни. Мы с Люси были там, но только мимоходом. Впрочем, настолько успели осмотреть, чтобы знать, что там бездна интересного, но видели далеко не все. «Я там был, как вам известно», сказал Дарний, улыбнувшись, но покраснев довольно сердито, «только не в качестве любознательного туриста. Моя роль там была не такова, чтобы мне показывали все достопримечательности, однако пока я был там, мне рассказали нечто любопытное». «Что такое?» спросила Люси. Производя там какие-то перестройки, каменщики наткнулись на подземную темницу очень старинной постройки, но заброшенную или позабытую. На всех камнях внутренних стен были надписи, нацарапанные узниками. Тут были записаны числа, имена, жалобы, молитвы. В самом углу на крайнем камне какой-то заключенный, вероятно, перед отходом на казнь, начертал три буквы. Это была его последняя работа. Они были нацарапаны каким-то очень несовершенным инструментом, притом в торопях, не твердой рукой. Сначала думали, что эти три буквы Р, О, И. Но присмотревшись ближе, увидели, что третья буква была И. Краткая. По-английски буквы другие. Сначала их приняли за D, I, C, но потом присмотревшись, увидели, что последняя буква G получается слово D, Вик, то есть Рой, Капай. Не могли припомнить ни одного узника, имя и фамилия которого начиналось бы с этих букв. Никаких преданий на этот счет тоже не было, и долго не могли догадаться, что это значит. Наконец догадались, что это совсем не инициалы, а просто одно слово Рой. Стали очень внимательно осматривать пол под этой надписью. Разобрали каменные плиты или черепицы, и под одной из них нашли в земле пепел от сожженной бумаги, смешанной с пеплом небольшого кожаного мешочка или сумки. Что именно, написал там неизвестный узник, никто никогда не узнает, но что-то он написал и спрятал, чтобы не попалось на глаза тюремному сторожу. — Папа, — воскликнула Люси, — тебе худо? Он внезапно вскочил с места и схватился за голову. Его взгляды выражения лица были так ужасны, что все напугались. — Нет, душа моя, мне не худо, а только дождь пошел так неожиданно, что я вздрогнул. Пойдемте лучше в комнаты. Он почти мгновенно опомнился. Дождь действительно пошел крупными редкими каплями, и старик показал свою руку, омоченную дождем, но он ни слова не сказал насчет открытия в башне. А когда все вошли в дом, мистеру Лори показалось, что опытные глаза его подметили на лице доктора, смотревшего на Дарния, тот самый странный взгляд, который уже был им подмечен в коридорах Олдбейли после суда. Впрочем, доктор так быстро оправился и пришел в себя, что сам мистер Лори усомнился в своей проницательности. Рука золотого великана, торчавшая в синях над дверью, была не более тверда и хладнокровна, чем доктор, когда он, остановившись под этой рукой, сказал присутствовавшим, что каждая неожиданность до сих пор еще пугает его, и, вероятно, всегда будет пугать, а на этот раз причиной его испуга был дождь. Настало время пить чай, и мисс Прос председательствовала за чайным столом, и опять на нее напал Дергач, а сотен всякого народа все не было. Только мистер Картон зашел ненароком, но он был по счету всего лишь второй гость. Вечер был такой душный, что, хотя они сидели с раскрытыми дверями и окнами, но задыхались от жары. Покончив с чаем, все сгруппировались у одного из окон, глядя на улицу, где наступали тяжелые сумерки. Люси сидела возле отца, мистер Дарни возле нее, мистер Картон стоял, прислонившись к окну. Оконные занавески, длинные и белые, от времени до времени подхватываемые напором бурного ветра, врывавшегося в закоулок, взвивались к потолку и развивались по комнате наподобие призрачных крыльев. «Дождь все еще только капает редкими и крупными каплями», сказал доктор Маннет, «как медленно надвигается гроза». «Медленно, но верно», сказал Картон. Они говорили в полголоса, как говорят большей частью люди, совместно чего-либо ожидающие, и, как всегда, говорят люди, собравшиеся в темной комнате, наблюдающие наступление грозы и ждущие молнию. На улицах заметно было торопливое движение. Люди спешили укрыться в домах, пока еще не разразилась гроза. Закаулок оглашался множеством шагов, шедших во всех направлениях, а между тем поблизости никого не было. «Какая масса народу, и вместе с тем, какое полное уединение», молвил мистер Дарни после минутного молчания, и, видя, что все прислушиваются. «Не правда ли, как это поразительно, мистер Дарний?» сказала Люси. «Я иногда сижу здесь по вечерам, и мне начинает чудиться, впрочем, сегодня все так темно и торжественно, что даже и такие глупые фантазии заставляют меня вздрагивать. что же, и мы будем вздрагивать. Можно узнать, в чем дело?» «Вам это покажется сущим вздором. Подобные фантазии, я думаю, производят впечатление только на тех, кому они приходят в голову, другому они не передаются. По вечерам я иногда сижу здесь одна, прислушиваясь к этим отголоскам, и мне все кажется, что я слышу шаги людей, которые постепенно будут вступать в нашу жизнь. «Коли так, много же народу ворвется в нашу жизнь», промолвил Сидни Картон свойственным ему угрюмым тоном. Шаги слышались без малейшего перерыва, и торопливость их все усиливалась. Закаулок был переполнен этими отголосками. Казалось, что некоторые раздаются под самым окном, другие даже в комнате. Одни приближались, другие удалялись, иные вдруг останавливались. Все это происходило в дальних улицах, а тут никого не было. «Как же, мисс Маннет, все эти шаги предназначены вступать в жизнь всех нас сообща, или мы должны поделить их между собой?» «Не знаю, мистер Дарний, ведь я же вам говорила, что это моя глупая фантазия, и вы сами на нее напросились. Когда она пришла мне в голову, я была совсем одна, и мне казалось, что это шаги людей, которым суждено играть роль в моей жизни и в жизни моего отца. «Я принимаю их и в свою жизнь», сказал Картон. «Ни о чем не расспрашиваю, никаких условий не ставлю. мисс мис Манетт, слышите, какая толпа врывается в нашу жизнь, я даже вижу ее при свете молнии». Последние слова он произнес после того, как блеснула ослепительная молния, осветившая его фигуру у окна. «А теперь я их слышу», прибавил он, когда грянул гром. «Вон они идут, бегут, разъяренные, буйные». Эти слова относились к шуму и гулу проливного дождя, заставившего его замолчать, потому что все равно нельзя было сквозь этот шум расслышать человеческий голос. Вместе с ливнем разразилась страшнейшая гроза, сверкала молния, грохотал гром, дождь лил, как из ведра. И продолжалось это без перерыва до восхода луны, которая показалась после полуночи. Большой колокол церкви святого Павла пробил час по полуночи, и звук этот гулко прокатился в очищенном воздухе, когда мистер Лори направил свои стопы в обратный путь к Леркенуэлу в сопровождении Джерри с фонарем и в высоких сапогах. Между предместьями Соху и Клеркенуэлом немало было улиц совершенно пустынных, и мистер Лори, побаиваясь разбойников, всегда запасался провожатом в лице Джерри. В обыкновенное время, впрочем, он уходил из дома доктора двумя часами раньше. — Вот погодка-то разыгралась сегодня, — говорил мистер Лори. — Знаешь, Джерри, в такую ночь, говорят, покойники встают из могил. — Не видал я таких ночей, — ответствовал Джерри. — И кто там встает или не встает, мне это ни к чему. — Спокойной ночи, мистер Картон, — сказал мистер Лори. — Спокойной ночи, мистер Дарний. Доведется ли нам пережить вместе еще другую такую же ночь? — Может быть, и доведется. Может быть, они увидят еще и те скопища людей, которые с ревом и шумом ворвутся в их жизнь. Глава седьмая. Господин Маркиз в городе. Светлейший герцог, один из самых важных и влиятельных придворных сановников, назначил у себя прием два раза в месяц в собственном своем огромном дворце. Сам герцог изволил пребывать во внутренних покоях, на которые многочисленные почитатели, толпившиеся в анфиладе парадных зал, взирали как на некое святилище. Его светлость собирался пить утренний шоколад. Он имел способность многое глотать совершенно свободно. Злые языки утверждали даже, что он скоро проглотит всю Францию. Но утренний шоколад не иначе мог найти доступ в глотку его светлости, как с помощью четырех дюжин молодцов помимо повара. Да, для того, чтобы шоколад имел счастье проникнуть в уста светлейшего герцога, нужно было содействие четырех человек, из которых главный носил не иначе, как двое золотых часов в карманах, в подражание скромному и благородному обычаю, введенному в моду самим светлейшим герцогом. Один лакей нес в святилище кувшин с шоколадом, другой все время размешивал и вспенивал этот шоколад особым инструментом. Третий подавал любимую салфетку монсеньора, четвертый, тот что с двумя золотыми часами, наливал шоколад в чашку. Герцог никак не мог обойтись без этих четырех должностных лиц при питье шоколада, чтобы не уронить своего достоинства перед небожителями, вероятно, с умилением взиравшими на него с небес. Если бы ему пришлось пить шоколад с помощью только трех человек-прислуги, он бы считал свой фамильный герб опозоренным, а если бы при нем осталось лишь два лакея, он бы не мог этого пережить. Накануне вечером герцог присутствовал на маленьком ужине, где было также театральное представление, состоявшее наполовину из восхитительной комедии, наполовину из прекрасной оперы. Герцог почти все свои вечера проводил на таких маленьких ужинах и всегда в наилучшем обществе. Он был до того тонко воспитан и так восприимчив, что когда занимался скучными вопросами государственного управления или государственными тайнами, он гораздо более внимания уделял опере и комедии, нежели нуждам всей Франции. По всей вероятности, это было чрезвычайно лестно для Франции, как было бы лестно и для всякой другой страны в подобных обстоятельствах, чему примером могла служить Англия в былые, увы, невозвратные дни развеселого Стюарта, который продал ее. Стюарт – король Англии Карл II, который продавал интересы своей родины французскому правительству. Он был и создан, чтобы доставлять ему удовольствие. Его девизом был библейский текст с одной маленькой поправкой, а именно «Земля и все ее сокровища принадлежат мне», – сказал владыка. Однако постепенно оказалось, что как в частные, так и в общественные дела его светлости вкрались некоторые вульгарные непорядки, и для устранения оных герцог поневоле должен был породниться с откупщиком. Это было необходимо по двум причинам. Во-первых, касательно общественных финансов, герцог ни с какой стороны не мог подступиться к ним, и, следовательно, надо было иметь под рукой такого человека, для которого общественные карманы были бы доступны. Во-вторых, в частности, герцог знал, что откупщики бывают очень богаты, а сам он, благодаря пышности и роскошеству своих предков, становился беден. На этом основании герцог распорядился взять из монастыря свою сестру, покуда ее не успели еще облечь в монашеский костюм, самое дешевое одеяние для девицы знатного происхождения, и выдал ее замуж за очень богатого откупщика, совсем незнатного рода. Этот самый откупщик, имея в руке присвоенный его званию жезл, увенчанный золотым шариком, находился теперь в числе избранной компанией лиц, ожидавших в парадных залах выхода его светлости, и вся присутствующая публика очень низко кланялась откупщику, за исключением только тех существ высшей породы, которые от рождения принадлежали к светлейшей фамилии герцога. Эти существа, в том числе и его собственная жена, смотрели на него свысока и обращались с ним очень презрительно. Откупщик жил великолепно. Держал тридцать лошадей на своей конюшне. Двадцать четыре лакея сидели у него в передней, шесть горничных стояли в услужении у его супруги. Но так как его ремесло в том и состояло, чтобы грабить и обирать всюду, где можно, этот откупщик, независимо от вопроса о том, насколько его брачные отношения были полезны для общественной нравственности, был по крайней мере самым реальным лицом из всех лиц, ожидавших сегодня в парадных залах выхода его светлости. Красивое зрелище представляли эти залы, убранные и разукрашенные всем, что мог придумать наиболее богатого и изящного, утонченный вкус того времени. Но было в них что-то ненадежное, непрочное, хрупкое. Если посмотреть на него с точки зрения тех пугал в лохмотьях и ночных колпаках, которые ютились на другом конце города и даже совсем недалеко отсюда, так что стражевые башни собора Парижской Богоматери, стоявшие на полдороге от одних к другим, могли с одинаковым удобством созерцать их единовременно, прочность всей этой роскоши казалась еще более сомнительной. Только в доме герцога никому не было до этого ровно никакого дела. Тут были военные чины, не имевшие никаких сведений по части воинского искусства, гражданские чины, не имевшие понятия о гражданских делах, морские чины, в глаза не видевшие ни одного корабля, духовные лица с самыми светскими наклонностями, с полным отсутствием совести, с медными лбами и чувственными глазами, распутные на словах и еще более распутные на деле. Все они и каждый из них были совершенно непригодны для того дела, к которому были приставлены, все лгали и притворялись, будто на что-то годятся, но все более или менее принадлежали к тому кругу, где вращался светлейший герцог, а потому им раздавали все общественные должности, сопряженные с какими-либо доходами и привилегиями. Таких лиц можно было насчитать многие десятки среди упомянутого общества. Немало тут было и таких, которые ничем не были связаны ни с герцогом, ни с государством, ни с каким путным делом в мире. Люди, которые всю свою жизнь шли окольными путями к самым скверным целям. Были тут доктора, составившие себе крупное состояние изобретением легких и верных лекарств от небывалых болезней. Они вертелись среди придворной знати и с улыбкой старались почаще попадаться на глаза своим важным пациентам. Были тут господа, изобретавшие всевозможные средства для врачевания маленьких невзгод, от которых страдало государство. Одно только средство никогда не приходило им в голову, а именно — серьезно приняться за дело и вырвать с корнем хотя бы одно из общественных зол. И они тоже расхаживали по этим залам, излагая свои вздорные проекты каждому, кто только расположен был, выслушивать их. Тут же были неверующие философы, пытавшиеся перестроить мир словами и воздвигавшие вавилонские башни из карточных домиков с намерением долезть до неба. Они беседовали с неверующими химиками, которые только и думали о том, чтобы превращать в чистое золото всякие другие металлы. Тут были изящнейшие джентльмены самого тонкого воспитания, которое в те замечательные времена, как и поныне, состояло в том, чтобы пропитать человека глубочайшим равнодушием ко всем естественным человеческим интересам. И эти отборные экземпляры человечества находились в залах его светлости, являя собой образцы изящной расслабленности. Каждый из них имел в высшем кругу парижской знати собственный отель, где проживало его собственное семейство. Но среди ангелов этой высокой сферы едва ли нашлась бы хоть одна жена, которую по общему виду и манерам можно было признать за чью-нибудь мать. В числе приспешников, ожидавших выхода его светлости, немало было шпионов. Они составляли в сущности добрую половину всей компании. Однако и им не удалось бы отыскать в тогдашнем семейном доме ни одной матери. И в самом деле произвести на свет какого-нибудь несносного пескуна еще не значит быть матерью. И вообще в модных кругах того времени это был вовсе не модный титул. Несносные пескуны отдавались на попечение крестьянских баб, которые их выкармливали и воспитывали, а в обществе нередко встречались шестидесятилетние бабушки, которые все еще кокетничали, наряжались, как двадцатилетние, и разъезжали по маленьким ужинам. Все человеческие существа, толпившиеся в залах герцога, заразились этим общим характером пустоты и ненужности. В первом зале у самого выхода из дворца держались человек шесть совсем особого пошиба. Им с некоторого времени начинало казаться, что дела вообще пошли скверно. И вот чтобы поправить их, трое из них не нашли ничего лучшего, как присоединиться к секте конвульсионистов. И в этот самый час раздумывали про себя, не повалиться ли на пол, и беснуясь и рыча с пеной у рта, не довести ли себя до каталептического состояния в надежде, что герцог примет такое проявление с их стороны за пророческий перст и поручит им руководство судьбами Отечества. Помимо этих дервишей, тут были еще трое, принадлежавших к другой секте и придумавших бороться против всех зол посредством высокопарной чепухи о центре истины. Они утверждали, что человек отбился от центра истины, что было несомненно, но еще не вышел из ее окружности, и все дело в том, чтобы снова гнать его и подталкивать к центру, для чего необходимо поститься и вызывать духов. Легко себе представить, что эти господа только и делали, что вызывали духов и беседовали с ними. Из такого занятия они извлекали для себя много удовольствия, но еще не видали от того ни малейшего толка. Одно было утешительно. Все присутствовавшие в герцогском отеле были одеты на загляденье. Если бы можно было наперед знать, что в день страшного суда всем будет велено явиться в парадных костюмах, эта компания, наверное, угодила бы прямо в рай. Головы у них были до того аккуратно завиты, взбиты, напудрены, лица так нежны, так хорошо сохранились или так искусно раскрашены. Все имели на боку такие на вид хорошенькие шпаги и испускали такой приятный для обоняния аромат, что одних этих свойств было достаточно, чтобы убедиться, что все идет превосходно и будет так же идти во веки веков. Изящные джентльмены самого тонкого воспитания носили множество висячих брелоков, которые при каждом томном движении деликатно позвякивали. Золотые цепи звучали точно драгоценные колокольчики. И весь этот звон и все это бряцанье вместе с шелестом шелковых тканей, парчи, тончайшего белья и кружев производили в воздухе легкое трепетание, отгонявшее прочь всякую мысль о том, что существует на свете предместья Сент-Антуан, населенное голодающими людьми. Парадный костюм был тем надежным талисманом, тем магическим средством, которое поддерживали общественный строй и порядок. Это был бесконечный маскарад, на который все шли, разрядившись по установленной форме. От Тюэльрийского дворца и герцогских палат маскарад обнимал собой все чины двора, всех членов парламента, все судебные установления, все общество, за исключением тех пугал, что ходили в лохмотьях и доходили таким образом до палача, который обязан был при исполнении своей должности быть в буклях, в пудре, в камзоле с золотыми голунами, в белых шелковых чулках и башмаках с бантами. В таком изящном туалете господин Парижский, как величали его собратья по ремеслу, смотря по округу, в котором они действовали, они назывались господин Парижский, господин Орлеанский и так далее, производил казнь через повешение или через колесование, в то время головы рубили очень редко, и кому же из общества, собравшегося в герцогском дворце в 1780 году от Рождества Христова, могло прийти в голову, что возможно гибель государственной системы, которая зиждется на напудренном и завитом палаче в камзоле с золотыми голунами, да еще и в белых шелковых чулках. Ясно, что такая система должна была длиться, покуда стоит мир между тем его светлость освободил своих четырех лакеев от их драгоценной ноши, выкушал чашку шоколада, повелел раскрыть двери святилища и вышел в приемные комнаты. Тут начались перед ним нижайшие поклоны, подобострастные комплименты, всякое подлечение и заискивание. Все так усердно падали ниц перед герцогом, так поклонялись ему и телом и духом, что для Бога у них ничего не оставалось. Может быть, по этой причине поклонники его светлости никогда и не обращались к Богу, расточая направо и налево милостивые слова, обещания и улыбки, осчастливив одного из поклонников фразой, произнесенной шепотом, другого только мановением руки, герцог тихими шагами прошел через все залы вплоть до отдаленных пределов, где находились приверженцы центра истины. Оттуда он повернул назад и тем же порядком проследовал обратно во внутренние покои. Шоколадные приспешники затворили двери святилища, и его светлость исчез из глаз его обожателей. Спектакль кончился. Трепетание в воздухе приняло бурный характер. Драгоценные брелоки зазвенели вовсю, и публика устремилась вниз по лестнице. Вскоре из всей толпы в залах остался один только человек. Он постоял, держа свою шляпу под мышкой, а табакерку в руке. Потом медленно пошел между двойного ряда зеркал к выходу. Остановившись у самой последней двери, он обернулся лицом к святилищу и произнес «Ну и убирайся ко всем чертям!» С этими словами он отряхнул со своих пальцев нюхательный табак, будто отряхивал прах с ног своих, и спокойно отправился вниз. То был человек лет шестидесяти, великолепно одетый, с надменной осанкой. Его лицо было похоже на красивую маску, оно было бело и бледно до прозрачности, все черты тонко вырисованы, выражение определенное, твердо установившееся. нос изящной формы был слегка сдавлен у верхушек ноздрей, и в этих мелких впадинах гнездились единственные изменения, каким когда-либо подвергалось выражение этого лица. Иногда они меняли цвет, иногда слегка раздувались и опять съеживались, как бы от едва заметного внутреннего биения крови, и это придавало всей его физиономии необыкновенно предательский и жестокий вид. При ближайшем рассмотрении можно было проследить, что такому выражению немало способствовали очертания рта и глазных впадин, которые были слишком прямы в горизонтальном направлении и слишком узки. Тем не менее, это лицо было положительно красиво и притом оригинально. Обладатель его сошел во двор, сел в свою карету и уехал. На приеме у герцога немногие с ним разговаривали. Он стоял особняком, держался поодаль от других и находил, что его светлости надлежало бы выказать по отношению к нему побольше теплоты. А оттого ему, как видно, приятно было давить народ на улице и видеть, как чернь кидается в стороны, давая дорогу его лошадям. Кучер его так погонял их, как будто они шли в атаку на неприятеля, и эта бешеная скачка не вызвала ни перемены в лице, ни одного гневного восклицания со стороны барина. От времени до времени даже и в этом глухом городе и даже в те бессловесные времена раздавались жалобы на безжалостное обыкновение важных бар во весь опор скакать по узким улицам, лишенным тротуаров, и калечить простой народ. Но эти жалобы скоро забывались, да на них по обычаю того времени мало обращали внимания, предоставляя простому народу изворачиваться и спасаться, как знает сам. Карета со звоном и грохотом неслась по улицам с такой чудовищной беззаботностью к интересам ближнего, какая в наши дни совершенно немыслима. Огибая углы и неожиданно врываясь в перекрестные улицы, так что женщины с криками отскакивали к стене, а мужчины хватались друг за друга и выхватывали детей из-под лошадиных копыт. Наконец, заворачивая вскач в боковую улицу мимо фонтана, карета на что-то наскочила одним колесом, ее слегка встряхнуло, послышался крик нескольких голосов, лошади шарахнулись в сторону и остановились. Если бы они этого не сделали, карета, вероятно, преспокойно покатилась бы дальше. Сколько раз случалось, что такие кареты оставляли за собой изувеченных людей и нисколько об этом не беспокоились. Но тут испуганный лакей соскочил с козел и двадцать рук задержали лошадей под узцы. — Что случилось? — послышался спокойный голос изнутри кареты, и хозяин ее выглянул из окна. Человек высокого роста в ночном колпаке схватил из-под колес какой-то узелок, положил его на окраину фонтана и, бросившись на колени в мокрую грязь, выл и ревел над ним, как дикий зверь. — Извините, господин маркиз, сказал один из простолюдинов, человек смиренного вида и в лохмотьях. Ребенка зашибли. — С чего же он поднял такой отвратительный шум? Разве это его ребенок? — Извините, господин маркиз, такая жалость. Точно так это его ребенок. Фонтан находился на некотором расстоянии от кареты, так как перекресток расширялся в площадку шириной десять или двенадцать ярдов. Человек высокого роста вдруг вскочил на ноги и с такой поспешностью бросился к карете, что господин маркиз машинально ухватился за шпагу. — Убит! — вскричал высокий человек диким голосом, отчаянно вскинув обе руки вверх и глядя на него вытаращенными глазами. — Мертвый! Толпа обступила карету и все смотрели на маркиза. Все глаза устремились на него, но выражая только сосредоточенное внимание, ни гнева, ни угрозы в них не было заметно. Никто ничего не говорил. После первых возгласов все замолчали и продолжали безмолвствовать. Голос того смиренного бедняка, который отвечал маркизу, был чуть слышен по своей безмерной покорности. Господин маркиз окинул их глазами, точно смотрел на крыс, которые вылезли из своих нор. Он вытащил кошелек с деньгами. Удивительное дело, молвил он, как вы не можете уберечь ни себя, ни своих детей. То один, то другой, вечно кто-нибудь попадается под ноги. Почем я знаю, может быть, вы же мне теперь лошадей испортили. Эй, передай ему вот это. Он швырнул своему лакею золотую монету, и все шеи вытянулись вперед, глядя, куда она упадет. Высокий человек опять разразился нечеловеческим воплем, повторяя одно слово «Убит!» Его остановил другой человек, быстро прошедший сквозь толпу, которая почтительно раступилась перед ним. Увидев его, несчастный отец упал головой на его плечо, плача, рыдая и указывая рукой по направлению к фонтану, где несколько женщин бесшумно хлопотали вокруг неподвижного узелка. Впрочем, и они так же молчали, как и мужчины. «Я знаю, все знаю, Гаспар», сказал новопришедший. «Мужайся, друг!» Такая смерть для бедного малютки гораздо лучше жизни. Он умер мгновенно, без страданий. А мог ли он хоть один час прожить так благополучно? «Да вы, я вижу, философ», сказал Маркиз, улыбаясь. «Как вас зовут?» «Меня зовут Дефарш». «Чем промышляете?» «Господин Маркиз, я торгую вином». «Ну-ка, ловите, философ, торгующий вином», молвил Маркиз, бросая ему другую золотую монету. «Ловите и тратьте, как знаете. Эй, что же лошади, в порядке ли они?» Неудостоев вторично оглянуться на толпу, господин Маркиз откинулся на подушке своей кареты и поехал было дальше с видом джентльмена, случайно разбившего чью-то незатейливую утварь и щедро заплатившего за убыток, потому что имеет средство за все платить. Как вдруг в окно кареты влетела монета и со звоном шлепнулась к его ногам. «Стой!» крикнул Маркиз. «Остановить лошадей! Кто это бросил?» Он взглянул на то место, где за минуту перед тем стоял виноторговец де Фарш, но на этом самом месте лежал ничком на грязной мостовой несчастный отец. Возле него стояла смуглая плотная женщина с вязанием в руках. «Собаки!» молвил Маркиз ровным голосом и не меняясь в лице, за исключением тех двух впадинок у ноздрей. «Я бы охотно через всех вас переехал и стер бы вас с лица земли. Если бы я знал, который негодяй осмелился швырять в мою карету, и если бы он попался мне на дороге, я бы нарочно раздавил его колесами». Так забиты были эти люди, так давно тяготел над ними этот гнет, и так они знали по опыту, на что способен был подобный человек и по закону, и вне закона, что никто не пикнул, никто не шевельнулся, даже глаз не поднимал. То есть никто из мужчин. Одна только женщина, стоявшая с вязанием, твердо и пристально смотрела в лицо Маркизу, но с его достоинством несовместно было обратить на нее внимание. Презрительный взгляд его скользнул по ней так же, как по всем остальным крысам. Он снова откинулся на подушке и крикнул «Пошел!» Карета помчалась. Вслед за ней проехало с такой же быстротой много других карет. Были тут министры и прожектеры, откупщики и доктора, юристы и духовные лица. Большая опера и комедия, словом, весь маскарадный бал блестящим вихрем прокатился мимо. Крысы вылезли из нор и глазели на них по нескольку часов к ряду. Военные отряды и полицейские команды часто становились между ними и блистательным зрелищем, образуя преграду, за которой крысы прятались и украдкой выглядывали оттуда. Отец давно поднял на руки узелок, лежавший на окраине фонтана, и куда-то скрылся, унеся его с собой. Женщины, хлопотавшие вокруг фонтана, теперь сидели у его подножья, глядя на быстро бегущие струи и на мелькающие мимо маскарадной кареты. Одна только женщина, стоявшая с вязанием в руках, осталась все на том же самом видном месте и упорно продолжала вязать, неколебимая как сама судьба. Вода из фонтана бежала, воды реки быстро катились, день убегал в вечность, некоторое количество жизней по обыкновению уносилось смертью из недр великого города. Время и прилив никого не ждут. Крысы уснули, тесно скученные по своим темным норам, маскарадный бал осветился огнями, маски сели за ужин, и все шло своим чередом. Глава восьмая Господин Маркиз в деревне Живописная местность среди нив и лугов. Рожь необильна, но блестит своими золотистыми колосьями. Во многих местах вместо ржи клочки земли, поросшей чахлыми злаками. Вместо пшеницы участки тощего гороха и бобов или самых грубых овощей. И в неодушевленной природе, и в людях, занимающихся ее обработкой, заметно преобладающая неохота жить. Видно, что все прозябает через силу, и предпочло бы не расти, а засохнуть окончательно. Господин Маркиз в дорожной карете, которая могла бы быть и полегче, на четверке почтовых лошадей с двумя форейтерами взбирался на крутой холм. На лице господина Маркиза играл яркий румянец, невзирая на тонкость его воспитания. Но румянец происходил не от внутренних причин, а от чисто внешнего обстоятельства от него независящего, а именно от заходящего солнца. Заходящее солнце такими яркими лучами пробилось внутрь дорожной кареты в тот момент, когда она достигла вершины холма, что сидевший в ней окрасился вдруг багровым цветом. «Это ничего», подумал Маркиз, взглянув на свои руки. «Сейчас пройдет». И точно. Солнце было уже так низко, что тотчас же окончательно скрылось за горизонтом. Когда тяжелый тормоз прицепили к колесу и карета стала скользить с горы, распространяя вокруг себя запах гари и облака пыли, красный отблеск заката быстро потух. Солнце и Маркиз одновременно спустились вниз. И к тому времени, когда тормоз отцепили, никакого блеска больше не осталось. Но все-таки впереди оставалась холмистая местность, широкими и смелыми линиями уходившая вдаль. У подножья холма раскинулась деревушка, за ней опять подъем в гору. Дальше колокольня, ветряная мельница, луг для охоты и скала, а на скале укрепленная башня, служившая тюрьмой. По мере того, как темнело, все эти предметы обрисовывались силуэтами на фоне неба, а маркиз вглядывался в них с видом человека, подъезжающего по знакомым местам к своему дому. Деревушка состояла из единственной бедной улицы с дрянной пивоварней, дрянным заводом для выделки и дубления кож, с дрянным постоялым двором и конюшней для перемены почтовых лошадей, и с дрянным колодцем. Словом, все тут было дряно и бедно, и народ, живший тут, был беден. Все население состояло из бедняков. Из них многие сидели у своих дверей, крошили тощие луковки и тому подобную дрянь себе на ужин, другие были у колодца, перемывая кое-какие травки и листочки, собранные на тощей земле и годные в пищу. Не было недостатка и в указаниях на то, почему они были так бедны. Во многих местах по всей деревне выставлены были доски с торжественным расписанием всего, что было обложено налогами и за что следовало немедленно вносить плату. И столько тут было государственных пошлин, церковных налогов, оброков помещику и всяких податей, местных и общих, что можно было подивиться, как еще сама деревня стояла на месте. На улице было мало ребятишек, а собак вовсе не было. Что до взрослых мужчин и женщин, их доля была ясно начертана во всем, что их окружало. Живи тут, под горой, на самые скудные средства, только чтобы кое-как поддерживать свое существование, или же ступай в тюрьму и околевай там, на вершине скалы. Предшествуемый верховым курьером и хлопаньем бичей, которыми форейтеры взмахивали, образуя в вечернем воздухе подобие извивающихся змей, маркиз, как бы преследуемый фуриями, подкатил в своей дорожной карете к воротам постоялого двора. Колодец был тут же рядом, и крестьяне прервали свои занятия, чтобы поглядеть на барина. Он тоже взглянул на них, и увидел на их изнуренных лицах и исхудавших телах постепенное превращение в скелеты, породившее известный английский предрассудок насчет худобы, которое будто бы составляет отличительный признак всей французской нации. Предрассудок, не искоренившийся даже и поныне, почти целое столетие спустя. Господин маркиз обвел глазами покорные лица, склонившиеся перед ним, как сам он и его собратья склонялись перед герцогом на придворном приеме, с той разницей, что здешние бедняки ничего не выпрашивали своими поклонами, а только выражали смиренное страдание. В эту минуту подошел побелевший от пыли рабочий, занимавшийся починкой дороги, и также присоединился к толпе. Подать мне сюда этого парня, сказал маркиз своему курьеру. Парня подвели. Он стоял перед дверцей кареты с шапкой в руке, а остальные парни столпились вокруг совершенно на тот же лад, как было в Париже у фонтана. Ты был на дороге, когда я проехал мимо? Точно так, ваше сиятельство, я имел честь быть на дороге, когда вы изволили проезжать. Все время был тут и на подъеме в гору и при спуске с горы. Точно так, ваше сиятельство. На что же ты глазел так пристально? А я, ваше сиятельство, на того человека смотрел. И слегка наклонившись, парень указал своей поношенной синей шапкой под кузов кареты. Все окружающие тоже наклонились и заглянули туда. На какого там человека? «Чего ты под карету смотрел, свинья?» «Извините, ваше сиятельство, он висел там на цепи, за тормоз держался». «Кто держался?» спросил маркиз. «А этот самый человек, ваше сиятельство». «Черт бы побрал этих идиотов! Как же зовут этого человека? Ведь ты всех знаешь в здешней стороне. говори, кто это был?» «Помилуйте, ваше сиятельство, это был, наверное, нездешний, я его сроду в глаза не видывал». «Как же он держался на цепи?» «Отчего он не задохся?» «С позволения сказать, вот и я тому же удивлялся, ваше сиятельство, он голову-то и свесил вниз, вот так». С этими словами парень изогнулся боком коляски, откинулся на спину лицом вверх, а голову свесил назад и вниз. Потом опять встал, отряхнул свою шапку и отвесил маркизу низкий поклон. «А каков он был на вид?» «Белее мельника, ваше сиятельство, весь, как есть в пыли, бледный, как мертвец, и такой длинный, высокий, точно привидение». Такое описание произвело на толпу сильнейшее впечатление, и все точно сговорившись, уставились глазами на маркиза. Быть может, им хотелось посмотреть, нет ли у него на совести такого мертвеца. «Хорош, нечего сказать», молвил маркиз, по счастью думавший, что на подобную козявку не стоит обращать внимание. «Видишь, что к моей карете прицепился вор, и даже пасти не разинул, чтобы предупредить меня. Эх ты, отпустите его, месье Габель?» Месье Габель был почтмистер, соединявший в себе еще какие-то должности, сопряженные со взиманием пошлин. Он прибежал подобострастно, дабы присутствовать при допросе, и все время с официальным видом придерживал подсудимого за рукав. «Ну, ступай», сказал месье Габель. «Слушайте, Габель, задержите того нездешнего, если он сегодня попросится ночевать где-нибудь на деревне, и непременно выясните, с какими намерениями он забрел сюда. Ваше сиятельство, я всегда готов служить, даже за честь почитаю. Что же, он убежал, что ли? Куда девался этот проклятый болван?» Болван в это время успел залезть под карету в обществе шестерых добрых знакомых и, размахивая своей синей шапкой, показывал им и цепь, и тормоз. Полдюжины других приятелей проворно извлекли его из-под кареты и представили перед дочи господина Маркиза. «Болван, куда девался тот человек? Убежал, что ли, он, когда мы остановились прицеплять тормоз? Он бросился с горы вниз ваше сиятельство, так и кинулся головой вперед, вот как с берега в реку бросаются. Ну, Габель, распорядитесь там, эй, пошел!» Шестеро добрых знакомых, любовавшихся на цепь, все еще лежали между колес на земле, сбившись головами, как бараны, когда колеса покатились так быстро, что они едва успели спасти свои косточки. И хорошо, что у них, кроме кожи до костей, ничего не оставалось, иначе едва ли они могли бы уцелеть. За деревней начался подъем на противоположную гору, и потому карета, с места помчавшаяся во весь опор, должна была замедлить быстроту езды. Мало по малу лошади стали шагом сбираться на крутизну, и тяжелый экипаж тихо покачивался из стороны в сторону, вступая в атмосферу благовонной летней ночи. Форейтеры спокойно расправляли запутавшиеся концы своих бичей, и не фурии вились над их головами, а только рой полупрозрачных мошек. Лакей шел рядом с лошадьми. Впереди, на некотором расстоянии, слышен был топот лошади курьера, терявшегося в темноте. На самом крутом месте подъема было маленькое кладбище, на нем большой крест с новой, недавно приделанной фигурой распятого спасителя. Это было бедное, деревянное изваяние работы какого-нибудь грубого деревенского художника, но, очевидно, деланное с натуры, быть может, самого себя, судя по тому, что фигура была необычайной худобы и страшно изможденная. У подножья этой эмблемы великого страдания, сила которого все увеличивалось, но еще не достигла своей высшей точки, на коленях стояла женщина. Когда карета поравнялась с ней, она обернулась, быстро вскочила и подбежала к дверце кареты. — Это вы, господин маркиз, ваше сиятельство, просьба. У маркиза вырвалось нетерпеливое восклицание, но с тем же неизменным лицом он выглянул из окошка. — Что там еще? Чего тебе? Вечные просьбы! — Ваше сиятельство, ради самого Бога, мой муж лесной сторож. — Но что из того, что твой муж лесной сторож? — Вечно пристаются одним и тем же, наверное, какие-нибудь недоимки. — Он все уплатил, ваше сиятельство, он умер. — Ну, значит, успокоился. Не могу же я его воскресить. — Ох, нет, ваше сиятельство, но он лежит вон там, под кучкой тощего дерна. — Ну, ваше сиятельство, их там так много, таких же кучек тощего дерна. — Ну, так что же? Это была молодая женщина, но на вид совсем старуха. Ее горе имело страстный характер. Она попеременно то всплескивала с выражением дикой энергии, худыми, жилистыми руками, то клала одну руку на дверцу кареты, умоляющим ласковым движением, как будто это была не дверца, а человеческая грудь, способная восчувствовать нежность ее прикосновения. — Ваше сиятельство, послушайте! Ваше сиятельство, примите мое прошение. Мой муж умер от нищеты. У нас много народу умрет с голоду, и еще многие перемрут с голоду. — Ну что же, разве я могу их накормить? — Ваше сиятельство, про то один бог знает, но я не о том прошу. Я прошу о дозволении отметить могилу моего мужа каким-нибудь камнем или хоть куском дерева с надписью его имени. Иначе это место скоро позабудется, и никто не сумеет разыскать его, когда я умру от той же болезни, и меня схоронят где-нибудь в другом месте, под другой кучкой дерна. — Ваше сиятельство, этих кучек так много, они размножаются так скоро, нужда так велика. Ваше сиятельство, ваше сиятельство. Лакей оттащил ее от дверец, карета покатилась быстрее. Форейтеры погнали лошадей, оставив женщину далеко позади. А маркиз, за которым опять погнались фурии, помчался дальше, так как ему оставалось проехать еще две мили до собственного родового замка. Благоухания летней ночи поднимались кругом, подобно благодатному дождю, одинаково распространяясь на всех, и на маркиза, окруженного своими приспешниками, и на ту кучку пыльных, оборванных, истомленных работой людей, что остались там у колодца, и на парня, чинившего дорогу, который стоял все там же, и с помощью своей неизбежной синей шапки продолжал распространяться насчет виденного им человека, высокого и белого как привидения, и рассказывал до тех пор, пока у слушателей хватало терпения его слушать. Мало-помалу они стали расходиться поодиночке, постепенно во всех лачугах зажглись огоньки. Потом, по мере того, как эти огни погасали, на небе зажигались звезды, и казалось, что то были те же огоньки, которые угасали не на земле, а только уносились в небеса. Тем временем перед маркизом обрисовался темный силуэт большого дома с высокой крышей и множество старых развесистых деревьев. Потом вдруг блеснул резкий свет зажженного факела. Карета остановилась, и большие ворота замка растворились перед нею. Я ожидаю господина Шарля. Приехал ли он из Англии? Никак нет ваше сиятельство, еще не приезжал. Глава девятая Голова Гаргоны Гаргона мифическая женщина. Ее взгляд превращал человека в камень. Замок господина маркиза был тяжелой постройки. Спереди был обширный каменный двор, и два каменных крыльца сходились на широкой каменной террасе главного подъезда. Тут все было каменное. Тяжелые каменные балюстрады, каменные вазы, каменные цветы, каменные лица людей и каменные головы львов. Как будто голова Гаргона обозревала здание, когда оно было закончено постройкой за 200 лет назад, и своим взором превратило все в камень. Маркиз вышел из кареты и поднялся по отлогим ступеням широкой лестницы, предшествуемой факелом, настолько нарушая окружавшую темноту, что вызвал громкий протест со стороны совы, гнездившейся под крышей просторных конюшен в тени высоких деревьев. Повсюду была такая тишина, что оба факела, и тот, что несли наверх, и тот, что остался у главных ворот, горели ровным пламенем, как будто были не на дворе, а внутри парадной гостиной. Помимо возгласов совы, только и слышно было журчание фонтана, не спадавшего в каменный бассейн. то была одна из тех теплых темных ночей, когда по целым часам воздух оставался в полной неподвижности, потом испускал долгий тихий вздох и снова впадал в оцепенение. Тяжелая дверь подъезда захлопнулась за маркизом, и он прошел через обширные сини, украшенные грозными арматурами из медвежьих рогатин, мечей и охотничьих ножей, но еще грознее казались висевшие тут же тяжелые бичи и хлысты, которыми подсердитую руку помещики угощали своих вассалов, прежде чем несчастные попадали в благодетельные объятия смерти. Минуя неосвещенные парадные залы, которые были крепко заперты на ночь, маркиз с факельщиком впереди, поднявшись по лестнице, повернул к двери в коридор. Дверь распахнулась, и маркиз вошел в свои собственные покои, состоящие из спальни и двух других комнат. Комнаты были высокие, потолки со сводами, гладкие полы без ковров ради большей свежести, на каминных очагах большие бронзовые собаки, на которых зимой раскладывали дрова для топки, и вся обстановка обличала роскошь и великолепие, приличные в обиходе знатного человека, того роскошного времени и той роскошной страны. Меблировка была во вкусе Людовика XIV, из той династии Людовиков, которая давно установилась во Франции, и, по-видимому, так прочно, что ей не предвиделось конца. Но в подробностях богатой обстановки немало было предметов, относившихся к наиболее старинным временам французской истории. В третьей комнате был накрыт стол для ужина на два прибора. Эта комната, помещавшаяся в одной из четырех остроконечных башен, стоявших по углам замка, была небольшая, круглая, очень высокая, с одним окном, стеклянная оконница которого была раскрыта, а деревянные жалюзи спущены, так что они казались состоящими из узких поперечных полос, серых, окрашенных под цвет камня, и черных, в которых сквозила чернота темной ночи. — Что же мой племянник, сказал Маркиз, взглянув на приготовление к ужину, говорят, он не приехал? — Нет еще, не приезжал, но его ожидали вместе с его сиятельством. Ага, едва ли он поспеет сегодня, однако же оставьте стол как есть, я буду готов через четверть часа. Через четверть часа Маркиз вышел и один сел за стол, великолепно сервированный самыми отборными явствами. Его стул помещался против окна. Он скушал суп и только что взялся за стакан с бордовским вином, как опять поставил его на стол. «Это что такое?» спросил он, спокойно и внимательно глядя на поперечные линии серого и черного цветов. «Где ваше сиятельство?» «Там за окном. Подними жалюзи». Жалюзи были подняты. «Ну, ваше сиятельство, там ничего нет, только и видны деревья до темной ночи». Слуга, говоривший это, сначала выглянул в раскрытое окно, потом, стоя на фоне пустого и темного пространства, обернулся, ожидая, что будет приказано дальше. «Хорошо», молвил хозяин невозмутимо. «Теперь спусти жалюзи». Слуга повиновался, и маркиз продолжал ужинать. На половине трапеза он снова остановился со стаканом в руке и прислушался. Издали явственно раздавался стук колес, быстро приближавшихся к замку. Экипаж остановился у парадного подъезда. «Пойди узнай, кто приехал». То был племянник его сиятельства. Он с самого полудня ехал вслед за маркизом, в нескольких милях расстояния, очень торопился, но все-таки не мог догнать его сиятельство. На почтовых дворах ему везде говорили, что маркиз только что проехал дальше. Маркиз приказал сказать племяннику, что ожидает его к ужину и просит прийти тотчас. Через несколько минут он пришел. В Англии его знали под именем Чарльза Дарния. Маркиз поздоровался с ним любезно, но руки они друг другу не подали. «Вы вчера выехали из Парижа, сэр», сказал племянник, садясь за стол. «Да, вчера, а вы?» «Я прямым трактом». «Из Лондона?» «Да». «Долго же вы ехали», сказал маркиз, улыбаясь. «Напротив, я ехал очень скоро». «Извините, я разумею не то, что вы долго были в дороге, а то, что долго не пускались в путь». «Меня задержали», племянник запнулся и прибавил. «Различные дела». «Не сомневаюсь», учтиво ответил дядя. Пока в комнате были слуги, господа не обменялись больше ни единым словом. Наконец им подали кофе, и они остались одни. Племянник взглянул на дядю и, встретившись с ним глазами, начал беседу. Тонкое лицо маркиза сохраняло свою изящную неподвижность. «Вы, вероятно, угадали, сэр, что я вернулся с той же целью, с какой уезжал. Эта цель вовлекла меня в великие и неожиданные опасности, но она для меня священна, и если бы ради нее пришлось умереть, я надеюсь, что нашел бы в себе силы и для этого». «Зачем же умирать?» молвил дядя. «О смерти говорить незачем». «Я думаю, сэр», продолжал племянник, «что если бы из-за моих убеждений я очутился на краю могилы, вы не подрудились бы оттащить меня прочь». изящные черты жестокого и тонкого лица слегка вытянулись, впадины над ноздрями углубились, оно приняло зловещее выражение. Однако же дядя легким и грациозным движением протестовал против предположения, хотя видно было, что это делается единственно из вежливости, а потому ничего успокоительного в этом не было. «Я даже не знаю, сударь», продолжал племянник, «не вы ли озаботились придать еще более подозрительный характер окружавшим меня обстоятельствам, которые и без того могли подать повод к подозрениям? О нет, как можно?» промолвил дядя игриво. «Как бы то ни было», сказал племянник, глядя на него с глубоким недоверием, «мне известно, что ваша дипломатия пустила бы в ход все средства помешать мне, и при том не остановилась бы ни перед какими средствами». «Друг мой, я предупредил вас об этом», сказал дядя, и ноздри его начали мерно подергиваться. «Потрудитесь припомнить, это самое я вам говорил уже давно». «Я помню». «Благодарю вас», молвил маркиз как нельзя более любезно. Голос его прозвучал как настоящая музыка. «В сущности, сударь», продолжал племянник, «я так полагаю, что если я до сих пор не попал во французскую тюрьму, виной в этом мое счастье, а также и ваше несчастье». «Я не совсем понял вашу мысль», произнес дядя, прихлебывая свой кофе маленькими глотками. «Смею ли просить вас объясниться обстоятельнее? Я думаю, что если бы вы не были в немилости при дворе, и если бы это обстоятельство уже много лет кряду не омрачало вашей жизни, вы бы непременно выхлопотали высочайшее повеление сослать меня в какую-нибудь крепость на неопределенное время». «Это возможно», ответил дядя с полным спокойствием. «Ради поддержания фамильной чести я бы действительно мог решиться причинить вам некоторое неудобство, уж не в защите. Я вижу, что, к счастью для меня, на вчерашнем приеме при дворе вас по обыкновению приняли холодно», заметил племянник. «Я не сказал бы, что это к счастью, друг мой», отвечал дядя с утонченной вежливостью. «Едва ли это выражение применимо в настоящем случае». «Уединение дало бы вам повод к размышлениям, а это, быть может, имело бы несравненно лучшее влияние на вашу судьбу, нежели ваше измышление на воле. Впрочем, нечего углубляться в этот вопрос. Я, как вы справедливо заметили, не в милости. Все эти маленькие способы исправления, эти мягкие пособия к упрочению могущества и чести знатных фамилий, эти мелкие любезности правительства, которые могли бы причинить вам некоторое беспокойство, нынче даруются не иначе, как по протекции, да и то с большими проволочками. Многие их добиваются, а достаются они, сравнительно говоря, очень немногим. Прежде бывало не то. Франция изменилась к худшему. Наши предки еще не так давно имели право жизни и смерти над своими вассалами. Немало таких псов из этой самой комнаты было послано на виселицу. В соседней комнате в моей спальне был убит кинжалом один дерзкий простолюдин, который вздумал выказать какую-то щепетильность по отношению к своей дочери, его дочери. Да, мы лишились многих привилегий. Новая философия вошла в моду, и поддерживать престиж нашего сословия становится все труднее. Нынче это может даже вовлечь в большие затруднения. Я не говорю, что вовлечет, но может вовлечь. Да, все это плохо, очень плохо. Маркиз захватил крошечную щепотку табаку из своей табакерки и покачал головой со всевозможным изяществом, выражая свое неудовольство страной, все-таки служившей обиталищем ему самому, следовательно, не совсем еще потерянной. Мы так хорошо поддерживали свой престиж, как в старое время, так и в нынешнее, угрюмо проговорил племянник, что наше имя стало чуть ли не самым ненавистным из всех существующих во Франции. Будем надеяться, что так, молвил дядя. Ненависть к высшим есть невольный знак благоволения со стороны низших. Во всем здешнем краю, продолжал племянник прежним тоном, я не встретил ни одного лица, которое взглянуло бы на меня с уважением. Все смотрят из-под лобья, видимо, ощущают только страх и свое личное унижение. Это доказывает только величие нашего рода, заметил Маркиз, а также изобличает способы, которыми наша фамилия поддерживала свое величие. лесное доказательство. С этими словами Маркиз деликатно захватил пальцами новую крохотную понюшку и переложил ногу на ногу. Но когда племянник, облокотившись на стол, печально и задумчиво заслонил глаза рукой, тонкое лицо дяди стало искоса на него поглядывать с таким сосредоточенным выражением подозрительности и отвращения, которое было совсем несовместно с его личиной благовоспитанного равнодушия. Единственная здравая философия заключается в угнетении, сказал Маркиз. Мрачная почтительность, которая коренится в страхе и сознании своего унижения, обеспечивает нам покорность этих псов, друг мой. И из опасения розок они будут повиноваться до тех пор, тут Маркиз поднял глаза к потолку, до тех пор, пока эта крыша будет заслонять от нас небо. Маркиз и не подозревал, что это могло случиться в самом скором времени. Если бы ему показали в тот вечер картину его замка в том виде, каким он окажется через несколько лет, а также полсотни других замков, какими они сделаются за тот же короткий период времени, он, пожалуй, не мог бы отличить, которое из этих развалин, закопченных огнем и обезображенных грабежом, похоже на его наследственное жилище, а которое из них чужая, что до крыши, заслонявшей от него небо, он увидел бы тогда, что она производит ту же операцию совсем другим способом, а именно, из свинцовых крыш впоследствии стали отливать пули, и эти пули, выпускаемые из сотен тысяч мушкетов, частенько попадали в глаза бывших помещиков, и таким образом навеки заслоняли от них всякие зрелища. «Тем временем, сказал маркиз, я берусь охранять честь и спокойствие нашей фамилии, если вы не желаете этого, но вы, вероятно, устали, не пора ли прекратить сегодняшний разговор? Еще одну минуту. Хоть час, если вам угодно. Сударь, сказал племянник, мы делали зло и пожинаем плоды этого зла. Мы делали зло, переспросил дядя с улыбкой, деликатно указывая пальцем сначала на племянника, потом на самого себя. То есть наша фамилия. Это благородная фамилия, честь которой нам обоим так дорога, только в совершенно на различных направлениях. Даже при жизни моего отца мы причиняли неисчислимое зло каждому человеку, становившемуся между нами и нашими прихотями. Впрочем, к чему говорить о моем отце, ведь его время было и вашим временем. Зачем отделять моего отца от его брата-близнеца, сонаследника и совладельца? Смерть совершила это, она разлучила нас, сказал маркиз. А меня, продолжал племянник, оставила связанным с такой системой, которая для меня ужасна, потому что ответственность за нее падает на меня, а сопротивляться ей я лишен всякой возможности. Стремлюсь исполнить последний завет, произнесенный на смертном одре моей бесценной матерью. Хочу повиноваться последнему взгляду ее глаз, моливших о милосердии, об искуплении и терзаюсь тем, что не могу добиться ни содействия, ни власти. Будьте уверены, любезный племянник, сказал маркиз, притрагиваясь указательным пальцем к его груди. Они стояли теперь у камина, что если вы станете этого добиваться от меня, то никогда ничего не добьетесь. Каждая тонкая черта его правильного белого и бледного лица получила выражение сосредоточенной жестокости и коварства, пока он стоял таким образом, спокойно глядя на племянника и держа в руке раскрытую табакерку. Еще раз он притронулся к его груди, как будто тонкий палец его был кончиком острой шпаги, которую он мысленно проткнул его насквозь и с утонченным изяществом прибавил. Друг мой, я с тем и умру, что буду поддерживать ту систему, при которой жил. Сказав это, он взял последнюю понюшку табаку, захлопнул табакерку и опустил ее в карман. «Лучше бы действовать как существо разумное», продолжал он, позвонив в колокольчик, стоявший на столе, «и брать жизнь согласно с велениями вашей судьбы, но я вижу, что вы пропащий человек, господин Шарль. Это поместье, и Франция для меня потеряны», грустно отвечал племянник, «я отрекаюсь от них». «А разве они ваши, что вы от них отрекаетесь? Франция, может быть, вам принадлежит, не спорю, но поместье-то разве ваше?» «Это, конечно, пустяшная подробность, но все-таки ведь оно не ваше». Я и не думал этими словами выражать притязание на право собственности. Если бы я унаследовал его от вас хоть завтра утром, смею надеяться, что это невозможно, или хотя бы через двадцать лет, много чести вернул Маркиз. «Но последнее предположение более лестно, и потому я предпочитаю его. Я бы отказался от него и стал жить на другой лад и в другом месте». Впрочем, и жертва была бы невелика, так как тут ничего нет, кроме нищеты и разорения. «Хо», произнес Маркиз, оглядываясь на роскошное убранство комнаты. «Здесь-то оно довольно красиво и приятно для глаз, но если смотреть на этот дом среди бела дня и видеть вещи в настоящем свете, что же это как невоплощение расточительности, вымогательства, залогов, долговых обязательств, голодания, лохмотьев, всяческих прижимок и страданий». «Хм-хм», повторил Маркиз тоном полного удовольствия, «если когда-нибудь это имение достанется мне, я помещу его в такие руки, которые лучше меня сумеют постепенно освободить его, если это окажется возможным от гнетущей его тяготы. Пускай наконец этот несчастный народ, который не может покинуть здешнего края и доведен до последней степени отчаяния, пускай он хоть немного отдохнет и хоть в следующем поколении будет меньше страдать, но не мне суждено этим заняться. Проклятие тяготеет над ним, да и над всем краем». «А вы», сказал дядя, «извините меня за нескромный вопрос, с этой вашей новейшей философии, как вы изволите поступить, намерены ли вы остаться в живых или нет, я буду жить и поступлю так же, как будут вынуждены поступить со временем другие мои соотечественники, хотя бы благороднейшего происхождения, буду работать». «В Англии, например?» «Да, в Англии. Там, сэр, фамильная честь из-за меня не пострадает. Только во Франции я известен под своим настоящим именем». Когда маркиз позвонил в колокольчик, это означало, что он приказывает осветить свою спальню. Это было исполнено, и через полуотворенную дверь был виден там яркий свет. Маркиз взглянул на дверь и прислушался к удаляющимся шагам прислуги. «Должно быть, Англия имеет для вас особую привлекательность, хотя вы там не слишком преуспеваете», заметил он, с улыбкой обращая к племяннику свое спокойное лицо. «Я уже говорил, что за свое тамошнее преуспевание я считаю себя обязанным вам, а, впрочем, я там нашел пристанище. Да, я знаю. Англичане хвастаются тем, что многие ищут у них пристанище. Вы познакомились с одним соотечественником, который также нашел там пристанище. С доктором, кажется. Да. А у доктора есть дочь? Да. М-да, молвил маркиз. Вы устали. Спокойной ночи. Он произнес эти слова с таким таинственным видом и так загадочно улыбался, раскланиваясь на прощание самым изысканным образом, что племянник невольно был поражен его тоном и взглядом. В то же время прямой разрез его глаз, узкие губы и впадины у ноздрей шевельнулись ядовитой насмешкой, придавшей его лицу что-то сатанинское. М-да, повторил маркиз, с доктором и его дочкой. М-да, вот где корень новейшей философии. Вы утомились. Спокойной ночи. Вглядываясь в его физиономию, так же трудно было бы прочесть на ней какое-либо чувство, как и на любом из каменных лиц, изваянных на фасаде замка. Племянник тщетно смотрел ему в лицо. Оно опять окаменело. Спокойной ночи, сказал дядя. Полагаю, что буду иметь удовольствие видеть вас завтра поутру. Приятного сна. Эй, проводите моего племянника в его спальню. И можете сжечь его живьем, когда уснет. Прибавил он мысленно, позвонив в колокольчик, призывавший в спальню его собственного лакея. Лакей явился, исполнил все свои обязанности и снова исчез. Маркиз, облаченный в просторный халат, начал перед сном прохаживаться взад и вперед по комнате. Ночь была тихая и душная. Шелестя шелковым халатом, он беззвучно ступал по полу в мягких туфлях и был похож на кровожадного тигра, одного из тех сказочных тигров, которые принимают то ту, то другую форму, и трудно было решить, превратился ли он только что в маркиза или сейчас будет тигром. Прохаживаясь из конца в конец по своей роскошной спальне, он невольно перебирал в уме мелкие происшествия этого дня. В его мозгу возникали непрошенные картины сегодняшнего путешествия. Вот он медленно едет в гору на закате солнца, вот и вечерняя заря, спуск с горы, мельница, тюрьма на скале, деревушка в лощине, крестьяне у колодца, парень, чинивший дорогу и своей синей шапкой, указывающей на цепь под кузовом кареты. Потом мысль перескочила к фонтану в Париже, и он снова увидел маленький сверток на окраине фонтана женщин, нагнувшихся к этому свертку, и высокого человека, поднявшего руки вверх с воплем, убит. — Но теперь я достаточно освежился, сказал себе господин Маркиз. Можно ложиться в постель. Оставив на широкой каминной полке только одну горящую свечу и потушив остальные, он опустил прозрачный тюлевый полок вокруг своей кровати, улегся в постель и, засыпая, слышал в ночной тишине глубокий вздох бодрствующей природы. В течение трех тяжелых часов каменные лица на стенах замка таращили незрячие глаза в черную ночь. В течение трех тяжелых часов лошади на конюшне топтались в стойлах. На заднем дворе лаяли собаки, да изредка вскрикивала сова, и этот крик был совсем не похож на звуки, приписываемые ей поэтами. Но эти упрямые твари почти никогда не делают того, что им приписывают. Три часа к ряду каменные головы, львиные и человечьи незрячими глазами смотрели со стен замка в темную ночь. Мертвящая тьма окутывала окрестные виды. Мертвая тьма притупляла звуки на мягкой пыли окрестных дорог. На кладбище было так темно, что нельзя было отличить одну от другой кучки чахлого дерна. Если бы распятая фигура сошла с креста, и этого не было бы видно. В деревушке все спало. И сборщики пошлин, и те, с кого они собирали подати и пошлины, все спали. Быть может, им грезились сытые пиры, как часто бывает с теми, кто засыпает в проголодь. И снились им довольство и отдых, как снятся они забитому невольнику и загнанному валу. Как бы то ни было, истощенные и худые обитатели деревни спали крепко, и во сне были сыты и свободны. Невидимой и неслышно текла вода в деревенском колодце. Никто не видел и не слышал, как журчал фонтан во дворе замка. Водяные капли уходили, испарялись. Так же, как уходили мгновения невозвратного времени, и так прошли эти три часа. И когда они миновали, струи фонтана стали обозначаться бледными чертами в предрассветном сумраке, и каменные лица по стенам начали открывать глаза. С каждой минутой становилось светлее. Наконец, солнце позолотило верхушки тихих деревьев и озарило склон холма. Тогда вода фонтана окрасилась кровавым цветом, и каменные лица стали багровыми. Пение птиц высоко и громко разносилось в воздухе, а на потемневшей от времени и непогод подоконник широкого окна в спальне господина маркиза слетела маленькая птичка, изо и за всей мочи распевая самую свою сладкую песенку. От такой дерзости ближайшая к окну каменная харя в изумлении выпучила глаза. Ее разинутый рот и отпавшая нижняя челюсть выразили благоговейный ужас. Солнце окончательно вынырнуло из-за горизонта, и в деревушке под горой началось движение. Окошки отворялись, с ветхих дверей снимались засовы, обитатели домов выходили на улицу, вздрагивая и ежась от первых впечатлений свежего воздуха. Понемногу начинался обычный дневной труд, неизбежный для каждого, притом круглый год. Одни шли к колодцу, другие в поле. Там мужчина и женщина принимались рыть и копаться в земле. Тут выводили на пастбище кое-какую скотину, вели в поводу тощих коров и старались найти, чего бы им пощипать у дороги. В церкви и на кладбище виднелись две-три коленопреклоненные фигуры. У креста молящаяся фигура и тут же корова, кормившаяся травкой, выросшей у подножья креста. В замке проснулись позднее и, как следует более важным особам, просыпались постепенно в некотором установленном порядке. Сперва как водилась истори, проснулись охотничьи ножи и медвежьи рогатины, выставленные по стенам в глубине больших сеней. Солнце сначала окрасило их пурпуром, потом отточило и вызолотило, потом стали отворяться окна и двери. Лошади в стойлах оглядывались через плечо, приветствуя свежий воздух и свет, врывавшийся к ним через отверстые двери. Зеленые листья заблестели и зашелестили, задевая за железные решетки окошек. Собаки гремели цепями, нетерпеливо дожидаясь, чтобы их пустили на волю. Все эти мелкие подробности составляли обычную принадлежность ежедневного обихода и повторялись каждое утро. Новостью было только то, что в замке вдруг зазвонили в большой колокол. По лестницам поднялась беготня то вниз, то вверх. И на террасе появились тревожные фигуры. Некоторые слуги поспешно обувались в длинные сапоги, наскоро седлали коней и мчались со двора. Не утренний ли ветер сообщил ту же поспешность и вчерашнему парню, чинившему дорогу, и еще досвету, сидевшему за работой на вершине холма за деревней. Рядом с ним на куче щебня лежало в узелке его дневное не стоило вороне клевать этот узелок. Или, может быть, вороны, пролетая над его головой, уронили ему какую-нибудь весть, что он вдруг вскочил и опрометь упустился бежать с горы и до тех пор бежал по колене в пыли, пока не очутился у колодца посреди деревни. Все жители деревни собрались у колодца, стоя в обычных своих унылых позах. Они тихо перешептывались между собой, не выражая на лицах ничего, кроме удивления и мрачного любопытства. Коровы, приведенные обратно с поля и наскоро привязанные к чему попало, лишь бы не убежали. Глупыми глазами оглядывались на своих хозяев или же, лежа на земле, пережевывали какую-то жвачку, хотя очень немногим удалось поживиться во время короткой прогулки на привязи. Некоторые из слуг, живших в замке, часть тех, что жили на постоялом дворе и при почтовой станции, а также все сборщики податей и должностные лица были более или менее вооружены и толпились на противоположной стороне улицы с бесцельным видом людей, решительно не знающих, что делать. Между тем парень, чинивший дорогу, успел проникнуть в толпу, состоявшую из полусотни его закадычных друзей, и бил себя в грудь своей синей шапкой. Что же означали все эти необычные явления? И почему вдруг месье Габель вскочил на лошадь, на которой уже сидел верховой служитель из замка, и оба они, невзирая на двойную ношу, погнали коня вскачь, осуществляя как бы новую версию немецкой баллады о Леноре? В балладе Ленора, немецкого поэта Бюргера, обманутый жених является в полночь к своей невесте, сажает ее на коня позади себя и мчится в бешеной скачке на кладбище, где оба исчезают в могиле. Это означало, что в замке оказалось сегодня одно лишнее каменное лицо. В эту ночь Гаргон, очевидно, опять осматривала замок и прибавила еще одно каменное лицо вдобавок к прочим изваяниям. Этого лица они дожидались уже чуть ли не двести лет к ряду. Оно лежало теперь на подушке господина Маркиза в его собственной спальне. Оно было похоже на изящную маску с тонкими чертами, внезапно разбуженную, прогневанную и окаменевшую. В груди окаменевшей фигуры, прямо против сердца, торчал нож. Рукоятка ножа была обернута полоской бумаги, и на бумаге было написано «Скорее стащите его в могилу, это тебе от Жака». Глава десятая Два обещания С того дня прошло еще двенадцать месяцев. Мистер Чарльз Дарней жил в Англии в качестве преподавателя французского языка, знакомого с французской литературой. В наши дни он назывался бы профессором, но в то время он был просто учителем. Он занимался с молодыми людьми, имевшими досуг и охоту к изучению живого языка, на котором говорили во всех концах света, и сам много читал, имея вкус к научным и поэтическим богатствам, накопленным французами. Кроме того, он свободно владел английским языком, мог правильно писать о них по-английски и переводить их на английский язык. Такие учителя в то время были редкостью. Тогда бывшие принцы и будущие короли еще не давали уроков, и еще не существовал тот класс обедневших дворян, которые из высокородных клиентов Тельсонова банка вдруг превращались в поваров и плотников. Итак, в качестве высокообразованного преподавателя, с которым заниматься было так же приятно, как и полезно, а также в качестве изящного переводчика, умевшего не ограничиваться голой передачей слов подлинника, молодой мистер Дарней вскоре получил известность и некоторое поощрение. Сверх того, он был хорошо знаком с нынешними судьбами своей родины, а эти судьбы с году на год становились интереснее. Он обладал большой настойчивостью, неутомимым трудолюбием, и дела его процветали. Поселясь в Лондоне, он не думал, что будет загребать золото лопатой, и не ожидал, что ему предложат отдыхать на розах. Если бы он питал подобные мечты, нечего было бы и думать об успехе. Он ожидал работы, нашел работу, и выполнял эту работу наилучшим образом, в этом и состоял его успех. Некоторую часть своего времени он проводил в Кембридже, где давал уроки студентам, и где на него взирали, как на некоего контрабандиста, незаконно провозившего через педагогическую таможню новейшие европейские языки вместо греческого и латинского товара. Остальное время он проводил в Лондоне. С тех самых пор, как в земном раю было вечное лето, и до наших дней, когда стоит большей частью зима, жизненный путь мужчины пролегает всегда одинаково, в том смысле, что ему суждено полюбить женщину. То же случилось и с Чарльзом Дарнием. Он полюбил Люси Маннет с того часа, когда ему угрожала смертельная опасность. Никогда он не слышал музыки приятнее и милее ее сострадательного голоса. Никогда не видел ничего трогательнее ее прелестного лица в ту минуту, когда ее поставили на очную ставку с ним на краю приготовленной ему могилы. Но он никогда еще не говорил ей о своем чувстве. Кровавая расправа в жилище его предков случилось давным-давно, с тех пор опустел мрачный замок, там, далеко за широкими пространствами волнующегося моря и длинных пыльных дорог, и сами стены его превратились в туманные грезы, и целый год прошел с той поры, а Чарльз Дарней ни единым словом не намекал еще любимой девушке о своей любви. На то были у него веские причины, и он в полной мере сознавал их важность. Снова был ясный летний день, когда он, только что возвратившись из Кембриджа в Лондон, отправился в тихий закоулок в Сохо с намерением объясниться с доктором Маннетом. День клонился к вечеру, и он знал, что Люси в эту пору уходит гулять вместе с мисс Прос. Он застал доктора в кресле у окна с книгой в руках. Мало-помалу к доктору вернулась вся его прежняя энергия, в старые годы помогавшая ему переносить столько страданий и даже обострявшая его восприимчивость к ним. Теперь это был человек преисполненной сил, твердый в достижении намеченной цели, решительный на словах и энергичный в своих действиях. По временам все это проявлялось немного резко и капризно, подобно остальным его качествам, постепенно возвращавшимся к нормальному состоянию, но такие неровности проявлялись нечасто и становились все реже. Он много занимался наукой, мало спал, легко переносил усиленный труд и был постоянно в благодушном настроении. Увидев входившего Чарльза Дарния, он отложил книгу и с веселым видом протянул ему руку. — Чарльз Дарний, очень рад вас видеть. Мы рассчитывали на ваш визит уже три или четыре дня тому назад. Вчера у нас были мистер Страйвер и Сидни Картон, и оба удивились, что вы так долго глаз не кажете. — Премного обязанным за любезное внимание, — отвечал он немножко сухо по отношению к упомянутым лицам, но очень горячо по отношению к самому доктору. — А мисс Маннет? — Она здорова, сказал доктор, видя, что он запнулся. — И все будут в восторге от того, что вы воротились. Она ушла куда-то по хозяйству, но, наверное, скоро придет домой. Доктор Маннет, я знал, что ее нет дома, и нарочно воспользовался этим случаем, чтобы попросить позволения переговорить с вами. С минуту длилось полное молчание. Наконец доктор проговорил с очевидным усилием. — Вот как! Ну, так придвиньте стул и говорите. Дарней придвинул стул, но говорить, по-видимому, оказалось не так-то легко. — Вот уже полтора года, доктор, сказал он наконец, как я имею счастье быть в вашем доме таким близким человеком, что едва ли тот предмет, о котором я намерен говорить теперь будет для вас. Доктор внезапным движением руки остановил его. Несколько секунд он оставался с поднятой рукой, потом опустил ее и спросил. — Вы будете говорить о Люси? Да, о ней. Всякий разговор о ней труден для меня, но если надо его вести в том тоне, который вы принимаете, это будет еще труднее Чарльз Дарней. Я могу говорить о ней не иначе, как с пламенным благоговением, с искренним уважением и глубокой любовью, доктор Манет, сказал молодой человек почтительно. Прошло еще несколько минут молчания, прежде чем отец был в состоянии сказать. Этому я верю, я отдаю вам справедливость, верю вам. Он с таким усилием произнес эти слова, и его нежелание говорить об этом предмете было так очевидно, что Чарльз Дарней колебался. Прикажете продолжать, сэр? Опять водворилось молчание. Да, продолжайте. Вы догадываетесь о том, что я хочу сказать вам. Но не можете знать, как долго я думал об этом, и как глубоко мое чувство, потому что не знаете всех тайн моего сердца, ни тех надежд, ни тех тревог и опасений, которые давно тяготят его. Дорогой доктор Манет, я люблю вашу дочь, люблю нежно, страстно, бескорыстно и преданно. Если бывает на свете истинная любовь, то это именно моя любовь. Вы сами любили, вспомните свою молодость, и пусть она говорит за меня. Доктор сидел отвернувшись и вперед глаза в пол, но при этих словах он снова стремительно поднял руку и воскликнул. Только не об этом, сэр, не касайтесь этого предмета, прошу вас не упоминать о нем. Тон его голоса был такой страдальческий, что чар из Дарнии был поражен, и еще долго потом ему чудилось, что он опять слышит его. Доктор слегка замахал своей протянутой рукой, как бы желая, чтобы Дарнии помолчал. Тот понял это движение именно в таком смысле и умолк. Через несколько минут доктор сказал упавшим голосом, «Извините, пожалуйста, я нисколько не сомневаюсь, что вы любите Люси, в этом вы можете быть вполне уверены». Он повернулся в кресле и сел к нему лицом, но не взглянул на него и не поднимал даже глаз. Упершись на руку подбородком, он потупился, и его седые волосы осенили его лицо. «Вы уже говорили с Люси? Нет еще». «И не писали к ней? Никогда». «Я понимаю, что такая деликатная сдержанность с вашей стороны произошла из уважения к ее отцу». «Несправедливо было бы не признавать этого. Ее отец благодарит вас за внимание». Он протянул ему руку, но так и не поднял глаз. «Я знаю», почтительно сказал Дарний, «да и как же мне не знать, изо дня в день видя вас вместе? Я знаю, что обоюдная ваша привязанность так необыкновенна, так велика и трогательна, и так соответствует тем исключительным обстоятельствам, среди которых она возникла, что ничего подобного вероятно нельзя встретить во всем мире, даже между родителями и детьми. Я знаю также и то, что к привязанности, которую она чувствует к вам как взрослая дочь, примешивается частица чисто младенческой доверчивости и любви. Так как в детстве она росла сиротой, то в своем настоящем возрасте она привязалась к вам со всей преданностью своей горячей юности, и вместе с тем полюбила вас тем ребяческим чувством, которое не находило себе применения в те ранние годы, когда она была лишена вас. Я знаю, что если бы вы вернулись к ней действительно с того света, едва ли ваша особа могла бы быть для нее более священна, чем теперь. Я знаю, что когда она обнимает вас, в ее лице льнут к вам зарос и маленький любя вас, она видит и любит вас и свою мать в молодости и вас самих в моем возрасте, любит мать в несчастье, с разбитым сердцем, и вас любит в пору жестоких испытаний и в том благоговейном периоде, когда вы возвратились к ней. Я все это знаю и помню, и день и ночь об этом думаю, с того часа, как увидел вас в домашней обстановки. Ее отец сидел молча, поникнув головой. Он дышал несколько быстрее обыкновенного, но подавлял всякие иные признаки своего волнения. Дорогой доктор Маннет, я всегда это знал, всегда видел вас и ее в таком сиянии святости и чистоты и молчал, терпел так долго, как только может выносить человеческая натура. Я чувствовал, да и теперь понимаю, что поставить между вами любовь постороннего человека, даже такую любовь, как моя, значит внести в вашу жизнь нечто менее великое и ценное, чем она сама. Но я ее люблю, Бог мне свидетель, что я люблю ее. Верю, отвечал отец печально. Я сам так думал и не сомневаюсь. Но вы не думаете, продолжал Дарний, на которого унылый тон доктора произвел впечатление живого упрека. Не думайте вот чего. Если бы судьба моя так сложилась, что я имел бы счастье когда-нибудь назвать ее своей женой, и для этого понадобилось бы разлучить вас с нею, не думайте, что я осмелился бы заикнуться о том, что говорю вам теперь. С одной стороны я уверен, что это была бы попытка безнадежная, а с другой сознаю, что это была бы подлость. Если бы я хотя бы в глубине души моей питал подобные мысли, лелеял такие надежды, если бы хоть раз промелькнула у меня в голове такая мечта, я не решился бы после этого прикоснуться к вашей руке. С этими словами он взял руку доктора. Нет, дорогой доктор, я такой же, как и вы, добровольный изгнанник из Франции. Я ушел оттуда, как и вы. Гони мы ее беспорядками, угнетением, разорением. Подобно вам я стараюсь жить вдали от родины и кормиться собственным трудом в ожидании более счастливой будущности. И главное мое стремление делить с вами судьбу, разделять вашу жизнь, принадлежать к вашей семье. И до самой смерти не расставаться с вами. Я и не помышлял разлучать вас с Люси. Не имею ни малейшей претензии лишать вас ни ее любви, ни ее постоянного общества, ни преданных забот. Напротив, мне бы хотелось только помогать ей во всем, и еще сильнее скрепить ваш союз, если это возможно. Он продолжал держать за руку отца. Доктор пожал ему руку, как бы мельком, тотчас отнял свою, и, положив локти на ручки кресла, в первый раз от начала беседы поднял голову и взглянул на него. На лице доктора выражалась сильная борьба, и по временам проскальзывал прежний оттенок мрачной подозрительности и страха. Вы говорите так горячо и так мужественно, Чарльз Дарней, что благодарю вас от души. И так и быть, открою вам свое сердце, отчасти, по крайней мере. Имеете ли вы основания думать, что Люси любит вас? Нет, до сих пор не имею никакого основания. Не для того ли вы сообщили мне о своих чувствах, чтобы с моего венома иметь право убедиться в состоянии ее сердца. Даже и этого не могу сказать. Быть может, пройдет еще много времени, прежде чем я решусь на это. А может быть, какой-нибудь благоприятный случай завтра же придаст мне такую смелость. Желаете вы, чтобы я направлял ваши действия? Я не прошу о руководстве, сэр, но считал возможным, что вы не откажете мне в совете, если сочтете это приличным и своевременным. Ожидаете вы от меня какого-нибудь обещания? Да, ожидаю. А какого именно? Я вполне понимаю, что без вашего содействия мне не на что надеяться. Понимаю, что даже в том случае, если бы в настоящее время мисс манетт думала обо мне в глубине своего невинного сердца, на что я, конечно, не дерзаю иметь никаких претензий. Все-таки любовь к отцу пересилила бы в ней всякое другое чувство. Если так, то вы понимаете, к чему это ведет? Да, но с другой стороны, я понимаю, что одно слово отца, сказанное в пользу того или другого поклонника, будет иметь для нее более веское значение, нежели она сама и все прочее в мире. А потому, прибавил Дарни скромно, но с твердостью, я бы не попросил этого слова ни за что на свете, хотя бы от этого зависела моя жизнь. В этом я уверен, Чарльз Дарни близкие привязанности часто порождают такую же потребность в секретах, как и полный разрыв. Только в первом случае секреты бывают чрезвычайно щекотливого и тонкого свойства и проникнуть в них крайне трудно. В этом отношении моя дочь Люси представляет для меня полнейшую тайну. Я даже и приблизительно не имею понятия о том, что у нее на сердце. Позвольте спросить, сэр, как вы думаете, есть ли у нее... Он запнулся, и отец докончил вопрос. Вы хотите знать, есть ли у нее другие претенденты? Да, я именно это хотел спросить. Доктор подумал с минуту, потом ответил. Вы сами видели здесь мистера Картона. Иногда у нас бывает также мистер Страйвер. Если и есть у нее другой претендент, то может быть один из этих двух. Или оба, молвил Дарний. Не думаю, чтобы оба. По-моему, едва ли даже один из них. Но вы хотели взять с меня какое-то обещание. Говорите, какое именно. Вот какое. Если бы когда-нибудь случилось, что мисс Маннет придет к вам и со своей стороны сообщит вам нечто вроде того, что сегодня я осмелился вам сообщить, я прошу вас передать ей то, что вы слышали, и поручиться за искренность моего заявления. Надеюсь, что вы настолько хорошего обо мне мнения, что не станете употреблять свое влияние против меня. Вот и все, о чем я прошу. За это вы, без сомнения, вправе поставить свои условия, и я заранее обязуюсь беспрекословно подчиниться им. Это я вам обещаю без всяких условий, сказал доктор. Я вполне верю, что цель ваша именно такова, как вы мне ее высказали. Верю, что вы желали бы не ослабить, а укрепить узы, соединяющие меня, самым драгоценным если она когда-нибудь скажет мне, что вы необходимы для ее полного счастья, я отдам ее вам. Если бы и были, Чарльз Дарней, если бы и существовали. Молодой человек с благодарностью взял его за руку, и пока доктор говорил, они держали друг друга за руки. Если бы и существовали какие-нибудь фантастические предположения, предубеждения или вообще причины к неудовольствию против человека, которого она полюбит, лишь бы он сам был ни в чем не виноват. Ради нее ни одна из таких причин не будет принята во внимание. Ведь она для меня важнее всего на свете, важнее перенесенных страданий, важнее пережитые обиды, важнее «ну да что тут толковать, это все пустяки». Странно было видеть, как его горячая речь вдруг оборвалась, как его взгляд потух, и глаза пристально уставились в одну точку. Дарний почувствовал, что его собственная рука похолодела, когда доктор безучастно и бессознательно выпустил ее из своей. «Вы мне что-то сказали?» молвил вдруг доктор Маннот, очнувшись и улыбаясь. «О чем вы говорили?» Дарний растерялся и не знал, что на это сказать, однако вспомнил, что говорил об условии и тотчас перевел разговор опять на эту тему. «Ваше доверие ко мне располагает и меня к полнейшему доверию», сказал он. «Я должен вам сказать, что ношу теперь не свою фамилию, а слегка измененную фамилию моей покойной матери, и я намерен объявить вам настоящее мое имя, а также объяснить причину моего пребывания в Англии». «Погодите!» воскликнул доктор из БВ. «Я желаю быть достойным доверия, которое вы мне оказываете, и не хочу иметь от вас никаких секретов. Погодите!» Доктор поднял руки и на минуту даже заткнул себе уши, а потом подался вперед и обеими руками зажал рот Дарнию. «Вы мне все это скажете, когда я сам спрошу, а теперь не надо», сказал доктор Маннет. «Если ваше искательство будет успешно, если Люси полюбит вас, вы мне сообщите свой секрет поутру в день свадьбы. Согласны ли вы?» «Охотно соглашаюсь». «Дайте же если сегодня она не застанет нас с вами вместе, а потому уходите. До свидания. Да благословит вас Бог». Было уже темно, когда Чарльз Дарней ушел от него. А через час стало еще темнее, когда Люси вернулась домой. Она поспешила одна в гостиную. Мисс Прос прошла прямо наверх и удивилась, не видя отца на обычном месте, в кресле у окна. «Папа», позвала она его. «Папочка, милый!» Никто не ответил, и ей послышалось вдруг из его спальни глухое постукивание молотком. Быстро пройдя среднюю комнату, она заглянула в спальню, отпрянула назад и с испуганным видом убежала, бормоча про себя. «Что мне делать? Что мне делать?» И чувствуя, что кровь стынет в ее жилах. Но она недолго пребывала в нерешимости. Через минуту она прибежала назад, тихонько постучалась к нему в дверь и окликнула отца. При звуке ее голоса постукивание молотком прекратилось, он вышел к ней, и они долго прохаживались вместе взад и вперед по комнатам. В ту ночь она опять приходила из спальни посмотреть, как он спит. Он спал крепким, тяжелым сном, а лоток с башмачным инструментом и неоконченная старая работа стояли в углу как всегда. Глава одиннадцатая «Тоже, но на иной лад». «Синди», сказал мистер Страйвер своему шакалу в тот же вечер, «приготовьте-ка другую миску пунша, не надо сообщить вам одну вещь». Синди с некоторых пор каждую ночь проделывал двойное количество работы, очищая архив мистера Страйвера и вершая его дела перед началом долгой вакации. И вот наконец все бумаги были просмотрены. Запоздалые дела приведены в ясность. И можно было отдохнуть до ноября, когда настанут осенние туманы и туманы юридические, и опять начнется тоже вечное таскание по судам. Обилие труда не произвело на Синди ни живительного, ни отрезвляющего действия. Напротив, в течение ночи понадобилось несколько лишних раз смачивать полотенца холодной водой, а перед началом этой операции поглотить изрядное количество вина сверх обычной порции. Так что к тому времени, когда Сидни стащил с головы мокрые тряпки и бросил их в таз, в котором многократно намачивал их в течение последних шести часов, он был в довольно плачевном состоянии. — Занялись вы новым пуншем или нет? — спросил Страйвер величественно лежа на диване, засунув руки за пояс и оглядываясь на товарища. — Занялся. — Ну, так послушайте, я вам скажу сейчас нечто такое, что вас разудивит, и, может быть, после этого вы подумаете, что я вовсе не такой мудрец, каким вы меня всегда считали. Я намерен жениться. — Вот как. — Да, и при том не на деньгах. — Что вы на это скажете? — Я не расположен обсуждать этот вопрос. — Кто она такая? — Угадайте. — Да разве я ее знаю? — Угадайте. — Не стану я угадывать в пять часов утра, когда и без того голова трещит. — Коли хотите, чтобы я угадал, пригласите меня обедать. — Ну, хорошо, так и быть, я вам скажу, сказал Страйвер медленно, принимая сидячее положение. — Боюсь только, что вы меня не поймете, Сидни, потому что вы уж такой бесчувственный пес. — Сами-то вы куда как чувствительны и поэтичны, — вставил Сидни, продолжая размешивать пунш. — А что же, — подхватил Страйвер, самодовольно засмеявшись, — хоть я и не имею претензий на особенную романтичность, потому что надеюсь, я выше этого. Однако я все-таки много помягче вас. — То есть вы хотите сказать, что вы удачливее меня? — Нет, я совсем не то хочу сказать. Я, видите ли, думаю, что я человек несравненно более... более... галантный, что ли, подсказал Картон. — Ну, да, пожалуй, и галантный. Я считаю, продолжал Страйвер, пыжась перед приятелем, пока тот приготовлял пунш. Я считаю себя человеком, который желает быть приятным, который несравненно больше старается об этом и лучше умеет быть приятным в дамском обществе, нежели вы. — Продолжайте, сказал Сидни Картон. — Продолжать-то я буду, сказал Страйвер, самодовольно кивая, но сперва выскажу вам всю правду. Вот, например, мы с вами бываем в доме у доктора Маната, и вы даже чаще, нежели я. А ведь мне просто стыдно за вас, так угрюмо вы себя держите у них. Вы там до того молчаливы, так мрачны и пришиблены, что вот, ей-богу, Сидни, я стыдился за вас. — Слава Богу, что при такой обширной адвокатской практике вы еще сохранили способность стыдиться, сказал Сидни. Вы должны бы за это быть признательны. — Не увиливайте, сказал Страйвер, упрямо возвращаясь к своей теме. — Нет, Сидни, в самом деле, я обязан вам сказать, и скажу прямо в лицо скажу. Авось, это вас образумит, что вы чертовски непригодный парень для женского общества. Вы пренеприятный собеседник. Сидни выпил стаканчик только что приготовленного пунша и рассмеялся. — Вы посмотрите на меня, сказал Страйвер подбочинясь. Уж кажется, мне можно бы поменьше вашего стараться быть приятным, так как я создал себе независимое положение. Между тем я все же стараюсь. Как вы думаете, зачем я стараюсь? — Я что-то не видывал, чтобы вы это делали, проворчал Картон. — За тем, что соблюдаю политику. Я это делаю из принципа. И вот, смотрите на меня, преуспеваю. — А насчет своих брачных намерений вы так ничего и не сказали, отвечал Картон беспечным тоном. Вы бы лучше об этом поговорили, что до меня. Неужели вы еще не видите, что я не исправим? Он произнес эти слова довольно презрительно. — Совсем не пристало вам заявлять о своей не исправимости, проговорил ему друг далеко не примирительным тоном. — Мне и жить-то на свете не пристало, сказал Сидни Картон. — Кто она такая? — Я вам сейчас скажу, только опасаюсь Сидни, как бы вы не сконфузились, узнав ее имя, сказал мистер Страйвер, с хвостливым дружелюбием подготовляя свое признание. — Потому что я ведь знаю, вы не думаете и половины того, что говорите. А если бы и вправду таково было ваше мнение, это было бы неважно. Я потому пускаюсь в такие оговорки, что вы один раз в моем присутствии отзывались неодобрительно об этой девице. Я отзывался. Ну да, вы и в этой самой комнате. Сидни Картон взглянул на пунш и посмотрел на своего самодовольного приятеля, выпил пуншу и опять посмотрел на своего приятеля. Вы отзывались о девице, говоря, что это кукла с золотыми волосами. Девица никто иная, как мисс Маннет. Будь вы человек хоть сколько-нибудь деликатный и чувствительный к подобным предметам, Сидни, я мог бы быть на вас в претензии за такое определение, но вы именно не такой человек. Вы совершенно лишены восприимчивости и деликатности чувства, «А потому я и не сержусь на вас, как не стал бы сердиться на человека, не понимающего живописи, если бы ему не понравилась принадлежащая мне картина, или опять не стал бы сердиться, если бы музыку моего сочинения бронил человек, ничего не смыслящий в музыке». Сидни Картон истреблял пунш с необыкновенной быстротой, осушая стакан за стаканом и поглядывая на приятеля. «Ну вот теперь я вам во всем признался, Сидни», сказал мистер Страйвер. «Я не ищу богатой невесты. С меня довольны и того, что она прелестное создание. Я просто хочу доставить себе удовольствие. Полагаю, что имею довольно средств и могу наконец пожить в свое удовольствие. Она во мне найдет человека, уже составившего себе порядочное состояние. Я на хорошей дороге, быстро подвигаюсь вперед, имею видное положение и некоторую известность. Это большое счастье для нее, но она достойна большего счастья. Ну что же, вы очень удивлены?» Картон, продолжая отхлебывать пунш, отвечал. «Чему же тут удивляться? И стало быть, одобряете?» Картон все так же, поглощая пунш, промолвил. «Отчего же не одобрить?» «Ладно», сказал его друг Страйвер. «Вы это приняли гораздо легче, нежели я думал, и проявили менее корыстных видов, чем я ожидал. Впрочем, вам ли не знать, что ваш старый товарищ одарен изрядной силой воли, и раз он что-нибудь решил, то не отступит. Да, Сидни, будет с меня такой жизни. Слишком уж однообразно она проходит. По-моему, должно быть приятно человеку иметь свой собственный семейный дом и отправляться туда, когда захочешь, а не захочешь, так ведь можно и не ходить домой. А мисс Маннет, по-моему, во всяком состоянии будет вполне приличной особой, и ни в каком случае меня не осрамит. Так, что я уж совсем решился. А теперь Сидни, старый, дружище, мне хочется поговорить о вас и о вашей будущности. Знаете, вы ведь на очень плохом пути, право же нельзя так жить, деньгам вы счета не знаете, пьете ужасно много, того и гляди, на днях свалитесь ног и очутитесь в бедности и в хвором состоянии. Пора вам подумать о няньке, которая присмотрела бы за вами. Его снисходительный и покровительственный вид, и обидный тон его речей делали их вдвойне неприятнее. Советую вам, продолжал Страйвер, посмотреть на эти вещи прямо, со своей точки зрения, и я на них смотрю прямо, и вам рекомендую сделать тоже, с вашей собственной точки зрения. Женитесь, поищите себе женщину, которая позаботилась бы о вас. Нечего смотреть на то, что вы не любите женского общества и толку в нем не знаете, и не умеете себя держать при женщинах. Поищите себе жену, попробуйте поискать порядочную женщину с некоторым достатком, что-нибудь вроде содержательницы меблированных комнат, какую-нибудь квартирную хозяйку, да и женитесь на ней. На черный день все же лучше. И самое было бы для вас подходящее дело, подумайте-ка об этом, Сидни. Я подумаю, сказал Сидни. Глава двенадцатая Деликатный человек Мистер Страйвер, приняв великодушное решение осчастливить навек докторскую дочку, порешил также уведомить ее о предстоящем ей благополучии перед тем, как уехать из Лондона на все время летних вакаций. Пораздумав о предмете со всех сторон, он пришел к тому заключению, что лучше скорее покончить с предварительными церемониями, а потом уже на досуге и сообща постановить, когда именно он сведет ее к алтарю. За неделю или за две до Михайлова дня или в течение короткой зимней вакации между Рождеством и Масленицей. Что касается шансов на успех, ему и в голову не приходило сомневаться в том, что все пойдет как по маслу. Дело представлялось ему в таком простом, несложном виде и основывалось на таких солидных и существенных житейских соображениях, а какие же еще соображения стоит принимать в расчет, что, по его мнению, не могло быть на его пути, как говорится, ни сучка, ни задоринки. Он сам предъявит иск, представит свидетельство неопровержимой, так что стряпчие противной стороны поневоле должны будут отказаться от защиты, а присяжные произнесут утвердительный приговор, даже не удаляясь в совещательную комнату. Кажется, ясно, как день. Мистер Страйвер решил, что дело крайне несложное и задумываться не о чем. Став на такую точку зрения, мистер Страйвер положил отпраздновать начало летних вакаций, пригласив собой мисс Манн отпрогуляться в публичный сад Воксхолл, а коли это не удастся, сводить ее в Ранлов. Сады Воксхолл и Ранлов были любимыми местами прогулок и развлечений в 18 веке, а если поочечаяние и это не выгорит, самолично явиться в Соху и там сообщить о своем благородном решении. Итак, мистер Страйвер отправился в Соху, покидая стены Темпла в самые первые, так сказать, младенческие часы летней вакации. Всякие, кому довелось бы посмотреть, как победоносно он проталкивался в толпе, направляясь в Соху через Сент-Дунстанский квартал Темплских ворот, и как бесцеремонно он устранял со своего пути слабейшие экземпляры человеческого рода, мог бы засвидетельствовать, что вот, идет человек сильный и надежный. Путь его пролегал мимо Тельсонова банка, и так как он держал свои капиталы у Тельсона и знал при том, что мистер Лори в большой дружбе с семейством Маннад, мистер Страйвер вздумал зайти в банк и сообщить мистеру Лори, какие блистательные горизонты готовит он для Сохо. Он отворил дверь, издававшую удушливый хрип, споткнулся о две ступеньки, спускавшиеся вниз, прошел мимо обоих старичков-кассиров и протиснулся в затхлую коморку, где мистер Лори, склонившись над увесистыми счетными книгами, разграфленными для вписывания цифр на каждой странице, восседал у тусклого окна, как будто разграфленного железными прутьями тоже для вписывания цифр, словно под небесами не было ничего, кроме цифр. Ого, громогласно произнес мистер Страйвер, как поживаете? Надеюсь, что здоровы. Одной из особенностей Страйвера было то, что он во всяком месте казался слишком велик и решительно загромождал своей особой все пространство. У Тельсона от него стало вдруг так честно, что из отдаленных закоулков банка старые клерки стали выглядывать на него сукаризной, как будто он всех прижал к стене. Сам глава фирмы, величественно читавший газету в самом дальнем конце перспективы, взглянул на него негодующим оком, как будто Страйвер сунулся головой в его чреватую ответственностью жилетку. Скромный мистер Лори произнес умеренным голосом, как бы подавая пример, как следует здесь говорить. Как поживаете, мистер Страйвер? Здорово ли вы, сэр? И протянул ему руку для пожатия. Надо заметить, что как мистер Лори, так и все остальные клерки Тельсонова банка совсем особенным образом пожимали руки посетителям в присутствии главы фирмы. Они это делали, как бы не сами от себя, а от имени Тельсона и компании. Чем могу служить, мистер Страйвер? спросил мистер Лори тем же деловым тоном. Да ничем, мистер Лори, покорно вас благодарю. Я не по делу пришел, а так, по знакомству. Хотел перемолвиться с вами словечком. Ах, вот что, сказал мистер Лори, преклоняя ухо к посетителю, но все-таки обращая взор к видневшемуся в отдалении главе фирмы. Я, видите ли, сказал мистер Страйвер, конфиденциально укладывая свои локти на письменный стол. Большой двойной стол и очень просторный, но с появлением мистера Страйвера, показавшийся совсем маленьким. Я, видите ли, собираюсь сегодня свататься к вашей миловидной приятельнице, мисс Маннет. Ох, боже мой, воскликнул мистер Лори, потирая свой подбородок и сомнительно поглядывая на гостя. Как, боже мой? Почему, боже мой, сэр, повторил мистер Страйвер, отпрянув от него? Что вы хотите этим сказать, мистер Лори? Что я хочу сказать, отвечал практический делец? Само собой разумеется, что я расположен к вам весьма дружелюбно, высоко ценю ваш выбор, нахожу, что он делает вам честь. Ну, словом, мое мнение отнюдь не оскорбительно для вас, но с другой стороны, мистер Страйвер, право же, как хотите. Тут мистер Лори запнулся, тряся головой, как будто по неволе хотел сказать. Разве вы не знаете, что ей с вами чересчур честно будет жить на белом свете? — Ну, произнес Страйвер, хлопая своей обширной ладонью по столу, тараща глаза на собеседника и спуская мощный вздох. — Хоть вы меня повесьте, мистер Лори, я ничего не могу понять. Мистер Лори обеими руками надвинул на уши свой паричок и закусил кончик своего гусиного пера. — Кой черт, сэр, сказал Страйвер, вытаращив глаза, или я не гожусь в женихи. — О, боже мой, конечно, годитесь, сказал мистер Лори. — Кали на то пошло вы, жених, хоть куда. — И уж кажется, завидный, сказал Страйвер. — О, что до этого! Какое же сомнение в том, что завидный, сказал мистер Лори. — И делаю карьеру. — Ну, что до карьеры, сказал мистер Лори, восхищение от того, что еще раз можно не усомниться в вашей карьере. — Так о чем же вы толкуете, мистер Лори? Скажите на милость, спросил Страйвер, видимо, сбитый с толку. — Да видите ли, я, вы, может быть, теперь туда направляетесь, спросил мистер Лори. — Прямым трактом, сказал Страйвер, стукнув кулаком по столу. — Ну, вот, будь я на вашем месте, я бы не пошел туда. — А почему? — спросил Страйвер, грозя ему своим цепким адвокатским пальцем. — Вы человек деловой, и потому обязаны ничего не делать без уважительной причины. Ну-ка, объясните причину. Почему бы вы туда не пошли? — А потому, отвечал мистер Лори, что, идя за таким делом, я бы сперва справился, имею ли я шансы на успех? — Кой черт! — крикнул мистер Страйвер. — Это уже вовсе из рук вон! Мистер Лори взглянул сначала вдаль на главу фирмы, потом на разгневанного Страйвера. — Вы деловой человек и пожилой человек, и опытности у вас должно быть довольно, сами в банке служите, говорил Страйвер. — И сами же признали три важнейшие причины для полного успеха, и вдруг говорите, что у меня нет шансов на успех. — И вот что удивительно, ведь у вас голова на плечах. Страйвер, по-видимому, считал бы менее удивительным тот факт, если бы мистер Лори говорил вовсе не имея головы. — Когда я говорю о шансах на успех, я имею в виду успех у молодой девицы, и когда я говорю о причинах сомневаться в успехе, я думаю только о том, как молодая девица посмотрит на ваше сватовство. — Молодая девица, любезный мой сэр, сказал мистер Лори, мягко похлопывая Страйвера по плечу. — Молодая девица, понимаете ли? Я только ее и принимаю во внимание. — Не хотите ли вы этим сказать, мистер Лори, сказал Страйвер, становясь фертом, что, по крайнему вашему разумению, эта самая молодая девица набитая дура? — Нет, не совсем, сказал мистер Лори, сильно покраснев. — Напротив, мистер Страйвер, я хочу сказать, что ни от кого не потерплю ни одного непочтительного слова насчет этой самой девицы. И если бы я знал человека, только таких, надеюсь, не найдется среди моих знакомых, человека с такими грубыми вкусами, с таким вспыльчивым нравом, что он не умел бы удержаться от непочтительного отзыва об этой молодой девице вот у этого самого стола. Даже уважение к Тельсоновой фирме не могло бы помешать мне высказать ему мое мнение на чистоту. Теперь настала очередь сердиться мистеру Страйверу. И необходимость проявлять свой гнев в сдержанном тоне так напрягла его жилы, что они готовы были лопнуть. Мистер Лори тоже разгорячился почти в такой же степени, даром, что его кровь издавна была приучена вращаться смирно и методично. Вот что я собственно хотел вам сказать, сэр, закончил свою речь мистер Лори. Я говорю без обиняков и надеюсь, что не подаю повода к недоразумениям. Мистер Страйвер забрал в рот конец линейки и, пососав ее некоторое время, стал с помощью того же инструмента насвистывать сквозь зубы какую-то мелодию, отчего у него, вероятно, зубы разболелись. Потом он нарушил неловкое молчание следующими словами. Признаюсь, мистер Лори, для меня это совершенно новая точка зрения. Итак, вы решительно и определенно советуете мне не ходить в Сохо и не предлагать свою руку. Понимаете ли, руку Страйвера, того самого, что составил себе имя в Королевском суде присяжных. Вы спрашиваете моего совета, мистер Страйвер? Да, спрашиваю. Ну, хорошо, так я даю вам тот самый совет, который вы сейчас формулировали вполне правильно. А я на это могу сказать только, заметил Страйвер с натянутым смехом, что это самая удивительная вещь в прошедшем, настоящем и будущем. Позвольте минуту, продолжал мистер Лори. В качестве вполне практического делового человека я, собственно, не имею права голоса в этом вопросе, потому что с деловой точки зрения мне ничего об этом не известно. Но я вам высказал свое мнение просто, как старик, носивший на руках мисс Маннет, пользующийся дружбой и доверием ее отца и ее собственным дружеским расположением и горячо привязанный к ним обоим. Помните, что не я начал этот разговор. Я не напрашивался на вашу откровенность, но вы, может быть, думаете, что я ошибаюсь? Нет, молвил Страйвер, продолжая насвистывать. Я не могу ручаться за здравомыслие других лиц, отвечаю только за себя. Я предполагаю присутствие здравого смысла у некоторых лиц, вы же предполагаете там возможность какого-то жеманного вздора. Все это ново для меня, но я, тем не менее, признаю, что вы, вероятно, правы. Позвольте мне, мистер Страйвер, своими словами выражать мои предположения. И прошу заметить, сэр, продолжал мистер Лори, снова покраснел, что я никому не позволю даже здесь у Тельсона приписывать мне такие слова, которых я не произносил. Ну-ну, прошу извинения, сказал Страйвер. Так-то лучше. Благодарю вас. Кстати, мистер Страйвер, вот что я еще хотел вам сказать. Для вас было бы ведь очень неприятно, если бы оказалось, что вы ошиблись. И доктору Маннету было бы неприятно просвещать вас на этот счет, а в особенности для мисс Маннет было бы крайне неприятно рассуждать с вами о таком предмете. Между тем, вам известно, в каких отношениях я имею честь и счастье состоять при этом семействе. Если желаете, я немало вас не компрометирую и ни в каком смысле не выставляю себя вашим уполномоченным, попробую проверить свои предположения на месте. пораспрошу там кое о чем и постараюсь исследовать почву именно с этой стороны. Если результаты моих исследований не удовлетворят вас, можете проверить их лично. Если же они покажутся вам доказательными, пускай все остается как есть, а вы и другие лица, по крайности, избегнете лишних неприятностей. Что вы на это скажете? А долго ли вы из-за этого задержите меня в городе? О, с этим вопросом можно покончить в несколько часов. Я могу сегодня же вечером сходить в Сохо, а оттуда зайду на вашу квартиру. Ну, так ладно, сказал Страйвер. Значит, теперь я туда не пойду, да и особого стремления не чувствую. Делайте как знаете, а вечерком я буду вас поджидать. Доброго утра. Мистер Страйвер повернулся и, стремительно бросившись к выходу, произвел в воздухе такой вихрь, что старенькие кассиры на силу устояли на ногах, откланиваясь ему на прощание. Эти почтенные и дряхлые старцы только и делали, что раскланивались, и публика полагала, что они на всякий случай кланяются беспрерывно, даже и в пустой конторе, потому что если ушел один клиент, может войти другой. Законовед тотчас догадался, что банковский клерк не стал бы так упорно поддерживать своего мнения, если бы не имел твердого внутреннего убеждения в правоте своих взглядов. страйвер 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 совсем не ожидал, чтобы ему пришлось глотать такую горькую пилюлю, однако проглотил ее. Но только вот что, сказал про себя мистер страйвер, погрозив своим крючковатым пальцем всему темплу вообще, я-то из этого вывернусь, да еще вас же оставлю в дураках. То был один из излюбленных тактических приемов уголовного судопроизводства. И такой поворот мыслей доставил ему несказанное удовольствие. Не вы меня подсидите, милая барышня, а я сам вас подсижу, говорил про себя мистер страйвер. В тот же вечер, не ранее десяти часов, мистер Лори зашел к нему на квартиру и застал мистера страйвера среди целого вороха книг и бумаг, нарочно для этого случая всюду разбросанных. По всему было видно, что страйвер и думать забыл о предмете их утренней беседы. Он выказал немалое удивление при виде мистера Лори и казался вообще рассеянным. — Ну-с, — молвил благодушный посол, в течение получаса тщетно старавшийся навести его на этот предмет, я был сегодня в Сохо. — В Сохо? — безучастно повторил мистер страйвер. — Ах, да, конечно, а я было и забыл совсем. — И у меня не осталось ни те несомнения в том, что я был прав, — продолжал мистер Лори. — Мои предположения подтвердились, и мой совет вам остается в прежней силе. — Уверяю вас, — отвечал страйвер самым дружелюбным тоном, — что я весьма сожалею об этом ради вас самих и ради ее бедного отца. Я знаю, как тяжелы бывают для семейства подобные случаи, но не будем больше говорить об этом. — Я вас не понимаю, — сказал мистер Лори. — Я так и думал, — подхватил страйвер, успокоительно кивая, — но это ничего, не беда, коли не понимаете. — Как же ничего, настаивал мистер Лори. Должен же я понять, ничуть не должны, никакой надобности в этом нет, уверяю вас. Я думал, что есть здравый смысл там, где его нет. Предполагал, похвальное честолюбие там, где его тоже нет, значит, ошибся, и вся недолга, не беда. Молодые девицы нередко проделывают подобные глупости, а потом горько каются в них, впадая в бедность и в зависимое положение. С точки зрения отвлеченной и бескорыстной мне жаль, что дело не выгорело, потому что с житейской точки зрения другим было бы от этого гораздо лучше, но для меня лично я рад, что оно не выгорело, потому что с житейской точки зрения мне от этого не было бы никакой корысти. Нечего и говорить, что я бы ничего не выиграл подобным браком. Стало быть, никакой беды не вышло. Я еще не сватался к молодой девице и между нами сказать еще не знаю, наверное, по зрелом размышлении решился бы я на это в конце концов или нет. Эх, мистер Лори, трудно ладить с жеманством, тщеславием и легкомыслием пустоголовых девушек, и ничего с этим не поделаешь. Лучше и не пробуйте, все равно не удастся, и, пожалуйста, не будем больше говорить об этом. Повторяю, весьма сожалею о других, которым от этого будет хуже, но очень рад за самого себя. Я вам очень обязан за то, что вы позволили мне откровенно побеседовать с вами. Очень благодарен за совет. Вы лучше меня знаете эту молодую девицу и были вполне правы. Для меня это неподходящая партия. Мистер Лори был так ошеломлен, что одурелыми глазами смотрел на мистера подталкивал его к двери с таким видом, как будто осыпал его виновную голову цветами своего великодушия, благородства и благоволения. Постарайтесь с этим примириться, любезный мой сэр, говорил Страйвер. Вперед нечего и упоминать об этом. Еще раз благодарю вас за дозволение порасспросить вас. Спокойной ночи. Мистер Лори не помнил, как очутился на темной улице. А мистер Страйвер тем временем разлегся на диване и, глядя в потолок, хитро подмигивал сам себе. Глава тринадцатая «Неделикатный человек». Сидни Картену, если и случалось где-нибудь блистать, то случалось это, нет сомнения, не в доме доктора Манната. Он бывал там очень часто в течение целого года и неизменно являлся все тем же угрюмым и унылым гостем, как в начале. Иногда он бывал разговорчив и говорил хорошо, но ему как будто ничто не мило было на свете и это вечное равнодушие набрасывало на него роковую тень, сквозь которую редко проникали лучи его внутреннего света. Между тем, должно быть, ему были милы улицы, прилегавшие к этому дому и даже бесчувственные камни, окружавшие мостовой. Часто по ночам он неопределенно и тоскливо бродил по этим местам, когда выпитое вино не доставляло ему хотя бы временного ободрения и радости. Часто в предрассветном сумраке виднелась там его одинокая фигура и все еще блуждала по тем же переулкам, когда первые лучи солнца начинали озарять верхушки церковных башен и высоких зданий, резко выделяя незаметные до сих пор их архитектурные красоты. И, может быть, в эту раннюю и тихую пору дня ему вспоминались далекие ощущения первой юности, давно забытые и невозвратные. В последнее время он все реже прибегал к той измятой постели, что стояло в его неопрятной квартире на темплском подворье. Случалось, что он приходил домой, бросался на кровать, но через несколько минут снова вставал и опять уходил блуждать все по тем же местам. Однажды в августе, после того, как мистер Страйвер перенес свою деликатную особу в Диваншир, предварительно заявив своему шакалу, что передумал насчет женитьбы, по всем улицам города разливался запах цветов. И этот аромат, и сам вид цветов имели такое благотворное действие, что в душе худших людей пробуждали нечто доброе. Больным навевали облегчение, а дряхлым старикам напоминали молодость. И в эту пору Сидни Картон бродил под тем же мощеным переулком. Сначала он бродил бесцельно и нерешительно, потом, повинуясь внутреннему побуждению, сами ноги привели его к подъезду докторского дома. Его попросили наверх, и он застал Люси одну за работой. Она всегда несколько стеснялась в его присутствии, и теперь немного смутилась, когда он присел к ее столу. Но, обмениваясь обычными приветствиями, она взглянула ему в лицо, и ей показалось, что оно сильно изменилось. — Вы, не совсем здоровы, мистер Картон? — Нет, ничего. Только та жизнь, какую я веду, не приводит к здоровью, мисс Маннет. Чего же и ждать хорошего от таких беспутных людей, как я? — Какая жалость! — Простите, это нечаянно вырвалось у меня. — Но неужели нельзя вести иную, лучшую жизнь? — Да, я знаю, что моя жизнь позорна. — Так зачем же вы ее не измените? Подняв на него свой кроткий взор, она удивилась и опечалилась, заметив на глазах его слезы. И в голосе его слышали слезы, когда он ответил ей, «Теперь уж слишком поздно. Я никогда не стану лучше, чем теперь. Буду падать все ниже, становиться все хуже». Он наперся локтем на ее стол и прикрыл глаза рукой. И стол тихо сотрясался, пока длилось их обоюдное молчание. Она никогда не видела его в таком смягченном настроении и совсем растерялась и огорчилась. Он это знал и, не глядя на нее, сказал, «Пожалуйста, мисс Маннет, простите меня. Я заранее теряю мужество перед тем, что собираюсь вам сказать. Согласны ли вы меня выслушать? Да, мистер Картон, если это сколько-нибудь облегчит вас. Если бы это могло сделать вас счастливее, я была бы так рада. Благослови вас, Бог, за ваше милое сострадание». Через некоторое время он отнял руку от лица, выпрямился и заговорил тверже и спокойнее, «Не опасайтесь меня выслушать. Не бойтесь того, что я скажу. Я ведь все равно, что умер в молодости. Вся моя жизнь в прошлом». «Нет, мистер Картон, я убеждена, что лучшая часть вашей жизни еще может быть впереди. Я уверена, что вы можете сделаться гораздо достойнее себя самого. Лучше бы вы сказали «Достойнее вас, мисс Маннет». И хотя я знаю, что этого быть не может, потому что в глубине своего жалкого сердца я знаю самого себя, а все-таки я этого никогда не забуду». Она была бледна и дрожала. Он решился по возможности облегчить ее трудную роль и стал говорить о себе с такой полнотой безнадежного самоотречения, которая придала их беседе совсем небывалый и оригинальный характер. Если бы случилось, мисс Маннет, что вы ответили бы взаимностью на любовь человека, которого теперь видите перед собой, а вы знаете, какое это пропащее, никуда не годное пьяное создание. Этот человек испытывал бы, разумеется, великое счастье, и, невзирая на то, все время сознавал бы, как нельзя лучше, что доведет вас до нищеты, до безысходного горя и раскаяния, омрачит вашу жизнь, осрамит вас и увлечет за собой в бездну. Я очень хорошо знаю, что вы не можете питать ко мне нежные чувства, и не прошу об этом, и даже благодарю Бога за то, что их нет. Но помимо таких чувств, мистер Картун, не могу ли я вам помочь? Не могу ли я направить вас, простите, еще раз, на лучшую жизнь? Как бы мне вам отплатить за доверие? Ведь я знаю, то, что вы мне сказали, должно остаться между нами, и никому, кроме меня, вы бы не сказали этого. Прибавила она скромно, слегка запинаясь и начиная плакать. Может быть, ваше чувство вам же самим принесет некоторую пользу, мистер Картун? Он покачал головой. Нет, мисс Маннет, никакой пользы оно мне не может принести. Если вы согласитесь еще несколько минут меня выслушать, этим исчерпается все, что вы когда-либо можете для меня сделать. Я хочу, чтобы вы знали, что вы были последней мечтой моей души. При всей моей низости я еще не вполне утратил восприимчивость сердца. И, видя вас с вашим отцом, видя, какой домашний очаг вы ему устроили, я почувствовал, что это зрелище пробуждает во мне давнишние воспоминания, бледные тени прошлого, которые я считал давно умершим в своей душе. С тех пор, как я увидел вас, меня стало мучить раскаяние, а ведь я думал, что давно покончил счеты со своей совестью. Я услышал отголоски давно умолкших голосов, призывавших меня к более возвышенным помыслом. В голове моей стали бродить смутные мысли о возрождении. Я хотел начинать жизнь с изного, стряхнуть себя всю эту грязь и мерзость, и возобновить давно заброшенную борьбу со своими страстями, но это были мечты, только мечты, без всяких благих последствий. Я очнулся там же, где лег. Но мне хотелось, чтобы вы знали, что вы пробудили во мне эти грезы. И неужели от них ничего не останется? О, мистер Карден, подумайте еще раз, попробуйте с изного. Нет, мисс Маннет, я сам заранее знал, что это ни к чему не приведет, потому что я человек пропащий. А все-таки у меня было. Да и теперь есть малодушное желание, чтобы вы знали. Каким мощным пламенем зажгли вы меня, меня, кучу негодного пепла, хотя по свойствам моей натуры это пламя ни на что не нужное, ни к чему не приложимое, ничего не освещает, никого не греет, так себе, горит понапрасну. Коли такое мое несчастье, мистер Карден, что из-за меня вы стали еще несчастнее, что были до знакомства со мной, не говорите этого, мисс Маннет. Если бы мыслимо было мое спасение, вы одна могли бы меня спасти. Во всяком случае, знакомство с вами не сделает меня хуже того, чем я был, но раз особое состояние вашего духа, как вы его описываете, находится в зависимости от моего влияния, не знаю, так ли я выражаюсь и достаточно ли вам понятна моя мысль, нельзя ли мне употребить свое влияние на пользу вам, не могу ли я послужить как-нибудь к вашему благу? Сегодня, мисс Маннет, я стяжал здесь величайшее из благ для меня доступных. Позвольте мне во весь остаток моей беспутной жизни сохранить память о том, что из всех людей в мире я вам одной открыл мое сердце, и что в ту пору в нем еще уцелело нечто такое, что вы могли оплакивать и о чем удостоили пожалеть. Еще раз прошу вас, от всего сердца прошу поверить, что считаю вас способным на лучшее и высшее мистер Картон. Не просите, мисс Маннет, и сами этому не верьте. Я себя лучше знаю, и сам испытал, что все напрасно. Я вижу, что огорчаю вас, но теперь скоро конец. Могу ли я надеяться, вспоминая о нынешнем дне, что последняя заветная мечта моей жизни останется в вашем чистом и непорочном сердце, что вы сохраните ее там отдельно и не поделитесь ею ни с кем. Если это может послужить вам утешением, конечно, да, ни с кем, ни даже с тем, кто будет для вас дороже всех на свете. Мистер Картон, ответила она, немного помолчав и в большом волнении. Это ваша тайна, а не моя, и потому обещаю вам свято хранить ее. Благодарю вас. И да благословит вас Бог. Он поцеловал ее руку и собрался уходить. Не опасайтесь, мисс Манет, что я вздумал когда-нибудь возобновить этот разговор или хотя бы намекнуть на него единым словом. Когда я буду умирать, единственным хорошим и священным для меня воспоминанием будет то, что мое последнее признание было обращено к вам, что мое имя, мои проступки и несчастья попали в ваше сердце и там хранились. Надеюсь, что во всех других отношениях этому сердцу будет легко и отрадно. Он стоял у двери и, глядя на нее в полоборота, был так непохож на то, что она привыкла видеть в нем и так грустно ей было думать, как много в нем хорошего и так жаль, что день за днем все это гибнет и пропадает даром, что Люси Манет сидела и горько плакала о нем. Утешьтесь, сказал он. Я не стою ваших слез, мисс Манет. Часа через два опять меня захватят мои низкие привычки, мои низкие товарищи. Я их презираю, а все-таки поддаюсь им и скоро приду в такое состояние, что буду менее достоин сострадания, нежели последний нищий калека, что ползает по улицам. Утешьтесь. В глубине моей души относительно вас я всегда останусь тем, чем был сегодня. Но по внешности я буду опять таким же, каким вы меня знали до сих пор. Умоляю вас верить мне. И это моя предпоследняя просьба к вам. Верю, мистер Картон. Самая последняя просьба вот какая. Высказав ее, я вас избавлю от такого гостя, с которым, я это вполне сознаю, у вас ничего нет общего, и от которого вас отделяет непроходимая бездна. Может быть, всего этого не надо было говорить, но так уж из души вылилось. Для вас и для тех, кто вам дорог, я готов сделать все на свете. Если бы моя деятельность и карьера были высшего сорта, если бы представился мне случай оказывать услуги, жертвовать собой, я бы с радостью принес всякую жертву ради вас и ради тех, кто вам дорог. Впоследствии в более спокойном настроении не забывайте этого. И постарайтесь думать обо мне так, что вот в этом отношении я всегда вам одинаково предан. Придет время, и даже очень скоро оно придет, когда вокруг вас образуются новые узы. Они еще крепче и нежнее привяжут вас к дому, которому вы служите украшением. Это будут узы наиболее драгоценные и радостные для вас. О, мисс Манет, когда вы увидите на маленьком личике живой портрет его счастливого отца, когда отражение вашей собственной красоты и прелести будет играть у ваших ног, вспоминайте иногда, хоть изредка думайте, что есть на свете человек, готовый жизнь свою отдать за то, чтобы все ваши привязанности были целы и благополучны вокруг вас. Еще раз он сказал «Прощайте, да благословит вас Бог» и ушел. Глава четырнадцатая честный промышленник Немало интересных зрелищ разнообразнейшего характера приходилось созерцать мистеру Джереми Кренчеру, неизменно сидевшему на своем переносном табурете рядом с неприглядным мальчишкой сыном на Флит-стрит. Да и кто же мог бы целый день высидеть на чем бы то ни было на Флит-стрит, особенно в оживленные часы будничного дня, и не оглохнуть, не почувствовать головокружение от этих двух бесконечной вереницей тянущихся процессий, из которых одна вечно стремится к востоку, прочь от солнца, а другая к западу вместе с солнцем, и обе всегда устремляются в те пространства, которые гораздо дальше красных облаков, сопровождающих багряную зарю солнечного заката. С соломинкой во рту сидит мистер Кренчер на своей табуретке, и подобно сказочному поселянину языческих времен, принужденному следить век за веком, как мимо него течет ручей, созерцает оба потока бегущих мимо него, с той только разницей, что он не питает ни малейших опасений насчет того, что они могут иссякнуть. Если бы это случилось, такое обстоятельство могло невыгодно отозваться на его финансах, так как некоторую часть своих ежедневных доходов он получал от тех робких и нерешительных особ прекрасного пола, преимущественно пожилых лет и тучного телосложения, которым он помогал переходить через улицу от Тельсонова банка на противоположную сторону. Как не кратковременно было всякий раз его общение с этими дамами. Мистер Кренчер так живо был заинтересован каждой из них, что выражал пламенное желание непременно выпить за ее здоровье. Дамы давали им обыкновенно средства к осуществлению столь благого намерения, и таким образом он понемногу сколачивал себе за день некоторую сумму. Было время, когда поэт, сидя на скамейке среди людной площади, думал и размышлял на виду у проходящих. Мистер Кренчер тоже сидел на табуретке в людном месте, но, не будучи поэтом, он думал как можно меньше, а просто зорко поглядывал по сторонам. Случилось, что он занимался этим в такое время, когда проходящих было не так много, а трусливых женщин еще меньше, и дела его вообще были в таком плохом состоянии, что он начинал сильно подозревать свою жену в том, что она где-нибудь грохается об пол, нанося ущерб его карману. Вдруг на восточном конце Флит-стрит показалась большая толпа людей, направлявшихся в западную сторону. Вглядевшись пристальнее в тот конец, мистер Кренчер рассмотрел на улице погребальную процессию и понял также, что уличная толпа почему-то препятствует этим похоронам, и что по этому поводу поднимается шум и крик. «Джерри меньшой», сказал мистер Кренчер, обращаясь к своему детищу, «а ведь это похороны». «Ура, батюшка», сказал Джерри меньшой. Сын произнес это восторженное восклицание с особым пафосом. Отцу это не слишком понравилось. Он изловчился наградить мальчика увесистой пощечиной. «Это что значит? Чего ты орешь? Чему радуешься? Как смеешь грубить родному отцу? Ах ты, мочи моей нет с этим мальчишкой», говорил мистер Кренчер, оглядывая сына с головы до ног. Туда же вздумал кричать «Ура! Смотри у меня! Коли я опять услышу твой голос, еще раз побью! Слышишь? Чем же я провинился?» хныкал юный Джерри, потираю щеку. «Перестань!» молвил мистер Кренчер. «Не смей мне перечить! На вот, залезай на табуретку и гляди на улицу!» Сынок послушался. Между тем толпа приближалась. Люди вскрикивали и шипели вокруг грязных погребальных дрог и не менее грязной траурной кареты, в которой сидел единственный человек, сопровождавший процессию и одетый в те грязноватые и обтрепанные траурные доспехи, которые считались необходимой принадлежностью его роли в этой церемонии. Роль эта, как видно, была ему вовсе не по сердцу, тем более, что окружающая толпа все пребывала, крики становились все более громкие и буйны, над ним насмехались, строили ему гримасы, беспрерывно повторяли «Ага, шпионы, тсс, ага, шпионы», сопровождая эти возгласы многочисленными и не всегда приличными комплиментами. Похороны во всякое время имели особую привлекательность для мистера Кренчера. Всякий раз, как мимо Тельсонова банка проезжала траурная колесница, он настораживал уши и приходил волнение. Поэтому вполне естественно, что погребальная процессия столь необычного вида привела его в весьма тревожное настроение. И он обратился к первому наткнувшемуся на него прохожему, бегавшему возле дрог. «Кого это братец мой хоронит? По какому случаю шум?» «Да я не знаю», ответил тот и побежал дальше, повторяя «Шпионы, ага, тсс, шпионы!» Он обратился к другому. «Кого хороните?» «Я не знаю», отвечал и этот, но тем не менее сложил руки рупором и, приставив к своим губам, заревел с изумительным жаром. «Шпионы! Ага, тсс, тсс, шпионы!» Наконец, Джерри случайно напал на человека лучше других, знакомого с обстоятельствами дела, и от этого лица узнал, что хоронит некоего Роджера Клая. «Он был шпион?» спросил Кренчер. «Да, из Солдбейли!» сказал сведущий человек и завопил. «Ага, тсс, старотюремные шпионы!» «Ах, да вот что!» воскликнул Джерри, припомнив уголовное судилище, на котором и он присутствовал. «Я его видел, так он значит помер?» «Умер!» «Мертв, как колода», отвечал тот, и отлично сделал, что умер. «Эй, вали их вон! Эй, шпионы! Тащи их вон, шпионы!» Для дикой толпы, скопившейся и бессмысленно бежавшей, эта мысль показалась столь блистательной, что она ее подхватила на лету, и, принявшись кричать, «Вали их! тащи их вон!» Так стеснило Дроги и карету, что обе колесницы остановились. Дверцы кареты раскрыли с обеих сторон, и единственный провожатый, сам выскочив оттуда, предался в руки толпы. Но он оказался таким ловким и проворным, и так искусно сумел воспользоваться благоприятным моментом, что через несколько секунд уже опрометью бежал вдоль одного из прилегающих переулков, оставив в руках своих преследователей черный плащ, шляпу, длинный креповый шарф, белый носовой платок и прочие официальные эмблемы неутешной горести. Народ, овладевший этими предметами, разорвал их в клочки и с величайшим наслаждением развеял по ветру, а лавочники тем временем деятельно принялись запирать свои лавки. Народные скопища в те времена ни перед чем не останавливались, и мирные граждане сильно их побаивались. Толпа дошла уж до того, что, раскрыв дроги, стала вытаскивать оттуда гроб, как вдруг кому-то пришла на ум еще более блестящая мысль выдворить гроб на место, проводить его на кладбище всей компанией и отпраздновать похороны как можно веселее. Только такого совета и ждали, и эта мысль была принята с восторгом. Немедленно для участия в церемонии человек восемь втиснулось внутрь кареты, еще человек двенадцать умастилось снаружи, а на други налезло столько народу, сколько возможно было уместить с грехом пополам. В числе первых волонтеров оказался Джерри Кренчер, который скромно спрятал свою шероховатую голову от взоров Тельсонова банка, забравшись в дальний угол траурной кареты. Гробовщики пытались протестовать против такой внезапной перемены церемониала, но река была совсем близко, а в толпе уже поднялись голоса, рассуждавшие о пользе холодного купания для ослушников народа, а потому протест был краток и неэнергичен. Процессия выстроилась на новый лад и тронулась в дальнейший путь. На козлы погребальной колесницы взгромоздился трубочист. Рядом с ним для управления лошадьми примастился и настоящий кучер, а траурной каретой заправляли в таком же порядке продавец пирожков с прежним возницей в виде ассистента. Когда процессия потянулась вдоль набережной Темзы, к ней присоединились еще медведь со своим вожаком. В то время весьма обычное явление на лондонских улицах. Медведь был черный, чрезвычайно мохнатый и действительно придавал церемониальный характер шествию, в котором он участвовал, тяжело ступая на задних лапах. По дороге пили пиво, курили трубки, распевали песни, изображали в карикатуре всевозможные виды печали. И таким образом беспорядочная толпа подвигалась вперед, постоянно разрастаясь все новыми участниками и побуждая купцов запирать свои лавки и склады. Конечной целью странствия была старинная церковь Святого Панкратия, стоявшая в то время далеко за городом, почти в чистом поле. Наконец толпа достигла этого места и настояла на том, чтобы ее непременно впустили в кладбищенскую ограду. Там она по-своему распорядилась погребением покойного Роджера Клая и схоронила его по собственному вкусу и усмотрению. Зарыв покойника, она не унилась и жаждала другого развлечения. Тогда нашелся еще один остроумный советчик, а может быть это был тот же самый, и подал мысль хватать случайных прохожих уличать их в том, что они шпионы из старой тюрьмы и учинять с ними соответственную расправу. Началась погоня за прохожими. Изловили несколько десятков ни в чем не повинных людей, в глаза не видевших тюрьмы, и ни с того ни с сего сильно помяли им бока и избили ради осуществления какой-то фантастической мести. От таких подвигов совершенно естественно перешли к битью окон камнями, к разбиванию кабаков и выкатыванию на улицу бочек с вином. Побушевав несколько часов и успев повалить несколько беседок и сломать несколько садовых решеток в целях вооружения некоторых особенно воинственных буянов, толпа была вдруг встревожена слухом, что сейчас придет караул. При этом известии бушевавшие люди постепенно разбежались. Может быть и в самом деле шел караул, а может быть и не шел, но таков уже был обычный порядок подобных происшествий всюду, где только собиралась чернь. Мистер Кренчер не принимал участия в заключительных забавах. Он остался на кладбище погоревать и сочувственно потолковал с гробовщиками. Кладбище всегда производили на него умилительное впечатление. Он достал себе трубку из соседнего трактира и, покуривая, внимательно осмотрел ограду и ближайшие окрестности могилы. Джерри, бормотал мистер Кренчер, по обыкновению рассуждая сам собой, ты в этот день видел этого Клая. Стало быть, знаешь, что он был парень молодой и сложен как следует быть. Выкурив трубку и поразмыслив еще немного, он обратился вспять, дабы до закрытия конторы быть на своем месте у Тельсонова банка. Оттого ли, что печальные размышления на кладбище расстроили ему печень, или оттого, что его здоровье и прежде расшаталось, или он просто хотел засвидетельствовать почтение замечательному деятелю, дело в том, что он на обратном пути зашел на короткое время к доктору, весьма известному в то время врачу. Юный Джерри с почтительной любезностью уступил отцу место на табуретке и доложил, что в его отсутствии никаких дел не было. Банкирская контора вслед за тем покончила свои занятия. Престарелые конторщики вышли оттуда, дверь заперлась, обычный караульщик стоял на страже, и мистер Кренчер с сыном пошли домой пить чай. — Ну, слушай же, что я тебе скажу, объявил мистер Кренчер жене, как только пришел домой. — Я честный промышленник, и если мое сегодняшнее предприятие не удастся, я так и буду знать, что ты тут молилась против меня, и я так тебя отделаю за это, как будто сам видел, что ты грохаешься об пол. Миссис Кренчер уныло замотала головой. — Что? ты вправду перед самым моим носом хочешь приниматься за эти штуки? — закричал мистер Кренчер с гневным опасением. — Я ничего не говорю. — Ну, ладно, и думать ничего не смей. Еще неизвестно, что хуже, опал ли грохаться или про себя думать. Ты ведь можешь и так, и этак против меня действовать, а я тебе запрещаю не сметь. — Хорошо, Джерри. — То-то хорошо, Джерри, передразнивал мистер Кренчер, усаживаясь за чайный стол. — Хорошо, Джерри. Знаю я, как хорошо, Джерри. Говорить-то легко. Повторяя эти слова, мистер Кренчер не придавал им особого смысла, а просто употреблял их в виде иронических попреков. — Туда же! Хорошо, Джерри! — продолжал мистер Кренчер, откусывая хлеба с маслом, и так звучно прихлебывая с блюдечка, как будто вместо чая, проскочила ему в горло невидимая, но огромная устрица. — Так я тебе и поверил, как бы не так. — Ты сегодня пойдешь со двора? — спросила его благопристойная жена, когда он откусил еще раз. — Пойду. — Можно мне с тобой, батюшка? — спросил сынок с оживлением. — Нет, нельзя. Я пойду, твоя мать знает, куда я хожу. Я пойду на рыбную ловлю, вот куда, рыбу ловить пойду. — А удочка у тебя должно быть заржавела, батюшка, ты не приметил? — Не твое дело. — А ты принесешь домой рыбки, батюшка? — Кли не принесу, тебе завтра есть будет нечего, отвечал отец, тряся головой. — Ну, довольно с тебя расспросов. Я пойду в такую пору, когда ты уж давно будешь спать. Во весь остальной вечер он неуклонно наблюдал за женой и вел с ней угрюмые разговоры, дабы помешать ей углубляться в размышления и творить такие молитвы, от которых ему может приключиться убыток. Ввиду этого он и сыну велел с ней разговаривать и выискивать всевозможные предлоги для придирок к несчастной женщине, лишь бы не давать ей ни минуты углубиться в собственные мысли. Если бы он был самым богомольным человеком, он не мог бы оказать большего доверия к действенности честных молитв, чем теперь, когда выражал такое опасение насчет молений своей жены. В том же роде бывает, что люди, не верящие возможность привидений, пугаются сказок, в которых играют роль призраки и привидения. «Ты помни это», сказал мистер Крэнчер, «завтра, чтобы я не видел твоих гримас. Если я, как честный промышленник, промыслю, например, баранью ногу или две, изволи ты вместе с нами есть баранину, а не то, чтобы жевать один хлеб, и, коли я, честный промышленник, могу достать пиво для своего обихода, ты у меня не смей пить одну воду. Знаешь пословицу, в чужой монастырь со своим уставом не ходи. Не то я тебе задам такой устав, что не рада будешь. Я тебе устав, вот и все». Через несколько минут он снова начал ворчать. Еще вздумала воротить нос от собственной еды и питья. Сама же, может быть, и виновата в том, что подчас в доме пить есть нечего, а все от того, что о пол грохаешься, бесчувственная баба. Погляди на сына-то. Твое это детище или нет? Худ, как щепка. Ты ему матерью называешься, а того не знаешь, что первейшая материнская обязанность в том и есть, чтобы сын был толстый, пухлый. Это замечание затронуло самое чувствительное место в сердце юного Джерри. Он стал слезно умолять свою маменьку выполнять ее первейшую обязанность, и каковы бы ни были остальные ее дела и повинности, пуще всего заботиться об исправлении того материнского долга, на который так деликатно и трогательно указал ей его родитель. Так проходил вечер в семействе Крэнчер, пока юного Джерри не послали спать. А потом такой же приказ получила миссис Крэнчер и немедленно повиновалась. Мистер Крэнчер коротал ночные часы в одиночестве, выкуривая одну трубку за другой, а из дому пошел после полуночи. Был уже почти час ночи, самая глухая и страшная пора. Когда он встал с кресла, вынул из кармана ключ, отпер им запертый шкафчик и вытащил оттуда холщовый мешок, большой железный лом, цепь, веревку и некоторые другие рыболовные принадлежности в том же роде. Нагрузившись этими предметами весьма искусно и быстро, он еще раз на прощание грозно взглянул на миссис Крэнчер, потушил свечку и ушел. Юный Джерри только притворялся, что разделся и лег спать. Он все время лежал под одеялом совсем одетый, а потому немедленно вскочил и последовал за отцом. Под прикрытием темноты он пробрался вслед за ним вон из комнаты, потом вниз по лестнице, через двор на улицу и дальше по улицам. Он нисколько не беспокоился о том, как попасть обратно домой. Жильцов было множество, и наружная дверь всю ночь стояла открытая. Побуждаемый похвальным честолюбием, юный Джерри стремился проникнуть в тайну и изучить честное ремесло своего отца, и для этого старался держаться как можно ближе к стенам домов, прячась за все выступы, крылечки и закоулки, и не теряя из виду своего почтенного родителя. Почтенный же родитель забирал все к северу, и вскоре на пути к нему присоединился попутчик Исаак Уолтон. Исаак Уолтон 1593-1683 годы жизни известный рыболов-любитель, автор нескольких классических книг о рыбной ловле. И они вместе пошли дальше. Через полчаса ходьбы они зашли за пределы мигавших уличных фонарей и дремавших сторожей, и очутились на пустынной дороге. Тут пристал к ним еще один рыболов. И все это совершилось так безмолвно, что если бы юный Джерри был суеверен, он мог бы вообразить, что первый рыболов просто раскололся надвое. Трое рыбаков шли впереди, а Джерри младший, крадучись, пробирался за ними, пока они не остановились у подножья насыпи или вала, тянувшегося отвесно у самой дороги. Наверху этого вала была выведена низкая каменная стенка, завершавшаяся железной решеткой. В тени этой ограды трое рыболовов свернули за угол на глухую тропинку, вдоль которой с одной стороны шла тоже каменная стенка, имевшая здесь от восьми до десяти футов вышины. Присев на корточке за углом, юный Джерри выглянул оттуда на тропинку, и первое, что он увидел, была фигура его почтенного родителя, ясно обрисовавшаяся на фоне бледной и затуманенной луны в тот момент, когда эта фигура ловко перелезала через железную решетку ворот. Она очень быстро исчезла за стеной. Вслед за ней перелез другой рыболов, потом и третий. Все трое беззвучно спрыгнули на мягкую землю и некоторое время полежали неподвижно, может быть, к чему-нибудь прислушивались. Потом на четвереньках поползли дальше. Тут юный Джерри отважился приблизиться к железным воротам и пополз по тропинке, задерживая дыхание. Достигнув ворот, он опять присел на корточке и, взглянув через решетку, увидел, что трое рыбаков ползут в густой траве, а все памятники на кладбище. Внутри ограда было обширное кладбище. Стоят и смотрят на них, точно привидения в белых саванах. И церковная башня тоже смотрит, и, похоже, она на призрак самого страшного великана. Рыболовы ползли недолго. Вскоре они остановились, встали на ноги и принялись ловить рыбу. Сначала они орудовали заступом. Потом почтенный родитель приладил какой-то инструмент, похожий на громадный штопор. Работали они разными снарядами, притом очень усердно и прилежно, пока с церковной колокольни не донесся зловещий бой часов. И этот звук привел юного Джерри в такой ужас, что он опрометь упустился бежать, и все волосы на его голове встали дыбом, как у отца. Однако ему так давно и так пламенно хотелось изучить профессию родителя, что он не только остановил свой бег, но даже вернулся назад. Рыбаки продолжали все так же усердно работать, когда мальчик вторично заглянул через решетку, но на этот раз должно быть рыба клюнула. Из-под земли раздавался скрипящий жалобный звук, а все трое стояли согнувшись в напряженных позах и как будто тащили какую-то тяжесть или груз. Мало-помалу груз вылез из-под земли, осыпавшейся с его поверхности, и показался наружу. Юный Джерри наперед знал, что это будет, но когда он увидел этот предмет и увидел, что отец начинает сбивать с него крышку, он до того испугался, что снова бросился бежать и не замедлил шага, пока не очутился по крайней мере за милю от кладбища. Он только потому и остановился, что надо же было перевести дух. Обижал он с единственной целью, как можно скорее попасть домой. Ему чудилось, и он был почти убежден в этом, что виденный им гроб гонится за ним. Ему представлялось, что гроб, упираясь узким концом в землю, все время скачет за ним, иногда почти догоняет, идет рядом с ним, хочет схватить под руку, и все это было ужасно страшно. Враг был при том какой-то вездесущий и непоследовательный, потому что с одной стороны заполнял собой ночную темноту за его спиной, так что во избежание темных закоулков мальчик выбирал самую середину дороги, а с другой стороны боялся, что вот сейчас гроб выскочит откуда-нибудь сбоку и заковыляет перед ним наподобие бумажного змея, только без хвоста и без крыльев. Гроб прятался и в темных подъездах, почесывая свои страшные плечи отверные косяки, поднимая их к самым ушам и, смеясь над мальчиком, залезал во все тени, ложившиеся поперек дороги и лукаво, лежа на спине, поджидал, пока подойдут ближе. Но в то же время гроб гнался за ним сзади, постукивая узким концом и угрожая вот-вот догнать его, так что, когда мальчик достиг наконец дверей своего дома, он был наполовину мертв мертв от ужаса. Но и тут враг не покинул его, нет. Он пошел за ним наверх, пристукивая каждую ступеньку отдельно, вместе с ним залез в его постель, тяжело бухнулся с ним рядом, а когда мальчик уснул, гроб навалился ему на грудь и душил его. На рассвете еще до восхода солнца юный Джерри пробудился от своего тяжелого и тревожного сна, почуяв присутствие отца в общей семейной комнате. Мистер Крэнчер был чем-то сильно расстроен, так, по крайней мере, подумал его сын, судя потому, что отец держал жену за уши и стукал ее затылком об изголовье кровати. Я тебе говорил, что узнаю, вот и узнал, говорил мистер Крэнчер. Джерри, 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 умоляющим голосом стонала его жена. Ты не хочешь, чтобы я заработал деньги, продолжал Джерри, оттого и я терплю убытки, и товарищи мои лишаются своих выгод. Ведь ты же перед алтарем клялась меня почитать и повиноваться. На кой же черт ты не повинуешься? Уж кажется, я стараюсь быть тебе доброй женой, Джерри, со слезами возражала бедная женщина. Разве добрые-то жены мешают своим мужьям во всех их делах? Разве так почитают мужа, чтобы порочить его ремесло? Разве так его слушаются, чтобы становиться ему поперек горла в самых важных делах? — Ты в ту пору еще не занимался таким ужасным ремеслом, Джерри. — Не твое дело, — огрызнулся на нее мистер Кренчер. — Ты жена честного ремесленника, но и будет с тебя. И нечего тебе своим бабьим умом рассчитывать да разгадывать, чем и когда муж занимается. Кали жена почтительная и послушная. Она про эти дела даже и думать не станет, а еще называешься благочестивой женщиной. Кали такие-то бывают благочестивые, по мне лучше бы ты была безбожницей. У тебя от природы столько же понятия о долге, сколько у реки Темзы понятия о сваях, которые вбивают в ее дно. Эти пререкания происходили в полголоса и кончились тем, что честный промышленник сдернул с ног и швырнул в угол свои замазанные глиной сапоги, а сам во весь рост растянулся на полу. Поглядев, как он лежит на спине вместо подушки, заложив себе под голову покрытые ржавчиной руки, сын его также растянулся на своей постели и снова заснул. За завтраком не было рыбы, и вообще трапеза была скудная. Мистер Кренчер был не в духе, и на столе возле него лежала железная крышка от котелка, которую он намеревался употреблять в виде карательной меры против покушения миссис Кренчер прочитать застольную молитву. В обычный час он был вычищен и умыт, и отправился вместе с сыном исправлять свои официальные дневные обязанности. Юный Джерри, чинно шагавший рядом с отцом, с табуретом под мышкой, по солнечной стороне многолюдный и оживленный Флит-стрит, был вовсе не похож на того юного Джерри, который прошлой ночью в темноте и одиночестве удирал от своего страшного врага. Вместе с солнцем пробудилась в нем хитрая сметливость, а угрызения совести исчезли вместе с ночными тенями. И в этом отношении по всей вероятности он был похож на многих других, проходивших в это прекрасное утро по Флит-стрит. «Батюшка», сказал юный Джерри, степенно шагая по улице и стараясь незаметно заслониться от отца табуретом, «что значит воскреситель мертвых?» Так в Англии назывались люди, добывающие тела покойников для докторов медицины. Мистер Крэнчер остановился как вкопанный и, подумав, проговорил, «Я почем знаю». «Я думал, батюшка, что ты все знаешь», сказал бесхитростно мальчик. «Хм-м-м-м», крякнул мистер Крэнчер, снова пускаясь в путь и приподнимая шляпу, чтобы расправить торчавшие волосы. «Это, видишь ли, такой торговец». «А чем он торгует, батюшка?» спросил любознательный юнец. «Торгует он таким товаром, который нужен по ученой части», отвечал мистер Крэнчер, поразмыслив с минуту. «Может быть, мертвыми телами, батюшка?» продолжал смышленый мальчик. «Должно быть что-нибудь в этом роде», сказал мистер Крэнчер. «Ах, батюшка, когда я вырасту большой, как бы мне хотелось быть вот таким воскресителем». Мистер Крэнчер усмехнулся, однако с сомнением покачал головой и сказал поучительным тоном. «Это будет зависеть от того, как ты разовьешь свои таланты. Постарайся развивать свои таланты с таким расчетом, чтобы никогда ни при ком не проболтаться ни одним лишним словом, и тогда можешь пойти так далеко, что в настоящее время трудно даже предсказать, чего ты достигнешь». Получив такое поощрение, юный Джерри отважился пройти несколько шагов вперед, дабы водрузить табурет под сенью темплских ворот, а мистер Крэнчер мысленно обратился к себе самому с такой речью. «Джерри, ты честный промышленник, и есть надежда, что этот мальчик будет тебе отрадой и утешением в награду за все, что ты терпишь от его матери». Глава пятнадцатая Вязание на спицах К винной лавке месье де Фаржа посетители начали сходиться ранее обыкновенного. В шесть часов утра изможденные лица, заглядывая с улицы в его окна за железными решетками, могли рассмотреть внутри лавки другие изможденные лица, уже склоненные над порциями вина. Месье де Фарж никогда не держал особенно крепких вин. Но то вино, которое он продавал в настоящее время, было, вероятно, особенно жидко и при том кисло, судя по тому окисляющему действию, какое оно оказывало на потребителей, неизменно угрюмых и унылых. Не вакхическое пламя вылетало из виноградного сока, продаваемого месье де Фаржем, нет. Этот сок давал темный осадок, на дне которого тлел скрытый огонь. Уже третье утро подряд посетители сходились в такие ранние часы в виноторговлю месье де Фаржа. Это началось с понедельника, а сегодня была среда. Впрочем, питья было не так много, как тихих разговоров. С той минуты, как хозяева отпирали дверь своей лавки, в нее набиралось немало такого народу, который расхаживал из угла в угол, шептался, прислушивался, но не мог бы выложить на прилавок даже самой мелкой монеты, хотя бы ради спасения своей души. И эта часть публики ничуть не меньше была заинтересована всем, что тут происходило, чем если бы имела возможность заказывать себе целые бочки вина. И так они расхаживали из угла в угол, останавливаясь то здесь, то там, и с алчным видом поглощая вместо напитков устные рассказы. Невзирая на такой наплыв посетителей, хозяина не было в лавке. Никто и не спрашивал его. Никто из тех, кто переступал его порог, не дивился тому, что одна мадам де Фарш сидит у своей конторки и сама разливает вино, имея перед собой старую металлическую чашку с мелкими монетами, такими же стерными и потерявшими свой первоначальный облик, как и те бедняки, которые доставали их из своих обтрепанных карманов. Все были рассеяны, озабочены и с напряженным интересом чего-то ожидали, что могли заметить и шпионы, заглядывавшие в эту винную лавочку, как заглядывали всюду, начиная от королевского дворца и кончая коморкой, где содержался уголовный преступник. Карточные игры шли вяло, игравшие в домино начинали вдруг складывать башни из костяшек. Иные пользовались каплями вина, разбрызганными по прилавку, чтобы писать ими какие-то цифры и фигурки. Сама мадам де фарш задумчиво выкалывала зубочисткой узор на рукаве своего платья и присматривалась, и прислушивалась к чему-то невидимому, неслышному и бывшему где-то очень далеко отсюда. Таково было настроение в этой винной лавочке Сент-Антуанского предместья до самого полудня. В полдень два человека, покрытые дорожной пылью, шли по улицам этого предместья под висячими фонарями. Один из них был месье де фарш, другой крестьянин в синей шапке, по ремеслу мостовщик шоссе. Истомленные жаждой и пылью они вошли в лавку. Их прибытие произвело живительное впечатление в предместье, как бы зажгло электрическую нить. Почти во всех окнах и у всех дверей тех улиц, где они шли, появлялись возбужденные лица. Однако никто не пошел вслед за ними, и никто не произнес ни слова, когда они вошли в лавку, хотя все глаза устремились на них. «Здравствуйте, господа!» сказал месье де фарш. Все языки развязались разом, как бы по заранее условленному знаку, и все хором отвечали «Здравствуйте!» «Скверная погода, господа!» молвил де фарш, качая головой. На это каждый переглянулся со своим соседом. Потом все опустили глаза и сидели безмолвно, кроме одного, который встал и вышел из лавки. «Жена!» сказал де фарш, громко обращаясь к мадам де фарш. «Я прошел несколько миль вот с этим парнем. Он чинит дороги и зовут его Жак. Мы с ним встретились случайно за полтора дня ходьбы от Парижа. Он парень хороший, этот Жак. Дай ему напиться, жена!» Другой человек встал и вышел из лавки. Мадам де фарш поставила вино перед хорошим парнем, которого звали Жак. Он снял свою синюю шапку, поклонился всей компании и стал пить. За пазухой его блузы оказался кусок грубого черного хлеба. Он вытащил его, закусил и, медленно жуя и прихлебывая вино, стоял у конторки. Третий человек встал и вышел из лавки. Де фарш тоже выпил вина, однако меньше, чем было подано новому гостю, так как для него вино не было редким угощением. И, стоя у прилавка, ждал, пока земляк его поедал свой завтрак. Хозяин ни на кого не смотрел, и никто из присутствующих так же не смотрел на него, даже мадам де фарш, которая взяла в руки свое вязание и углубилась в работу. Покончил ты с едой, друг? спросил де фарш через некоторое время. Покончил, спасибо. Так пойдем? Я тебе покажу ту комнату, о которой я тебе говорил. Славная квартирка, как раз для тебя подходящая. Они вышли из лавки на улицу, с улицы во двор, со двора в дом, на высокую крутую лестницу, которая привела их на чердак. Тот самый чердак, где прежде седой человек сидел на низкой скамейке и, согнувшись, усердно шил башмаки. Седого человека теперь там не было, но были те трое людей, что поодиночке уходили из винной лавки. И между ними и тем седоволосым человеком, который был теперь далеко отсюда, существовала лишь та связь, что они когда-то смотрели на него сквозь щель в стене. Дефарш тщательно затворил дверь и сказал, понижая голос, «Жак первый, Жак второй, Жак третий, вот свидетель, за которым ходил по уговору я, Жак четвертый, он вам все расскажет». «Говори, Жак пятый». Парень, чинивший дорогу, утер свой загорелый лоб синей шапкой и спросил, «С чего начинать-то, сударь?» «Да начинай сначала», ответил Дефарш. «Так вот, господа», начал парень, «Ровно год тому назад, прошлым летом, увидел я его в первый раз. Он висел под каретой маркиза, держась за цепь. Дело происходило так, я только что встал с места, окончив воду». Солнце садилось, карета маркиза тихо ехала в гору, а он висел на цепи, вот так. И парень тотчас принялся сызного представлять всю сцену в лицах и, вероятно, успел достигнуть совершенства в исполнении, так как в течение целого года занимал и забавлял этим всех обитателей своей деревни. Жак первый тут вмешался в дело, спросив, видел ли он прежде этого человека. «Никогда не видывал», отвечал парень, снова принимая стоячее положение. Тогда Жак третий спросил, почему он позже его узнал. «По его высокому росту», сказал парень в пол голоса и приложив палец к носу. «Когда господин маркиз спрашивал меня в тот вечер, говоря, на что он похож, я так и сказал, длинный как призрак». «Ты бы должен сказать, маленький точно карлик», заметил Жак второй. «Да почем же я знал? Тогда еще дело не было сделано, и притом ведь он мне не сказал, что он затеял. Заметьте, даже и при тогдашних обстоятельствах я ничего лишнего не сказал. Господин маркиз указал на меня пальцем и говорит, эй, подать его сюда, подведите мне этого негодяя, чем же я виноват? Он в этом прав, тихо прошептал де фарш тому, который прерывал рассказ свидетеля. Ну, продолжай». «Ладно», молвил парень, принимая таинственный вид. Высокий человек пропал без вести, его искали сколько времени, девять, десять, одиннадцать месяцев. «Все равно, сколько месяцев», сказал де фарш. Он был хорошо запрятан, но, по несчастью, все-таки его отыскали. Продолжай. «Ну вот, я опять чинил дорогу на косогоре, и опять было дело на закате солнца. Только что я собрал свои инструменты и хотел идти домой в лощину, где уж совсем стемнело. Как поднял глаза и вижу. Идут по горе шестеро солдат, а среди них тот самый человек высокого роста, и руки у него привязаны к бокам, вот так». С помощью своей неизбежной синей шапки парень представлял из себя фигуру человека с локтями, прикрученными к бокам и связанного веревочными узлами сзади. Я посторонился и стал у кучи щебня посмотреть, как пройдут солдаты с арестантом, потому что дорога у нас пустынная, господа, и какое бы ни было зрелище, все стоит на него поглазеть. И сначала, пока не подходили, только мне и видно было, что это шесть солдат, да один высокий связанный человек, как черные тени на фоне неба. Только с той стороны, где садилось солнце, с того боку все они были словно очерчены красной каймой, господа. А еще видно было, что длинные тени от них легли поперек дороги и через лощину, туда, на противоположный склон горы, гигантские тени. И еще я видел, что они все покрыты пылью, и эта пыль вместе с ними подвигается вперед, и они идут как в облаке. Трамп, Трамп. Но когда они поравнялись со мной, я узнал того высокого, и он меня тоже узнал. Ах, как бы ему хотелось опять броситься головой вниз с горы, как в тот вечер, когда я в первый раз его увидел почти на том же месте. Он так описывал эту сцену, что видно было, как живо она ему представляется в эту минуту. Быть однако я виду не показал солдатам, что узнал этого человека, и он притворился, будто не узнает меня. Мы оба только глазами сговорились на этот счет. Вперед, говорит начальник отряда, указывая солдатам население, расположенное в лощине. Вперед, скорее ведите его к могиле. И они пошли скорее. Я за ними, и вижу, что руки у него вспухли, так они туго связаны, а деревянные башмаки на нем слишком велики и не складны, и он хромает. Так как он хромает, то понятно, не может скоро идти, отстает, и за это они его подгоняют вперед, вот так. Он представил, как они толкают его в спину прикладами ружей. С горы вниз они помчались как бешеные, и на ходу он упал ничком, они хохочут и поднимают его. Все лицо у него в крови, в пыли, но утереться он не может, потому что руки связаны, и они опять хохочут. Приводят его в деревню, вся деревня сбежалась смотреть, что такое. Его ведут мимо мельницы в гору, к тюрьме, и вся деревня видит, как в ночной темноте тюремные ворота растворились и поглотили его, вот так. Он широко открыл рот и вдруг захлопнул его звонко, стукнув зубами. Видя, что он, рассчитывая на этот эффект, долго не разжимает рта, Дефарш сказал «Продолжай, Жак». Парень привстал на цыпочки и заговорил шепотом «Вся деревня расходится по домам, вся деревня шепчется у колодца, потом все ложатся спать, и им снится этот несчастный, которого заперли там, на утесе, и никогда ему не выйти из неволи, пока не поведут на смерть. Поутру взял я свои инструменты на плечо и на ходу, пережевывая свой ломоть черного хлеба, пошел на работу. Только иду окольным путем, чтобы пройти мимо самой тюрьмы. И вижу я на самой верхушке. Сидит он внутри высокой железной решетки, как был накануне, весь в крови и в пыли. Руки у него по-прежнему связаны, он не может мне даже рукой махнуть, а я не смею окликнуть его. И он смотрит на меня безжизненными глазами. Дефарш и трое других мрачно переглянулись. У всех на лицах было выражение угрюмое, сдержанное, мстительное, а в манере держать себя было нечто таинственное и властное. Это было нечто вроде сурового судилища. Жак Первый и Жак Второй сидели на старой соломенной постели, подпершив подбородок ладонями и устремив глаза на рассказчика. Жак Третий слушал не менее внимательно, стоя на одном колене позади них, между тем, как нервная рука его беспрерывно разглаживала сетку тонких жилок вокруг его рта и носа. Дефарш стоял между ними и рассказчиком, которого он поставил против света из окошка, то и дело взглядывая то на него, то на них. «Продолжай, Жак», сказал Дефарш. Он оставался в этой клетке несколько дней к ряду. Вся деревня украдкой ходила на него смотреть, потому что все боялись. Но издали все поглядывали на утес, где стоит тюрьма, а по вечерам, когда дневной труд окончен, вся деревня собирается у колодца потолковать, и все взоры обращены к тюрьме. Прежде бывало всегда смотрели в ту сторону, где почтовый двор, а теперь все только и смотрят на тюрьму. У колодца поговаривали втихомолку, что, хотя он приговорен к смерти, но не будет казнен. Говорили, будто в Париже подавали о нем прошение, доказывая, что он взбесился, сошел с ума от горя, что раздавили его ребенка. Говорили, будто самому королю подано прошение. Почем я знаю, ведь это возможно. Может быть, этого и не было, а может, и было. — Слушай, Жак, прервал его номер первый. — Знай, что такое прошение было подано королю и королеве. Все мы, здесь присутствующие, кроме тебя, сами видели, как король взял это прошение среди улицы, сидя в своей коляске рядом с королевой. Вот этот самый де-фарш с опасностью для собственной жизни бросился перед королевскими лошадьми, остановил коляску и подал прошение. — И еще вот что послушай, Жак, — молвил номер третий, стоявший на одном колене с алчным видом, поводя рукой по сетчатым жилкам своего лица, выражавшего ненасытную жажду чего-то, только ни еды и ни питья. — Слушай, Жак, стража конная и пешая тотчас окружила просителя и стала его бить. — Слышишь? — Слышу, господа. — Продолжай, продолжай, — сказал де-фарш. — Ну вот, — снова заговорил земляк. Другие у колодца рассказывали, что его затем и привели в деревню, чтобы казнить на месте преступления, и что он непременно будет казнен. Говорили даже, что так как он убил господина Маркиза, а господин Маркиз был все равно, что родной отец своих подданных или рабов, что ли, то его и казнят как отцеубийцу. Один из стариков у колодца говорил, что убийцы вложат в руку нож, и эту руку сожгут перед его лицом. Потом понаделают ран на его плечах, на груди, на ногах, и в эти раны будут лить кипящее масло, расплавленное олово, смолу, воск и серу, а потом разорвут его на части, привязав к четырем сильным лошадям. Старик говорил, будто все это было сделано над одним преступником за то, что он покушался на жизнь покойного короля Людовика пятнадцатого. А может, он врет, почем я знаю, ведь я не ученый. Еще раз послушай, Жак, сказал человек с алчными глазами и нервно двигающейся рукой. Того преступника звали Дамиан, и все это над ним проделали среди бела дня на одной из площадей города Парижа. На это зрелище собралось множество народа всякого звания, а впереди всех сидели рядами знатные и важные дамы и до конца смотрели с большим интересом. До конца, Жак! А конец-то пришелся уж к ночи. В сумерках у него были оторваны обе ноги и одна рука, а он все еще дышал. И все это делалось... Постой, сколько тебе лет от роду? Тридцать пять, отвечал крестьянин, которому на вид было шестьдесят. Так это все происходило, когда тебе было уже больше десяти лет, и ты бы мог сам видеть это. Довольно, сказал Дефарш с суровым нетерпением. Черт побери, продолжай, Жак. Ну вот, одни говорят так, другие иначе, все шепчутся, и все об одном и том же, только и разговору, что об этом. Наконец, в ночь под воскресенье, когда все в деревне спало, из тюрьмы вышло несколько солдат. Сошли они с горы в деревню, и слышно было, как их ружья постукивают о мостовую. Нагнали рабочих, те роют землю, стучат молотками, а солдаты смеются и песни поют. На утро у колодца оказалась виселица футов сорок вышиной. Стоит и отравляет воду в колодце. Рассказчик поднял глаза на низкий потолок и, глядя скорее сквозь него, чем на него, указал пальцем вверх, как бы видя где-то в небесах эту виселицу. Все работы приостановлены, все собираются к колодцу, никто не выводит коров в поле, и коровы тут же с народом. В полдень забили в барабаны. Ночью в тюрьму прошли солдаты и маршируют теперь оттуда, и он идет, окруженный множеством солдат, он связан, как и прежде, а во рту у него затычка, крепко привязанная бечевкой, так что рот растянут и кажется, будто он смеется. Он вложил пальцы за щеки и оттянул их к ушам, чтобы показать, как это было. Наверху виселицы торчит нож острием кверху, и они вздернули его на виселицу на сорок футов над землей, так он висит там, отравляя воду в колодце. Все переглянулись, пока рассказчик оттирал шапкой пот, проступивший у него на лице при воспоминании об этом зрелище. Страшно, господа, как теперь женщинам и детям ходить за водой? Как собираться по вечерам потолковать между собой под такой тенью? Да, впрочем, что я говорю про тень? Когда я уходил из деревни в понедельник вечером на закате солнца, да поглядел назад с горы, так тень-то его протянулась поперек церкви, через мельницу, через тюрьму. Кажется, всю землю она покрыла, господа, вплоть до того места, где земля с небом сходится. Человек с алчным взором переглянулся с остальными и стал грызть себе палец. И все его пальцы дрожали от снедавшей его внутренней жажды. Вот и все, господа. Вышел я на закате солнца, как мне было сказано, и шел всю ночь и половину другого дня, пока не встретился на дороге вот с этим товарищем, как было условлено заранее. С ним я пошел дальше, и часть пути мы ехали, часть прошли пешком в течение вчерашнего дня и всю ночь. И вот я пришел сюда. После нескольких минут мрачного молчания Жак первый сказал, — Хорошо, ты действовал правильно и рассказал все в точности. Теперь подожди нас немного, выйди за дверь. — Я с охотой подожду, сказал крестьянин. Дефарш вывел его на лестницу, посадил там и вернулся к товарищам. Все трое стояли, близко столкнувшись головами, когда Дефарш снова вошел на чердак. — Как скажешь, Жак, спросил номер первый. — Включить в список? — Включить и обречь на истребление, отвечал Дефарш. — Великолепно, прокаркал алчный номер третий. — И замок, и всю породу, спросил первый. — И замок, и всю породу, подтвердил Дефарш. — Стереть с лица земли. Алчный человек с восхищением повторил. — Великолепно! И стал грызть другой палец. — Уверен ли ты, спросил Жак второй, обращаясь к Дефаржу, что никаких недоразумений не выйдет из нашего способа составлять списки. — Спору нет, оно безопасно, потому что кроме нас никто не может разобрать наших знаков. Но всегда ли мы сами будем в состоянии их разбирать? Или вернее, она-то разберет ли? — Жак, сказал Дефарш, выпрямляясь, если бы моя супруга взялась держать эти списки только в своей памяти, и то бы она ни словечко не пропустила, ни даже единой буквы. Раз она вязала их своими собственными знаками и петельками, для нее все эти имена ясны, как Божий день. Положитесь на госпожу Дефарш. Любому трусу легче самому себя уничтожить, нежели уничтожить хоть единую букву своего имени и своих провинностей и связанные летописи, которую составляет госпожа Дефарш. Послышался общий ропот одобрения и доверия в ответ на эти слова. Потом алчный человек спросил, скоро ли мы отправим назад этого деревенщину? Надеюсь, что он тут недолго проживет. Уж слишком он прост. Не опасно ли такого здесь держать? Он ничего не знает, сказал Дефарш. То есть ничего такого, за что бы мог попасть на такую же высокую виселицу? Я беру его на свое попечение. Оставьте его у меня, я за ним присмотрю, а потом отправлю его в путь. Ему хочется посмотреть на придворную знать. Хочется увидеть короля, королеву, придворных, ну и пускай полюбуется на них воскресенье. Как? воскликнул алчный, вытаращив глаза. Разве это хороший признак, что ему так хочется посмотреть на королевскую фамилию и на дворян? Жак, сказал Дефарш, если хочешь, чтобы кошке захотелось молока, покажи ей его вовремя. И собаке, коли хочешь, чтобы научилась хватать дичь, покажи заблаговременно дичь. Больше не было никаких пререканий. Выйдя с чердака на лестницу, они застали деревенского парня, задремавшим на верхней ступеньке. Они посоветовали ему лечь на соломенную постель и выспаться хорошенько. Он не заставил себя упрашивать, тотчас улегся и вскоре заснул. Для такого бедняка, каким был тогдашний деревенский батрак, винная лавочка Дефаржа представляла собой вполне удовлетворительное жилище. Если б не постоянный страх перед мадам Дефарж, которой он безотчетно и втайне опасался, жизнь его в Париже была бы преисполнена новых и приятных впечатлений. Но хозяйка целый день сидела за прилавком и так тщательно не обращала на него ни малейшего внимания, так твердо решилась не замечать его присутствие, что он вздрагивал с головы до ног всякий раз, как видел ее. В душе он был уверен, что эта женщина способна задумать выполнить такие вещи, которых он не в состоянии предвидеть, и что если бы в ее яркой изукрашенной голове зародилась мысль объявить, что она сама видела, как он убил человека, а потом содрал с него кожу, она бы сумела так представить дело, что он и впрямь оказался бы кругом виноват. Поэтому, когда настало воскресенье, деревенский парень был не слишком доволен, хоть и выразил свое удовольствие, по этому поводу, когда узнал, что мадам де Фарш будет сопровождать его и мужа в Версаль. Немало конфузило его и то обстоятельство, что, когда они туда поехали в Омнибусе, мадам де Фарш во всю дорогу вязала на спицах при всей публике, а еще более конфузило его то, что она не выпускала из рук вязания даже и тогда, когда они стояли в толпе, ожидая проезда королевской коляски. — Как вы прилежно работаете, сударыня, — сказал ей человек, стоявший рядом с ней в толпе. — Да, — отвечала мадам де Фарш, — у меня очень много дела. — А что вы, собственно, делаете, сударыня? — Мало ли что. — Например? — Например, саваны шью, — сказала мадам де Фарш очень спокойно. Сосед посторонился от нее и при первом удобном случае отошел подальше. Деревенский парень стал обмахиваться своей синей шапкой, находя, что тут невыносимая духота. Если ему для освежения нужно было присутствие короля и королевы, на его счастье это средство досталось ему очень скоро. Через несколько минут показалась золоченая коляска, в которой сидели широколицый король и красавица-королева, а за ними покатили в колясках все чины двора, длинная вереница смеющихся дам и изящных кавалеров, все нарядные, расфранченные, и столько тут было драгоценных каменьев, шелковых материй, пудры и всякой пышности, столько пренебрежительных гримасок и красивого презрения на лицах благородных особ обоего пола, что наш деревенщина совсем опьянел от благоговейного восторга и так усердно принялся кричать «Да здравствует король! Да здравствует королева! И да здравствуют все другие прочие!» Как будто никогда и не слыхивал о существовании вездесущего жака. Потом пошли сады, дворы, террасы, фонтаны, зеленые лужайки, опять король с королевой, опять дворцовая прислуга, еще больше важных господ и нарядных дам, и снова «Да здравствуют они все!» И парень так расчувствовался, что даже всплакнул от умиления. Все это заняло часа три, и все время он восхищался, благоговел, кричал, умилялся до слез, и все время Дефарш следовал за ним по пятам и придерживал его за шиворот, как будто боялся, как бы он не бросился на предметы своего кратковременного восторга и не растерзал их на части. «Браво!» — молвил Дефарш, покровительственно потрепав его по спине, когда спектакль кончился. «Ты славный парень!» Парень между тем начинал приходить в себя и серьезно подумывал, что он напрасно предавался таким восторженным демонстрациям, однако нет. «Таких-то ребят нам и нужно», сказал ему на ухо Дефарш. «Глядя на тебя, эти болваны думают, что нынешнее положение вещей будет длиться без конца. Эта уверенность придает им нахальство, а чем они будут нахальнее, тем скорее им конец». «Эгэ!» произнес парень, размышляя. «Ведь это правда». «Эти дураки ничего не понимают», продолжал Дефарш. «Они презирают самоо наше дыхание и готовы во всякое время задушить и тебя, и меня, и сотни таких, как мы. Для них жизнь их собак и лошадей во сто раз дороже нашей, а все-таки они только то и видят, что мы им показываем. Так пускай же еще немного ошибаются на этот лад, и чем сильнее будут ошибаться, тем лучше». Мадам Дефарш надменно взглянула на клиента и утвердительно кивнула. «Что до вас?» сказала она. «Вы ведь станете кричать и проливать слезы ради чего угодно, было бы зрелище да шум, так ли я говорю? Признайтесь». «Да, кажется, что так, сударыня». «Так что, если вам дадут большую кучу кукол и скажут, что вы можете их ломать и обдирать, а все, что останется, взять себе, ведь вы будете выбирать самых нарядных и разодетых кукол, не правда ли?» «Говорите же». «Конечно, сударыня». «Конечно, ну, а если вам покажут стаю пестрых птиц, которые не могут летать и велят выщипать перья вашу собственную пользу, ведь вы сначала приметесь за тех, у которых перья лучше и красивее, не так ли?» «Так точно, сударыня». «Ну, вот, вы сегодня видели и кукол, и птиц», сказала мадам де Фарш, указывая в ту сторону, куда удалилось блистательное зрелище. «А теперь ступайте домой». Глава шестнадцатая за тем рукоделием. Мадам де Фарш с мужем мирно возвращались домой в лоно Сент-Антуанского предместия, между тем, как деревенский парень в синей шапке пробирался темной ночью по пыльной пешеходной тропинке под тенью деревьев, окаймлявших большую дорогу, медленно подвигаясь в ту сторону, где величавый замок господина маркиза, ныне покоившегося в могиле, прислушивался к шелесту садовых деревьев. Каменные лица на стенах замка столько наслушались всяких рассказов от шептавшейся листвы и журчащего фонтана, что выражение их несколько раз менялось по смутному свидетельству тех немногих деревенских бедняков, которые в поисках за травой, годной в пищу, и за хворостом, годным на топливо, отваживались доходить до таких мест, откуда видны были большое каменное крыльцо, мощеный двор и терраса величавого замка. Этим отощавшим беднякам чудилось, что за этот год каменные лица глядели различно. Среди голодного и тощего людо, окружавшего замок, сложилась даже смутная и бледная легенда, будто бы в ту минуту, как нож вонзился в грудь маркиза, каменные лица, дотоли выражавшие только презрительную надменность, вдруг стали выражать гнев и страдания. А когда на виселице в сорок футов вышиной повисла над деревенским колодцем человеческая фигура, каменные лица опять переменили выражение, выказывая жестокое торжество удовлетворенного мщения, которое отныне останется на них вовеки. На том каменном лице, что красовалось под большим окном спальни, где совершилось убийство, на тонко очерченном носу образовались две легкие впадины, которые все признали теперь, а прежде никогда не замечали. В тех редких случаях, когда два-три смельчака решались пойти посмотреть на окаменевшее лицо господина Маркиза, едва лишь один из них отваживался указать на него своим костлявым пальцем, как уж вся компания в ужасе кидалась назад, путаясь во мху и в сухой листве наряду с зайцами и кроликами, судьба которых была счастливее их, потому что они здесь круглый год находили себе пропитание. Замок и хижины, каменные лица и фигура, качавшаяся на виселице, кровавое пятно на каменном полу спальни и прозрачная вода в деревенском колодце и тысячи акров земли, принадлежавшей поместью, и вся окрестная провинция, и сама Франция, окутанная ночной темнотой, еле виднелись под ночным небом. Так же и весь наш мир, со всем, что в нем есть великого и малого, заключается в пространстве одной мерцающей звезды. И как человеческий разум научился разлагать световой луч и познавать его составные части, так высший разум может разобраться в слабом мерцании нашего земного мира и разложить каждую мысль и каждое действие, всякий порог и всякую добродетель каждого из созданий, ответственных за свои поступки. Супруги де Фарш при свете звездного неба, громыхаясь в тяжеловесном общественном экипаже, подъехали к той из парижских застав, куда, естественно, вела их дорога из Версаля. Тут произошла обычная остановка у городских ворот, и из сторожевой будки вышли с фонарями сторожа для обычного освидетельствования проезжих. Месье де Фарш вышел из омнибуса, имея знакомых как среди солдат на гауптвахте, так и среди полицейских чинов. Один из полицейских оказался даже его близким приятелем, так что они очень нежно обнялись. Когда предместе снова приняло их в свои темные объятья, и де Фарш же, выйдя из омнибуса на перекрестке, пешком отправились по переулкам домой, меся ногами уличную грязь и всякие отбросы, мадам де Фарш обратилась к мужу с таким вопросом. — Ну, друг мой, что ж тебе сообщил сегодня полицейский Жак? — Да немногое успел сообщить, однако же сказал все, что ему самому известно. Дело в том, что в наш квартал назначили еще одного шпиона, может быть, и не одного, а еще нескольких назначили. Но он-то знает только одного. — Ну, хорошо, сказала мадам де Фарш, подняв брови с деловым видом. — Надо же его внести в список, как зовут этого человека. «Он англичанин, тем лучше. Как же его фамилия?» — Барсет, сказал де Фарш, выговаривая английское слово на французский лад. Однако же он так старался, как можно точнее запомнить составные буквы, что произнес почти совершенно правильно. — Барсет, повторила жена. — Ладно, а христианское имя? — Джон. — Джон Барсет, повторила она еще раз про себя, а потом вслух. — Хорошо, каков же он на вид? Известно ли это? — Как же? Возраст лет сорока, росту около пяти футов и девяти дюймов, черные волосы, смуглый цвет лица, довольно красивая наружность, темные глаза, лицо продолговатое, худощавое. Но с орлиной, но неправильной, слегка свернут на левую сторону, что придает ему зловещее выражение. — Э-э-э, да это целый портрет ей-богу, сказала мадам де Фарш, рассмеявшись. — Завтра же я внесу его в список. Они вошли в свою лавку, которая была заперта, потому что было уже заполночь. Хозяйка немедленно заняла свое обычное место за конторкой, пересчитала мелкие деньги, вырученные в ее отсутствие, проверила товар, просмотрела записи в счетной книге, записала что-то своей рукой, отчитала на все лады своего сидельца и, наконец, отослала его спать. Тогда она еще раз высыпала из чашки всю накопившуюся мелочь и принялась завязывать ее в узелки своего платка, чтобы удобнее было сохранить деньги в течение ночи. Между тем де Фарш с трубкой во рту расхаживал взад и вперед по лавке, молча любуясь распорядительностью своей супруги и ни во что не вмешиваясь. Впрочем, во всем, что касалось торговли и домашнего хозяйства, он вел себя точно так же в жизни. Ночь была душная. В лавке наглухо запертой и помещавшейся в такой неопрятной части города было жарко, и спертый воздух был наполнен вонючими испарениями. Месье де Фарш далеко не отличался тонкостью обоняния, однако запас вина в его лавке издавал запах гораздо более крепкий, нежели можно было ожидать по его вкусу. И, кроме того, тут сильно пахло ромом, водкой и анисовой настойкой. Де Фарш поморщился и фыркнул, отложив в сторону свою докуренную трубку. — Ты устал, сказала жена, взглянув на него и продолжая завязывать деньги в узелки. — Здесь ничем особенным не пахнет, воздух такой же, как всегда. — Да я немного утомился, сказал ее муж. — И к тому же немного приуныл, продолжала жена, быстрые глаза которой успевали и деньги считать, и пристально наблюдать за мужем. — Ох уж эти мужчины! — Однако же, милая моя! — Ничего не однако же, милый мой! — прервала его она, кивая очень решительно. — Не однако же, а просто ты сегодня нос повесил, вот что! — Ну что ж, — сказал Де Фарш, как будто из его груди насильно вырывали какую-то мысль. — Ведь это все так долго тянется. — Да, очень долго, — молвила жена. — Ну что ж, что долго? Для возмездия, для мщения всегда требуется много времени, иначе нельзя. — Молнии немного надо времени, чтобы поразить человека, — сказал Де Фарш. — А долго ли собираются тучи, из которых ударит молния? Ну -ка скажи, — спокойно проговорила жена. Де Фарш задумчиво поднял голову, как бы соображая, что эта мысль довольно верная. — Вот то же, когда бывает землетрясение, — продолжала мадам Де Фарш. — Оно в несколько секунд поглощает целый город, а скажи-ка, сколько нужно времени, чтобы подготовить землетрясение? — Должно быть много, — сказал Де Фарш. — Но назрев, оно разом обнаруживается, и все уничтожает в конец, а пока назревает, подземная работа все время подвигается, хоть ничего не видать и не слыхать. Тем и утешайся. Подожди. Сверкая глазами, она связала еще один узелок с такой энергией, как будто затягивала петлю на шее лютого врага. — Я тебе говорю, продолжала она, протянув правую руку ради большей выразительности. Хотя дело и долго тянется, но оно все время подвигается вперед. Я тебе говорю, оно идет безостановочно, ни перед чем не отступая, и с каждой минутой приближается. Посмотри кругом, вникни в жизнь всех, кто нас окружает, припомни их лица, их взгляды, сообрази, с какими настрадавшимися и обозленными людьми имеет дело Жакерия. Жакерия восстания крестьян во Франции в 14 веке, сопровождавшаяся пожарами, насилиями и убийствами. И как они с каждым часом становятся нетерпеливее и яростнее. Может ли удержаться такое положение вещей? Вот еще, конечно, нет. Бесстрашная моя, молвил де Фарш, стоя перед ней, слегка наклонив голову и заложив руки за спину, точно прилежный ученик перед учителем. Это все несомненно справедливо. И я не в этом сомневаюсь, но это длится так давно. И вполне возможно, ведь ты должна сознаться, что это возможно, что если это случится, то не на нашем веку. Ну так что же за беда? спросила мадам де Фарш, затягивая еще один узелок на шее воображаемого врага. Только та и беда, отвечал де Фарш, не то жалобно, только та и беда, что мы не будем свидетелями торжества. Зато знаем, что подготовили его, возразила она, значительно подняв руку. Все, что мы делаем, делается не понапрасну. Я всей душой верю, что мы будем участвовать в победе и сами увидим торжество. Но если бы и не случилось этого, если бы я, наверное, знала, что до этого не доживу, только покажи мне аристократа или тирана, дай только добраться до его шеи и я. Тут мадам де фарш стиснула зубы и с такой силой затянула узелок, что страшно было на нее смотреть. Постой, воскликнул де фарш, слегка покраснев, как будто чувствовал, что его подозревают в трусости. Ведь и я тоже, милая моя, не остановлюсь ни перед чем. Это так, но ты все-таки проявляешь малодушие. Для поддержания бодрости тебе нужно от времени до времени посмотреть на твою жертву, а ты старайся обойтись без этого. Когда придет время, спускай с цепи и тигра, и дьявола. Но до времени держи и тигра, и дьявола на цепи и не показывай их никому. Только смотри, чтобы они всегда были у тебя наготове. Мадам де Фарш подкрепила этот совет тем, что звонко стукнула набитыми узелками о прилавок, точно хотела разможить чей-то череп, потом сунула себе под мышку тяжелый платок и преспокойно заметила, что пора спать. На другой день, около полудня, эта удивительная женщина сидела в винной лавке на своем обычном месте и прилежно вязала на спицах. Возле нее на конторке лежала роза, и хотя она иногда взглядывала на цветок, лицо ее не меняло своего обычного выражения хозяйственной озабоченности. В лавке было немного посетителей. Одни пили, другие просто сидели или стояли в разных местах. День был очень жаркий, и многочисленные стаи мух, перелетая с места на место, простирали свои любознательные исследования до самого дна липких стаканчиков, расположенных на прилавке перед хозяйкой, и там внезапно умирали. Их смерть, по-видимому, не производила никакого впечатления на остальных мух, гулявших пока на свободе. Они смотрели на мертвых собратьев с таким хладнокровием, как будто сами они совсем не мухи, а слоны, или что-нибудь столь же непохожее на мух, а потом подвергались той же участи. Любопытно наблюдать, до чего легкомысленно бывают мухи, и очень вероятно, что в этот солнечный летний день именно так думали при дворе. В дверях показался человек, тень от него упала на мадам де Фарш, и она сразу почуяла в нем небывалого посетителя. Не глядя на него, она отложила свое вязание, взяла розу и стала прикалывать ее к своему головному убору. Удивительное дело! Как только хозяйка взяла в руки розу, посетители перестали разговаривать и начали поодиночке уходить из лавки. «Доброго утра, сударыня!» сказал новый гость. «Доброго утра, сударь!» Эти слова она произнесла громко, а про себя прибавила, снова взявшись за вязание. «Ага, здравствуй, любезный! Возраст около сорока лет, росту пять футов и девять дюймов, черные волосы, красивая наружность, смуглая кожа, темные глаза, длинное лицо, худощав, нос орлиный, но неправильный, слегка свернут налево, что придает лицу зловещее выражение «Здравствуй, голубчик!» «Будьте так добры, сударыня! Дайте мне рюмочку старого коньяка и глоток свежей холодной воды!» Хозяйка с самым любезным видом подала то и другое. «Какой превосходный у вас коньяк, сударыня!» Этот товар первый раз в ее жизни заслужил подобный отзыв, и мадам де Фарш, доподлинно знавшая историю этого напитка, знала, что он не стоит таких похвал. Однако она сказала, что ей лестно это слышать, и опять принялась за вязание. Посетитель в течение нескольких минут смотрел на ее пальцы, пользуясь случаем в то же время окинуть глазами все заведение. «Как искусно вы работаете, сударыня!» «Я привыкла к рукоделию!» «И какой хорошенький узор!» «Вам нравится?» — молвила она, с улыбкой взглянув на посетителя. «Очень нравится!» «Можно узнать, для чего предназначается ваше вязание?» «Так, для препровождения времени!» — отвечала мадам де Фарш, глядя на него с улыбкой и проворно перебирая спицы своими ловкими пальцами. «Значит, не для употребления?» «Это зависит от обстоятельств. Когда-нибудь, может быть, я найду для него подходящее употребление. Вот, если найду...» — прибавила она, вздохнув и с суровым кокетством тряхнув головой. «Тогда и это вязание пойдет в дело!» Достойно замечания, что обитатели предместья Сент-Антуан решительно не любили, когда мадам де Фарш носила в своем головном уборе розу. Два посетителя едва заглянули в лавку, притом в разное время, и уж собирались спросить себе вина, но, завидев ее головной убор, замялись на пороге, притворились, что ищут какого-то знакомого, которого в лавке не оказалось, и ушли. Что до тех, которые тут были, когда вошел этот новый посетитель, из них уж ни одного не осталось. Постепенно все разошлись. Шпион внимательно ко всему присматривался, но не мог подметить никакого условного знака. Уходя, каждый из гостей имел такой жалкий, нищенский и пришибленный вид, и заходил сюда как будто так случайно и бесцельно, что казалось вполне естественным, чтобы он и убирался так же беспричинно. Джон, думала про себя мадам де Фарш, высчитывая петельки узора на своем вязании и не спуская глаз с незнакомца. Постой еще немножко, и я при тебе вывяжу барсет. У вас есть муж, сударыня? Есть. И дети есть? Нет, детей нет. А дела идут плохо? Очень плохо, потому что народ беден. Ах да, несчастный бедствующий народ, и притом такой угнетенный, как вы говорите. То есть, как вы говорите, поправила его хозяйка, ввязывая в его имя какую-то черточку, не предвещавшую для него ничего хорошего. Извините, конечно, это я сказал, но очень естественно, что и вы так же думаете. Это несомненно. Я думаю, воскликнула хозяйка, возвышая голос. Нам с мужем некогда раздумывать, дай бог кое-как поддержать торговлю. Мы здесь только о том и думаем, как бы свести концы с концами. Вот и вся наша дума. И будет с нас этой заботы с утра до ночи, и нечего нам ломать себе голову заботами о других. Вот еще, стану я думать о других. Не на таковскую напали. Шпион, пришедший сюда с целью попользоваться хоть какими-нибудь малейшими крохами указаний, чувствовал себя совершенно сбитым с толку. Однако не хотел выразить этого на своем зловещем лице. А напротив, упершись локтем в конторку, он стоял с галантным бидом, понемножку прихлебывая из рюмки коньяк. А какое ужасное дело, сударыня, это казнь Гаспара. Ах, бедный Гаспар! Тут он испустил вздох глубочайшего сострадания. Вот еще, хладнокровно возразила мадам де Фарш. Раз люди пускают в ход ножи, это не может им пройти даром. Он должен был знать наперед, чем это пахнет. Доставил себе удовольствие и расплатился за него. Я думаю, сказал шпион, понизив свой мягкий голос до конфиденциального шепота и каждой чертой своего зловещего лица стараясь выразить щепетильность революционера, оскорбленного в своих заветных чувствах. Я думаю, что в здешнем околотке существует сильное возбуждение в пользу несчастного Гаспара. Замечается общее негодование и жалость к нему, не правда ли? Это, конечно, между нами. Право не знаю, отвечала мадам де фарш безучастно. А разве вы ничего такого не замечали? Вот и муж мой, сказала мадам де фарш. Хозяин винной лавки в эту минуту действительно появился в дверях, и шпион, притронувшись к полям своей шляпы, приветливо улыбнулся и сказал «Здравствуй, Жак». де фарш остановился и вытаращил на него глаза. «Здравствуй, Жак», повторил шпион уже не так уверенно и даже начиная конфузиться устремленного на него взгляда. «Вы ошибаетесь, сударь», сказал хозяин винной лавки. «Очевидно, вы принимаете меня за кого-то другого. Это совсем не мое имя, меня зовут Эрнест де фарш». «Ну, все равно», сказал шпион шутливо, но не без смущения. «Все таки здравствуйте». «Здравствуйте», сухо отвечал де фарш. «Я имел удовольствие поболтать с вашей супругой. И когда вы вошли только что, говорил ей, что в предместе Сент-Антуан, судя по слухам, замечается, да оно и неудивительно, большая симпатия и сильное негодование по поводу несчастной участи бедного Гаспаро». «Я ни от кого ничего такого не слыхал», сказал де фарш отрицательно качая головой. «В первый раз слышу». С этими словами он прошел за прилавок и встал, положив одну руку на спинку стула своей жены и через этот оплот глядя в глаза человеку, которого они оба ненавидели и оба с величайшим удовольствием застрелили бы сию минуту. Шпион, привыкший к таким проделкам, не менял своей непринужденной позы. Он осушил рюмочку коньяку, запил воды и попросил еще рюмочку. Мадам де Фарш налила ему коньяку, взялась опять за свое вязание и начала мурлыкать над ним какую-то песню. «Вы, как видно, хорошо знакомы с этой частью города, во всяком случае, лучше, нежели я», заметил де Фарш. «О, нет, но я надеюсь познакомиться с ней поближе. Меня заинтересовали несчастные обитатели здешнего околодка». «Вот как», пробурчал де Фарш. «Приятная беседа с вами, господин де Фарш», продолжал шпион, «напомнила мне, что у меня связаны с вашим именем некоторые интересные воспоминания». «Неужели?» молвил де Фарш вполне безучастно. «Как же, мне известно, что когда доктор Манат был выпущен из тюрьмы, вам, его старому слуге, было поручено позаботиться о нем. Вы его приняли с рук на руки, как видите, все эти обстоятельства мне известны». «Да, это верно», подтвердил де Фарш. Жена его, не переставая вязать и напевать песенку, случайно задела его локтем, давая понять, что благоразумнее будет что-нибудь отвечать, только покороче. «К вам же приезжала и дочь его», продолжал шпион. «Ее провожал такой чистенький господин в гладком паричке, как бишь его звали, Лори, кажется. Он еще служит в конторе Тельсона и компании, и они тогда взяли от вас доктора и увезли его в Англию». «Да, это верно», повторил де Фарш. «Не правда ли интересные воспоминания», сказал шпион. «Я был знаком с доктором Маннатом и его дочкой там, в Англии». «Да», молвил де Фарш. «Вы нынче редко имеете о них известие», сказал шпион. «Редко», отвечал де Фарш. «Вернее сказать», вмешалась мадам де Фарш, отрываясь от рукоделия и от песенки, «мы совсем ничего о них не знаем». В то время получили известие об их благополучном приезде в Англию, потом было еще одно или два письма, а с тех пор ничего. Они пошли своей дорогой в жизни, мы ведем свою линию, и в переписке с ними не состоим». «Совершенно справедливо, сударыня», сказал шпион. «А эта барышня собирается выходить замуж». «Как еще только собирается», сказала мадам де Фарш. «Она была такая хорошенькая, что я думала, она давно замужем. Но вы, англичане, такие хладнокровные». «О, почем вы знаете, что я англичанин?» «По вашей речи», отвечала хозяйка. «А у вас выговор английский, стало быть, и порода английская». Он не мог принять этого замечания за комплимент, но постарался вывернуться посредством любезной шутки. Покончив со второй рюмкой коньяку, он сказал, «Как мисс мисс Манетт выходит замуж, только не за англичанина. Он так же, как и она, французского происхождения. И, кстати, о Гаспаре. Ах, бедный Гаспар, ужасная, ужасная казнь». Любопытно, что она выходит замуж за племянника господина маркиза, из-за которого Гаспар вздернули на такую высокую виселицу, или, лучше сказать, за теперешнего маркиза. Но он живет в безвестности. В Англии никто не знает, что он маркиз. Он там Чарльз Дарней. Фамилия его матери была Деоней. Госпожа де Фарш продолжала вязать твердой рукой. Но на ее мужа эти известия произвели заметное впечатление. Он всячески старался скрыть свое волнение, возился за конторкой, набил себе трубку, высек огня, раскурил ее. Что не делал, видно было, что он смущен, и руки его дрожали. Шпион не был бы шпионом, если бы всего этого не подметил и не запомнил. Видя, что, наконец, попал в цель, и что из этого впоследствии можно что-нибудь извлечь, а между тем никаких других посетителей не было, и посторонних разговоров заводить было не с кем, мистер Барсет заплатил за свою выпивку и распростился с хозяевами. Перед уходом он с самым любезным видом заявил, что рассчитывает на удовольствие дальнейшего знакомства с месье и мадам де Фарш. Когда он вышел из лавки на улицу, муж и жена еще некоторое время оставались в тех же позах, на случай, чтобы он не застал их врасплох, если вздумает воротиться. «Может ли это быть?» тихо сказал де Фарш, стоя с трубкой в зубах и по-прежнему одной рукой опираясь на спинку стула своей жены. «Правда ли, что он сказал насчет мамзель Манат?» «Раз он сказал, вероятно, это вздор», отвечала она, слегка подняв брови. «А впрочем, может быть и правда». «А если правда?» начал де Фарш и замолчал. «Ну что ж, коли правда?» спросила жена. «И если случится все, что должно быть, и мы доживем до торжества, надеюсь, ради нее, что судьба не допустит ее мужа вернуться во Францию». «Что бы ни случилось», сказала мадам де Фарш с обычным своим спокойствием, «Ее муж от своей судьбы не уйдет и кончит тем, чем должен кончить, а больше я ничего не знаю». «Странно, однако, по крайней мере, теперь мне это кажется очень странным», продолжал де Фарш, как будто желая поставить жену на свою точку зрения, «что после всего нашего сочувствия к ее отцу и к ней самой, в ту самую минуту, как мы узнали о ее замужестве, ты своей собственной рукой внесла имя ее мужа в число осужденных и поставила его рядом с именем того подлеца, что только что был тут. «Мало ли будет еще более странных совпадений в тот час, когда на нашей улице будет праздник», отвечала жена. «Да, они оба у меня тут записаны, это верно, и оба попали сюда по заслугам, а больше мне ничего не требуется». Она сложила свою работу и стала отшпиливать розу, которая была приколота к косынке, повязанной на ее голове. Почуяло ли население предместе, что это ненавистное украшение снято, или вокруг лавки бродили люди, сторожившие момент его исчезновения, но как только роза была устранена, посетители отважились снова зайти в лавку, и вскоре она приняла свой обычный вид. Вечером, когда предместе особенно выворачивалось наизнанку, в том смысле, что всякий или сидел на окне, или присаживался на пороге наружной двери, или стоял на углах и перекрестках грязных улиц и переулков, стараясь вдохнуть более свежим воздухом, мадам де фарш с вязанием в руках имела привычку бродить с места на место, переходя от одной группы к другой и выполняя миссию особого рода. Она была миссионерша, вестовщица, и таких было немало в ту пору. Не дай бог, чтобы когда-нибудь в мире они появились опять. Все женщины что-нибудь вязали на спицах. Рукоделие было самое дряное, но этот машинальный труд служил механической заменой пищи и питья. Руки были заняты, тогда как нечем было занять желудок и челюсти. Если бы эти костлявые пальцы не были в движении, пустые желудки давали бы себя чувствовать гораздо резче. Но пока действовали пальцы и глаза смотрели живее, и мысль работала упорнее. И по мере того, как мадам Сан-де-Фарш переходила от одной женской группы к другой, все три сорта деятельности оживлялись, и каждая из женщин, с которыми она заговаривала, смотрела яростнее и быстрее перебирала спицами. Сам Сан-де-Фарш с трубкой в зубах стоял на пороге своей лавки и со стороны любовался на свою жену. «Вот великая женщина!» говорил он. «Сильная женщина, и какая она величавая! Ужас, какая величавая!» Между тем стало смеркаться. С церковных башен понеслись звуки колоколов. Издали доносился барабанный бой королевской гвардии, а женщины сидели и все перебирали спицами. Наконец, совсем стемнело. В то же время тьма иного рода начинала окутывать местность. Наступала та темная пора, когда приятный звук колоколов, звонивших теперь со многих стройных башен во всей Франции, должен был смениться грохотом пушечных выстрелов, а барабанный бой должен был заглушить жалкий голос того, кто в эту минуту был еще могучим воплощением власти и роскоши, свобода и жизни. Близилось время, когда эти самые женщины будут сидеть и все так же вязать, 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 группируясь вокруг некоего сооружения, которого никто еще пока не строил, и пальцы их будут все так же проворно двигаться. Но они будут читать не петельки своего вязания, а те человеческие головы, что будут падать одна за другой. Глава семнадцатая Одна ночь Никогда еще заходящее солнце не обдавало более ясным блеском тихого закоулка в квартале Сохо, как в тот достопамятный вечер, когда доктор Маннет и дочь его сидели вдвоем на дворе под тенью чинары. И полная луна никогда не серебрила более мягким сияньем города Лондона, чем в тот вечер, когда она застала их сидевшими все на том же месте, и заглянув на них сквозь древесную листву озарила их лица. На завтра назначена была свадьба Люси. Ей захотелось посвятить этот последний вечер своему отцу, и они были одни под деревом. — Папа, милый, счастливы вы теперь? — Вполне счастлив, дитя мое. Они мало говорили, хотя долго сидели так вдвоем, пока было настолько светло, что еще можно было работать или читать, она не принималась за свое всегдашнее рукоделие и не читала ему вслух. Она всегда в эту пору либо читала ему, либо работала, сидя с ним под этим деревом. Но нынешний вечер был совсем особенный, не похожий на прежние вечера. «И я тоже сегодня очень счастлива, дорогой папа, глубоко счастлива любовью, которую сам Господь благословил, моей любовью к Чарльзу и его любовью ко мне. Но если бы моя дальнейшая жизнь не посвящалась все-таки вам, если бы мои обстоятельства так сложились, что мое замужество отдалило бы меня от вас хоть на несколько улиц, я не могла бы чувствовать себя счастливой. Меня бы совесть мучила так сильно, как не умею выразить. Даже и теперь при настоящих условиях... При настоящих условиях голос ее оборвался, и она не могла больше говорить. При печальном свете луны она обвела руками его шею и прижалась лицом к его груди. Лунный свет всегда печален, так же, как и солнечный, да и тот свет, что зовется жизнью человеческой. Все они печальны при восходе и при закате. Милый мой, бесценный, можете ли вы теперь еще рассказать мне, что нисколько не сомневаетесь в том, что никакие новые привязанности, ни мои новые обязанности никогда не станут между вами и мной? Я-то знаю это, но знаете ли вы? В глубине вашей души уверены ли вы в этом? Отец отвечал тоном такого твердого убеждения и так бодро, что едва ли это могло быть притворно. — Совершенно уверен моя душечка и даже больше того, прибавил он нежно целуя ее. Будущее кажется мне гораздо надежнее и радостнее моя Люси, когда я смотрю на него сквозь призму твоего замужества, а без этого оно бы не было и не могло быть сколько-нибудь светло. Ах, если бы я могла надеяться, что это так, папа! — Верь, моя милая, что оно так и есть. Посуди сама, как просто и естественно одно вытекает из другого. Ты так молода, так всецело мне предана, что не можешь себе представить, до какой степени я опасался, чтобы жизнь твоя не пропадала даром. Она захотела зажать ему рот рукой, но он взял эту руку и, держа ее в своей, повторил. — Да, именно, я боялся, как бы она не пропала даром, как бы ты не вышла из обычной и естественной колеи, и все из-за меня. Ты по своему бескорыстию не способна понять, как меня мучили эти соображения, но ты сообрази только, как же я мог быть вполне счастлив, когда твое счастье было неполно. Если бы я никогда не встречала Чарльза, папа, я была бы вполне счастлива с тобой одним. Он улыбнулся ее бессознательному признанию, что, раз встретив Чарльза, она была бы без него несчастна, и сказал, «Но ведь ты встретила его, и он твой Чарльз. А если бы это не был Чарльз, был бы кто-нибудь другой, но если бы не было другого, я был бы тому причиной, и тогда мрачная сторона моей жизни распространила бы свою тень за пределы моего существа, и эта тень пала бы на тебя». С тех пор, как они давали показания в суде, в первый раз она услышала из его уст такой намек на период его страдальческого заточения. Эти слова поразили ее, как нечто странное и новое, и она долго помнила впоследствии все подробности этого разговора. «Посмотри», сказал доктор, подняв руку и указывая на луну. «Я смотрел на нее через окно моей тюрьмы, и тогда ее свет был невыносим для меня». Мне была так мучительна мысль, что она где-то освещает все то, что я потерял, что я с отчаяния бился головой о стены тюрьмы. Я смотрел на нее в состоянии такого литургического отупения, что только и думал о том, сколько поперечных линий может на ней уместиться во время полнолуния, и сколько раз можно их пересечь в перпендикулярном направлении. Он пристально глядел на луну и через минуту прибавил, степенно рассуждая сам собой. Помню, что в обе стороны приходилось по двадцать линий, только двадцатая умещалась трудом. Странное волнение, с которым она прислушивалась к этим воспоминаниям минувшего, все увеличивалось по мере того, как он предавался им. Впрочем, он говорил об этом так спокойно, что опасаться было нечего. Казалось, что он просто сравнивает свое теперешнее благополучие с теми лютыми бедствиями, которые уже прошли. Глядя на эту луну, я тысячи раз думал о нерожденном младенце, от которого меня оторвали. Жив ли он? Родился ли живой, или удар, поразивший бедную мать, убил его? Сын ли это, который когда-нибудь отомстит за отца? Было время, когда я, сидя в тюрьме, ненасытно жаждал мести. Или это сын, который никогда не узнает истории своего отца, и еще, может быть, подумает, что отец скрылся и пропал по собственной инициативе, добровольно. Или это дочь, которая вырастет и будет женщиной. Она крепче прильнула к нему и поцеловала его сначала в щеку, потом в руку. Я представлял себе эту дочь, совершенно позабывшей о моем существовании, скорее даже совсем ничего не знавшей обо мне. Я высчитывал ее возраст год за годом, следя за тем, как она подрастала. Воображал ее замужем за человеком, тоже не имевшим понятия о моей судьбе. Так что для живущих я был уже мертвец, а для следующего поколения совсем ничто. Папочка, мне больно слушать, что вы могли так думать даже о несуществовавшей дочери, так больно, как будто я и есть эта самая дочь. Ты, Люси, ты для меня такое утешение, такая отрада, что я оттого и вспоминаю теперь об этих ужасах. Они невольно проходят передо мной на фоне этой луны в этот последний вечер. О чем бишь я говорил сейчас? Вы говорили, что она ничего не знала о вас, что она о вас не думала и не любила вас. Да-да, но зато в другие лунные ночи, когда этот печальный свет и полная тишина затрагивали во мне иные струны, навевая на душу грустное и мирное настроение, как и всякое чувство, основанное на печали, я воображал, что она придет в мою келью, возьмет за руку и выведет из этих стен на волю. Я часто видел ее облик в лунном свете, так же ясно, как теперь вижу тебя, только никогда я не держал ее в своих объятиях. Она стояла между решетчатым окошком и дверью, но ты понимаешь, это была не та дочь, о которой я говорил сначала. То есть облик был другой, или вы иначе ее воображали? Нет, все было другое, совсем не то. Та представлялась моему расстроенному зрению в виде безжизненной фигуры, она была неподвижна, а тот призрак, который я усиленно вызывал, была другая, более реальная дочь. О ее внешности я знаю только, что она была похожа на мать. У той другой тоже было это сходство, как и у тебя, но на другой лад. Понимаешь, Люси? Нет, едва ли ты можешь это понять. Надо долго побывать одиноким узником, чтобы понять запутанные оттенки подобных ощущений. Он был спокоен и вполне владел собой, но тем не менее кровь стыла в ее жилах, когда она слушала, как он подробно разбирает свое давно минувшее состояние. В этом более спокойном состоянии я воображал, как она приходила ко мне в лунном свете и уводила меня к себе домой, показать, как она живет замужем и как ее жизнь полна нежных воспоминаний о пропавшем отце. Мой портрет висел в ее комнате, и она вспоминала меня в своих молитвах. Ее жизнь была деятельна, полезна и радостна, но все вокруг нее было проникнуто памятью о моей злосчастной истории. «Эта дочь была я сама, папа, хоть и не такая хорошая, как она, но по силе своей любви к вам я на нее похожа». «Она показывала мне детей своих», продолжал доктор. «И они слыхали обо мне, она научила их жалеть меня. Проходя мимо государственной тюрьмы, они всегда держались поодаль от ее мрачных стен, и, глядя вверх, на окошке за железными решетками, шептались между собой. Не в ее власти было дать мне свободу, и я представлял себе, что она каждый раз приводила меня обратно в тюрьму, показав мне свой дом и детей. Но после таких видений я обретал благодатную способность плакать, падал на колени и со слезами благословлял свою дочь. Надеюсь, что я и есть эта дочь, папа. Милый мой, бесценный, можешь ли ты так же горячо благословить меня завтра? Люси, я оттого и вызываю в памяти все эти прошлые печали, что сегодня имею причины любить тебя больше, чем могу выразить, и благодарю Бога за свое великое счастье. Я никогда и не воображал, что возможно такое счастье, какое я узнал с тобой и какого ожидаю в будущем. Он обнял ее, торжественно призвал на нее благословение Божие и смиренно возблагодарил Бога за то, что он даровал ему такую дочь. Вскоре после того они вернулись в дом. На свадьбу никого не приглашали, исключая мистера Лори. Решили обойтись даже без невестенных подруг, заменив их единственной неуклюжей особой мисс Прос. Ради молодых даже и квартиры не меняли. Оказалось, что прежнее помещение можно расширить, заняв те комнаты верхнего этажа, где прежде квартировал никому неведомый и невидимый жилец, а больше им ничего не было нужно. За ужином доктор Маннет был очень весел. Они сидели только втроем за столом и третий была мисс Прос. Он пожалел, что Чарльз не пришел, даже немножко поворчал на это, не зная, что его отсутствие было вызвано просьбой Люси и с любовью выпил за его здоровье. Пришло наконец время пожелать Люси спокойной ночи, и они разошлись по своим комнатам. Но часу в третьем по полуночи, когда все было тихо, Люси опять сошла вниз и прокралась в его спальню, мучимая какими-то смутными опасениями. Однако все было на месте и в полном порядке, он крепко спал, его седые волосы живописно раскинулись на подушки, а руки спокойно лежали поверх одеяла. Она отставила подальше свою свечу, тихо подошла к его постели и поцеловала его, потом наклонилась к нему и стала на него смотреть. Красивое лицо его носило горький отпечаток долгого заточения, но он старался стереть эти следы с такой твердой настойчивостью, что даже во сне они не проступали с достаточной резкостью. Это лицо было так замечательно своим выражением спокойной, решительной и осторожной борьбы с невидимым противником, что вряд ли в ту ночь можно было найти во всем обширном царстве сна хоть одно подобное лицо. Она робко дотронулась рукой до его бесценной груди и внутренне произнесла молитву, чтобы ей пришлось оставаться верной ему до конца жизни, как того требовала ее дочерняя любовь и как того заслуживали его несчастье. Потом она отняла руку, еще раз поцеловала его и ушла наверх. Солнце взошло, и тень от листвы чинары легла на него и трепетала на его лице так же легко и тихо, как тихо шевелились ее уста, когда она за него молилась. Глава восемнадцатая Девять дней В день свадьбы солнце взошло светло и радостно, и участники церемонии собрались в средней комнате перед запертой дверью докторского кабинета, где доктор в это время разговаривал с Чарльзом Дарнием. Все были готовы идти в церковь, и прекрасная невеста, и мистер Лори, и мисс Прос, которая с течением времени успела так примириться с неизбежностью, что этот день был для нее днем полного блаженства, если бы ее втайне не смущало соображение, что на месте жениха следовало бы быть ее брату Соломону. «Вот как!» говорил мистер Лори, который не мог налюбоваться на невесту, и несколько раз обошел ее кругом, чтобы не пропустить ни одной подробности ее скромного и красивого наряда. «Итак, моя милая Люси, вот для чего я привез вас через канал, вот такую маленькую, господи помилуй, вот уж не думал, не гадал, чем это кончится, даже не воображал, что везу такое сокровище для моего друга Чарльза, и не знал, что он будет передо мной в неоплатном долгу. Вы ее не для этого везли», заметила обстоятельная мисс Прос. «И ничего не могли знать заранее, это все глупости». «Неужели?» «Ну, хорошо, только вы не плачете», сказал благодушный мистер Лори. «И не думаю плакать, это вы плачете», отрезала мисс Прос. «Я, моя милая?» Мистер Лори иногда позволял себе теперь немножко любезничать с ней. «Да, вы! Я сейчас сама видела и не удивилась. Вы им подарили такое отменное серебро, что от такого подарка всякого человека слеза прошибет. Вчера как принесли от вас ящик, да я стала его разбирать. Я над каждой вилкой и ложкой так плакала, что под конец ослепла совсем». «Мне в высшей степени лестно это слышать», сказал мистер Лори. «Но клянусь честью, я не с тем посылал эти простенькие вещицы на память, чтобы кто-нибудь от них мог ослепнуть. Боже мой! Вот один из тех случаев, при которых человек поневоле размышляет о том, что он в жизни потерял. Да-да-да, как подумаешь, вот уж почти пятьдесят лет, как могла существовать на свете некая миссис Лори». «Нисколько!» фыркнула мисс Прос. «Вы полагаете, что такая дама никогда не могла существовать?» осведомился мистер Лори. «Никогда!» заявила мисс Прос. «Вы самые колыбеливали старым холостяком!» «Ну что ж», молвил мистер Лори, сияющей улыбкой, поправляя свой каштановый паричок. «Это очень вероятно!» «Вы и на свет родились холостяком!» продолжала мисс Прос. «Это дело было решено еще прежде, чем вы попали в колыбель!» «В таком случае», сказал мистер Лори, «я нахожу, что со мной было поступлено скверно, и следовало бы спросить моего мнения насчет моего будущего назначения, но довольно об этом». «Ну, моя милая Люси», тут он ласково обнял ее за талию. «Я слышу, что сейчас придут из той комнаты, и мы, смис Прос, как люди обстоятельные и деловые, воспользуемся случаем сказать вам еще несколько слов, которые могут вас успокоить. Вы покидаете своего добрейшего отца душа моя на такие же усердные и любящие руки, как и ваши собственные. Мы о нем будем всемерно заботиться и всячески за ним ухаживать. В течение предстоящих двух недель, пока вы будете в Орвик шире, я даже Тельсона в банк заброшу до некоторой степени, и на первом плане у меня постоянно будет ваш отец. И когда по истечении двух недель он приедет к вам, и вы вместе с ним и с возлюбленным мужем отправитесь еще на две недели погулять в Уэльсе, вы должны будете признать, что мы отпустили его к вам в вожделенном здравии и в наилучшем расположении духа. Но вот я слышу, как кто-то подошел к двери, дайте же я поцелую мою милую девочку, и преподам ей свое стариковское благословение перед тем, как кто-то придет за своей нареченной невестой. Он взял ее ладонями за обе щеки, и слегка подавшись назад, с минуту смотрел на знакомое выражение ее лица. Потом приложился к ее золотистым кудрям с такой искренней и утонченной нежностью, что если она была и старомодна, то скорее стара, как мир. Дверь докторской спальни отворилась, и оттуда вышел доктор вместе с Чарльзом Дарнием. Он был до такой степени бледен, чего не было в то время, как он запирался там с Чарльзом, что ни кровинки не видно было на его лице. Но самообладание нисколько не изменило ему, и только опытный глаз мистера Лори подметил легкие признаки того испуганного и уклончивого выражения, которое леденило его черты, точно его обвеяло холодным ветром. Доктор взял дочь под руку и повел ее с лестницы к карите, которую мистер Лори нанял для такого торжества. Остальные поехали в другой карите, и вскоре в одной из соседних церквей, где ни один посторонний глаз не мог их видеть, Чарльз Дарней благополучно сочетался браком с Люси Маннет. Помимо тех слез, которые пополам с улыбками блестели на глазах у всех участников торжества, по окончании этой церемонии несколько бриллиантов засверкали ярким блеском на руке новобрачной, появившись вдруг из глубины одного из карманов мистера Лори. К завтраку все вместе вернулись домой, все сошло прекрасно, и, наконец, золотистые кудри, смешавшиеся когда-то с седыми волосами бедного башмачника на одном из парижских чердаков, еще раз перемешались в это солнечное утро на пороге родительского дома в минуту расставания. Тяжело им было расставаться, хоть и ненадолго. Но отец ободрял ее и, наконец, нежно освобождаясь от ее объятий, сказал, «Берите ее, Чарльз, она ваша». В последний раз ее дрожащая рука махнула им из окна почтовой кареты, и они уехали. В закоулке не бывало ни любопытных, ни праздно шатающихся, притом приготовления к свадьбе были просты и несложны, и доктор с мистером Лори и мисс Прос остались совсем одни. В ту минуту, как они вступили обратно в приятную тень прохладных сеней, мистер Лори заметил вдруг во внешности доктора большую перемену, как будто богатырская золотая рука, торчавшая из стены, нанесла ему тяжелый удар. В последнее время он сильно сдерживал себя, и можно было ожидать, что, когда повод к сдержанности пройдет, он до некоторой степени даст себе волю. Но мистер Лори был встревожен тем, что на лице доктора снова появилось старое выражение испуга и недоумения. А когда он растерянно схватился за голову и как-то машинально побрел в свою спальню, как только они вошли наверх, мистер Лори невольно вспомнил виноторговца де Фаржа и путешествия в Карите под звездным небом. «Я думаю», шепнул он на ухо мисс Прос, с тревогой поглядев вслед доктору, «Я думаю, лучше будет теперь не заговаривать с ним и совсем не беспокоить его». «Мне нужно заглянуть в банк, поэтому я отправлюсь туда сейчас и скоро вернусь, потом мы повезем его прокатиться за город, где-нибудь там пообедаем и все обойдется отлично». Но легче оказалось заглянуть в банк, чем выглянуть оттуда. Мистера Лори задержали часа два. Возвратясь в Сохо он один поднялся по знакомой лестнице, ни о чем не расспрашивая служанку, но, вступив в приемную доктора, остановился, заслышав глухое постукивание молотком. «Боже мой милостивый!» промолвил он, вздрогнув. «Что это такое?» Мисс Прос с испуганным лицом вмиг очутилась рядом с ним и, ломая руки, говорила «О, господи, ох, все пропало! Что я теперь скажу птичке? Он меня не узнает и шьет башмаки!» Мистер Лори всячески постарался ее успокоить и сам пошел в комнату доктора. Скамья была повернута к свету, как в ту пору, когда он в первый раз видел башмачника за работой. Голова его была низко наклонена, и он трудился очень усердно. «Доктор Меннет, мой дорогой друг, доктор Меннет!» Доктор оглянулся на него не то вопросительно, не то сердито, как бы в нетерпении от того, что пристают с разговорами, и опять принялся за работу. Он был без сюртука и без жилета. Рубашка его была расстегнута у ворота, как в прежние времена, когда он занимался тем же ремеслом. Он как будто успел похудеть, и лицо его приняло тогдашний бесцветный и осунувшийся вид. Работал он прилежно и торопливо, как бы стараясь наверстать потерянное время. Мистер Лори посмотрел, что он делает, и увидел в его руках башмачок прежнего размера и фасона. Другой, уже готовый, лежал тут же. Мистер Лори взял его и спросил, что это такое. «Башмак, дамский башмак для гулянья», пробормотал он, не глядя на него. «Его давно следовало закончить. Оставьте». «Но, доктор Манет, взгляните на меня». Старик повиновался машинально и покорно, как прежде, и не отрываясь от работы. «Вы меня узнаете, мой дорогой друг? Подумайте. Вам неприлично такое занятие. Подумайте, дорогой друг мой». Ничем нельзя было заставить его сказать хоть что-нибудь. Когда его просили поднять глаза и взглянуть, он каждый раз исполнял просьбу, оглядывая, но не произносил ни единого слова. Работал, работал молча, и человеческая речь не находила в нем никакого отголоска. Единственный луч надежды, уловленный мистером Лори, состоял в том, что он иногда по собственному почину украдкой оглядывался на него. И при этом взгляд его выражал смесь любопытства с недоумением, как будто ему хотелось согласовать в своем уме какие-то противоречия. Мистер Лори сразу увидел настоятельную необходимость двух вещей. Во-первых, чтобы держать это в секрете от Люси. Во-вторых, скрыть от всех знавших доктора. Сговорившись с мисс Прос, он немедленно стал распространять известие, что доктор захворал и нуждается в абсолютном покое. Что же касается до того, как обмануть его дочь, порешили, что мисс Прос ей напишет, будто доктор внезапно отозван к больному, а ей будто бы наскоро написал две-три строчки и поручил отправить с той же почтой на имя Люси. Принять подобные меры было не лишне ни в коем случае, но мистер Лори продолжал надеяться, что доктор скоро очнется. Если бы это случилось, он имел в виду еще одну комбинацию, он вознамерился посоветоваться о здоровье доктора с таким врачом, которого считал наиболее талантливым и компетентным в этом деле. В надежде, что он скоро придет в себя, и тогда можно будет прибегнуть к выполнению этой третьей меры, мистер Лори решил наблюдать за ним неусыпно, не подавая и виду, что наблюдает. Ради этого он в первый раз в жизни взял отпуск в Тельсоновом банке и занял место у одного из окон в спальне доктора. Вскоре он убедился, что заговаривать с ним более чем бесполезно, потому что всякое приставание только мучило его. С первого же дня он оставил всякую попытку заводить беседу, порешив лишь постоянно быть у него на глазах и своим поведением безмолвно опровергать ту фантазию, в которую доктор впал или начинал впадать. Для этого мистер Лори сидел все время у окна, читал, писал и старался на все лады в приятной и естественной форме показать, что тут не тюрьма, а частная квартира, в которой царствует полная свобода. В первый день доктор Манн отпил и ел все, что ему давали, и работал до тех пор, пока совсем не стемнело и ничего больше не было видно. Однако за полчаса перед тем было настолько темно, что мистер Лори ни за что в мире не мог бы рассмотреть ни печатного, ни писанного. Когда башмачник сложил и оставил свои инструменты до утра, мистер Лори встал и спросил его, не хотите ли пройтись? Доктор совершенно по-старому посмотрел в пол на обе стороны, потом по-старому поднял голову и прежним глухим голосом повторил «Пройтись?» «Ну да, погулять со мной. Отчего бы не пойти?» Он не делал усилия сообразить, отчего бы не пойти, и не отвечал ни слова. Сидя в темноте и совсем согнувшись на скамейке, опершись локтями на колени и положив голову на руки, он задумался. И мистеру Лори показалось, что он смутно повторяет про себя этот вопрос «Отчего бы?» Практический человек сообразил, что это хороший признак и что этим можно руководствоваться впоследствии. Мисс Прос сговорилась с ним сторожить по ночам поочередно и наблюдать за доктором из соседней комнаты. Он долго ходил взад и вперед, прежде чем лечь в постель, но когда улегся, то уснул скоро. Поутру он встал рано, тотчас пошел к скамейке и принялся за работу. На второй день с утра мистер Лори бодро поздоровался с ним, назвав его по имени, и стал говорить о знакомых предметах, интересовавших их в последнее время. Доктор ни слова не отвечал, но видно было, что он слышит сказанное и даже обдумывает, хотя очень смутно. Это побудило мистера Лори пригласить мисс Прос приходить со своим рукоделием, что она и делала по нескольку раз в день. При этих случаях они, как ни в чем не бывало, преспокойно разговаривали о Люси и об ее отце, сидевшем тут же. Все это они проделывали как можно проще, натуральнее, в своем обычном тоне, без всяких особых подготовлений, притом не настолько часто или продолжительно, чтобы это могло быть утомительно для доктора. И добрая душа мистера Лори находила утешение, воображая, что доктор начинает чаще на них поглядывать и как будто соображать, что за несообразности творятся вокруг него. Когда снова наступили сумерки, мистер Лори опять обратился к нему с тем же вопросом. — Дорогой доктор, не хотите ли пройтись? И опять он повторил. — Пройтись? — Ну да, прогуляться со мной, отчего бы не пойти. На этот раз, не получив никакого ответа, мистер Лори притворился, что ушел гулять и воротился только через час. Тем временем доктор пересел к окну и все время сидел, глядя на чинаровое дерево, но как только мистер Лори вернулся, он перебрался с кресла на свою скамейку. Время тянулось медленно, надежды мистера Лори ослабевали, на сердце у него было тяжело и с каждым днем становилось тяжелее. Настал и прошел третий день, потом четвертый, пятый, прошло шесть, семь, восемь, девять дней. Надежда постепенно угасала, на сердце становилось все тяжелее и мистер Лори переживал поистине трудное время и был в постоянной тревоге. Секрет сохранялся вполне. Люси ничего не знала и была чрезвычайно счастлива. Но мистер Лори невольно замечал, что башмачник, вначале довольно неловко справлявшийся со своей работой, постепенно становился ужасно искусен, и никогда он не трудился так успешно, никогда его пальцы не двигались так ловко и проворно, как в поздние сумерки девятого дня. Секрет